Часть 2. Сокрытый город. Можете вообразить себе, что значит быть слепым? Истинную слепоту – не просто отнятое зрение или приходящий мрак ночи, но полную утрату восприятия. Именно это, как им думается, они со мной сотворили, нарушив мою связь с Великим океаном. Но подобные представления говорят о приземленности мышления, которое выдает их непонимание истинной природы Варпа. Он везде вокруг меня, во что бы там не верили мои тюремщики. Но я с удовольствием позволяю им считать, что они уязвили меня своими гемферными ошейниками и стенами, напичканными псионически стойкими кристаллами. Я почувствовал катастрофическое появление моего генетического отца в недрах дворца, и я все еще ощущаю порожденный им хаос, чье эхо раскатывается по всему земному шару. Я коснулся разума Алого Короля и увидел достаточно, чтобы понять, что толкнуло его на такой отчаянный поступок. Хоть я и отинеец, но кое-что понимаю и в вещах прозрения корвидов, и в том, чем кичатся паваниды. Как подвластны мне и потрошительские искусства рапторов и перидов, хотя меня раздражает орудовать силами такого вульгарного свойства. Адептус экземптус тысячи сунов – знаток многих вещей, и он более страшный противник, чем осознает кто бы то ни было в этом месте. Но самое правильное – держать врагов в неведении относительно своей истинной силы. Война – это путь обмана, и победителем становится тот, кому лучше удается скрыть свои удары. Я могу слышать мысли моих запертых за решеткой братьев, удерживаемых в узде гнев Асупхи и припадки горячечной ярости его близнеца. Угрюмая меланхолия Гифьюа даже забавна в малых дозах, как и дерзкие обличительные речи, которые сочиняет Аргентус Киран. Ни один из тех, кто хоть что-то решает, их не услышит, но желание Кирана отточить свои оскорбления не знает границ. Все они в ярости от того, как несправедливо с нами обошлись, и ни один не понимает, что по-иному не могло быть. Тагор все никак не успокоится по поводу оскорбительно маленькой численности войска, которое прислали для нашего ареста. Но он распыляется в своем гневе на все подряд, на наших пленителей, поскольку они первым делом отправились за нами, на солдат, которые убили его товарищей воинов, на свой легион за то, что они его бросили. Но больше всего на меня, потому что я их не предупредил. Как мне подступиться к объяснению своих мотивов Тагору, если я сам их не понимаю? Я самоустранился, и вовсе не из-за уговоров охотника за псайкерами. Его слова несли не больше смысла, чем хаотичный ментальный шум, который порождают клочки варп-энергии. Скорее, меня убедило видение. Я был смущен своей грезы о ледяном, озаренном голубым светом могильнике. В ней я иду его замерзшими катакомбами, и вижу, что земля усеяна осколками стекленеющих костей. Миллионы их сыплются из разрушенных склепов бесконечным потоком, устилая собой каменные плиты. Я вижу отдельные кусочки, все до последнего. Каждый блестит отраженным светом и хранит в себе воспоминания, запечатленные на его остекленевшей поверхности. В обломках костей отражается огромное красное око. Я знаю, что это за глаз. Я прекрасно его знаю. И он рассказывает мне об ужасном злодеянии, хотя я пока еще не понимаю, что он хочет этим сказать. Он – унылое место, этот могильник, по которому я боржу в гнетущем свете факелов. Они застыли в безвременье. Их пламя безжизненно и неподвижно. Везде вокруг меня мертвецы. Я ощущаю на себе их взгляды. Если привлечь негативный лексикон древних, то можно сказать, что бремя их обвинений подобно проклятию. Хотя в этом городе и царствует смерть, он пугающе прекрасен. Величественные проспекты мертвых украшены вздымающимися статуями скелетов, скосами и изваяниями злобных ангелов, чьи лица застыли в самых неистовых выражениях. Что-то мелькает на краю моего поля зрения. Оно проносится мимо. Его окрас выделяется ярким пятном среди этого тлетворного пейзажа. Оно мчится стрелой между огромными монументальными скульптурами. Это животное-падальщик, которого ни в коем случае не может быть здесь. Я узнаю его заостренную морду и рыжеватый мех, черные кончики его ушей и лап. Канис люкус, волк обыкновенный, вид вымерший тысячелетия назад. А вот, падиш ты, я не биологист, но каким-то образом знаю, что здесь этой твари не грозит смерть. Волк следует по моим следам сквозь костяную пургу. Он все ближе с каждым мгновением, хотя я размахиваю руками и выкрикиваю ему кровожадные угрозы. Осознав, что волка не свернуть с его пути, я перестаю обращать на него внимание и сосредотачиваюсь на том, куда несут меня мои ноги. К чудовищной статуе, которой не было еще мгновения назад, но которая вырастает из земли, как гигантская ракета, появляющаяся из пусковой шахты. Это крылатое изваяние безликого ангела, сделанное из необычного сумеречно-темного камня. С его широких плеч сыплется костяная пыль, а мимо несутся лавины такого размера, что они могли бы погрести под собой какой-нибудь терранский улей. Как и любой посвященный из планеты Магнуса, я разбираюсь в символизме могучих стихийных сил. И очень хорошо понимаю, какие времена смуты они предрекают. Я ощущаю, что внутри этой статуи что-то есть. Что-то злобное наблюдает сквозь ее гладкое, лишенное черт лицо. Как я осознаю его присутствие, так и оно осознает мое. Небеса над этой статуей поблескивают тусклым металлом и золотыми шпилями. Над городом Мавзолеем неподвижно висит космический корабль. Его краска, изначально имевшая голубой цвет, сожжена дотла. И лишь перламутровые пеньки, оставшиеся от эмблемы его хозяев, служат указанием на то, что когда-то это судно принадлежало 13-му легиону. Имя корабля впечатано в его корпус буквами высотой в сотни метров. Их витой шрифт выбит на адамантиевой обшивке на верфях Калта. Арго. Я знаю, что это за судно. Это корабль-призрак, который распотрошен изнутри кошмарными созданиями, внушающими ужас самой высшей пробы. Их шкуры покрыты красной чешуей. У них лоснящиеся черные языки. А в глазах отражаются все те постыдные мысли, что когда-либо приходили тебе на ум. Все, кто есть, на этом судне мертвы, и их смерти лежат тяжким грузом на совести того, кто все ближе и ближе. Он думает, что это его вина. Я знаю это с уверенностью, чья непоколебимость не уступает ее нелепости. Что же он мог совершить, чтобы обречь это потрясающее судно на такую жестокую смерть? Но в месте подобном этому абсурдно рассуждать об уверенности. Здесь правда и ложь могут в один миг перемахнуть через огромные бездны пространства. Я работаю с неосознанным, аллегорическим и нереальным. И все же я выражаю уверенность. Это парадоксально. И я вполне отдаю себе в этом отчет. И лишь в этот момент я осознаю, что не один, что рядом со мной есть другие. Я узнаю их и понимаю, что все они мертвы. Они призраки, которыми им еще предстоит стать. Они оплакивают свой уход и пытаются поведать мне, каким образом приняли смерть. Но их слова звучат бессмыслицей, и я не могу их понять. Каждый из них отвергнут и мертв. И это его собственный выбор. Каждый был убит, и причины известны лишь ему одному. Будь то честь, гордость, тщеславие или жажда знаний. Балагородные причины, все доедины. Я слушаю их полные безысходности речи, которые они твердят как мантры. И страстно перепеваю их сияющему маяку, чей свет достигает самых дальних пределов галактики. Тот, о ком говорила око, здесь. Десять. Претарианцы. Пси раскопки. Кровь защищает свою собственность. Один. Кустодии держали свою тюрьму под пиком, известным под названием Ракопоши. В ней, в изоляции от мира наверху, содержались личности, считающиеся врагами императора. Тюрьма была закрыта глубоко в каменную толщу горы, а ее известняковые стены, обшитые листами адамантия, были непроницаемы практически для всех разновидностей оружия, и глухи криком о невиновности, которые доносились из ее камер. На древнем, давно уже вышедшем из употребления языке, ее именовали к Хангбамару, слишком буквальным словосочетанием, которое давало некоторую подсказку о возрасте этого заведения. Но лишь самые старейшие из кустодиев утруждали себя использованием этого первоначального названия. Для тех же, кто был обрещен сидеть в ее камерах, без всякой надежды снова увидеть дневной свет, она имела гораздо более прозаическое прозвище. Для них она была просто склепом. Хангбамару всегда была частью горы, ну или, по крайней мере, так казалось, тем, кто вообще знал о ее существовании. И всю свою жизнь она служила темницей, тем тайным местом, куда бросали самых бесчеловечных, опасных и заслуживающих жесточайшего порицания злодеев, каких только видела эта планета. Ни один из живущих не мог сказать, кто начал вырубать ее камеры и коридоры в скальной породе горы. Корни ее происхождения терялись где-то в глубоком прошлом, которое осталось далеко за чертой людской памяти и хронологическими границами сохранившихся документов. Предания о гнусных преступниках, заточенных в ее беспросветных глубинах, уводили вглубь веков на тысячи лет, и в настоящее время их имена никому ничего не говорили, а злодеяния давно позабылись. Но среди тех, кто осквернял ее стерильные коридоры и умер с помрачненным рассудком, в ее безразличных стенах насчитывалось и множество негодяев, которые еще не стерлись из людской памяти. В свое время сюда доставили подручных тирана-пан-пацифийской империи, так же как Ээтнарха Кавказских пустырей, так называемого Первого Императора, и существо известное лишь под прозвищем Жнец. Чудовище, которое, как утверждают легенды, было ангелом, посланным для очищения этой планеты от человеческой расы. Сюда же привозили для казни Уильяма Кровавого, деспотического принца-кровопийцу Сальбиона, после его поражения в битве Голубой Зари. Погрязшие в пороке приверженцы Уильяма завоевали четверть земного шара, но в конце концов были остановлены армией могучих воинов, собранной нордафриканским полководцем по имени Кибука, который, как утверждалось, призвал молнию из туч и одарил своих солдат сверхъестественной силой. Со временем и сам Кибука был закован в цепи и брошен к Хангбамарву, однако до нынешних дней не дошло ни одного предания, которое поведало бы о том, кто сверг его власть. Ходили упорные слухи, что император собственноручно спроектировал персональную камеру для Нартана Дюме, но она осталась невостребованной, поскольку тиран погиб во время битвы, завершившей войну по свержению его бесчеловечного режима. Злые языки утверждают, что Дюме был казнен на обломках своей империи по настоянию Константина Вальдора. Психопата, в котором в равных долях смешивались безумие и гениальность, сочли слишком опасным, чтобы оставить его в живых. В эту специализированную тюрьму был распределен и кардинал Танк, но, как и в случае с Дюме, ему не довелось увидеть свои камеры. Еще до того, как успели организовать его перевод из Нуса Камбанган, заключенные из числа тех, кто подвергся невообразимо страшным пыткам во время его кровавых погромов, вскрыли изолятор, в котором содержался кардинал, и разорвали его на куски голыми руками. За всю долгую историю к Хангбамарву из нее удалось бежать только одному человеку – Заморе, который родился карликом. Как утверждалось, он в свое время дослужился до звания майора в организации, бывшей прообразом Легио Кустодис, и это обстоятельство лишь придавало еще больше нелепости байкам о его побеге. С того момента, как начался Великий Крестовый Поход, к Хангбамарву не испытывала недостатков заключенных. Здесь оказывались одураченные глупцы и сеятели паники, которые бесновались и разорялись по поводу безрассудности императора, а также жадные приспособленцы, которые пытались извлечь собственную выгоду из нового золотого века. Ни один из этих заключенных не мог похвастаться принадлежностью к той бесславной породе, к которой относились Танг, Дюме или Уильям. Но ситуация должна была кардинально измениться после подавления нынешнего мятежа. Самый неприступный казематный блок к Хангбамарву уже сейчас готовился для содержания самого опасного лица в галактике. Но есть ли надежда, что хоть одно из тиранских заведений подобного рода удержит в плену Хоруса Луперкаля? 2. В блоке Примус Альфа-1.0 никогда не становилось темно. Смена дня и ночи на поверхности планеты никак не соотносилась с внутренним распорядком склепа или потребностями заключенных в нем людей. Мрак способствовал побегу и, соответственно, был изгнан. Утам Луна-Хеш-Удар остановился перед последним блокпостом, который предварял камеры, чтобы биометрические анализаторы, встроенные в стены, пол и потолок, подтвердили его личность. Воздушные пробоотборники продегустировали его дыхание. Весоизмерительные датчики зарегистрировали массу его тела, а детекторы радиации замерили скорость распада изотопов в крови и костной ткани. Более сотни подобных измерений и ДНК-маркеров сравнивались с журналами постоянно обновляющихся параметров, гарантируя, что ни один нарушитель не просочится сквозь охранную сеть к Хангбамарву незамеченным. Утам был облачен в золотую броню кустодия. На щечные пластины его закрытого шлема были втянуты внутрь его многослойной структуры. Его лицо было неподвижным и невыразительным, став таким в результате воздействия бактериологического патогена зеленокожих, из-за которого мышцы верхней правой четверки его лица перестали реагировать на стимулы. Его организм с усовершенствованным обменом веществ без труда очистился от токсина. Но из-за травмы скорость его рефлекторной реакции упала в разы и не дотягивала до того минимума, который требовался для службы на передовых позициях. Утам был гордым человеком и тяжело воспринял свое отчисление из боевого состава Легио Кустодис. Но он принял эту ситуацию и взялся за свою новую роль тюремщика в склете со свойственными ему решимостью и внимательностью к деталям, благодаря которым его попытка полной инфильтрации в рамках кровавых игр считалась наиболее удачной из всех, пока ОМОН Таврамахиан Лэнг не совершил свой самый недавний заход. Утам изучил маршрут, которым молодой Кустоди проник во дворец и не нашел изъяна ни в одном из принятых им решений, вплоть до самого последнего момента, когда тот вздумал полезть на рожон и броситься в атаку, как обычный ассасин. Что до Утама, то он бы запутал добычу в свою сеть, как паук, трепухающаяся насекомая. Куда как лучше позволить своей жертве самой проделать всю работу и из-под тяжка отсечь ее от охранников. Утам уставился в пустой черный экран над бронированной дверью, предоставляя сканерам сетчатки исследовать его глаз. Эта часть всегда занимала нетипично много времени, поскольку один глаз был поврежден, и аппаратуре приходилось потрудиться, чтобы установить личность. С учетом нахождения в таких глубинах склепа, подобные меры безопасности в сущности были излишними. Но правило есть правило, и Утам никогда не пренебрегал ими по доброй воле. При этой мысли Утам обернулся, чтобы взглянуть на процессию следующих за ним солдат-ветеранов. Они были отобраны из тех базирующихся на тере полков, что имели самый высокий уровень профессиональной подготовки. Их боевой арсенал представлял из себя коллекцию необычного оружия в диапазоне отметателей обездвиживающих сетей, плазменных тенек из-за накопителей и масс крашеров до более примитивных мел и хелганов. Даже самый высокий из бойцов не дотягивал Утаму до плеча, и притарианец едва сдерживал свое презрение, глядя, как они гуськом проходят мимо сканеров. Ему не нравилось, что они не были кустодиями, поскольку в блоке Примус Альфа-1-0 содержались настолько опасные заключенные, что эти солдаты не имели против них ни единого шанса, чем бы они не были вооружены. Существенная часть боевого состава Легио была отправлена на боевое задание на Проспера вместе с космическими волками. О его целях не сообщалось, но отослать такое множество притарианцев императора от их правителя в подобное время могли лишь по одной причине. Два солдата в малиновых доспехах и золотистых зеркальных визорах направляли движение металлического ящика, напоминающего формой гроб чрезмерно больших размеров, который парил на репульсорных полях. Это был типовой раздатчик питания, модифицированный штатом приписанных к склепу механикум, чтобы обеспечить заключенных блока специфической пищей. То, что им сохранили жизнь, не укладывалось у Утама в голове. Они были самыми опасными людьми на Терри, и то, что они продолжали существовать, не могло привести ни к чему хорошему. Сканеры подтвердили личность последнего солдата, и бронированная дверь скользнула вверх, шипя пневматикой. Пахнуло холодным воздухом, свидетельствующим о том, что впереди лежит огромное открытое пространство. За этой дверью, обшитые золотом стены тюремного комплекса, уступали место грубоотесанной скальной породе горного основания. Изнутри повеяло холодной землей и камнем, который когда-то покоился под толщей глубочайшего океана. Резкий свет ослепительно ярких люм-сфер не оставлял ни одной тени. Пара управляющих сервиторами турельных установок, которые располагались в 30 метрах от входа, развернулась и дернулась к ним, щелкая и жужжа в процессе захвата целей. Утам шагнул в простреливаемую зону, и крупнокалиберные автопушки взвыли своими блоками стволов, раскрученными до бешеной скорости. Утам луна-хеш-удар, произнес он, четко проговаривая каждый звук и точно соблюдая интонации голоса. Аугметические глаза сервиторов поменяли цвет с красного на зеленый, и Утам начал пропускать через дверь солдат. К нему приблизился воин, шедший замыкающим. Сумант Гирибхальгуни Киртха был кустодием из числа ветеранов, чье имя, как говорили, содержало как минимум 76 наградных титулов. Вдобавок к этим заслуженным им наградам на его полированной броне были выгравированы слова признания заслуг. Утам не знал, как Киртха очутился в Кхангбамару. Он не имел на себе никаких явных признаков телесных повреждений и находился на пике физической формы. Ходили слухи, что он однажды оспорил приказ Константина Вальдора. Повелитель Легио Кустодис был суровым, бескомпромиссным мужчиной. Но хотя Утам никогда не имел чести с ним встречаться, он сомневался, что Вальдор был настолько мелочным, чтобы отослать от себя человека за столь незначительный проступок. В Легио ценились думающие воины, непоколебимые в своем упорстве люди, которые будут задавать вопрос за вопросом, пока им не станет ясен ответ. «Какие-то проблемы, Утам?» – спросил Киртха. «Почему ты встал?» «Просто так», – ответил Утам, стыдясь, что отвлекся на размышления. «Тогда давай, двигайся», – сказал Киртха. «Не люблю здесь бывать, воздух провонял ими». Утам кивнул. Воздух действительно пах по-другому. Заключенные, вследствие своей уникальной физиологии, отличались от смертных и даже от кустодиев по многим параметрам, как очевидным, так и не очень. Какие бы преступления не совершил обычный человек, в нем, как и прежде, легко узнавался хомо сапиенс. Он, безусловно, продолжал оставаться частью человеческой расы. Эти же заключенные пахли чуть-чуть по-другому. Едва ли не чужеродно, но это бесило почти так же сильно, как и их измена. «Почти. Биометрические данные подтверждены», – произнес Утам. Защитная дверь за спиной Киртхи закрылась. Когда запоры метровой толщины скользнули, на предназначенные им места он продолжил. «Блок примус, альфа-1-0 запечатан и под защитой». «Подтверждаю», – сказал Киртха, размашисто шагая к началу колонны. Утам теперь занимал позицию замыкающего и перемещался короткими шажками. А Киртха вел их по широкому коридору. Несмотря на то, что солдаты были отобраны из тех еще базирующихся на терре полков, чьи бойцы были самыми храбрыми и профессиональными, они неприкрыто нервничали, проходя между турелями. Хотя по команде Утама начали соблюдаться строгие меры предосторожности, орудия могли открыть огонь в мгновение ока. А зеленые глазные линзы сервиторов не обещали пощады никому из застигнутых в простреливаемой зоне. Утам проследовал за Киртхой и солдатами к широкому сводчатому проходу, внутреннюю поверхность которого усеивал ряд излучателей лазерной сетки. Оттуда доносился басовитый напев колоссальных генераторов и химический душок мощных энергетических полей. Утам прошел под аркой и вступил в гигантскую пещеру с лоснящимися стенами и головокружительно высоким потолком. Она имела километровый размах самой узкой своей части, и у нее не было пола, лишь адская бездна, которая простиралась во всю ее ширь. Утам понимал, что, называя пропасть этими двумя словами, он допускает преувеличение самого дурного свойства. Но вообще говоря, они удачно описывали ситуацию. Он расположился на широкой приступке, пристроенной к краю пещеры, в двух шагах от узкого решетчатого мостика из стали, который вздымался вверх, как башня чудовищного подъемного крана. Утам наблюдал за тем, как Киртха, вставший за пульт управления, подводит мост к каменному острову, который парил в центре помещения, подвешенный на смутно различимой подушке энергетического поля. По окружности стен пещеры были прикручены гигантские машины, напоминающие огромные двигатели, и Утам чувствовал, что в насыщенной электричеством атмосфере волосы на его загребке стоят торчком. Если потребуется, эти генераторы можно будет тотчас же отключить, и тогда остров рухнет в недра планеты. Имея таких опасных пленников, стоило подстраховаться. Мостик состыковался с островом, и множество автоматических орудийных установок, встроенных в стены пещеры, развернуло свои длинные стволы, нацеливая их на парящий кусок скалы. На нем располагались изолированные камеры в количестве тридцати штук, но лишь двенадцать из них содержали в себе заключенных. Когда мост встал на место, Утам решительно направился к нему. За ним последовали солдаты и Киртха. Под бронированными ботинками Утама звенела сталь. Он смотрел строго вперед. Он снял со спины свою алебарду, достав ее из чехла, чье устройство позволяло немедленное высвобождение оружия, и покатал мышцами плеч в подготовительной разминке. «Ожидаешь неприятностей?» спросил Киртха через встроенный в шлем Вокс. «Нет», — ответил Утам, «но мне всегда спокойнее, когда я встречаюсь с этими ублюдками с оружием в руках». «Я знаю, что ты имеешь в виду», — сказал Киртха. «Я едва ли не надеюсь, что кто-то из них попытается что-нибудь отмочить». «Даже не шути так», — предостерег его Утам, как раз достигая конца моста. Первая камера представляла собой прямоугольный блок, сделанный из тройного слоя пермакрита с добавкой керамита, чей вид не давал никаких подсказок о природе находящегося внутри заключенного. Она не имела никаких отличительных черт, не считая трафаретного буквенно-цифрового обозначения на ее боковой стене, до прозрачной двери из бронированного стекла, которая обычно встречается в иллюминаторах космических кораблей. Это была будка, в которую никто не входил, и из которой никто не выходил, если на то не было разрешения Легио Кустодис. Утам приблизился к двери, чувствуя знакомый комок напряжения в животе, вызванный выбросом эндорфинов и боевых стимуляторов, который предшествовал схватке. Ощущение было приятным, хоть он и не рассчитывал, что ему придется здесь сражаться. В камере находился всего один человек, который сидел по-турецки в ее центре. Тюремный комбинезон ярко-желтого цвета едва не лопался на его мускулистом теле. Длинные волосы, черные как смоль, рассыпались по обе стороны от широкого лица, чьи черты были растянуты вширь вследствие генетических манипуляций. Им надлежало бы быть безобразными, но они каким-то образом скомбинировались в симпатичное целое. Хотя этот узник и был неописуемо смертоносным, он обезоруживал своим мягким обаянием. Утам, однако, был не настолько глук, чтобы недооценивать Адхарву, просто потому, что тот происходит из легиона ученых. Если остальные при виде своих тюремщиков впадали в ярость или желчно сплевывали в их сторону, этот, казалось, смирился со своим заключением и не таил злобы. Адхарва открыл глаза. Один походил на сверкающий сапфир, второй на тусклый янтарь. «Утам, луна, хеш, удар», — произнес воин. «Ты прерываешь мое восхождение по исчислениям». «Тебе пора поесть», — сказал Утам, пока раздатчик питания вставлялся в предназначенное для него место в прозрачном стекле двери. В камеру ввалился паек в целлюлозной упаковке. Адхарва смотрел на его падение со смесью отвращения и смирения. «Что ни день, то банкет», — высказался воин из легиона Тысячи Сынов. «Тебе повезло, что мы тебя вообще кормим», — сказал Утам. «Я бы оставил тебя умирать от голода». «Тогда бы ты стал главным злодеем в этом спектакле», — ответил Адхарва. «А такое никогда не должно случаться с притарианцами императора, не так ли? Не упоминай его имени, предатель. Ты не достоин его произносить». «Скажи мне, Утам, кого я предал, когда меня сюда привезли?» — спросил Адхарва, расплетая ноги и поднимаясь на них одним плавным движением. «Когда я Сунагасена ввел в командорство три тысячи своих бойцов, кого именно я предал?» «Ни единой души. Но тем не менее, вот он я, сижу в камере, в заперти, как и воины из тех легионов, которые справедливо именуются нарушителями присяги. Когда в группе есть разносчик чумы, ты удалишь из нее только тех, кто болен, или отправишь в карантин всех?» — спросил Утам. «Позволь привести тебе встречный пример», — ответил Адхарва. «Если у человека развелась опухоль, ты избирательно уничтожишь ее в ходе лечения или просто-напросто убьешь человека. Опухоль погибнет в любом случае. Тогда, притарианец, Утам, Луна, Хешудар, остается только радоваться, что ты не медик», — сказал Адхарва. Три. Они снова пришли к нему во тьме. Каждое лицо, каждый крик и каждый панический предсмертный вздох. Кай устроился на жестком каменном выступе, который выполнял функции ложа, и, свернувшись в клубок, раскачивался взад и вперед в попытках выкинуть из головы мучительные воспоминания, которые ему приходилось переживать заново по их вине. Летательный аппарат унес его из шепчущей башни высоко в горы сквозь залитые светом звезд гряды облаков и головокружительные пики в лунной рассветке. То был его взлет. Затем настал черед падения в беспросветные недра горы, которая отчего-то казалась более мрачной и угрожающей, чем ей полагалось бы быть, словно она несла на себе бремя страданий всех тех, кого забрали в ее глубины. Его влекли по коридорам и через гулкие переходы, в громыхающие лифты и пневмокары, которые несли его все ниже и ниже, в неизведанные недра зловещей горы, пока в конце концов он не был помещен в пустую камеру, вырубленную прямо в скале и оборудованную лишь самыми примитивными удобствами для удовлетворения человеческих надобностей. Ржавая труба в углу помещения сочилась отвратительной водой, а круглая дыра на противоположном конце комнаты служила по всей очевидности для оправления естественных нужд. Стены камеры покрывала износостойкая глянцевая краска блеклого голубовато-серого цвета. Предыдущие обитатели этого места обозначили свое присутствие, расцарапав ее сломанными ногтями или чем-то другим, что могло оставить на ней след. Каю так и не удалось понять, что означают многие из этих примитивных, каких-то первобытных картинок, по большей части представлявших из себя хаотические скопления молний и людей, которые держали оружие с длинными древками. Эти изображения были всего лишь отчаянными мольбами не забывать о нацарапавших их людях, о которых уже никто не помнил, и которые, по-видимому, уже давно как были мертвы. Кай хотел добавить собственную отметину, но у него не было ничего, что могло бы оставить след на крашеных стенах. Тюремщики оставили его обливаться холодным потом на неопределенное время, чтобы картины тех воображаемых ужасов, которые на него якобы обрушатся, сделали за них всю работу. Кай не был храбрецом, и он кричал, что расскажет все, что им будет угодно, если только будет знать, что именно. Хотя мысли Кая имитались в дюжине разных направлений, он заставил себя заснуть, понимая, что если он отдохнет, то ему будет легче выдержать то, что ему предстояло, чем бы оно ни было. К нему пришли сны, но не о Руб-Эль-Хали, и не о величественной крепости Арзашкуна, а о холодной пустыне, населенной голосами умерших. Он видел светловолосую девушку в голубой бандане, которую знал по Арго. Ему было известно ее имя. Они в некоторой степени были друзьями, но его воспоминания были смутными. Их погребла под собой непрерывная болтовня мертвецов. Во сне они роились вокруг него, моля разъяснить им, почему их жизни забрали, а его пощадили, почему за ними пришли чудовище бездны с медными мечами и хитиновыми когтями, которые срывали мясо с костей и оставляли зияющие раны, которым никогда не зажить. Каю было нечего им сказать, но они все равно требовали ответов. Почему из всего корабля ни в чем не повинных людей выжило только два человека, и он был одним из этих двоих? Что давало ему право жить, в то время, как они были приговорены к вечной муке? Кай плакал во сне, снова и снова переживая кошмар их смертей. И лишь один голос не предъявлял обвинений. Успокаивающий, интеллигентный, он говорил без слов, однако избавил Кая от болезненных воспоминаний, заменив их картинами райского мира с высокими горами, зелеными равнинами и прекрасными городами, сверкающих пирамид, сделанных из прозрачного стекла. Когда он проснулся, то обнаружил в камере двух человек. Это были мужчина и женщина, бесстрастно привлекательные на вид и одетые в хрустящие белые мундиры, которые выглядели, как гибриды лабораторных халатов и защитных комплектов для работы в условиях повышенной опасности. Красота мужчины была того рода, чьи корни росли из стильной косметической пластики, тогда как женщина сконцентрировалась исключительно на своих глазах, светло-изумрудных очах, пленительнее которых Кай еще не встречал за всю свою жизнь. «Ты проснулся», произнес мужчина. «А то неясно», подумал Кай. «Пришла пора выяснить, что ты знаешь», добавила женщина. Кай потер лицо, чувствуя вислую кожу щек и однодневную щетину. «Я вам уже говорил, что ничего не знаю», ответил он. «Иначе я бы вам все рассказал, клянусь. Я не помню практически ничего из случившегося в трансзале. Мы, конечно же, не ожидаем, что у тебя будут хоть какие-то осознанные воспоминания об информации, внедренной в твой мозг аниксорашиной», сказала женщина. На ее лице застыло неискреннее выражение. «Но она в тебе, в этом можно не сомневаться». «Наше задание – изъять эту информацию», сообщил мужчина. «Прекрасно», ответил Кай. «Подключите меня к пси-просвечивателю и покончим с этим». «Боюсь, это будет совсем не так просто», сказал мужчина. «Или так безболезненно», добавила женщина. «Кто вы такие?» спросил Кай. «Вы не из города Прозрения, так на кого вы работаете?» «Меня зовут Адепт Хирика», сообщила женщина. «А это Адепт Шарф. Мы – нейролокуторы, или, если тебе угодно, пси-зонды. Это не безобидные медицинские зонды, а те, которыми бурят». «Как сверлом», добавил Шарф. «Моя роль состоит в том, чтобы помочь Адепту Хирика пробиться в твой душевный мир и выкорчевать ту информацию, которую укрыли в твоем разуме». «Вы это серьезно?» «Совершенно серьезно», ответил Шарф таким тоном, словно он был озадачен тем, что Кай имел в виду своим вопросом. «Мы находимся здесь по воле Легио Кустодис. Мы получили приказы с самого верха, и они дают нам карт-бланш на достижение наших целей любыми необходимыми средствами». «Я боюсь, что ты, вероятнее всего, не переживешь эту процедуру», сказала Хирика. «А если даже случится обратное, то практически гарантировано, что ты навечно останешься в вегетативном состоянии». «Это безумие!» выкрикнул Кай, отшатываясь от этих выродков. «Подумай над этим трезво, и ты поймешь, что у нас действительно нет другого выхода», сказал Шарф. «Мы так и знали, что ты не захочешь нам помогать», добавила Хирика. «Как прискорбно». 4. Кай не мог говорить. Назубная капа, оберегающая его от откусывания собственного языка наполняла рот привкусом железа и антисептика. В его гортань уходила трубка для подачи воздуха, а голову покрывал кожаный шлем наподобие тех, что носят пилоты, которые усеивали иглы и электроды. Многочисленные капельницы подавали растворы в его вены и кровеносные сосуды внутри черепной коробки. Его глаза удерживались в открытом положении фиксаторами век, а к нижней части каждого глазного яблока были подключены узкие выходные разъемы бронзовых проводов, которые тянулись к окулярно-оптической записывающей аппаратуре. Допросная комната имела ужасно прозаический вид. Это была простая, обшитая металлом клетушка без окон, зеркал или каких-либо отличительных черт. Кай полулежал на каталке с стальным каркасом в окружении портативных блоков контрольной аппаратуры, каждый из которых вел свою повесть о его внутренних биоритмах. Позади него располагалось гудящее устройство, прикрученное к металлическому полу, которое изгибалось над его головой, как сверкающий скорпионий хвост. На нем покачивались гирлянды инструментов, похоже предназначенных для устрашения не в меньшей мере, чем для работы. Хирика и Шарф занимались тем, что следили за поступлением медикаментов кровь Кая, а одетый в золотые доспехи Сатурналия стоял на дальнем конце комнаты, непринужденно держа в одной из рук свое оружие гвардейца. «Вы готовы приступить?» спросил Кустодий. «Почти», ответила Хирика. «Это щекотливая процедура и спешка нежелательна». «Сведения, которые вы ищете, Кустодий, припрятаны со знанием дела», добавил Шарф. «Нам придется погрузиться в недра его психики, а такое путешествие требует безукоризненной подготовки. Если мы не проявим должной осторожности и внимания, мы рискуем повредить его рассудок». Кустодий шагнул к псизондам, крепко стискивая оружие в своих пальцах. «Наставница телепатика упоминала императора», произнес он. «А все, что касается императора, входит в сферу моей ответственности. Не выбрасывайте время на ветер, рассказывая мне о подготовке и попусту жонглируя словами. Разыщите то, что она вложила в его голову, и немедленно. Если за это придется заплатить повреждениям его рассудка, меня это ни капли не волнует». Каю хотелось излить на них свое бешенство, но он не мог выговорить ни слова. Ему хотелось крикнуть им, что он человеческое существо, астропат, представляющий ценность для империума. Но он понимал, что даже если ему удастся заставить их себя услышать, то им будет все равно. Для Сатурнали долг перед императором превышал все остальное, а Хирико и Шарф просто делали свою работу. Астропат попытался задергаться, но он был полностью обездвижен удерживающими устройствами и медикаментами. Хирико уселась подле него на табурет на колесиках и сверилась с информационным планшетом, который свисал с боковой стороны каталки. «Превосходно!» заявила она. «Кай, ты демонстрируешь замечательный прогресс. Еще секунда, и мы будем готовы». Адепт Шарф уселся напротив Хирико и вкрутил разъем в заднюю часть своей шеи. Где как Каю удалось разглядеть краем глаза, поблескивала имплантированная когнитивная аугметика. Шарф подобрал второй конец кабеля и подключил его к безликому черному ящику, который был прилажен к боковой стороне каталки. Он размотал выходящий из него тонкий кабель и, одарив Кая улыбкой, щелчком пристегнул его к соединительному разъему на кожаном шлеме астропата. Его глаза на мгновение расфокусировались и Кай почувствовал всплеск давящего ощущения в лобных долях своего мозга. «Ты в Умбре?» спросила Хирика. «Да», ответил Шарф отсутствующим голосом, «Готов к твоему внедрению». «Замечательно», произнесла Хирика и аналогичным образом подключилась к безликому черному ящику. Она тоже присоединила конец своего кабеля к устройству, покрывающему голову Кая, и он вновь почувствовал давящее ощущение, вызванное вторжением в его разум. «Ну а теперь», сказала Хирика, «приступим». 5. Она нажала оранжевую кнопку на боку ящика, и разум Кая залила светом. Его яркость росла, пока не стала непереносимой, как у поверхности звезды, рассматриваемой с близкого расстояния, что это выжгло бы ему глаза. Кай закричал, и свет начал тускнеть, пока не стал терпимым. Астропат обнаружил, что стоит посреди пустыни, и вокруг него на сотни километров во всех направлениях нет ничего и никого. Горячий ветер ерошил верхушки окрестных барханов, а бьющие вниз лучи палящего солнца вносили долгожданное разнообразие в стерильную обстановку, в которой он был окружен под горой. Это было укрытие, пустая земля. Что бы они с ним не сделали, эта уловка не сработала. Кай понимал, что все это иллюзорно, но это искусственно сотворенное пространство грезы, и осознав это, он сообразил, что не должен был тут появляться. Именно на это они и рассчитывали. Они хотели, чтобы он оказался здесь, вместе, где его самые потаенные мысли были как на ладони, и откуда можно было добраться до его самых сокровенных секретов. Хотя Кай и заявлял раньше о своем желании рассказать Хирико и Шарфу все, что им хотелось бы узнать, его вдруг охватила убежденность, что ему не стоит идти по этому пути наименьшего сопротивления. От того, сохранит ли он в тайне, переданное ему зависело его жизнь. Об том, что он знал, можно было рассказать только человеку с золотыми глазами. А это станет возможным лишь при условии, что Кай убережет этот секрет от Хирико и Шарфа. Вместе с их именами пришло и ощущение их присутствия в его разуме. Он не мог их видеть, но знал, что они здесь, притаились и выжидают, когда он выведет их к тому, до чего им хотелось докопаться. На песке рядом с ним возник человек. Это была женщина в свободных одеждах до пят, с длинными серебристо-серыми волосами. Ее взгляд был теплым и добрым. Он знал ее, хотя и не в таком облище. Не с глазами из плоти и крови. Они были изумрудно-зелеными, искрящимися и полными жизнью. То, что такие прекрасные очи добровольно отдали, всего лишь ради того, чтобы обезопаситься от обитающих варпи-тварей, выглядело противоестественным. «Аник», сказал он, «Вы же умерли». «Не будь таким глупышкой, Кай», ответила Сорошина. «Никто не умирает по-настоящему, пока о нем кто-нибудь помнит». Как сказал великий поэт, «Коль не захочешь, веки не умрет, то, что в твоем воображении живет». Так говорила мне Сорошина, но ты не она. «Нет». «А кого бы ты тогда хотел во мне видеть», спросила женщина, и ее черты мгновенно преобразились в лицо его матери. Глаза остались изумрудно-зелеными, но там, где раньше была сердечность, теперь осталась лишь тоскливая печаль. Остропад отвернулся от них, вспоминая грустные взгляды, бросаемые матерью всякий раз, когда они с отцом уезжали навстречу очередным приключениям по всему земному шару. Кай изо всех сил старался сохранять невозмутимость, но это сложно сделать, когда стоишь перед женщиной, которая вырастила тебя и помогла вылепить из тебя того мужчину, которым ты стал. Только вот это была не она. Его мать умерла точно так же, как и Сорошина. «Ты адепт Хирика? Так? Естественно», сказала его мать. «Тогда выгляди так, как должна», рявкнул Кай. «Не прячься за масками». «Я и не пряталась», ответила Хирика, принимая более знакомый Каю облик. «Я просто пыталась помочь тебе расслабиться. Процедура пойдет гораздо глаже, если ты не будешь нам сопротивляться. Я понимаю, что ты не имеешь представления о рассказанном тебе Сорошиной, но мне нужно до этого добраться. Я не знаю, где оно. Думаю, это не так». «Нет так». Хирика вздохнула и взяла его под руку, увлекая к пологому склону бархана. «Знаешь, сколько пси-допросов я провела?» «Нет, конечно же не знаешь, но их было много. И именно те, кто нам сопротивляется, всегда кончают тем, что становятся растениями. Ты этого хочешь?» «Что за глупый вопрос?» Она пожала плечами и продолжила так, словно он ничего не говорил. «Человеческий разум, головокружительно сложная машина. Это хранилище миллиардов воспоминаний, воспринимаемых ощущений, ответных реакций и автономных функций. В него тяжело вломиться, не нанеся непоправимый ущерб». «Так не вламывайся», предложил Кай. «Хотела бы я иметь такую возможность, честное слово», улыбнулась Хирика. «Ты мне нравишься, но если потребуется, я порву в клочья саму суть твоего разума одними голыми руками. В конечном счете все выдают свои секреты, всегда. Вопрос лишь в масштабе увечий, с которыми они готовы жить по окончании процедуры». Они достигли верхушки бархана, и Кай обнаружил, что смотрит вниз на искрящуюся крепость Арзашкуна. Самые высокие башни колыхались в жарком воздухе, и Кай прикрыл рукой глаза, защищаясь от отцвета солнца на его золотых минаретах. «Впечатляет», произнесла Хирика, «но ей не удержать меня снаружи. Даже и на минуту не заблуждайся по этому поводу». Кай остановился и развернулся кругом, высматривая в песках любой признак того, что они здесь не одни. Ему показалось, что на периферии его зрения мелькнула тень, двигающаяся под песком очень далекого бархана. «А где шарф?» спросил он. «Он к тебе не присоединится?» «Он здесь, но этим зондажом руковожу я». Тут Кая озарила, и его лицо пошло морщинками, медленно расплываясь в улыбке. «Его задача выдернуть тебя отсюда, если станет слишком опасно, да?» Раздражение, вспыхнувшее в ее изумрудных глазах, подтвердило его догадку. «Ты не знаешь, сможешь ли это сделать, так?» спросил он. Хирика сильнее стиснула его руку. «Смогу, поверь мне. Единственный вопрос, в жесткости процедуры, и тут все будет так, как ты пожелаешь. Моргнуть не успеешь, как я разрушу эту крепость. Разберу ее по выдуманным камешкам и воображаемым кирпичикам. Я буду растирать ее в пыль и порошок до тех пор, пока ты не перестанешь отличать ее остатки от песков пустыни». Она простерла свою руку, и самая высокая башня крепости начала разрушаться. То, что казалось твердым, еще секунды назад теперь таяло, становясь дымом и паром. Она щелкнула пальцами, и еще одна башня развалилась на части. То, на что Кай потратил годы, чтобы довести его до совершенства, сейчас уничтожалось Хирика в мгновение ока. Проделывая все это, она искала его взгляд, но глаза Остропата были прикованы к чему-то очень далекому, к тому, что было вылеплено из черных воспоминаний и ужаса. Оно прорвалось к ним сквозь песок, как хищник, учуявший запах крови. Кай почувствовал резкий всплеск давящего ощущения в глубине глаз. Хирика обернулась. Она успела как раз вовремя, чтобы увидеть темный силуэт, несущийся к песчаной поверхности. Он появился на свет на волне крови, подобной подземной реке, неистово рвущейся из-под песка пустыни. Она ревела, эта река. Она ревела, она вопила. Она наполнила весь мир предсмертными криками и мукой последних мгновений тысяч людей. Она растеклась по пустыне разливом багряного масла, создавая озерца зловонной трупной жидкости во впадинах между барханами и облизывая их склоны как бурный прилив. «Твоя работа?» требовательно спросила Хирика. «Нет», ответил Кай. «Прекрати это», приказала Хирика, «немедленно». «Я не могу». «Естественно можешь, это же твой разум, он подвластен твоей воле». Кай пожал плечами. Разрастающееся озеро маслянистой крови поднималось все выше. Его поверхность шла рябью от движений тысяч рук и лиц, рвущихся снизу вверх. Прежде Кай всегда боялся этого скрытого чудовища, тех страстей и чувства вины, которые оно в себе несло. Но увидев его сейчас, он испытал блаженное облегчение. Вязкая волна катилась в гору вопреки всем законам гидродинамики, и студенистые тела наконец вырвались на поверхность ее смердящей субстанции. Рослые тощие, пышущие вулканическим жаром, с длинными и тонкими конечностями в красной чешуе. Они облекались в плоти кровь, издавая высокие пронзительные вопли. Их вспученные черепа становились глинцевитом, на них формировались рога и распахивались рты, щерящиеся зазубренными клыками. Да, эти твари были порождениями его памяти, но это не делало их менее опасными в этом царстве грез. «Ты что творишь?» требовательно спросила Хирика. «Я уже сказал тебе, что это не я», ответил Кай. «Это Арго». К ним катилась бурлящая волна чудовищ с черными как ночь шкурами. Хирика подняла глаза к небу. «Вытаскивай меня отсюда», велела она. «Немедленно!» Адепт исчезла. Волна мрака, которая вздувалась и бурлила, как живой полок вечной тьмы, перехлестнула через вершину бархана, поглощая Кая и затягивая его в пучину, из которой не было спасения. Шесть. «Что произошло?» властно спросил Сатурналия. Хирика лежала на полу допросной комнаты с закатившимися глазами. Из ее носа хлистала кровь. Шарф приподнял ее голову и сделал ей инъекцию прозрачной жидкости через катетер, вставленный в ее предплечье. «Я задал тебе вопрос», сказал Сатурналия. «Тихо», ответил Шарф, «я только что извлек ее из враждебного пространства грезы, без соблюдения каких-либо предписанных адаптационных процедур. Ее мозг впал в шоковое состояние, и если я не приведу ее в себя, мы вообще можем ее лишиться». Сатурналия взвился, от того, что с ним говорили, как с кем-то нишем, но сдержал свой гнев. С тем, что должно воспоследовать за общение с воином Легио Кустодис в неподобающем тоне, можно было и подождать. «Что я могу сделать?» спросил он. «Ничего», ответил Шарф. «Теперь все зависит от нее». Шарф снова начал что-то говорить, Хирика негромким голосом, с успокаивающими интонациями, гладя ее по щеке и держа за руку. Наконец, ее ресницы затрепетали, и она открыла глаза. Вопреки тем сомнениям, которые питал Сатурнале, ее взгляд снова стал осмысленным. «Это будет тяжелее, чем я думала», сказала она. 11. Разрушение личности. Распахнутая дверь. Элиана. 1. Кай потерял счет времени. В пространствах его грез дни сменялись неделями, а недели месяцами. Но эти временные промежутки не имели никакого отношения к миру бодрствования. Ему вспомнились облицованные кафелем комнаты, каменные переходы и льдисто-голубые стены его камеры. Но он был не способен рассудить, какие из этих переживаний были реальными. Он распрощался с психорией, изгнанной каждодневными упражнениями по вхождению в состояние восприятия нунцио. Его кормили и мыли, поскольку, будучи оторванным от привычного жизненного распорядка, он перестал контролировать отправление естественных нужд. Кай столько времени провел в умозрительных пространствах, лежащих за пределами сфер, в которых обитают смертные, благословленные отсутствием псионических способностей, что он все сильнее отрывался от реальности, путая ее с миром воображения. Ему представилось, что он видит свою мать, которая стояла у двери его камеры с задумчиво печальным выражением на лице. Он тонул в ее зеленых глазах, но как только он открыл рот, чтобы с ней заговорить, выросший за ее спиной черный силуэт полоснул клинком по ее горлу. Из изуродованной шеи хлестнуло море крови, и во тьме закричали тысячи голосов. Однажды, когда Кай бродил по пустынной пепельно-серой равнине, ему привиделся сияющий человек, одетый в красно-белые доспехи. Он взывал Каю на языке, которого остропад не знал, но который становился то отчетливее, то неразборчивее, синхронно с усилением и затиханием призрачного ветерка. Чувствуя, что воин олицетворяет некую возможность спастись, Кай но каждый раз, когда остропад поворачивался к нему лицом, тот отступал, как будто пока еще не был готов к встрече. Нейролокутеры снова и снова внедрялись в разум Кая. Иногда это был шарф, иногда хирика, но маслянисто-черная тварь и завывающие призраки Арго неизменно изгоняли их наружу. В те редкие моменты, когда рассудок Кая прояснялся, он изливал на покойную Аник Сарашину свою ненависть и свое восхищение. Спрятать послание в его воспоминаниях о том обреченном судне было блестящим ходом с ее стороны. Она знала, что, несмотря на все свои успехи, Кай еще не был готов посмотреть в лицо ужасом, обрушившимся на корабль призрак. Он чувствовал растущее недовольство его тюремщиков и наслаждался им. Они быстро отказались от прямых атак на его психику и сменили тактику, переключившись на более искусные и менее агрессивные подходы. Шарф пытался действовать методом убеждения, Хирика увлечь Кая соблазнами. Перед глазами Астропата проходила череда грез, наслаждения, могущества, тысячи удовлетворенных желаний, и все это в бесчисленном количестве вариаций. Некоторые иллюзии маскировались под реальность, другие выдавались за игру воображения, но ни одна не помогла добраться до тайн, похороненных внутри черного ужаса Арго. Мы не в состоянии извлечь эту информацию, сообщила Хирика после особо изнурительного сеанса. Лицо Кая лоснилось от пота, его тело превратилось в мощи, сейчас оно выглядело тощим собранием костей, истощенных мышц и ввалившейся плоти, обернутых в пергаментную кожу. Над Каем навис Исполин, его аугметические глаза зажужжали, меняя фокусировку. Широкие скулы и острый подбородок Сатурналии смотрели на Астропата с презрением, которая сквозила в каждой черточке лица Кустодия. Почему нет? Она спрятана в глубине воспоминания, которого он не станет касаться, сообщил Шарф. Арго? Именно, подтвердила Хирика. Сарашина или то, что через нее действовало, знало, что делает, и это крайне прискорбно. Итак, если вы не способны ее извлечь, то кто сможет? Требовательно спросил Сатурналия. Кай просто-таки чувствовал желание Кустодия убить его, не мудрствуя лукаво и тем закрыть вопрос. Ключ, отпирающий дверь к нужной вам информации, есть лишь у одного человека, сказала Хирика. У кого? Хирика положила руку на плечо Астропата. У самого Кая. Кай зашел со смехом, но капа во рту превратила его в булькающее рыдание. Два. Топорность их методов, вот что злило его сильнее всего прочего. Они врубались в хрупкие эфирные структуры мыслительных процессов наобум и без надежды на успех, как хирургионы, пытающиеся оперировать мозг при помощи пилы дровосека и зубила каменщика. Адхарва ощущал каждую ожесточенную атаку псизондов, их неуклюжие попытки выкорчевать разыскиваемую ими информацию и детские в своей наимности уговоры, которыми они надеялись выманить эти сведения в сознательную часть ума их пленника. Отголоски их варварских методов, похожие на пронзительный виск когтистой перчатки скребущей пасхольной доске терзали Адхарву на всех уровнях его восприятия. Его, как любого истинного мастера, раздражала работа дилетантов. И хотя он отнюдь не был уверен, что смог бы извлечь то, что по всей видимости было запрятано глубоко в уме пленника, у него было бы больше шансов, чем у парочки мясников, которых привлекли к этой работе. Он сидел по-турецки в центре своей одиночки и блуждал разумом по лабиринту проходов к Хангбамарву, с непринужденной легкостью проверяя поставленные ему пределы. Адхарва забавлялся над своими тюремщиками. Позволяем считать, что он ограничен своей камерой, что он медленно сходит с ума от одиночества, как и его братья. С того дня, как за ними пришел Ясу Нагасена, прошли месяцы. И за это время плененные бойцы крестового воинства не видели ни единой души, не считая двух кустодиев и их кампании в лице прискорбно несоответствующих своей задаче смертных солдат. Адхарва уже прощупал разумы всех и каждого, кто только был в этой подземной тюрьме. Одних он едва коснулся, с другими был менее осторожен. Ум походил на искусный замок. Требовалось надавить на штифты души и тогда она выдавала свои секреты. Весь фокус состоял в том, чтобы обнаружить правильные точки приложения этого нажима, чтобы выяснить, от каких именно воспоминаний, желаний или посулов разум раскроется, как расцветающий бутон. Для адепта атинейского культа чтение сознательных мыслей было невеликим трудом. Гораздо больший вызов состоял в обретении умения спускаться вниз по уровням сознания смертного, в том, чтобы нырнуть под суматоху поверхностных мыслей, миновать примитивные желания и побуждения, пройти тайные пороки и мелкие грешки, спрятанные в выгребных ямах мозга каждого индивидуума, и достичь самой сути личности. Именно здесь, в этой темной берлоге, где таилась беззащитная тварь человеческой сущности, а каждая мысль была видна, как на ладони, можно было доискаться доистины. Мало кто был способен добраться сюда незамеченным, но Адхарва отточил это умение за долгие годы работы одним из правдодознатчиков. С тех самых пор, как Алый Король спас их легион от уничтожения, правдодознатчики были первыми людьми в его рядах, занимаясь выискиванием любых признаков скрытых изъянов в разумах спящих воинов, избавленных от ужасов перерождения плоти. Адхарва знал своих тюремщиков из числа смертных лучше, чем они сами. Ему были открыты их страхи, их желания, их тайные грешки и их амбиции. Он знал о них все, и его забавляло, как просто были устроены их разумы. Как может живое существо, претендующее на обладание самосознанием, функционировать с такими зачаточными когнитивными способностями? А вот кустодии, их разумы были прекрасными творениями, искусно сработанными на стыке пси-инженерии и генетических усовершенствований. Они походили на сложнейшие из машин, что только способно представить воображение, и напоминали стальные капканы, готовые защелкнуться на неосторожном нарушителе. Подобно к агитатору, который огражден от взлома умелым инфоцитом, их разумы были всецело способны защититься от вторжения. И Адхарва лишь скользнул вдоль внешних рубежей их блистательных сознаний, даже не попытавшись достичь чего-то большего. Но хотя Адхарва и был безмерно очарован кустодиями, его мысли все время притягивал разум, который атаковали пси-зонды. На первый взгляд эта личность ничем не выделялась среди сотен других заключенных этой тюрьмы, если не считать малую толику псианических способностей, да стеклянистые рубцы, оставшиеся от процедуры прикрепления души. Адхарва осознал себелюбие этого человека, его правомерную заносчивость, вскормленную годами, проведенными с легионом Желемана. Ее можно было понять, но не она была его истинной сутью. Этот человек был лучше, чем сам о себе думал. Но ему удастся содрать себе эту шелуху лишь очень мучительной ценой. Этот процесс уже начался, но скорее всего так и останется незавершенным до его смерти. Этого человека звали Каем Зулейном, и это о нем толковало око. Но его имя ничего не говорило от Харви. Даже когда перед ним обнажилась вся память этого человека, ничто не указывало на то, какой интерес он мог для кого-либо представлять. И все увидеть даже от Харва. Оно было закутано в черное покрывало кошмара из неукротимой ярости эфира и чувства вины, которое нельзя было снять без надлежащих инструментов. Сила здесь бесполезна. Этот ужас не перебороть никакой угрозой физической расправы. Как не уломать его извне неуговорами, не обещаниями удовольствия. Эту пытку можно прекратить лишь изнутри. Но охраняемой тюрьмы от Харва терпеть не мог загадок. Этот секрет требовалось раскрыть. Его мозг ученого должен был разгадать эту тайну. Хоть Алый Король и сделал опрометчивый шаг, появившись на Терри. Благодаря его визиту от Харва понял, что надлежит делать. Кай Зулейн был жизненно важен для будущего. Хоть никто и не понимал, каким образом. Но если кто и насладится выпавшей ему возможностью взломать разум этого человека, то это будет мистик из легиона тысячи сынов. Мимо стеклянной двери его камеры шла группа охранников. И Адхарва открыл глаза. Все они исхитрились не посмотреть в его сторону. Все кроме одного. И Адхарва засадил шип своего сознания в разум этого человека. Его звали Натрадж. был бойцом элитного десантного полка уральских властителей бури, служившего империуму с ранних лет объединительных войн, бок о бок с геносептами южных призывов. Его жена растила их пятерых сыновей в общине при гидроферме на склонах горы Аркад. И все его братья уже были мертвы. Натрадж был честным, достойным человеком, но ему больше не хотелось служить сам и клятвы, которую он принес перед крылатым ковчегом своего полка, обязывали его играть свою роль солдата и тюремщика. Но Натрадж уже приближался к сороковому году своей жизни, и его единственным желанием было вернуться домой, к своей семье, и присматривать за тем, как его мальчики становятся мужчинами. Простое стремление, понятное, распахнутая дверь для тенейца. Три. Кай валялся на полу своей камеры, весь потух. Его сердце колотилось так, будто он одним махом взбежал на самый верх шепчущей башни. Все тело ныло, глаза ощущались так, словно швы, которыми они крепились к коже, потихоньку расползались. В запекшем сорту стоял желчный привкус рвоты, а одежда провоняла мочой и испражнениями. Ломила весь скелет до последней косточки. Отрясшая мышцы, мелкая дрожь лишала астропата любой возможности отдохнуть. Камеру заливал яркий свет, невидимая решетка вокса грянула резким треском статики. Каю хотелось подняться и встретить допрос с мужеством и достоинством. Но у него не осталось ни капли силы, чтобы бросить им вызов. Его скрюченная рука процарапала по полу, и на лице астропата появились морщинки едва заметной улыбки. Ему наконец удалось оставить в камере собственную метку. Его пересохший язык поскреб по растрескавшимся губам. Кай заморгал, избавляясь от гноя, который скапливался в уголках его глаз. Астропат не имел никакого понятия, сколько времени он пролежал здесь, в лужах собственных выделений. Да и по правде говоря, его это уже не волновало. Он смотрел на узоры, которые его дыхание создавало на луже рвоты. Они походили на зыбь на поверхности огромного озера, которое изнемогало под слепящим красным солнцем. Затем что-то изменилось. По воздуху пронесся трепет, открылась дверь. Кай попытался шевельнуться, но его конечности уже перестали ему подчиняться. Перед его глазами появилась пара ботинок. У них были каблуки, и они были изготовлены из дорогостоящих материалов, бывших по карману лишь тиранским толстосумом и высокопоставленным шишком. Он услышал женский голос, приглушенный и неразборчивый. Затем под ним оказались чьи-то руки, которые подхватили его и вздернули в вертикальное положение. Кай задергался от их касания. Его тело представляло из себя одну сплошную боль, и оно шарахалось прочь от людских прикосновений. Его протащили через камеру и разместили на краю его ложа. Два человека в громоздкой черной броне, которая состояла из переслоенных полос чего-то похожего на кожу, в соединении с пластинами керамита отступили от него на шаг, и между ними появилась женщина, самая изысканная из всех, что Кай только видел в своей жизни. Кай сощурился, глядя сквозь яркий свет ламп. Его посетительница была ему незнакома. Ее благородное происхождение не вызывало сомнений, как и то, что ее внешность была сформирована тонко продуманными косметическими операциями. У нее были ярко-зеленые глаза, которые хирургически улучшенная композиция ее черт идеально обрамляла высокими скулами. Ее светлые волосы были пострижены в очаровательное асимметричное коре, украшенное аметистовыми бусинами. Ее гибкую фигуру обтягивало черное трико, а вокруг тела обвивалась фиолетовая спираль мерцающей ткани, напоминая собой застывший вихрь. Женщина была одета для выезда в какой-нибудь Америке, а не для визита в тюрьму под забытой всеми горой. И Кай недоумевал, чего она вообще могла от него хотеть. «Ты знаешь, кто я такая?» спросила она. Кай облизал губы, смочив их той скудной влагой, что еще оставалось у него во рту. «Нет», ответил он. Его голос прозвучал едва слышным шепотом, пыльным шуршанием трупа в пустыне. «А с чего бы тебе? Я вращаюсь в кругах, лежащих далеко за пределами твоего ограниченного кругозора», сказала женщина. Она осторожно пробралась через лужи на полу и присела около него. Ее наряд менял положение по ходу ее движения, скользя вокруг ее фигуры змеей, с тем, чтобы ни в коем случае не коснуться земли. Она увидела, что он это заметил, и улыбнулась. «Нано-ткань, запрограммированная так, чтобы все время оставаться в заданном положении и на фиксированном расстоянии от моего тела. Дорого стоит!» «Чудовищно», подтвердила она. «Чего вы хотите?» Женщина щелкнула пальцами. «Дайте человеку попить, я его едва слышу». Один из охранников женщины присел рядом с Каем и предложил ему пластиковую трубку, отсоединенную им от наплечника своих доспехов. На ее конце висели капельки влаги, и Кай с благодарностью втянул прохладную жидкость, произведенную рециркуляторным комплектом бойца. То, что эта вода была выделена из пота и телесных отходов, не волновало Каянина грош. Он чувствовал, как она растекается по его туловищу и вдоль его конечностей, вливая в него жизнь, как укол стимулятора. У него тотчас же прояснилась голова, а донимающая его тошнота отступила. Уже лучше, сказала женщина. Теперь мне не нужно быть в такой близости от тебя, чтобы расслышать, что ты говоришь. Это была не вода, заметил Кай, указывая на бойца, который пристегивал прозрачную пластиковую трубку обратно к своему наплечнику. Нет, но ведь ты чувствуешь себя лучше, так? Гораздо лучше, подтвердил Кай. Женщина склонила голову на бок, ее взгляд гулял по лицу остропата. У нее были совершенно изумительные очи, причем свои собственные, и их вероятнее всего генетически смоделировали еще в утробе матери. Аугметические глаза Кая заметили едва различимые контуры Электу, прямо под третьим кожным слоем, и он машинально навел на них резкость. Это была наклонная заглавная буква Ка, выполненная знакомым курсивом, и Кай коснулся внутренней стороны своего запястья, где была нанесена точно такая же Электу, не сдержав при этом стона. Вы из дома Кастана, сказал он. Я есть дом Кастана, ответила женщина. Я Элиана Семпти Вердучина Кастана. Дочь Патриарха, произнес Кай. Именно так подтвердила Элиана, поднимая свою челку и открывая украшенную драгоценностями повязку по центру ее лба, которая скрывала третий глаз. И ты, Кай Зулейн, ходячий позор моего дома. У меня никогда не было умысла им стать, домино, сказал Кай, поспешно отводя глаза и используя официальную форму обращения. Посмотреть в окон навигатора было равносильно смерти, а с точки зрения семьи Кастана и знавис на Белиты он более чем заслужил подобную судьбу. Я пришла сюда не для того, чтобы тебя убить, сообщила Элиана. Хотя трон свидетель, это решило бы целую кучу проблем. Я нахожусь здесь, чтобы дать тебе второй шанс. Я пришла предложить тебе возможность искупить гибель Арго и потерю лица в глазах конклава навигатором, которая едва не подкосила моего отца. Зачем бы вам делать что-то подобное? Потому что я не люблю транжирство, ответила Элиана. Несмотря на все причиненные тобой беды, ты все еще остаешься искусным остропатом, и мне хотелось бы компенсировать те значительные расходы, которые понес мой отец, устраивая так, что тебя прикомандируют к нашему дому. Вы сможете обеспечить мое освобождение из этого места? спросил Кай. Элиана улыбнулась и покачала головой, как будто забавляясь наивными вопросами ребенка. Я навесно белиты, заявила она. Я говорю, и мир обращается вслух. Даже легио кустодис, даже претарианцы, подтвердила Элиана. Если я дам гарантию, что никогда не позволю тебе вернуться на Теру, не велика цена, чтобы подвести черту под этой неприятностью. Полагаю, ты согласен? Кай кивнул. Подумаешь, никогда больше не увидеть планету, где он родился. Это даже нельзя назвать ценой. И вы можете забрать меня отсюда? спросил он. Могу, но сначала ты должен кое-что для меня сделать. Что? Все, что вам будет угодно, домино, сказал Кай, потянувшись, чтобы взять руку Элианы в своих. Ее кожа была гладкой, но жесткой, что свидетельствовало о наличии подкожных тактильно-чувствительных имплантатов. Элиана впилась взглядом в его глаза, и Кай снова поразился сияющей зеленью ее идеально круглых радужных оболочек. Мне нужно, чтобы ты посмотрел на меня и понял, что дом Кастана не считает тебя ответственным за случившееся на борту Арго. Это был старый корабль, который сильно просрочил дату планового ремонта. Лопасти генераторов поля Геллера получили повреждения при пересечении астероидного поля вокруг Конора, и то, что они откажут, было лишь вопросом времени. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Прямо перед тем, как они отказали, я осуществлял передачу, прошептал Кай. Настолько тихо, что сам не был уверен, произнес ли он это вслух. Что? Я находился в трансе Нунцио, сказал Кай. Я отправлял сообщение на Теру, как раз в тот момент, когда отказали щиты. Это я открыл дорогу внутрь тем чудовищам, тем сущностям, которые живут в арте. Щиты может и треснули, и они были готовы схлопнуться, но тем молотком, который разбил их окончательно был я. Вся команда была вырезана, и это моя вина. Элиана крепко стиснула его руки и посмотрела ему прямо в глаза. Это была не твоя вина, сказала она. Да, создание варпа опасное, но ты не виноват в том, что случилось. Я видела отчет корабельщиков о состоянии той развалины, которая появилась из варпа. Это чудо, что Арго вообще удалось вернуться в материальное пространство, и всеми, кого он доставил домой, были ты и Роксана. Роксана, сказал Кай. Да, так ее звали, я помню. Мы знали друг друга, что с ней сталось. Она в порядке, сообщила Элиана. Однако Кай уловил заминку перед ответом. Она быстро поправилась и вернулась к своим обязанностям. Как надлежит и тебе, но ты должен рассказать кустодиям то, что сообщила тебе Сарашина. Не вижу причин для то не пострадаешь, что бы ты мне не сказал. Кай запрокинул голову и уставился в заливающий камеру яркий свет. Он не мог увидеть источника освещения, и тем не менее на стенах сияли его отблески. Грубый статический шум усилился, и теперь Кай понял, чем он был на самом деле. Ветром пустыни, дующим через долины и впадины моря Барханов, перекраивая ландшафт каждым своим порывом. «Очень хорошо», сказал он, «ты меня едва не одурачила». Хватка Эляны усилилась, и на кратчайшую долю секунды ее идеально вылепленные черты пошли рябью. Но как только он осознал, что это фальшивка, остаток фикции начал осыпаться с нарастающей скоростью, и стены камеры обвалились, как истрепанный задник в дешевом театре. Вместо них от горизонта до горизонта раскинулась неимоверная пустота просторов Руб Эль-Хали. Вооруженные бойцы истаяли, словно сдутые ветром скульптуры из песка. И Кай обнаружил, что сидит на уступе скалы, возвышающейся над крепостью Арзашкуна. «Где я ошиблась?» спросил адепт Хирика, сбрасывая личину Эляны. «Для начала глаза», ответил Кай. «Тебе никогда не удастся изменить глаз. И хотя я каждый раз об этом не помню, ты никогда не можешь их спрятать». «Это все?» «Ну нет», сказал Кай. «Ты совершила еще одну ошибку». «О, и какую же?» «Элиана Кастана законченная стерва», сказал Кай. «Она никогда не проявила бы такого сочувствия к тому, кто так дорого обошелся ее дому». Хирика пожала плечами. «Я слышала об этом, но сделала ставку на то, что ты никогда с ней не встречался». «Так и есть, но разговоры-то ходят». Хирика склонилась ближе, все еще продолжая держать его за руки. От ее кожи веяло дешевым травяным мылом. Запах был до такой степени обыденным, что Каю захотелось разрыдаться, если бы только он мог. «Не важно, верил ты или нет в то, что происходило в том пространстве грезы», сказала Хирика. «Слова, которые я произнесла ее губами, не теряют ни капли своей правоты. Ты не виноват в том, что произошло с Арго. Только признав этот факт, ты сможешь расстаться с тем, что тебя здесь удерживает. Может, я этого не хочу. Может, я чувствую, что заслужил наказание. Просто за то, что выжил. Ты об этом не думала? Зачем продолжать вгонять себя в гроб? Спросила Хирика. Этот зондаш убивает тебя день за днем. Ты должен это понимать. Кай кивнул. Я понимаю. Тогда зачем так поступать? Аник Сарашина попросила меня рассказать то, что я знаю одному человеку и только ему одному. Кому? Я не знаю, ответил Кай, зачерпывая горсть песка и позволяя ему просыпаться меж растопыренных пальцев. Ветер подхватил падающие крупинки, увлекая их прочь над барханами, чтобы они затерялись среди бескрайней пустыни. Кай представил себе одной из этих песчинок, уносимой вдаль теплым сирока навстречу тому, чтобы сгинуть без всякой надежды быть отысканной вновь. В этом нет никакого смысла, высказалась Хирика. А это и не обязательно, ответил Кай. Но что обещано, то здесь погибнуть? Кай обдумал вопрос, спрашивая себя, действительно ли ему хочется умереть. Он был бы рад освободиться от кошмаров и постоянного чувства вины за то, что остался в живых, но был слишком малодушным, чтобы пойти на смерть с такой легкостью. Или же дело было в его стойкости, благодаря которой он продолжал бороться за жизнь и за возможность доказать, что он выжил не зря. Нет, в конце концов сказал он, когда понял ответ. Я не хочу здесь погибнуть. Единственный способ остаться в живых это передать мне сообщение с Арашиной, заверила его Хирика. Ты ошибаешься, ответил Кай, не зная, почему он так в этом уверен. Я намерен доставить его по адресу. Хирика покачала головой. Прежде тебя убьет Сатурналия. Четыре. Последки неистовствовали. Но чего еще стоило ожидать после такого мощного псионического выброса, как тот, что сопровождал прибытие Алого Короля? Магнус собственной персоной появился на Терре, покрыв расстояние в половину галактики, и у Эвандра Григора не хватало воображения, чтобы представить, каких энергозатрат стоил ему подобный трюк. Как он это сделал? Да, Магнус был примархом, но даже богоподобное создание, столь искушенное в сферах псионики, безусловно имело свои пределы. Григора не был осведомлен ни об одной псионической дисциплине, которая позволила бы переместить физическое тело индивидуума на такое огромное расстояние. Так как же Магнус это проделал? Согласно легендам, открытие порталов в пространстве и времени входило в число умений когносцинтов. Но даже в самых нелепых байках говорилось лишь о путешествиях с одной стороны планеты на другую. Для перемещений между мирами требовался самый выдающийся разум из всех, что только видела галактика. В свое время Григора говорил Зулейну, что когносцинтов уже не осталось, но не мог ли император создать еще одного в лице Магнуса? Может, это он был тем, с кем Зулейн повстречался в своем сновидении, но перенестись с Проспера на Терру? Такое деяние говорило о могущественном чародействии, и если Магнус распечатал эту запретную дверь, империуму это не сулило ничего хорошего. Как Григора уже сказал Каю, такое вопиющее пренебрежение декретом императора могло быть наказано только одним способом. Последки ревели и не истолствовали, как жесточайший ураган. В них бушевали концентраты кошмаров и собранные воедино видения тысяч травмированных астротелепатов. Сотни их были убиты псионической ударной волной, эхо которой еще отдавалось в планетарном эфире. У сотен же других способностей уже никогда не восстановятся в полном объеме. В любое другое время произошедшее сочли бы бедствием, но в разгар полномасштабной гражданской войны это было ничем иным, как настоящей катастрофой. Город прозрения по сути ослеп. Григора оценил насмешку судьбы, но лорд Дорн был далек от того, чтобы счесть случившееся забавным. Переживать заново кошмары целого города было задачей не из простых. Криптостезикам приходилось еще раз проходить через все те мучения, которые выпали на долю их коллег. Шепчущие камни истекали багрянцам нематериальной крови, насыщенной гнетущими образами и самыми черными страхами тех, чью психику они спасли от чрезмерной нагрузки. Водопад света и встроенный в свод решетки из пси-кристаллов сливал эту жуть на Григора. И как бы он не укреплял себя ритуалами отстранения и защитными мантрами, всякий раз, когда в Марьеве остаточных энергий обретал форму новый кошмар, он не мог сдержать слез. Он видел близких, жестоко разлученных друг с другом, шипастые ужасы и ползучих тварей, сны людей о том, что их бросают, кошмары, полные страданий и страх отверженности, полученные в детстве травмы, переживаемая заново боль и воображаемые ужасы, которые были несопоставимы ни с чем. Все это и многое другое сочилось из шепчущих камней, как гной из раны. Город прозрения снова станет дееспособным, лишь когда из него будет изгнан последний след полученных его обитателями травм. И лишь криптостезики обладали умениями, которые позволяли это сделать. Задачей Григора была очистка города от энергии из стран зала Хора Примус. Ее возложил на него сам Немоджимен. Его распоряжение было простым. Заставь кошмары уйти. Легко сказать, да трудно сделать. Внутри Аникса Рашиной содержалось такое огромное количество уничтоживших Хор Примус Энергии, что ее частички проникли в коллективную психику обитателей Шепчущей Башни. Бесконечно малые фрагменты ее задачи застряли в разумах всех, кто слышал ту пронзительную песнь искушения. Эти частички были поглощены Шепчущими камнями, а оттуда они просочились в мрачное царство криптостезиков. Для тех, чей разум не был настроен на тайную систему, лежащую в основании галактики, подобные отрывки были бы бессмыслицей, спутанной мешаниной хаотичных образов, абсурдных метафор и разношерстных аллегорий. Но Григора знал, что к чему, и видел отсылки к системе в каждой наводящей ужас-картине, выуживаемой им из последков, как будто сумасшествия и пороки, рассеянные по всей галактике, излили весь свой бред и все свои грезы в едином могучем выкрики. Система была тут, прямо у него перед носом, и ключ, необходимый для раскрытия тайны, которую он изучал всю свою взрослую жизнь, был спрятан в разуме Кая Зулейна. Сарашина сказала, что она передает предупреждение, но кому? И что это за предупреждение такое? Что его предпочтительнее запрятать в разуме искалеченного телепата, а не выкрикивать во все горло самой высокой крыши? Суть дела скрывалась прямо тут, в кошмарах остропатов башни, и Григора был намерен до нее доискаться. Нейролокутером Легио Кустодис никак не удавалось извлечь наследие сарашиной из головы Зулейна, но Григора был уверен, что бы не появилось тогда в шепчущей башне, его секреты находятся здесь, впоследках, и то, что Григора до них докопается, было лишь вопросом времени. Двенадцать Враг Враг внутри Заносчивое братство Сдержанное обещание Один Хотя броня и защищала от царящего под горами холода, Утам Луна Хеш Удар чувствовал, как коварный озноб из подваль пробирает его до самых костей. Он следил за маневрами смертных солдат, которые вели раздачу питания по мосту к парящему острову в сердце Кхангбамарву. Из погруженных во мрак потолочных расселин сыпала морозь дождя, и на клинке его алебарды собирались капельки влаги. Они сразу же испарялись ее силовым полем, шипя так, словно в воздухе плавали змеи. Из-за этого энергозапас будет истощаться быстрее. Но с другой стороны, если он окажется в окружении врагов, те мгновения, которые займет включение поля, могут стоить ему жизни. Суманд Гири в Хальгуни Тиртха стоял рядом с Утамом. Его алебарда тоже шипела во влажном воздухе. Он смотрел вверх, и по золотым пластинам его шлема слезами катились капельки воды. «Дождь под горами», заговорил он. «Никогда не видел ничего подобного». «Это из-за холода на поверхности», ответил Утам. «Не все ли равно?» «Гора плачет», сказал Тиртха. «Что?» Тиртха пожал плечами, как будто он стеснялся продолжать. «Давай выкладывай», сказал Утам. «Что тебя беспокоит?» «Я читал хроники к Ханг Бомару», ответил Тиртха. «В них говорится, что гора плакала в день побега за моры». «Сегодня не удерет никто», сказал Утам, «не из-под нашего надзора». «Как скажешь», согласился Тиртха. Хотя его лицо скрывалось под визором шлема, его телодвижения говорили «не оставляет тревога». «Пошли», позвал он. «Не позволим, чтобы случайные совпадения в виде подземных осадков помешали воинам Легио Кустодис исполнять свои обязанности». «Безусловно», откликнулся Тиртха. «Солдаты уже заводили раздатчик питания на тюремный остров. Его репульсорное поле провзаимодействовало с паразитной волной, испущенной мощными генераторами, которые уральских властителей буря чертыхнулся. Он попал в поле, и болезненные ощущения заставили его выпустить свой конец раздатчика. «Смотрите за тем, что делаете, чтоб вас!» рявкнул он, выплескивая свое раздражение наружу. «Держи свой конец как положено, и он не выскользнет», отозвался боец напротив. Это был сержант-ветеран гитанского эскорта, элитного подразделения летчиков, которое базировалось в гнездах кратеров Байконура. «Да, я понесу половину твоего веса», огрызнулся первый. Его звали Натрач. И до настоящего момента Утам считал его одним из самых уравновешенных членов своего расчета. «Замолчите», вмешался Утам. «Вам запрещено разговаривать при исполнении». «Приношу извинения, к устодии», сказал Натрач. «Этого больше не повторится». «Мы единодушны», добавил сержант эскорта. Однако Утам подозревал, что как только они окажутся за пределами горы, те неприязненные чувства, которые они друг на друга затаили, снова выйдут наружу. «Когда мы здесь закончим, вы вернетесь на поверхность и получите увольнительные документы. Мне бесполезны люди, которые не в состоянии следовать приказам», сказал Утам. Кустодий начал Натрач. «Милорд, пожалуйста, попридержите языки, вы оба», велел Утам. «Я не потерплю разногласий. Вы так и не поняли, чем вы тут занимаетесь, и все опасности вверенных вам заключенных. Командующие вами офицеры будут извещены об этом дисциплинарном проступке». Оба солдата злобно уставились на кустодия. Боевые рефлексы Утама автоматически распознали ярость и надвигающуюся угрозу рукоприкладства. Его стим железы набухли, наполняясь активационными химическими соединениями. Он стиснул оружие, но злость бойцов вдруг исчезла без следа, так же резко, как и появилась. Она иссякла так внезапно, словно кто-то перебросил переключатель. «За мной», велел Утам и развернувшись повел солдат между камерами. Остатки боевых стимуляторов все еще гуляли по его венам. И кустодий бдительно высматривал неприятеля в промежутках между казематными блоками. Единственные имеющиеся на острове враги сидели в заперти, но его встревожила короткая перепалка между смертными. И хотя Утам не верил в приметы, ее сочетание с моросящим дождем вывело его из готовность и толкая на импульсивные действия. Не лучшее состояние в ситуации, где ключевыми моментами были осторожность и дотошное внимание к мелочам. «Который первый?» спросил Тиркха. «Тагор», ответил Утам, указывая на казематный блок справа от себя. Утам терпеть не мог Тагора. Перед тем, как его удалось утихомирить, он убил 359 человек, что делало его едва ли не таким же опасным, как Кустодий. Утам занял позицию перед дверью, а солдаты начали разворачивать кругом раздатчик питания. Находящийся внутри воин мерил шагами камеру по длине и ширине, как хищник в клетке. Он пребывал в напряжении, отчего его мышцы бугрились, а челюсти были стиснуты, как у бешеного волка. Заключенный имел чудовищное телосложение, это был исполин, одетый лишь в изодранную набедренную повязку. Когда-то она была типовым тюремным комбинезоном, но узник порвал его в клочья. Его тело покрывала сетка шрамов, наслоенных поверх генетически нарощенной мускулатуры и укрепленных костей, а кожа была сплошным полотном сплетающихся друг с другом татуировок, где топоры и мечи мешались с черепами и зазубренными зубами, которые заглатывали целые планеты. Его затылок представлял собой чудовищную картину металлических пластин, вделанных, вырезанные в кости пазы, которыми был изборожден его череп. И какой бы самоконтроль не проявлял этот воин, это не могло скрыть до конца сквозящие в его облике безумие. «Отойди от двери, предатель!» приказал Утам. Воин оскалил зубы, дернувшись при слове предатель, однако подчинился. Он встал спиной к дальней стене, но его мышцы бугрились в предвкушении схватки. Тагор был пожирателем миров, и Утам всегда видел его в позиции для нападения и ни в какой другой. То же самое можно было сказать и о прочих из его легиона. И Утам недоумевал, как им удается выдерживать это постоянное пребывание в такой высокой готовности к действию. Некоторые люди считали пожирателей миров необузданными убийцами, психопатами, которые с молчаливого одобрения вели себя как полоумные мясники. Но Утам не заблуждался на этот счет. В конце концов, какая же нужна дисциплина, чтобы поддерживать агрессию на подобном уровне, и лишь на волосок от того, чтобы выплеснуться наружу, держа ее при этом в такой тесной узде. Пожиратели миров были более опасными, чем кто бы то ни было готов был признать. Тагор пожирал кустодия глазами, скалил зубы в свирепой ухмылке, но молчал. У тебя есть что сказать, рявкнул Утам. Тагор кивнул. В один прекрасный день я тебя убью, вырву твой позвоночник через грудь. Пустые угрозы, спросил Утам, я ждал от тебя большего. Если думаешь, что я грежу впустую, то ты еще глупее, чем выглядишь, ответил Тагор. Тем не менее, из нас двоих в заключении сидишь ты. Здесь то, спросил Тагор. Раздатчик питания уронил в камеру пару упаковок с пайками. Этим меня надолго не удержать. Утам улыбнулся, невольно забавляясь бравадой Тагора. Ты правда в это веришь, или тебя заставляет так думать та мерзость, что вколочено в твой череп. Я, пожиратель миров, гордо взрыкнул Тагор. Я не интересуюсь абстракциями, мое дело реальность, поделенная на черное и белое, и я знаю, что я тебя убью. Утам покачал головой, признавая всю бесплодность дальнейшей дискуссии, и двинулся вглубь тюремного комплекса. Прочие заключенные одаривали его холодными злыми взглядами, или ядовитой враждебностью, но Утама как всегда больше всего беспокоил от Харва. Колдун стоял в центре камеры, вытянув руки вдоль боков и слегка вздернув подбородок, как будто он чего-то ждал. Его глаза были закрыты, а губы шевелились, словно он беззвучно кого-то о чем-то молил. Здесь дождь шел сильнее, падая каплями с острых пермакритовых кромок казематного блока. Глаза Утама сузились, тот самый озноб, который он ощутил, войдя в пещеру, стал еще сильнее. Он почувствовал опасность, и его боевые инстинкты, уже обостренные коротким вбросом стимуляторов, сразу же вступили в дело. Он крутнул в руки оружие, в тот же миг глаза от Харвы открылись, и Утам судорожно вздохнул. Они больше не были янтарным и голубым, а мерцали белизной зимнего солнца. «Назад», приказал он, отступая от двери камеры. «Немедленная эвакуация!» «Для этого уже слишком поздно», сказал Адхарва. «Тиртха!» выкрикнул Утам. «Угроза!» Сгусток воздуха, разогретого до сверх высоких температур, щелкнул ударом бича, и Утам стремительно развернулся. Натрадж из полка уральских властителей бури крепко прижимал к плечу свое плазменное ружье, и из отверстия расположенных вдоль его ствола истекали отводимые наружу газы. Кустодий Сумант Гириб Хальгуни Тиртха упал на колени с дымящейся дырой в животе. «Гора плачет!» произнес он и рухнул лицом вниз. Два. В допросной комнате было по обыкновению холодно, но Кай ощутил, что в воздухе витает напряженность, которая не имеет никакого отношения к неизменно неудачным попыткам Шарфа и Хирика добраться до информации, заложенной в него сорошиной. Хотя Кай настолько ослаб физически, что удерживающие устройства стали ненужными, его все-таки пристегнули к креслу в центре комнаты. Адепт Хирика сидела напротив него, и Астропат заметил темные круги у нее под глазами, которых не было в их прошлую встречу в мире бодрствования. Допросы выматывали ее почти так же сильно, как и его самого. «Пожалуйста, разве нам нужно снова это проделывать?» заговорил Кай. «Я не могу дать тебе то, чего ты хочешь». «Я тебе верю, Кай, на самом деле верю», ответила Хирика. «Но если кустодий не смогут получить скрытое в твоей голове, то они удовлетворятся твоей смертью. Легио кустодис неумолимая организация, и если ты не отдашь мне желаемое добровольно, то у меня нет другого выбора, кроме как его из тебя вырвать». «Что это означает?» Хирика вперилась в него взглядом, в котором мешались печаль и раздражение. «Это означает именно то, что ты думаешь, Кай, ты этого не переживешь». «Прошу тебя», сказал Кай, «я не хочу умирать, я не хочу умирать вот так». «Это уже не имеет значения», ответила Хирика. «Прочие решили, что ты должен, но если тебе станет от этого легче, то знай, что ты скоро лишишься сознания и совершенно ничего не почувствуешь». Прежде чем Кай успел ответить, открылась дверь, и в допросную комнату вошел он слабо улыбнулся Каю. Хирика бросила на адепта обеспокоенный взгляд. «Ты опоздал», произнесла она, «ты же никогда не опаздываешь». «Я плохо спал, мне снился человек в красно-белых доспехах», сказал Шарф, и что-то в этом описании зацепило какую-то струнку в памяти Кая. Он взывал ко мне». «Что он говорил?» спросила Хирика. «Не знаю, я не смог расшифровать ни слова». «Возможно, остаточные эффекты Умбры?» спросила Хирика. «Мне стоит начинать волноваться?» Шарф покачал головой. «Нет, я считаю, что это дает о себе знать псит-равма, причиненная появлением примарха Магнуса. В конце концов, красный и белый цвета доспехов наводят на мысль о связи с тысячей сынов». Хирика кивнула. «Такое вполне может быть?» Шарф уселся рядом с Каем и начал копаться во множестве шунтов для ввода медикаментов и катетерных игол, которыми была пронизана бледная кожа астропата. Кай не мог повернуть голову, чтобы увидеть, чем он там занимается, но его периферическое зрение было почти таким же четким, как и бинокулярное. У Шарфа были чуть-чуть расфокусированы глаза, как у человека, которого внезапно растолкали посреди крепкого сна. Его руки находились вне поля зрения, однако Кай услышал тихое шипение, когда один из дозаторов медикаментов ввел ему в кровь очередную инородную субстанцию. Астропат, ожидавший, что потеряет сознание, несколько удивился покалыванию, возникшему на периферии его конечностей. Его глаза метнулись к Хирико, но ее прекрасные зеленые очи изучали строки текста, который бежал вниз по экрану информационного планшета. Кай снова посмотрел на шарфа. Теперь, когда вводимый ему адептом медикамент приступил к полной нейтрализации миорелаксантов и анестетиков, которые удерживали астропата в покорном состоянии, он обрел возможность двигать головой. Кай закусил губу, вновь обретя контроль над телом. Он снова ощутил конечности, как свои собственные, но не только. Ему восстанавливали силы, вводили средство, которое возвращало в его тело жизненную энергию. Ему хотелось спросить у шарфа, что тот делает, но чутье на опасность предупреждало его, чтобы он держал рот на замке. Действия Детта не могли избегать внимания Хирика долгое время, да и аппараты, которые отслеживали показатели состояния организма Кая, регистрировали повысившуюся активность мозга и учащенный пульс. Хирика скользнула взглядом по считываемым биологическим данным, и гладкую кожу над ее переносицей прорезали две морщины. Ее глаза метались от показания к показанию, и она тотчас же поняла, что стоящий на грани коматозного состояния Кай вернулся к жизни. «Шарф, ты видел эти данные?» спросила она, откладывая информационный планшет и поднимаясь на ноги. Ее сотоварищ не ответил, и она наконец-то развернулась к нему. На ее лице мешались удивления и раздражения. «Шарф, ты что делаешь? Для этой процедуры нам нужно, чтобы Кай был без сознания». «Нет», произнес Шарф. «Нет», откликнулась Хирика, «Ты повредился головой? Остановись, чем бы ты там не занимался? Адепт Хирика произнес Шарф, хотя его голос звучал так, словно ему страшно хотелось противоположного. Его руки плясали над открытой клавишной панелью черного ящика, который в последнее время стал для Кая источником такого множества кошмаров. Хирика обогнула стул и взяла Шарфа за руку повыше локтя. Кай увидел, что она осознала то, что сам остропад понял лишь несколько мгновений назад. «Адепт Шарф», рявкнула Хирика, «немедленно отойди от заключенного, я считаю, что твой разум попал под удар». Шарф покачал головой, вены на его висках пульсировали, как сердце на грани отказа. «Если подопытный собирается покинуть комплекс, он должен быть в сознании и в ходячем состоянии». «Шарф, он никуда не собирается», настойчиво сказала Хирика. Раздалось шипение воздуха, и Кай почувствовал, что металлические удерживающие устройства на его кресле разжались. В тот же миг по всей Кхангбамарву взревели тревожные клаксоны. «О, еще как собирается», ответил Шарф непринадлежащим ему голосом. Три. Тиртха еще не успел удариться об пол, а Натрадж уже был мертв. Алибарда Утама плюнула болтом из оружия под клинком. Тело солдата разлетелось на кровавый пар и осколки костей, а ударная волна снесла с ног двух ближайших бойцов. К тому моменту, как пещера наполнилась звуками тревожных клаксонов и набатных колоколов, Утам уже был в движении. Разум Натраджа был вскрыт. Лояльность его сослуживцев также была под вопросом, и поэтому им всем придется умереть. Утам откачнулся в сторону от выстрела из Хелгана и вогнал Алибарду в нагрудник солдата в малиновых доспехах. Удар развалил его тело от бедра до ключицы, и золотой визор его шлема покрылся брызгами крови. Сбоку рявкнула винтовка, но наплечник Утама отразил выстрел. Жен-Дугу над полом, которая подсекла колени четверым из нападавших на него солдат. Мимо его шлема промелькнул раскаленный плазменный заряд. Он ненадолго ослепил кустодия, и тот ушел в низкую защитную стойку, раскручивая вокруг себя Алибарду в размытый вихрь адамантия и серебра. Выстрелы рикошетили от клинка, но ни один не прошел через его защиту. Мгновение спустя к нему Нырнув вперед, он перекатился на ноги и еще одним выстрелом снес ног бойца в зеркально-черной броне. То месиво, что осталось от солдата, врезалось в стену ближайшего казематного блока. Стандартные процедуры идентификации угроз распознавали источники опасности. Уральский властитель бури с Хелганом минимальная угроза. Два витрувианских комиссара. У первого ионный сокрушитель, у второго гранатомет. Средний уровень опасности. Три красных драгуна, метатель сетей, плазменный карабин и масс крашер. Непосредственная угроза. Они стреляли и перемещались, и атаковать у них получалось лучше, чем выполнять работу тюремщиков. Но несмотря на высокий уровень подготовки и передовое вооружение, смертные бойцы не могли тягаться с воином Легио Кустодис даже в шестерон. А там сняв ему голову аккуратным ударом, который прижег рану прямо в процессе его обезглавливания. Снова сработал плазменный карабин. Утам отразил выстрел, резко махнув оружием по горизонтали и перенаправив высокотемпературный заряд в грудь комиссара с гранатометом. Тот рухнул со сдавленным скриком, который перешел в пронзительный вой, когда воздух в его легких вспыхнул огнем. В боковую сторону шлема Кустодия ударил выстрел из Хелгана, и Утам крутнулся к стрелку, но цель загораживали два оставшихся драгуна. Они выстрелили одновременно, но Утам уже находился рядом с ними. Его клинок отсек руку первому солдату, а древко на обратном ходу раздробило все до единого ребра в грудной клетке. Утама окутало теплым туманом из капели клейкой слизеобразной жидкости, и он ощутил, как вокруг его доспехов схватывается стремительно твердеющая гелевая сеть. Ловушка застывала молниеносно, и любой, кто не был наделен сверхъестественно быстрыми рефлексами, генетически усовершенствованно, был бы полностью ею обездвижен. Но Утам вырвался из нее прежде, чем основная масса геля успела проделать свою работу. Рука с оружием была приклеена липкими нитями, но левая все еще была свободной и по-прежнему смертоносной. Его кулак поршнем пошел вперед, вминая пол лица хозяину метателя сетей, а вслед за этим его локоть сломал шею обладателю плазменного карабина, который как раз наводил на цель свое перезарядившееся оружие. Остался лишь одетый в серое властитель бури, и Утам потрусил в том направлении, куда убежал этот боец, стряхивая со своей руки последние волокна, разлагающиеся гелевой сети. «Ты должен умереть, и прямо сейчас», произнес Утам, заворачивая за угол казематного блока, и встал точно вкопанный от потрясения и ужаса, когда обнаружил, что уральский властитель бури стоит перед открытой камерой, прижимая к пластине замка окровавленный перстень идентификатор Суманта-Гири в хальгуни-Тиртхи. В дверном проеме возвышалась самаярость, воплощенная в покрытое шрамами тела. По татуированной коже играли бугрящиеся и извивающиеся мышцы. «Я намерен тебя убить», сообщил Тагор из легиона пожирателей миров. «Вырвать твой позвоночник через грудь». 4. Сидящий по-турецки Адхарва с довольной улыбкой следил за пляской своих марионеток. Тагор Иутам готовились сойтись лицом к лицу, и он сделал мысленное усилие, заставив уральского властителя бури припустить бегом к его камере. Каждая секунда была на счету. Он не мог допустить, чтобы пожиратель миров убил кустодии, или их побег закончится, даже не успев начаться. Еще один порабощенный им человек уже приводил себя Кая Зулейна. Хотя, как выяснилось, удерживать контроль над шарфом было непростой задачей. Этого человека обучили сопротивляться вторжению в разум. И хотя по сравнению с тем, через что приходилось проходить адептам тысячи сынов, его подготовка была самой базовой, но она дополнялась врожденными способностями. И благодаря этому его воля так и норовила ускользнуть из-под власти от Харвы. Его попытки вырваться из-под контроля были безыскусными до смеха, но ему помогала его соратница, а та была хитрой лисицей. По лицу от Харвы слезами стекали капельки пота. Хотя получить контроль над смертными и было несложно, удерживать его через пси-защищенный пермакрит и без возможности видеть своих рабов требовало огромных усилий. У двери его камеры возник силуэт. Это был человек в сером таборде с эмблемами в виде молний и грубого изображения пикирующего хищника. По бледному лицу солдата катились слезы, а его рука дрожала от усилий, которые он прилагал сопротивляясь контролирующему его от Харви. Теджас, не пытайся с этим бороться, сказал от Харва, тебе не хватит сил. Теджас Дозня проходил в уральских властителях буря шесть лет и его три раза оставляли без повышения. Слишком безрассудный, утверждали его командиры. И это кое о чем говорило, из абсолютно исправных летательных аппаратов. Когда единственным, что мешало тяготению поставить неизбежную точку в существовании хрупких тел бойцов были хлипкие гравишуты. Теджаса прикомандировали к Легио Кустодис с тем, чтобы поддерживаемая претарианцами императора дисциплина умерила его безрассудство. Но его обидно на то, что его держат на вторых ролях лишь крепло. Кончилось тем, что она практически вопила о том, чтобы ее использовали как рычаг для взлома его разума и установления над ним контроля. Вскрикнув от бессилия, Теджас прижал перстень идентификатор Кустодис к пластине замка, и дверь скользнула в стену камеры. Кольцо, срезанное с руки мертвеца, работало как мастер-ключ, и это свидетельствовало о заносчивости Легио Кустодис. Они даже не задумывались о возможности того, что один из их драгоценных перстней попадет во вражеские руки. Адхарва встал на ноги плавным движением, как разворачивающая свои кольца змея, которая поднимает голову, готовая поразить свою добычу. Он шагнул из камеры и задохнулся от незабываемого удовольствия, ощущая нарастающую вокруг него энергию Великого океана. Вседемпферный ошейник на его шее треснул и разлетелся на части, как будто его скрутили в жгут невидимые руки. Его остатки забарабанили по полу и Адхарва расхохотался, чувствуя, как течение и волны Великого океана спешат наполнить его тело. «Теджас, кольцо, будь так любезен», произнес Адхарва, протягивая руку. Охваченный ужасом Теджас уронил перстень на ладонь воина тысячи сынов и тот поднял его к губам, словно для поцелуя. Мелькнул язык, очищая кольцо от крови и чувство Адхарвы затопило насыщенным, изобилующим генетическим материалом букетом самой сущности Кустодия. Мастерство генетика превратило ее в настоящую амброзию. «О, Теджас, это воистину чудо!» воскликнул Адхарва. «Что за тайны можно раскрыть, если ее изучить? Что за диковины и чудеса сработал бы мастер, подобный Хадхору Маату? Обладает подобной палитрой гения?» Теджас не ответил, и Адхарва вернул ему девственно чистое кольцо. Он положил свою неестественно большую руку на плечо порабощенного им солдата, вкладывая в его сознание образы пяти воинов. «Пяти. Это все, от кого будет прок, из двенадцати. Какое расточительство!» «Теджас, я хочу, чтобы Те освободил этих людей, и только их одних», сказал Адхарва. Солдат затевал, его распирало от потребности выполнить это распоряжение и от ужаса, которые вызывали у него его собственные действия. Хотя он и прикладывал всю свою силу воли, чтобы вырваться из-под контроля, шансов у него было не больше, чем у листочка перед лицом урагана. Он побежал к другим камерам, и Адхарва, проводив его взглядом, воспарил разумом на средние уровни исчислений, наиболее подходящие для усиления его способностей к биоманипуляциям. Распознавательные органы за задней стенкой его гортани изо всех сил пытались проанализировать содержимое крови кустодия, хотя не стоило и надеяться, что им удастся разобраться в столь совершенном творении. Тем не менее, тех проблесков понимания, которые им удалось ухватить, могло оказаться достаточно. Хотя по части умений, относящихся к епархии Паванидов, Адхарва не мог сравниться с хаткором Матом, он владел искусствами этого заносчивого братства на достаточном уровне, чтобы выполнить все те вещи, которые потребуются для побега из этого узилища. При условии, что Тогор не убьет Утама-Луну Хеша-Удара слишком рано. Пять. Кулаки и локти, колени и стопы. Сражение выглядело размазанным пятном, в котором сливались оглушительные удары кулаками, костоломные пинки ногами и титанические столкновения тел. Два воина, чьи организмы мастерски доработали, чтобы довести бойцовские качества до пика возможного, налетели друг на друга, поддерживаемые яростью, нейрокортексными имплантатами и искуснейшими генетическими манипуляциями, которые стояли по обе стороны от разделяющих черты верности. Тогор дрался, оскалив зубы, с выпученными от бешенства глазами. Он бился, отбросив осторожность, даже не думая себя сдерживать, и чихать он хотел на ранение или смерть. Утам, лунахеш, удар, сражался четко, изящно, используя сложные в исполнении разящие удары, прямиком из бойцовых кузниц легио Кустодис. Два воина противоположности, два бойца, натренированные, нести смерть абсолютно разными способами. У Утама была броня, у Тогора лишь голая кожа и он истекал кровью. Между ними валялась сломанная алебарда-гвардейца. Ее древко треснуло в кулаке Тогора как спичка. Клинок шипел и плевался под моросью, сыплющей с крыши пещеры. Тогор крутнулся вокруг Утама и пнул Кустодия пяткой под колено. Утам закряхтел от боли, оседая вниз, но успел блокировать последовавший за этим удар перчатками. Кустодий извернул захват, так что Тогор волчком полетел с ног и вскочив обрушил свою стопу вниз, чтобы раздробить череп пожирателя Миром. Тогор откатился и приподнявшись ткнул кулаком сбоку в бедро Утама. Броня треснула и Кустодий упал на колено, парализованный пришедшимся по нерву ударом. Кросс с правой сорвал с него шлем, а апперкот опрокинул на спину. Тогор закрутил ноги мельницей и вскочив бросился на упавшего Кустодия, прыжком взмывая в воздух. Утам встретил его гвоздящим ударом кулака снизу вверх, и Тогор врезался в пол, как рухнувшая грозовая птица. Пожиратель Миров откатился вбок, уходя от предсказуемого костоломного удара локтем в голову и вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы встретить бросившегося на него Кустодия. Они сцепились, как уличные забияки во время схватки, молотя друг друга по почкам, сплетая и расплетая ноги в поисках захвата, который повалил бы противника на землю. Железные пластины, прикрученные к голове пожирателя Миров, плевались крупными красными искрами, вкачивая в его кровь стимуляторы и подхлестывающие злость медикаменты, и посылая электрические импульсы в центр ярости его мозга. Гнев Тогора, копившийся с момента его заточения в тюрьму, приближался к критической массе. Эта схватка пришлась как нельзя кстати, чтобы выпустить его наружу. Сначала преимущество было за Утамом. Каждый удар Тогора приходился в броню, которая была выкована вручную искусными мастерами оружия под хребтами Анатолийского плоскогория. Утам же молотил по незащищенной плоти, и костяной щит грудной клетки Тогора треснул чисто от силы ударов. В живот пожирателя миров влетел апперкот, и он ухнул, как своебойная машина. Он дрогнул лишь на кратчайшее мгновение, и все-таки это была брешь в его защите. Утам скрутился, впечатывая свой локоть ему в челюсть. Изо рта пожирателя миров полетели кровь и зубы. Утам приблизился, чтобы его добить, но для такого крепкого орешка, как Тогор, боль была всего лишь еще одной разновидностью допинга. Пожиратель миров выплюнул зуб и поймал кулак кустодия в свою ничем не защищенную ладонь. Потом перехватил в полете второй и саданул лбом в лицо Утама, сломав нос и раздробив обе скулы. Кустодию понадобилось мгновение, чтобы проморгаться от ослепившей его крови. Но этот миг был всем, в чем нуждался Тогор. Его окровавленный кулак врезался в грудь Утама, ведомый яростью и чувствами преданного. Разлетелся в дребезги керамид, прогнулся до мантий, поломалась кость. Энергия, импульсы силы Тогора вогнали его кулак глубоко в грудь кустодия, и пожиратель миров испустил первобытный победный рев. Его рука зарывалась внутрь, раздвигая плоти кровь, пока его пальцы не сомкнулись на твердой, как железо кости. Глаза кустодия были широко распахнуты от боли. Его тело все еще боролось за жизнь, которую вырывал из него Тогор. Пожиратель миров плюнул кровью в лицо Утама, ухмыляясь безумным оскалом скелета. «Еще считаешь, что я угрожаю впустую, кустодий», прорычал он. Утам попытался что-то ответить, но у него вышел лишь омерзительный, всасывающий звук, испущенный пробитой грудной клеткой. Тогор чувствовал, как гнется кость, как она ломается в его неумолимом захвате. Она была прочной и неподатливой, но не до такой степени, как сержант легиона пожирателей миров. За его спиной возникла высокая фигура, от которой несло холодным металлом и льдом. «Будь ты проклят, Тогор, он нужен мне живым!» раздался голос, который мог принадлежать лишь от Харви из Тысячи Сунов. «Он все еще может выжить, не убивая его!» «Только Ангрон и его капитаны могут говорить мне, что я должен делать», прошипел Тогор, но не один из ублюдков Магнуса. Тогор развернул свой сжатый кулак под аккомпанемент отвратительного треска, который, казалось, не кончится никогда. Наконец он выдернул свою руку из груди Утама. Она была алой по локоть, а по обе стороны кулака выпирали куски сломанной кости, и из них капала глянцевая слизеобразная кровь, смешанная со спинномозговой жидкостью. И в те последние секунды, что оставалось жить Утаму, он понял, что смотрит на часть своего собственного позвоночника. «Вырву твой позвоночник через грудь», «А если я говорю, что убью кого-то, то я его убиваю». Кустодий повалился на бок, его тело все еще пыталось противостоять неизбежной смерти. Но даже столь великолепный организм, с вложенной в него невероятной выносливостью, не мог пережить такое чудовищное ранение. Утам, луна, хеш, удар закончил свою жизнь поблескивающей лужи собственной крови, лежа у ног воина, для которого каждый побежденный им противник был как знак отличия на грудь. «Клянусь оком, Тагор», рявкнул Адхарва, опускаясь на одно колено рядом со сраженным кустодием. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» «Убил могучего врага, достойного того, чтобы о нем помнить», поведал ему пожиратель миров. Адхарва замахал рукой, отметая слова Тагора. «Неважно», сказал он, поднимая глаза на потолок и стены пещеры, из которых показалось около сотни башенных турелей, готовых вычистить с этого парящего острова все живое. Оба воина понимали, что им не выстоять против такой огневой мощи. «Железные кандалы не раньше Алой тропы», проявил Тагор, поднимая руки, чтобы встретить смерть лицом к лицу. Адхарва хохотнул при виде такого безрассудно самоубийственного кодекса чести. Он знал, что у них есть только один способ пережить следующие несколько секунд. «Извини за это надругательство, у там луна хешудар, но я в худшей ситуации, чем ты», произнес Адхарва, отрывая мертвому кустодию голову. Тринадцать. Крестовое воинство. Свобода. Если хочешь жить. Один. На свете было мало такого, что оказалось бы не под силу Адептус Экземптус Тысячи Сынов, имеющему в своем распоряжении мощь Великого Океана. Но даже Фозисуткару пришлось бы попотеть, чтобы создать телекинетический щит, способный выстоять против такого множества орудий. Адхарва мог бы защитить подобным образом самого себя, но остальные члены крестового воинства непременно погибнут, а они до поры до времени были нужны ему живыми. Адхарва вышел за ограничивающие пределы своей камеры, и его тело снова наводнило энергией. Ему хотелось наслаждаться этим моментом, упиваться возвращением полной гаммы его способностей и ясностью мышления, снова бывших к его услугам. Но его недруги Иока подкинули ему работы, и загрызка шеи кустодия у Тама лилась кровь. Она стекала по кисти от Харвы и струилась вниз по его руке. Из раны торчал расщепленный кончик сломанного позвоночника. Еще несколько секунд и серое вещество внутри станет бесполезным. Но у него не было даже этих мгновений. Орудия на стенах пещеры открыли огонь, и лавина лазерных лучей и обычных боеприпасов заглушила громкую какофонию сигналов тревоги. На парящий остров, накрытый ураганом выстрелов, сыпались тысячи снарядов. Адхарва нырнул в камеру, еще недавно служившую пристанищем Тагору. Сам сержант пожирателя миров распластался вдоль ее внешних стен, будучи то ли слишком тупым, то ли чересчур гордым, чтобы укрыться внутри. «Можешь это остановить?» проорал Тагор. Его голос почти затерялся в нарастающем шквале выстрелов. Воздух наполнился едким дымом пороховых газов и клубящимися облаками размолотого в пыль пермакрита. Снаряды чавкали, а казематные блоки, отгрызая от них куски, подобно некротическим штаммам вирусов, атакующим здоровые клетки. «Посмотрим!» выкрикнул Адхарва в ответ, вкискивая свое сознание в голову кустодия и направляя живительную энергию варпа в мириады умирающих кровеносных сосудов в попытке сдержать смерть мозга. Голова испустила вздох, распахнув рот в беззвучном крике. Адхарва ощутил потрескивание нервной деятельности в судорожно активирующихся синапсах и состыковал свой разум с умирающим мозгом. Он вынуждал его вернуться к жизни при помощи энергии имматериума, реанимируя с ее помощью стоящие на грани гибели клетки. Где-то на краю его восприятия покалывал ужас Атама и Адхарва на миг задумался, какого рода осознание все еще мог сохранять мертвый кустодий. Чем больше клеток мозга Утама возвращались к жизни, тем сильнее рос его безумный ужас, но пока что воин тысячи сынов с ним справлялся. Адхарва, чьи умственные процессы были настроены на ритмы Паванидов шестого исчисления, изменил структуру своего тела на основе знаний, только что добытых из крови кустодия, так, чтобы его биометрические параметры более точно соответствовали его бывшему тюремщику. Хотя облик Адхарвы и не изменился, на клеточном уровне плоть внутри него надела на себя личину Утама Луны Хэша Удара. Это был грубый обман, придуманный в спешке, и ему не удастся долго водить за нос ни один из генетических анализаторов. Но есть шанс, что выигранного времени хватит. Адхарви предстояло ознакомиться со многим из того, что знал Утам, со схемой к Хангмамарву, с правилами и процедурами обеспечения безопасности, со списком охранного контингента, и, что самое важное, с ее входами и выходами. Однако в текущей ситуации первым пунктом в списке сведений, которые необходимо вырвать из головы мертвеца, стояли коды отключения орудий пещеры. Адхарви сделал глубокий вдох, накрывая себя колпаком телекинетического щита самой примитивной разновидности и шагнул из камеры. На него обрушился удар снарядов, которого хватило бы, чтобы в мгновение ока выкосить целую роту солдат имперской армии. Но защита пока что держалась надежно. Адхарви казалось, что все до единого орудия на стенах пещеры целят прямо в него. И он понимал, что у него не будет много времени на притворение в жизнь своей идеи. «Всем орудием прекратить огонь и отключить питание», выкрикнул он. Его голос был такой совершенной имитацией у тама-луны хяша-удара, что ни один вокс-анализатор на свете не усомнился бы в личности его обладателя. Автоматизация Омега Омикрон 9-3 Примус Оглушительный шквал огня мгновенно прекратился. Все орудия втянулись в бронированные гнезда и отключились. Ветерки, порожденные резко повысившейся температурой и пролетом десятков тысяч расстрелянных боеприпасов носили дым и пыль. По контрасту с тем, что творилось раньше, завывание сигналов тревоги казалось почти что беззвучным. Адхарова перестал поддерживать свой телекинетический щит и с облегчением перевел дух, когда в удушливых облаках пыли показались человеческие силуэты. Их было пятеро, и хотя невообразимо сложная наука и позволяла всем им существенно превзойти размерами обычных людей, их манера двигаться явно восходила к шаблону Homo sapiens. Первыми, кто появился из пыли, были близнецы Супха и Асупха, головорез замашками Мясника и Ассасим. Оба были пожирателями миров и крепкими орешками. Ни один не имел на себе той кошмарной аугметики, которая была у Тогора, но напряженно-агрессивная поза их тел была такой же, как и у брата-сержанта. За ними следовал Дифьюа, один из легиона Мортариона, такой огромный и основательный, что остальные члены крестового воинства наградили его прозвищем Голиаф, по имени гиганта из древнего мифа. Рядом с ним трусил Аргентус Киран, высокий широкоплечий мечник. Этих двоих связывала совершенно нетипичная дружба, ибо кто мог бы подумать, что воины из легиона детей императора и гвардии смерти смогут нащупать такую обширную общую почву. Последним появился Севериан, которому его собратья дали прозвище Волк, за ту таинственность и одиночество, которые пронизывали его жизненный путь. Адхарва едва его знал, но этот воин занимал особенное положение среди бойцов крестового воинства, поскольку относился к легиону Хоруса Луперкаля. Крестовое воинство сейчас это название звучало издевкой. Троица пожирателей миров приветствовало друг друга сжатыми в кулаке руками и первобытной похвальбой своей силой, хотя Адхарва заметил в этом ритуальном бахвальстве едва уловимые признаки соблюдения субординации. Наклон головы и степень открытия горла четко определяли, кто был альфа-самцом, а кто его подчиненными. Адхарве захотелось улыбнуться, но он знал, что Тагор не одобрит, если его воинов начнут анализировать с подобной точки зрения. Тагор подхватил алибарду кустодия, который погиб первым, и удовлетворенно заворчал, убеждаясь в остроте ее лезвия. Он отломил ее древко прямо под режущей кромкой, так что оставшееся стало выглядеть скорее как сикач с длинным клинком. Субха поднял оружие, которое Тагор повредил во время схватки с утамом. Как это мы освободились, спросил Киран, подбирая валяющийся плазменный карабин. В его руках оружие выглядело до абсурда крошечным, но он отломил спусковую скобу, и оно стало пригодным к использованию. Твоя работа от Харва ни Гифюа, ни Асубха не снизошли до оружия смертных. А вот Севериан вытянул клинок из заплечных ножен мертвого солдата в малиновой броне. В руках покойного этот меч выглядел бы чудовищным двуручником, способным располовинить людей. Но для лунного волка он был не более чем гладиусом. Это и в самом деле моя работа, ответил от Харва, уже труся к ведущему с острова мосту. Но объяснения могут подождать до тех пор, пока мы не вырвемся из горы. Тагор бежал рядом с ним, бросая настороженные взгляды на молчащее орудие. Как ты это провернул? Требовательно спросил он. Его речь все еще была невнятной, из-за остаточного воздействия боевых медикаментов и стресса, вызванного схваткой с кустодием. От Харва отрицательно потряс головой. Слишком долго объяснять. Пожиратель миров стиснул плечо его руки в своей мощной хватке. От Харва, я не дурак, скажи мне. От Харва на мгновение задумался. Как он в принципе может объяснить хитрости биопсионической инженерии воину из легиона пожирателей миров? Это будет разливаться соловьем перед амебой, рассуждая о недостатках Пандора Джена, как ученого на фоне достижений Азика Аримана. Он продемонстрировал ему оторванную голову. До того, как мозг кустодия прекратил свои действия, мне удалось извлечь из него коды отключения. Тагор уставился на голову убитого им человека с мрачной зачарованностью во взгляде. Ты говорил его голосом, сказал пожиратель миров. Что ж, не такой уж он и примитив. Я талантливый имитатор, ответил Адхарва, снова задействовав кроху своих умений для изменения плотности и длины голосовых связок, так, чтобы совпасть по этим параметрам с кустодием Утамом. Мост отозвался звоном на тяжелую поступь космических десантников, направляющихся к скальному выступу на краю бездонной пропасти. Воины сошли с моста и остановились. Каждый из них отдавал себе отчет в значимости этого момента. Они освободились из своих камер, но им все еще предстояло сражаться, чтобы они могли назвать себя свободными по-настоящему. Адхарва ощутил на себе взгляд Кирана. «Эта голова все еще жива?» спросил воин из легиона детей императора с гримасой отвращения на лице. В те времена, когда их почитали как представителей легионов завоевателей, он носил шевелюру, который был искусственно придан белой, как у альбиноса цвет. Но оказавшись в заключении, он остался без своих красителей, и теперь в волосах на его висках просвечивали темные корни. «В некотором роде», ответил Адхарва, «я могу воспользоваться ею, чтобы провести нас мимо орудий, но нам следует поторопиться, чтобы синаптические связи не деградировали до той точки, за которой я больше не смогу поддерживать их функциональность. «Ты обесчестил павшего врага», заявил Супха, напирая на Адхарву. Воин Тысячи Сынов бросил раздраженный взгляд в направлении Тагора. И хотя в том, что касалось осквернения вражеского трупа, сержант пожирателей миров явно разделял чувство Супхи, он понимающий кивнул. Тагор ударил кулаком по груди в старинном салюте объединения, который казался более подходящим к их статусу пленников, нежели Аквила. «Мы пожиратели миров Супха», сказал Тагор. «Ты присутствовал при великом разрывании цепей. Мы поклялись, что не будем ничьими рабами. Помнишь?» «Я помню», свирепо прорычал Супха, стиснув кулаки. «Мы все помним», добавил его близнец. «Железные кандалы не раньше Алой тропы». «Достойные слова», произнес Тагор, указывая жестом по ту сторону каменной арки прохода, перед которым они стояли. «Слова, согласно которым следует жить. Слова, наполненные смыслом». «Слова Ангрона», сказал Супха так, словно это закрывало вопрос. Но Дхарва успел заметить те беспокойные взгляды, которыми обменялись Асупха и Тагор. «За этой аркой лежит свобода, но эту свободу надлежит завоевать кровью», продолжил Тагор, поигрывая клинком алебарды. «Мы покажем нашим врагам, что случается, когда на пожирателя миров надевают цепи». «Мы теряем время», заговорил Севериан, «нам нужно идти немедленно». «Первая здравая мысль из всего вышесказанного», пробурчал Гифьюа. «Как будто мы не все поляжем, пытаясь унести ноги из этого места, но по крайней мере мы умрем стоя, сойдясь в схватке с нашими врагами». «Умрем», переспросил Киран, «какая же сила сможет свалить Голиафа? Дружище, ты слишком здоровенный и упрямый, чтобы умереть». «Любого из нас может прибрать смерть, Киран», ответил Гифьюа, «даже меня». 2. Издалека докатились звуки тревожных клаксонов, не надо было быть псайкером, чтобы понять, что происходит что-то ужасное, что-то такое, чего отродясь не случалось в тюрьме Кустодиев. Необъяснимое поведение шарфа и сигналы тревоги могли означать только одно. Кто-то совершал побег из горы, и хотя Кай не знал кто и как, он чувствовал, что каким-то образом включен в его план. Он вырвал из своего тела катетеры и капельницы, вскакивая, когда иголки раздирали кожу. Вниз по руке бежала кровь. Прозрачные пластиковые трубки роняли на кафельный пол допросной камеры капли разноцветных жидкостей. От них едко несло химией, и Кай передернулся от одной мысли, что его подвергали их воздействию. Он отступил от адепта Хирика, так, чтобы между ними оказалось кресло. На периферии конечностей до сих пор покалывало, а голова работала четко, и это могло быть вызвано только введенными шарфом стимуляторами. Организм астропата страшно ослаб от измывательств, которыми Хирика щедро осыпала его прежде. Так что Кай совершенно не представлял, сколько времени ему отведено, прежде чем его начнет покидать это новообретенное состояние физической бодрости и ясности мышления. Возвращайся в кресло, приказала Хирика, вызвав этим смех Кая. Ты серьезно? Ты хочешь, чтобы я сел обратно в кресло и подвергся процедуре, которая меня убьет? На кону стоит больше, чем одна твоя жизнь, сказала Хирика, впиваясь в его глаза своими зелеными очами. Другие жизни тоже и поважнее твоей. Ни за что, ответил Кай. Жизнь императора, сказала Хирика. Это заставило Кая заколебаться, поскольку он все еще был верным слугой империума. Ты не можешь просить меня о такой жертве, произнес Кай умоляющим голосом. Отчего же нет? спросила Хирика, огибая кресло. Ты уже отдал свои глаза, Кай. Послушай, все чем-то жертвуют ради императора, солдаты имперской армии, воины легионов Астартес, все астротелепаты, которые умерли в шепчущей башне. Почему ты должен от них отличаться? Все эти жертвы что-то значили, и в твоих силах сделать так, что твоя тоже будет иметь значение, причем бесконечно более великое, чем ты можешь себе представить. Ты станешь героем. Кай потряс головой, борясь с волной накатившего головокружения. Я не герой, сказал он. Я не могу совершить самоубийственный поступок, у меня не хватит мужества. Конечно же можешь, ответил Ахирика. Ты думаешь, героям не страшно? Еще как. Вот потому-то они и герои. Они бросили вызов своему страху, и они превозмогли его. Они поступили так, как надо, даже если это стоило им жизни. Покалывание в конечностях Кая начало слабеть, сменяясь ледяным онемением. Он бросил взгляд на шарфа, но тот просто стоял на месте, таращись куда-то мертвым взглядом манекена. С этой стороны помощи не будет. Хирика достала из прикрепленного кресла серебристого лотка длинный шприц с заостренным кончиком и воткнула иглу в бутыль с прозрачной жидкостью. Она втянула в цилиндр шприца порцию медикамента и пощелкала по нему, чтобы убрать все остаточные пузырьки воздуха. Ладно, Кай, сказала она. На остром кончике иглы набухла капелька жидкости. Если ты не хочешь сам становиться героем, я его из тебя сделаю. Три. В коридоре, ведущем прочь от острова, яркие люмпланки разогнали тени. Адхарва возглавлял движение по вырубленному в скале проходу. Супха и Асупха прикрывали фланги своего сержанта. Киран и Дифья бежали бок о бок, а северян замыкал это спонтанно возникшее построение. Две управляемые сервиторами турели, покачивающиеся впереди, развернулись им навстречу. Завержали сервоприводы, раскручивая блоки стволов, а автоматические системы подачи боеприпасов с лязгом дослали снаряды в казенники. Красноглазые линзы наводчиков сверлили Адхарву взглядом, как глаза демона. Адхарва, произнес Тагор. Я вижу, ответил тот, выставляя перед собой оторванную голову и позволяя кагитаторам устройств наведения просканировать ее черты и снять электроэнцефалограмму. Он подпитывал умирающие клетки мозга, поддерживая в них жизнь, как медик, сражающийся за спасение пациента в полном осознании того, что его ранения несовместимы с жизнью. Утам Лунах Яшудар, произнес Адхарва, в очередной раз, прибегая к своим умениям Паванида для имитации голоса мертвого Кустодия. Блоки стволов продолжали вращаться. «Не работает», сказал Киран, вжимаясь в стену коридора. «Работает», просадил Адхарва сквозь стиснутые зубы. Кустодии снабжали свое автоматизированное оружие передовыми биометрическими считывателями. Но, как он надеялся, не из тех разновидностей, которые смогли бы отличить живого теплого чья жизнедеятельность поддерживалась посредством псионических энергий. Адхарва почувствовал, что машины снова просканировали голову, после чего вспомнил, хотя это воспоминание и не было его собственным, что работу сканеров затрудняли последствия воздействия токсина зеленокожих, который лишил Кустодия возможности служить на переднем крае. «Утам Лунахи Ашудар», уверенно повторил он, и на этот раз орудия согласились с тем, что перед ними стоит один из их хозяев. Вращение стволов начало замедляться, а глаза сервиторов поменяли цвет с красного на зеленый. «Взять их!» велел Адхарва. Троица пожирателей миров прыгнула вперед, как охотничьи псы, спущенные из цепи. Асупха кинулся к левому орудию и спрыгнул на ступеньки и лестницы для техобслуживания, которая была прикручена у него сбоку. Он выбросил руку с напряженными пальцами и снес сервитору голову с плеч, да так аккуратно, будто ее срезали силовым клинком. Его близнецы Тогор запрыгнули на правую турель и обрушили на сервитора град стремительных и энергичных ударов клинков, оставлявших глубокие рубленные раны на его теле. Какие-то секунды и кибернетическое создание утеряло даже отдаленное сходство с человеком, превратившись в хлюпающую окрошку из нашинкованного мяса, которое попадало вниз турели, издав последовательность мокрых шлепков. И все-таки, несмотря на все то зверство, с которым был уничтожен сервитор, в атаке не было и следа иступления. Каждый удар наносился прицельно и взвешенно, без затраты лишних усилий. «Пошли», сказал Тогор, спрыгивая на пол. Адхарва, невольно впечатленный основательностью и скоростью атаки пожирателей миров, миновал турели. Киран, Гефьюай и Севериан следовали за ним по пятам, и он ощущал их восхищение стремительностью своих собратьев. Их дальнейшему продвижению воспрепятствовала дверь с мощной броней, установленная в конце коридора. Ее непробиваемое покрытие было выкрашено в черный и золотой цвета и несло на себе маркировку в виде цифровых обозначений, которые сказали Адхарви, в каком именно месте тюремного комплекса они находятся. Гефьюай припал к двери и закрыл глаза. Он, конечно же, не собирался выламывать ее самостоятельно. Как минимум два метра толщиной, сказал Гефьюай. Мышцы его плеч и его бицепсы играли, как мягкие баки, в которые заливается топливо. Будь у меня время и рычаг, я бы ее вскрыл. Которых у тебя нет, заметил Киран, нацеливая на дверь плазменный карабин. Эта штука даже краски не поцарапает, сказал Гефьюай, мазнув по оружию презрительным взглядом. Ее не выбить даже объединенной силой всех нас семерых, вмешался Ассупха. Адхарва, в этой твоей голове осталась хоть капля жизни, она сможет открыть дверь. Лучше бы так и было, или это будет чертовски короткое покушение на побег, сказал Супха. Адхарва проигнорировал их и поднял голову Утама к черному экрану сканера, который был установлен над дверью. Его рука была липкой от крови, и он чувствовал, как бремя смерти утягивает сопротивляющиеся синапсы мозга Кустодия в небытие. «Я должен попросить тебя о последнем одолжении Кустодии Утам», произнес Адхарва, поднеся оторванную голову к сканеру. Загнанно дыша, он вливал энергии Великого океана в умирающий орган внутри оторванной головы. Их сознательный потенциал не имел границ, и бездны смерти не было возврата. Адхарви осталось лишь надеяться, что Утам Лунахия Шудар еще не слишком глубоко упал в ее объятие. Он вкладывал в совершение своей фальшивки все свои умения до последней крохи. Его гены натягивали на себя маску чужого генокода. Плотность мышц изменялась, подстраиваясь под тело Кустодия. Сканер пощелкал. Машинный мозг за черным экраном изучал стоящее перед ним живое существо. Адхарва услышал Кирана. Не работает. Зачем ты вытащил нас, если не спланировал, как вывести нас за первую же растреклятую дверь? Я думал, что вам, тысячи сынов, положено быть умными. Молчи, прошепел Севериан. Я, волк, буду высказывать свое мнение тогда, когда мне заблагорассудится. Метнул в него ядовитый взгляд Киран. Хватит, сердито прошептал Сукха. Дайте затеи шанс сработать, прежде чем расписываться в поражении. Еще до того, как Киран успел оспорить эти слова, им ответили шипение и лязг открывающихся запоров, и дверь медленно распахнулась на смазанных петлях. Адхарва сполз вниз по стене коридора. Великий океан представлял собой могучий инструмент, позволяющий добиться невероятных результатов. Но в то же время он был и взыскательным господином. Как только дверь открылась на расстояние достаточное, чтобы через нее пройти, Северян скользнул в эту щель. Тагор нагнулся, чтобы заглянуть Адхарве в глаза. «Сможешь идти дальше?» спросил он. Адхарва кивнул и сделал глубокий вдох, заставляя себя подняться на ноги. «Смогу». «Хорошо», сказал Тагор. «Не хочу сдохнуть здесь, когда до остался здесь и умер вместе со мной?» спросил Адхарва. «Да, Тагор был убийцей, но по крайней мере он знал, что такое преданность. Как верный боевой пес, который будет сражаться и погибнет бок о бок со своим хозяином». Тагор окинул его странным взглядом, как будто счел этот вопрос неподобающим. «Ты мне не нравишься, Адхарва, и нам еще предстоит выяснить отношения, но ты, брат легионера Стартес, не и в смерти». Адхарва сомневался, что остаток их группы настроен столь же решительно, но оставил эту мысль при себе. Кроме того, добавил Тагор, указывая на оторванную голову, которую нес Адхарва. «Ты единственный, кто знает дорогу наружу». «Кстати, об этом», сказал Адхарва, «до того, как мы направимся к поверхности, нам нужно кое-куда заскочить». «Заскочить? О чем ты говоришь?» Адхарва выронил голову кустодия Утама и вытер салба за индивевший пот. «Прежде чем мы покинем эту тюрьму, мы должны освободить еще одного заключенного». «На подходе новые солдаты», сказал Тагор, «у нас нет времени на то, чтобы тащиться куда-то, ни за что, ни про что». «Есть и за что, и про что», огрызнулся Адхарва. «Мы освобождаем этого заключенного, а иначе мы с тем же успехом можем сдаться прямо сейчас». «Кто этот заключенный? Какое он имеет к нам отношениям?» потребовал от него Тагор. «Он тот, чью важность ты даже не в состоянии себе представить», ответил Адхарва. «Он тот, от кого могут зависеть судьбы всех нас». Четыре. Кай не мог отвести глаз от капельки на конце иглы. Бутыль, из которой была набрана жидкость, стояла этикеткой от него, но Астропат не сомневался, что в ней был сильнодействующий седативный препарат. В шприце содержалось достаточно, чтобы вывести Кая из строя за какие-то секунды, а может даже и его убить. «Адепт Шарф или кто-то там есть», сказал Астропат. «Ты вот так вот просто позволишь ей это сделать?» Шарф вздрогнул при упоминании своего имени, но не двинулся с места и никоим другим образом не откликнулся на слова Астропата. Какая бы блажь не находила на агента, заставив его помогать Каев. Сейчас она явно сошла на нет. Но в то же время он не выказывал и никакой склонности посодействовать своей бывшей коллеге. «Это адепт Хирика, требуется немедленная помощь», сказала Хирика в бусину Вокса в своем воротнике. «Допросная камера 4.7 Примус 0». Она заулыбалась. «Несколько секунд и здесь будет не меньше отделения солдат, а может даже и кустодий. Так что ты с тем же успехом можешь сдаваться прямо сейчас?» «Была не была», сказал Кай, бросаясь к двери. Он нажал на открывающее устройство, но та даже не шелохнулась. Воображая, что дверь окажется не запертой, он хватался за соломинку. Но у него все равно не было другого выхода. Он едва успел обернуться, когда Хирика ринулась на него, выставив перед собой шприц. Кай поднял руки, чтобы оттолкнуть ее. И скорее по счастливой случайности, чем по расчету, ему удалось схватить ее предплечье, когда игла была в считанных сантиметрах от пульсирующей вены на его шее. Низенькая худенькая Хирика была сильнее, чем казалось на вид. И шприц мало-помалу приближался к его коже. Чтобы не ввел ему шарф, чтобы нейтрализовать препараты, которые держали его в смиренном состоянии, его действие явно слабело. Кай поймал себя на том, что неотрывно смотрит в сияющие зеленые глаза Хирика и успел подумать, что если он здесь умрет, то по крайней мере сделает это, глядя на что-то прекрасное. Он чувствовал, что игла вжимается в поверхность кожи, но она еще не успела оцарапать его до крови, когда адепт шарф обхватил руками плечи Хирика. Он сбил ее с ног и швырнул в кресло, в чьем плену Кай пережил такое множество кошмарных сеансов пси-допроса. «Шарф!» закричала Хирика. «Что бы в тебе не сидело, борись с этим!» Ее противник пропустил эти слова мимо ушей и ткнул ее кулаком прямо в лицо, пока Кай сползал вниз по стене рядом с дверью. У Хирика помутилась в глазах от удара и она обмякла в кресле. Шарф прыгнул на нее и схватил пальцами ее шею, душа ее насмерть. Его лицо побагровело от усилий, которые он прилагал, чтобы воспротивиться силе, принуждающей его к убийству. Кай знал, что должен включиться в эту схватку, но его конечности словно бы наливались ледяной водой и свинцом. Руки Шарфа стискивали горло Хирика, выдавливая из нее жизнь, и адепт забыла о сдержанности, которую до этого проявляла в отношении собрата нейролокутера. Смирившись с тем, что овладевшая шарфом сила слишком могуча, чтобы он мог ей противостоять, Кай увидел, как игла, сверкнув в резком свете потолочных ламп, описала короткую дугу и вонзилась в глаз адепта шарфа. Мужчина взвыл, его спина выгнулась от боли. Шарф шарахнулся прочь от хирика, как будто расстояние между ним и источником его мучений каким-то образом могло их уменьшить. По щеке адепта сочилась вязкая жидкость. Медикаменты домчались до его мозга и он плюхнулся на спину. Неконтролируемые нервные импульсы вызвали спазмы мышц и его тело забилось в конвульсиях. Из его рта летела слюна, из легких поднималось отвратительное влажное клокотание, сопровождаемое пеной, шарф молотил каблуками по полу и скреп по нему скрюченными пальцами, срывая ногти и оставляя на кафеле кровавые следы. Хирика плюхнулась на пол. Шарф, еще не умерший до конца, конвульсивно подергивался. И Кая замутила от этой картины. Ему доводилось увидеть гибель астропатов Хора Примус, ощутить на себе кровь сорошиной и выслушать, как расстается с жизнью весь экипаж Арго. Но зрелище человека, умирающего прямо у него под носом такой мучительной смертью было воистину ужасающим. В допросной комнате было тихо, лишь слабо позвякивала контрольная аппаратура. Звучало тяжелое дыхание Хирика. Дослышалось, как капает отравленная слюна из распахнутого рта шарфа. Кай испустил сдох ужаса, осознавая, что у него есть всего несколько драгоценных мгновений, чтобы по максимуму воспользоваться возможностью, которая открылась перед ним, благодаря шарфу. Прежде чем он успел сделать что-то большее, чем просто осмыслить этот факт, раздался оглушительный удар в дверь. За ним тут же последовал второй. И Хирика улыбнулась, соскальзывая вниз на бок. «Они идут за тобой», сипло проскрежетала она. Дверь сотряс еще один удар, и на этот раз она прогнулась внутрь. Замки, которые удерживали ее закрытой, разлетелись под напором атакующие силы. Еще один удар вышиб дверь из ее коробки, и она приземлилась на кафель, издав оглушительный ляз. Через проход пронырнула гигантская фигура в облегающем желтом комбинезоне, и Кай отпрянул от очередного кошмарного видения. У него были длинные черные волосы, которые обрамляли лицо смесистыми плоскими чертами, которые тем не менее сочетались в симпатичное целое. Воин протянул ему руку, и Кай почувствовал острую вонь, которая исходила от его кожи. Кай Зулейн, я Дхарва из легиона тысяча сынов, произнес Эсполин, идите со мной. 14. Сражайся и спасайся. 1. Прошло какое-то время, прежде чем слава гиганта дошли до сознания Кая, но даже тогда у него никак не получалось ухватить их смысл. То, что перед ним был Астартес, не вызывало никаких сомнений. Его габариты и излучаемая им молчаливая угроза говорили сами за себя. Но это было еще не все. Кай смотрел на мир искусственными глазами, и ему казалось, что каждый изгиб, линия и угол лица исполина каким-то образом были более осязаемыми, чем у любой другой видимой астропатом живой души. «Вы Астартес», произнес Кай. Его слова звучали невнятно и мало чем отличались от шепота. «Я уже это сказал», констатировал гигант, беря Кая за плечо и вздергивая на ноги, как если бы астропат вообще ничего не весил. Адхарва был чудовищно огромным, таким же высоким, как Сатурналия, но шире и более мощной комплекцией. «Почему?» спросил Кай. «У меня совсем нет времени на вопросы, а для столь неоднозначно сформулированных и терпения тоже», ответил Адхарва. «Наш побег не прошел незамеченным, и сюда направляются воины, которых нам не победить, так что нам сейчас стоит поторапливаться». Кай заковылял комнаты. Он оглянулся через плечо на распростертое тело адепта Хирика, гадая, жива она или мертва. Несмотря на все, чему он подвергался по ее милости, Астропад надеялся на первое. В вестибюле, что был за порогом комнаты, в которой Кай провел неизвестное количество времени, топтались шестеро мужчин, шестеро воинов громадных размеров и очень характерного вида. Сразу же становилось ясно, кто это такие, даже если бы они не щеголяли татуировками и эмблемами легионов на своих накачанных бицепсах, горных кручей плеч и предплечьях, чей обхват был больше, чем у бедра Кая. Астропад тут же понял, кто вытащил его из камеры. Вы крестовое воинство, сказал он. То, что от него осталось, ответил воин, чьи бессветно-белые волосы казались грязными из-за темных корней. Видел бы ты нас в наши лучшие времена. Теперь это название для нас пустой звук, сказал другой, на чьей голой груди перекатывались мышцы и татуировки с безыскусными изображениями оружия и зубов. Для Империума мы все равно, что умерли. Нас отвергнули, выплюнул стоящий рядом с ним воин. И Кай увидел в этих двоих такое сходство, что его нельзя было объяснить общностью их генетических усовершенствований. «Отвергнутые мертвецы», произнес Адхарова, кривя губы в лукавой ухмылке. «Если бы ты знал, что это означало в былые времена, ты бы оценил эту злую шутку». «Отвергнутые мертвецы», повторил Астарто с суровым лицом, который выглядел великаном даже в компании гигантов. «Позорный ярлык для воинов, но подходит лучше, чем наше предыдущее название». «Что здесь творится? Я не понимаю, что происходит», сказал Кай. «Чего понимать-то?» ответил здоровяк звериного вида, у которого полголовы было заковано в чугун с подключенными к нему витыми медными проводами. «Мы сражаемся за свою свободу, ты идешь с нами». «Зачем?» Снова эти неоднозначно сформулированные вопросы, покачал головой от Харва. «Тагор, Осупха и Супха, пожиратели миров. Киран происходит из легиона детей императора. Севериан лунный волк. А это громадное чудовище с бритым черепом Гифьюа, истинный сын Мартариона. Как и ты, мы находились в заточении, и, как уже сказал Тагор, мы сражаемся за свою свободу. В этой ситуации всем будет гораздо легче, если ты отложишь свои вопросы на потом. Понятно?» и от Харва жестом указал на коридор за спиной воина, которого он назвал Кираном. Севериан крадучись отправился по этому проходу, двигаясь гораздо быстрее и тише, чем можно было ожидать от человека его комплекции. От Харва повернулся к одному из пожирателей миров. «Супха, оберегай его!» «Я тебе не собачка, колдун!» огрызнулся воин. «И тем не менее ты этим займешься», сказал От Харва непреклонным и требовательным тоном. Кай почувствовал кратковременный всплеск псионической энергии, но смолчал. Супха кивнул и взял Астропата за руку. Пальцы воина с легкостью обхватили верхнюю часть его плеча, и Кай поморщился от силы этой хватки. От Харва одарил Астропата улыбкой, которая была отчасти заговорщической, а отчасти знаменовала собой их общий секрет, и отправился вслед за Северианом. Остаток группы выстроился позади них, двигаясь с привычностью, которая говорила о десятилетних тренировках за спиной. Каю доводилось видеть Астартес много раз на борту кораблей 13-го легиона, но если короли Сечи с Макрага были достойными воплощениями всего того, что входило в понятие благородства, эти воины из тюрьмы больше напоминали корсаров или наемников. Или изменников, подумал Кай, вспоминая первопричину их заключения под стражу. Он находился в компании предателей. Кем же он сам тогда был? 2. Темп был изуверским, и Кай не столько шел за космодесантниками, сколько они его за собой волокли. Мимо мелькали размытые очертания скальных тоннелей, чистых достиженностей коридоров и голых каменных стен переходов, и Кай в конце концов потерял всякую ориентацию. Неприятель донеслось откуда-то спереди. Голос мало чем отличался от шепота, но прозвучал так, словно говоривший находился прямо перед остропатом. Кай увидел северяна, который стоял на пересечении коридоров, делая рубящее движение рукой вдоль прохода, расположенного под прямым углом к их маршруту. «Тагор», произнес от Харвард, «считай, что уже сделано, а Супха низко и быстро». «Сначала я», вмешался Киран, кувырком огибая угол. Его винтовка казалась до абсурдного крошечной, вжимающем ее кулаке. Он выпустил два ослепительных ярких выстрела в стремительной последовательности друг за другом и нырнул назад в укрытие. «Идите», сказал он. «Тагор» оскалил зубы и бросился за угол бок о бок со Супхой. Кай услышал тяжелый топот ног и первобытный рев, в котором звучала нечеловеческая свирепость. Хватка на руке Кая сомкнулась еще туже и остропад сдавленно засипел от боли. «Моя рука! Вы делаете мне больно!» Супха посмотрел на Кая сверху вниз с таким видом, как будто он был оскорблен уже тем, что ему приходится с ним «Они братья несут смерть, а я нянька при смертном!» прошипел он, но чуть ослабил хватку на руке Кая. От стен отразились крики боли и ужаса, и остропад подпрыгнул от испуга. «Путь свободен!» сказал Адхарва, огибая угол и жестом призывая остальных следовать за ним. Кая тоже потащили за космодесантниками. Картина бойни, которая встретила его в конце коридора, была столь запредельно ужасающей, что его выворачивало до тех пор, пока не начало саднить в глотки. Посреди еще одного перекрестка в живописном беспорядке валялось множество, невозможно было точно назвать число трупов. Переломанные конечности, проломленные черепа и разорванные тела усеивали пол, навевая мысли об отходах мясокомбината. По стенам иступленно петляли алые дуги кровавых потеков. Работа космодесанта состояла в убийстве людей. И умом Кай понимал этот факт, но увидеть на деле что случилось, когда они давали волю своей мощи, было шокирующим и отрезвляющим мигом. Сам Кай не совершил ничего плохого, но эти воины относились к легионам, которые предали императора, и астропата сочтут ничем не лучше изменника, просто за то, что он с ними разговаривал. Тем не менее, они спасли его от смерти и сейчас занимались убийством солдат-тюремщиков, хотя у него не было ни единой догадки по поводу побудивших их на это причин. И как не мутила Кая от этой картины бойни, он был достаточно здравомыслящим, чтобы понимать, что любой шанс на выживание был лучше смерти, которую он несомненно нашел бы, если бы остался в этом месте. Мясники, за несколько секунд, превратившие в ошметке более дюжинный человек, обошли своим вниманием лишь два тела. Оба принадлежали солдатам, вооруженным крупнокалиберным энергетическим оружием, и у обоих не было голов. Их шеи кончались прижженными пеньками. «Хорошо стреляешь», сказал Адхарва, когда в коридоре появился Киран. «Снайпер первого класса», ответил Киран, похлопывая его по плечу. «Что касается стрельбы, то на турнирах меня обходил один лишь Веспасиан». «На турнирах», выплюнул Тагор, «зачем тратить время на игры, когда предстоит выигрывать воины?» «Чтобы отшлифовывать свое мастерство, Тагор», ответил Киран, таким тоном, как будто он был оскорблен. «Отточенные навыки всегда побеждают грубую силу». Тагор стиснул в кулак облома калибарды. «В другое время я бы показал тебе ошибочность этого убеждения. Решили посоревноваться, кто кого переплюнет, сейчас вы с ума сошли», требовательно спросил Гифьюа. Тагор расхохотался и хлопнул Кирана по плечу с такой силой, что воин из легиона детей императора невольно нахмурился. «В другое время», повторил Тагор, «Кай, которого ужасная напряженность, сгустившаяся в коридоре по ходу этой скоротечной стычки заставила затаить дыхание, перевел дух. Воинские умения являлись сутью каждого космодесантника, и усомниться в них означало нанести самое страшное оскорбление. В Братстве равных подобная бравада рассматривалась бы как дружеское соперничество, но среди воинов, которых соединяли лишь навязанные извне узы, они могли привести к смертельным последствиям. «Куда сейчас?» спросил Тагор. «Сеть будет стягиваться». «Сюда», ответил Севериан, направляясь в уводящий вверх проход. «Ты знаешь, что было в голове у Кустодия?» сказал Тагор. «Волк прав?» «Да», подтвердил Адхарва. «Наблюдательность Севериана служит ему отличную службу». Они снова отправились в путь, и каждый раз, когда космодесантники сталкивались с сопротивлением, они расправлялись с ним так эффектно, что это выглядело бы изуверством, если бы не достигалось такой хирургической точностью действий. Казалось, лишь троица пожирателей миров находят в насилии какое-то удовольствие, но даже оно скорее относилось к демонстрации доблести, чем к примитивному наслаждению резней. Они прорывались вперед и всегда вверх, иногда сражаясь с врагами, иногда избегая их. Севериан и Адхарова знали тюрьму ничуть не хуже солдат, которым приказали воспрепятствовать их побегу, хотя Кай даже не мог себе представить, где они могли разжиться подобными сведениями. «А где Легио Кустодис?» спросил астропат в промежутке между отчаянным бегом и кровавой баней с выпусканием потрохов. Ни у одного космодесантника не нашлось ответа, хотя Кай видел, что им всем приходит на ум этот вопрос. «Они не здесь», сказал Дефьюа, «это все, что имеет значение. Они направляются на Проспера», сообщил Адхарва, «если уже не там». «На Проспера?» спросил Киран. «Зачем?» «Чтобы убить моего примарха», ответил Адхарва. И Кай услышал в его голосе покорность судьбе. Даже Тогору нечего было на это ответить. И Кай ощутил их шок, вызванный столь недвусмысленным заявлением. Хотя и было очевидно, что эти воины не горят особой любовью друг к другу. Но такая ужасная вещь, высказанная вслух, напомнила им о том, что они потеряли, когда очутились здесь. «Такое вообще возможно?» спросил Кай. редкостную глупость, но потом смягчился. «К сожалению, еще как возможно. Мы все сработаны из первозданного звездного вещества и вот великого океана. Но даже солнце гаснут, а океаны обращаются в прах. Откуда ты это знаешь?» спросил Асупха. «Я это знаю, потому что это знает примарх Магнус», ответил Адхарва. На этом вопрос был закрыт. И они продолжили свое ожесточенное и кровавое восхождение к поверхности планеты. Если их ждали засады, Северян наносил удар из теней. Если нападение заставало их врасплох, Тагор и Асупха с бешеной силой контратаковали в ответ. Если вооруженные бойцы заливали проходы потоками выстрелов, Киран укладывал их точными попаданиями, от которых содержимое черепных коробок вскипало, разрывая их, как переполненные баллоны с кровью и мозговым веществом. Если на их пути возводили барьеры преград их сметал Гифьюа, который прорывался к ним через град вражеских выстрелов, отмахиваясь от них, словно они были не страшнее комариных укусов. Грудь гвардейца смерти покрывал толстый слой запекшейся крови, а на его боку виднелась обугленная воронка размером с кулак Кая. Бронированные двери не представляли для них преграды, поскольку у Адхарвы был золотой перстень, похожий на тот, что носил Сатурнале, который отпирал любые закрытые перед их носом врата. Когда последние из них распахнулись, Кая омыла самым прекрасным светом, что он только видел в своей жизни. Тем светом, который, как ему думалось, он уже давно позабыл, сиянием солнца Теры. Аугметика Кая распознала фильтрующий эффект отгораживающего поля, и он понял, что они очутились в прозрачном доке на горном склоне. Вдоль одной из стен пещеры выстроилась шеренга челноков и посадочных катеров с золотой отделкой, а еще несколько не столь богато украшенных летательных аппаратов шипели и выпускали наружу сжатые газы, в то время как сервиторы и погрузчики опорожняли их грузовые трюмы и складские отсеки. «Пошевеливайтесь», произнес северян, оглядываясь в том направлении, откуда они пришли. «Они знают, где мы находимся и скоро поднимут по тревоге летные подразделения». Все бросились вглубь ангара, включая Кая, которого наполовину нес, а наполовину волок Субха. Авиатехники, техножрецы и чернорабочие поворачивали к ним свои удивленные лица. Ни один из них не осмелился окликнуть нарушителей, затесавшихся в ряды техперсоналов, поскольку ни у кого не вызывало сомнений, что эти окровавленные дьяволы были жестокими человекоубийцами. Во главе процессии хромал гифьюа, выглядевший как груда залитых кровью мышц и рубцовой ткани. В его рычании смешивались боль и ярость, а его след был отмечен пунктиром липких капель. Рядом с ним бежал Киран, готовый помочь своему другу, если того подведут державший свои руки при себе, чтобы не оскорбить гордого гифьюа. За ними следовал Северян в сопровождении Тагора, а Супха подбежал к ближайшему летательному аппарату. Это был обтекаемый катер, который, судя по жаркому Марио вокруг лопастей его двигателей, не очень давно приземлился. «Сможешь рулить этой штукой, брат!» выкрикнул Супха. «Этой-то даже во сне!» ответил его близнец. Малиновых одеждах с набором вращающихся глазных линз, закрепленных на лепестковом диске, но Супха уложил его небрежным взмахом своего клинка. Рассеченные половинки марсианина уже падали вниз, а верхняя часть его тела еще продолжала свою эмоциональную тираду в адрес пожирателя миров. В то время, как из-за аугметических трансмиттеров, которые были смонтированы у него на плечах, захрипел панический всплеск завизжали сигналы тревоги, и через широкий прямоугольник открытого пространства, который виднелся за отгораживающим полем, загрохотали бронированные противовзрывные двери. Весь ангар наполнился резкими тенями и адским оранжевым заревом, который отбрасывали проблесковые маячки тревожной сигнализации. Те из тех персонала, кто были в состоянии убежать, засверкали пятками. «Залезайте внутрь», проорал Киром. «Быстрее, уже включаются зенитки». Супха отбросил все притязания на вежливость и подхватил Кая, словно тот был упирающимся ребенком. Пожиратель миров бросился к открытому люку, через который уже забирались на борт остальные отвергнутые мертвецы. «Адхарва!» выкрикнул Супха. «Лови!» Кай заорал, проносясь по воздуху, но Адхарва без труда поймал его и развернул кругом, усаживая на прикрученное к корпусу сиденье для членов экипажа. Кай чувствовал себя так, словно ему помяли все кости до единой, и когда Адхарва впихнул его в кресло, он едва удержался от грубого оскорбления, которое готово было вылететь у него изо рта. «Не сходи с места», сказал воин тысячи сынов, «этот полет будет не из гладких». Супха забросил свое тело на бок. В тот же миг раздался внезапный визг. Эта Супха изменив шаг винта двигателей резко поддал мощности. Катер прыгнул в воздух и развернулся кругом. Люк для посадки экипажа скользнул в закрытое положение. Зашипела дерматизирующая пневматика. «Поехали!» выкрикнул Киран. «Давай, пожиратель миров, вытаскивай нас отсюда!» Катер скакнул вперед, как жеребенок из загона. И если бы Адхарва не удержал Кая рукой, его швырнуло бы через всю длину салона. Летательный аппарат заболтало, и Астропад услышал грохот ударов, забарабанивших по его корпусу. «Они что, по нам стреляют?» завопил он, перекрывая визг двигателей и град мощных ударов. Адхарва кивнул, упираясь свободной рукой в потолок экипажного салона. Дифьюа привалился к переборке. Киран держался за вертикальный поручень рядом с ним. Супха лежал ничком на металлическом полу. Тагор цеплялся за переборку у входа в кабину. Севериан же просто стоял в центре салона, как будто происходящее было обычным взлетом. Кай заорал, когда катер резко качнулся, и от Супха надавил на рычаг управления двигателем. Задняя кромка левого крыла чиркнула о край закрывающейся противовзрывной двери, и машина завертелась волчком. Катер бумерангом вылетел на открытый воздух, и Кай, вжатый в сиденье центробежной силой, совершенно потерял пространственную ориентацию. Верх и низ менялись местами. Кай потерял любое представление о том, падают они или поднимаются вверх. Стены и пол бешено крутились. В иллюминаторах из каленого стекла тошнотворно переворачивались небо и горы, и Кай закрыл глаза. Они в любой момент могли в дребезге разбиться о скалы, и тогда ошметки их трупов разбросают по склонам на сотни квадратных километров. Вспыхивали лампы световой сигнализации, по фюзеляжу раскатывалось эхо тревожных сигналов, которые звучали в кабине. Кай слышал, как о Супха изрыгает сквернословие в адрес системы управления и авианического кагитатора. «Простите, простите», твердил Кай сквозь тиснутые зубы. Все повторяя и повторяя эти слова, пока они кувыркались по воздуху, как умирающая птица. Наконец он почувствовал, что Адхарва больше не удерживает его рукой. «Перед кем ты извиняешься?» спросила Стартес. Помутившиеся чувства Кая сообщили ему, что они снова летят горизонтально, и Астропат открыл глаза. Он увидел высокие золотые шпили и морщинистые склоны горы, которые проносились за иллюминатором, и преисполнился надежды и изумления. «Перед мертвецами», брякнул он. «Зачем мертвецам чьи-то извинения?» сказал Адхарва. «Это живые нуждаются в прощении». Хотя он произнес эти слова легким тоном, Кай ощутил скрывающуюся за ними злобу. У Адхарвы были повадки ученого, который угодил в тело воина. Но то, что его грудь переполнена запасами, дремлющей агрессии, не вызывало никаких сомнений. «Хороший пилотаж, Асупха», проорал Тагор. «Еще ничего не кончено», ответил Асупха. «На нашу позицию сходятся истребители. Судя по скорости, огненные копья». «Расстояние», крикнул Адхарва. «180 километров и быстро приближаются». «Лети на бреющем полете и сохраняй свой курс», приказал Адхарва. «Это нас не спрячет», предупредил его Асупха. «Я знаю, но у меня припасены фокусы за пределами твоего разумения», ответил Адхарва, закрывая глаза. «Три». Командир звена Птелос Реквер плавно сбросил форсаж, выравнивая зарю востока. После крутой дуги взлета с базы Шрингард, двигатель огненного копья ревел, как гигантский зверь, ускоряя ничуть не хуже, чем пинок под задницу, отвешенный одним из тех чернорабочих Мигу, что вкалывали в палаточных городках под стенами дворца. Прямо за его правым крылом летел Тобиас Машар на Прометеевом ковчеге, а позицию слева занимал Тающий Сумрак под командованием Осириана Фолка. Эта троица летательных аппаратов имела на своем совокупном счету больше двух сотен сбитых вражеских машин. Большинство их боевых вылетов было произведено более двух веков тому назад, но они содержались в памяти пилотов, которые заново пережили каждый из них десятки раз, благодаря улучшенной способности к когнитивному восприятию. Реквер был прирожденным пилотом, который чувствовал себя не в своей тарелке, если не имел возможности поднять боевой самолет в небо, и считал жизнь, прожитую на земле, выброшенной на ветер. Большинство вылетов, которые он совершал в эти дни, не выходило за пределы рутинных перехватов коперов, возивших в горы контрабанду на борту винтовых машин, построенных еще до начала объединительных войн. Сегодняшний вылет обещал быть другим. Сверху спустили сигнал боевой тревоги, и Реквер первым оказался на стоянке. Со всей возможной скоростью прошел через предполетный осмотр, после чего отослал авиатехников взмахом руки, и врубил подъемный двигатель, отрываясь от земли. Командно-диспетчерский пункт указал им курс на цель. Реквер проверил показания на расположенном перед ним планшете, увидел несколько медленно движущихся объектов, и почувствовал, как тает, охвативший было его азарт. «Факел, вы его обнаружили», раздался голос диспетчера с базы. «Засек», ответил Реквер. «Направление 279, расстояние 167 километров, высота полета 1000 метров». «Это он, факел», подтвердила база. «Вам приказывается приблизиться и уничтожить цель. Требуется визуальное подтверждение ликвидации». «Вас понял, база», сказал Реквер. «Каков характер цели?» «Насколько мне известно, это эскортный катер Карго-9». «Эскортный катер?» «Так у меня здесь написано», ответила база. «Судя по шапке приказа на ликвидацию, он пришел от высшего командования». «Полагаю, с эскортным катером мы уж как-нибудь совладаем», сказал Реквер. «Вас понял», ответила база. «Удачной охоты». Реквер отключился от командного пункта и открыл канал ВОКСа для связи со своими товарищами-летчиками. «Вы это слышали?» спросил он. «Кому-то ну очень приспичило сбить этот катер», высказал самошар. «Как думаешь, кто у него на борту?» спросил Фолк. Реквер восстановил маршрут катера и присвистнул от удивления. «Он, похоже, летит из Кхангву-Марву». «Так что, как я думаю, на борту должны быть какие-то сбежавшие заключенные», ответил Реквер. «Должно быть, это редкостные негодяи, так что давайте разберемся с этим по всем правилам. Мы приближаемся к исходной точке, Шар и Фолк щелкнули своими воксами, подтверждая, что слышали его приказ, и Реквер переключил внимание на счетчик дальномера, ведущий обратный отсчет. Когда число обнулилось, он потянул рычаг и заставил огненное копье круто взять вверх. При нынешней скорости сближения они выйдут на расстояние ракетного удара менее чем за две минуты. Но Реквер не собирался стрелять, пока не установит визуальный контакт с удирающим катером. Справа мелькали горы, обледеневшие скалы сливались в одно размытое пятно, проносясь мимо слишком быстро, чтобы можно было различить хоть какие-то детали. Несмотря на то, что сбежавшие из Кхангу Марву заключенные были чем-то новеньким, пока все шло к тому, что эта миссия будет такой же заурядной, как и все предыдущие. В конце концов Карга 9 не мог тягаться даже с одним огненным копьем. Так что посылать три истребителя было откровенным перебором. Дворцовые строения внизу сливались в размытое пятно, стремительно проносясь под ним ковром из золота, серебра и белого мрамора. Реквер облетел дворец по длине, ширине и периметру не менее сотни раз и неизменно находил какое-нибудь новое чудо, которым можно было повосхищаться. Но в настоящий момент пилот был слеп к этому великолепию. Он находился в боевой ситуации и все его внимание было поглощено целью. Курсор дальномера скользнул все ближе к центру дисплея и реквер посмотрел вниз, замечая серебристую вспышку на фоне черного камня гор. Катер вилял влево и вправо, придерживаясь горного склона, в ложной надежде, что подобные маневры новокопья. Пилот был умелым, он петлял на высокой скорости, то влетая в естественные горные складки, то вылетая из них обратно, чтобы не дать системам наведения, преследования, захватить цель. Но ему понадобится что-нибудь покруче этого, если он хочет ускользнуть от тела с реквера. Летчик в последний раз проверил приборы. Курс был верным, показания устойчивыми. Он вытянул шею, крутя головой влево и вправо, чтобы убедиться, что в воздухе не было никого лишнего. Еще только не хватало случайно сбить какого-нибудь гражданского, болтающегося слишком близко от зоны боевых действий. Убедившись, что машина под ним была тем самым Карго-9, который ему приказали уничтожить, телос реквер привел системы вооружения в боеготовность, и его шлем почти сразу же наполнило резкое гудение системы наведения ракет. Он плавно двинул рычаг вперед, переводя зарю востока в пологое атакующее пике. «Цель захвачена», произнес реквер, откидывая защитный колпачок гашетки на своем штурвале. 4. Кай почувствовал, как копится псионическая энергия, наполняя атмосферу жгучим холодом и тошнотворным металлическим привкусом, и поднял глаза на Адхарву. В сравнении с этим Нунцио был детским лепетом, и даже ватики и эр не задействовали свои дарования с таким размахом. Адхарва был боевым псайкером, воином-мистиком, который использовал данные ему способности, чтобы разрушать и чинить расправу. Кай ощущал что-то подобное лишь один раз в жизни, в трансзале Хора Примус. Астропат без раздумий прикрылся своей энергией и почувствовал, что его влечет вслед за Адхарвой. Мимо Астропата мелькнул горный склон, словно он был птицей, несущейся по воздуху на невероятной скорости. Он увидел раскинувшийся под ними величественный дворец, десятки тысяч его башен и куполов, многочисленные, грандиозные колоннады и дворцовые домены, в которых проживали миллиарды верных слуг администратума. Кай был кометой, метеором, сплавленным из мыслей воли. Сияя, он несся по небесам, пока не увидел три пятнышка с крыльями, как у летучих мышей, которые приближались, описывая дугу над горами. Их силуэта становились все больше, и Кай, в конце концов, отчетливо разглядел истребители, те самые огненные копья, о которых говорил Асупха. Это были грациозные боевые машины, способные петлять и крутиться в воздухе, подобно танцорам. Объединенные сознания Адхарвы и Астропата проникли в разум ведущего летчика, и ум Кая тут же заполнили мысли о траекториях, векторах сближения и поправке на упреждение. Они не имели для него никакого смысла, но доминантная сущность Адхарвы впитала их за секунду. Кай смотрел глазами пилота, видя призрачно-зеленую проекцию дисплея и ощущая давящее объятие противоперегрузочного костюма. Он чувствовал тяжесть его шлема и возбуждение от предстоящего уничтожения противника. Заливистая трель, прозвучавшая в ухе, сказала ему, что подвешенные под крыльями ракетные установки захватили цель, и его большой палец завис над гашеткой. Прежде чем летчик успел выстрелить, у него начался душевный разлад. Пять Телос Реквер внезапно уверился, что летательный аппарат, в который он приготовился выстрелить, вовсе не неприятельский, а имперский. Его большой палец соскользнул с гашетки, и пилот снова включил предохранительные механизмы пусковых установок. Он вышел из атакующего пике и пролетел над целью, помаргивая от замешательства. Он тяжело дышал, его костюм шипел, компенсируя его чистящий пульс и повышенное кровяное давление. «Реквер, что произошло?» спросил Машар. «Оружие дало сбой?» Он попытался ответить, но никак не мог вспомнить, что же случилось. В памяти осталось лишь необоримое побуждение не стрелять. В голове стоял серый туман, из-за которого путались мысли. В сознании вспыхивали зыбкие образы каких-то непонятных вещей, болезненно и назойливо. «Телос», подключился Фолк, «Не молчи, скажи мне, что случилось?» Реквер затряс головой, стараясь избавиться от какафонии в мыслях. Он даже стукнул по боковой стороне своего шлема, пытаясь таким образом прояснить свой разум, но образы продолжали возникать. «Я в порядке», ответил он. Однако час замешательства все сильнее туманил его сознание. «У меня был сбой в системе управления огнем. Разворачиваюсь на новый заход. Сохраняйте позицию». Он крутнул свое огненное копье вокруг оси и совершил широкий разворот, который снова вывел его в хвост карга-9. За катером следовали Прометеев ковчег и тающий сумрак. Их двигатели пылали раскаленно-голубым, как яркие пульсары на едва смеркающемся небе. Их сияние было таким интенсивным, что рекверу с трудом удавалось сфокусировать взгляд. И тут у него отвисла челюсть, а от лица отхлынула кровь. Реквер еще раз проверил приборы и судорожно выдохнул. На дисплее возникли две иконки, помеченные цветом угрозы. Вражеские машины прямо у него по курсу. Он находился прямо над летательными аппаратами противника, и они его не видели. Его ведомо исчезли, по всей вероятности, будучи сбитыми. А сам он имел явное преимущество над подстрелившими их вражескими машинами. Действуя со спокойной и методичной четкостью, реквер пометил все три летящие впереди цели, две новые и карго 9, и снова привел пусковые установки в боеготовность. «Реквер, что ты делаешь?» заорал искаженный голос. Он звучал знакомо, но при всем при том, был для него совершенно посторонним. Вражеский трюк, не стоит и сомневаться. «Слушаю славные звуки», ответил он, когда в его шлеме прозвучала трель, оповещение о захвате цели. «Птелос, твое оружие опять сбоит», выкрикнул Машар, отворачивая в сторону и забирая вверх. «Реквер, отбой!» прокричал другой голос, который был ему незнаком. Расцвело облако дыма, три ракеты спрыгнули с направляющих и разделились в поисках своих целей. Первая вспорола воздух, забирая вверх по идеальной траектории и влетела точно в двигатель Прометеева Ковчега. Боеголовка разорвалась глубоко в недрах огненного копья и разнесла истребитель в клочья, превратив его в вертящийся огненный шар из оранжевого пламени и серебристых обломков. Крутящиеся останки пылающего фюзеляжа понеслись вниз к горе, оставляя за собой густой черный дым и ослепительно яркие вспышки взрывающихся боеприпасов. Второй вражеский пилот врубил форсаж, но ракеты были пущены с такого близкого расстояния, что у него не было ни единого шанса ускользнуть. Головка самонаведения отслеживала и учитывала каждый разворот и крен его машины, и в конце концов ему больше некуда было бежать. Пилот отключил форсаж и выбросил аэродинамический тормоз, пытаясь заставить ракету проскочить мимо, но та была уже слишком близко, и ее неконтактный взрыватель сработал менее чем в 10 метрах от зевов воздухозаборников. В двигателе летательного аппарата засосало пламя и тысячи бритвенно-острых крутящихся осколков, и они разлетелись в клочья. Ухнул взрыв, и машину разорвало напополам. В нормальных условиях от зрелища такого кардинального уничтожения вражеской машины по телу Реквера прокатилась бы волна адреналинового опьянения. Но сейчас он смотрел, как несутся вниз горящие останки его жертвы, и не чувствовал ровным счетом ничего. Реквер отпустил штурвал и поискал на дисплее третью мишень. Она уже сбита его ракетой. Раньше она находилась недалеко от того места, где рухнула его вторая по счету добыча. Но теперь ее нигде не было видно. Реквер знал, что должен произвести визуальный контроль третьей цели. Но единственное, на что он был способен, это фокусировать свой взгляд на окружающем ландшафте. То, что машина противника может заходить на него в атаку, даже не приходило ему в голову. И на его лице расплывалась отсутствующая улыбка. Серый туман, стоящий в голове, навевал покой и не пропускал ни одной мысли о сбитом им катере. Эта удовлетворенная улыбка так и не сошла с лица птелоса Реквера, когда его огненное копье влетело в склон горы. Шесть. Салон для экипажа наполнился огнем и дымом. И у Кая перехватило горло от удушья. Его сознание с резким толчком вернулось в тело. Плоть вдруг показалась очень тяжелой. Он посмотрел вверх, в глаза от Харвы и судорожно выдохнул морозный воздух. В глазах Астарте скружились хлопья зимней белизны. Они таяли как сон, а вместо них восстанавливались естественные цвета. Из длинной прорехи в фюзеляже валили клубы дыма. Кая увидел зазубренный обломок крыла, висящий на массе толстых кабелей и болтающих со стрингеров. Тяжелый катер содрогался и мотался, как умирающая птица, на бешеной скорости падая с небес навстречу безжалостной земле. У Кая перехватило дыхание. Царящий в горах холод ударил по нему словно кулаком. Ревущие ветра продували салон насквозь, разжигая пламя и прилагая все силы, чтобы вымести изнутри его пассажиров. Киран и Дифьюа цеплялись за сломанные поручни. Севериан вжимался в боковую стенку. Тагор и Супха удерживались за внутренние части салона. Адхарва стоял перед Астропатом. Воин Тысячи Сунов ухватился за расположенные над ним багажные полки и прижимался к Каю, чтобы того не унесло ветром. «Я не смогу удержать его в воздухе», проорал из кабины Асупха. «Мы упадем!» «Как вы это сделали?» выкрикнул Кай, перекрывая оглушительные завывания ветра. Адхарва проигнорировал его вопрос. «Не делай так больше», сказал он вместо ответа. «Из-за тебя оба наших сознания могли безнадежно застрять в черепе того пилота, когда он врезался в гору. Вы заставили пилота сбивать свои же машины». Адхарва отрицательно покачал головой. «Нет, я всего лишь показал ему то, что больше соответствовало его пониманию характеристик вражеских целей и предоставил решать ему самому. Я ничего не менял в присущих ему мыслительных процессах. Я хоть и силен, но не до такой степени». Кай подумал о том, что Эвандер Григора рассказывал ему о когносцинтах, однако потом осознал, что Адхарва всего лишь направлял мышление пилота, но не изменял его. Тонкая, но существенная разница. Хотя прямо сейчас, когда земля с ужасающей неотвратностью неслась им навстречу, это казалось малосущественным. Башни, которые с высоты выглядели крошечными и далекими, теперь очутились чудовищно близко. И Кай мог разглядеть мозаику ветхих строений, которая проносилась под ними на бешеной скорости. Пока Асупха изо всех сил пытался сдержать их падение. Расстояние было таким маленьким, что можно было различить отдельные здания и улицы. Катер совершил последнее отчаянное усилие, пытаясь вырваться из когтей гравитации, но машина без одного крыла из дырой в боку не могла выиграть эту схватку. Она врезалась в землю, разлетаясь на металлические осколки от оглушительного удара, который, казалось, не кончится никогда. Пятнадцать Сбор охотников Просители по неволе Вождь клана Один В этом городе хорошо знают Ясу Нагасену и его не окликают, когда он проходит под обсидиановой аркой, держа путь к башне в его центре. Много времени минуло с того дня, как он прогуливался по его пустым бульварам и с восхищением разглядывал потрясающие здания, сам факт существования которых был неизвестен ни одному человеку за его стенами. Должно быть, зная, что обитатели города прозрения не часто осмеливаются высунуть нос за ограду собственной тюрьмы, дворцовые каменщики не пожалели средств и использовали все до единого ухищрения своего ремесла, чтобы красота и гармоничность города не уступали его обособленности. Интересно, кто дал название этому месту? Задумчиво произносит Нагасена, поднимая глаза на позолоченные капители и богато отделанный фронтон изумрудной косницы. Внутри нее хоронят кости тиранских астротелепатов, а также тех, кто не пережил заключительных ритуалов, которые превратили бы в полноправных астропатов. Это обитель грусти, заключенная в оболочку жизнеутверждающей архитектуры. Косницы, спрашивает картона, нет, городу прозрения. Кто-то с извращенным чувством юмора. Может быть, отвечает Нагасена, или возможно кто-то по-настоящему разбирающийся в том, чем занимаются здесь эти несчастные слепые души. Картона пожимает плечами. Его это не трогает, ему неприятно здесь находиться. Нагасена его не осуждает. Это место настоящий ад для его слуги. Большая часть людей не переносит картона, будучи даже не в состоянии внятно сформулировать причину. Но те, с кем он сталкивается здесь, ненавидят его и точно знают за что. В присутствии картона они становятся истинными слепцами. Улицы безлюдны, о том, что они здесь, знают все обитатели города прозрения, чувствующие незаполненную прореху в непрерывном гомоне, который наполняет воздух немыслимой многоголосицей. Они безмолвия в городе голосов, и они не проскакивают незамеченными. Ногасена усматривает их первым, но их наименование озвучивает картона. Черные стражи, произносит он, наблюдая за отрядом, одетых в доспехе солдат, которые маршируют к ним с винтовками на плечах. Люди Головко, ведомые им самолично, добавляет Ногасена, замечая во главе отряда массивную фигуру Максима Головко. Нам оказана честь. Честь того сорта, без которой я спокойно могу обойтись. От Максима тоже бывает польза, отвечает Ногасена. На некоторых охотах требуется действовать из-под тишка, а на других же выгнать добычу на открытое место, используя менее утонченные средства. Картон кивает и встает за спиной Ногасены. Головко останавливает перед ними своих людей, которые напоследок синхронно грохают ботинками о землю. Грозные бойцы, прекрасно обученные, дисциплинированные, безжалостные, и все-таки они выглядят грубыми орудиями на фоне хирургической точности Ногасены. Максим произносит Ногасена, отвешивая поклон. Достаточно глубокий, чтобы обозначить уважение, но не настолько, чтобы показать, что он уступает ему старшинство. Глупость, конечно, но это веселит картона. А что до Максима, то ему все равно не понять его смысл. Ногасена, отвечает Головко, зачем ты здесь? Ради охоты. Ты получил вызов? Ногасена отрицательно качает головой. Нет, но я нужен, не так ли? Мы в состоянии поймать этих предателей без твоей помощи, заявляет Головко. Я прямо сейчас занят командой, и все будет закончено уже к концу этого дня. Солнце закрывает длинная гряда туч, и Ногасена бросает взгляд вверх. Покажи мне эту команду, говорит он. Два. Внимание заслуживают трое, и Ногасена оценивает каждого из них. Сатурнале Кустодий излегивает, его ярость сопоставима только с его стыдом. Это из его тюрьмы бежал тот астропат Кайзулейн вместе с бойцами из крестового воинства. И такую серьезную оплошность можно загладить лишь их немедленной поимкой. Сатурнале озол, но сохраняет выдержку. Ногасена знает, что может рассчитывать на то, что Кустодий будет следовать его указаниям. И он единственный, у кого будут шансы против преследуемых воинов, если те решат развернуться и принять бой. Адепт Хирика чувствует себя неуютно, и Ногасена понимает причину. Ее глаза испещряют красные точки от лопнувших капилляров, а на шее видны кровоподтеки, оставленные ее бывшим коллегой, который пытался ее задушить. Хотя она и прикидывается безразличной, но Ногасена видит, что его смерть затронула Хирика сильнее, чем ей хочется признавать. Сама она не охотник и обладает лишь одним полезным для них умением. Хирика пси-экстрактор, и она считает, что может извлечь из Кая Зулейна те секреты, которые делают его таким ценным. Афина Диас увечный остропад, и при обычных обстоятельствах Ногасена не разрешил бы ей присутствовать на охоте такого рода. Ее тело искалечено, и ее кресло со встроенной системой жизнеобеспечения лишь будет их замедлять. Но она побывала в разуме Кая Зулейна, и благодаря этому обрела восприимчивость уникального рода. Если он будет поблизости, она сможет их к нему привести. Она не горит желанием участвовать в этой охоте, но понимает, что ее мнение по этому поводу не играет никакой роли. Они собрались в покоях Хармейстера. Нема Джимен возмущенно меряет шагами свои роскошные апартаменты. Его белые одежды плещутся вокруг тела, как крылья встревоженной птицы. Ясу, вы должны его вернуть, говорит он, прекращая свою ходьбу ровно настолько, чтобы обратиться к нагасене. Его белые волосы распущены, борода всклокочена. На нем тяжело сказались последние несколько дней. И в каждом вымученном жесте и отрывистой фразе сквозит напряжение от усилий, которую он сети внутри галактической связи. Я это сделаю, нема, обещает нагасена. И его поклон выражает глубокое уважение. А теперь расскажите мне, почему этот человек так важен? Почему семь космодесантников рискуют успехом своего побега, забрав его с собой? Им не было нужно делать что-то подобное. Джимен мнется, прежде чем ответить. И нагасена старается не вникать чересчур глубоко гипарго. Кай Зулейн был одним из наших лучших операторов, начинает Хармейстер. У него были коды синастетических соощущений для обмена сообщениями на самых высших уровнях. Если он передаст эти сведения предателям, работающим на Хорус Луперкале, то вся наша сеть связи будет засвечена. В досье Зулейна указано, что он неполноценен как астропат, говорит Нагасена, чувствуя, что объяснение Хармейстера ложь. Его пальцы сжимаются на рукояти Сё-Дзики. Ее клинок для него мерило честности. И хотя Нагасена не всегда нужно знать, почему он охотится, он не любит заниматься этим, исходя из ошибочных соображений. Был неполноценным, говорит Джимен, но госпожа Диас трудилась над восстановлением его способностей. Нагасена разворачивается к Афине Диас и опускается перед ней на колено, отбрасывая свои одежды за спину. Она не может видеть его при помощи своих глаз, но он знает, что она ощущает его присутствие. И насколько вы преуспели, Зулейн сможет отослать что-нибудь за пределы планеты. Афина Диас отвечает не сразу, но у Нагасена складывается впечатление, что она говорит правду. Нет, пока нет, он идет на поправку, но как я думаю, он все еще слишком напуган, чтобы устремиться разумом в варп. Это может не иметь значения, если он в компании от Харвы, говорит Сатурналия. Возможно, у того получится вырвать коды из разума Зулейна, прибегнув к чародейству. Он на это способен, спрашивает Нагасена, разворачиваясь обратно к нем от Джимену. О способностях, которыми обладают воины Магнуса, мало что известно, признается Джимен. Но я бы не рассчитывал, что это лежит за пределами возможного. Тогда мы должны побыстрее задержать Кая Зулейна, говорит Нагасена. А вы не можете просто поменять коды, спрашивает Картона. Ты хоть представляешь, что это в себя включает, рявкает Джимен. Разработка новых шифров для сети связи галактических масштабов требует десятилетий подготовительной работы. А пытаться заняться этим в разгар гражданской войны было бы форменным безумием. Нет, мы должны найти Кая Зулейна до того, как предатели космодесантники вытянут из него эти сведения. Если они уже это не сделали, говорит Сатурналия. Из всех мест, куда они могли бы грохнуться, вступает в разговор Головко, это должен был оказаться проклятый город просителей. Никаких карт, ни одного плана, и тысяча мест, где можно затаиться. Астропат и семеро космодесантников обнаружат, что им будет тяжело оставаться незамеченными. Даже в таком лабиринте, как город просителей, замечает Ногосена. Нужно двигаться на место аварии, заявляет Головко, и брать оттуда след. Согласен, но чтобы охота увенчалась успехом, нам следует для начала понять мотивы нашей добычи, говорит Ногосена. Мы разыскиваем Астропата и семерых космодесантников. И я хочу знать, почему их только семеро. Почему перед тем, как бежать, они не освободили всех? Это имеет какое-то значение, спрашивает Сатурналия. Семеро предателей свободно разгуливают по Терри. Это на семь человек больше, чем нужно. Все имеет значение, заявляет Ногосена. Были освобождены только воины легионов, вставших на сторону Хоруса Луперкаля. Я считаю, что их возглавляет Адхарва, а он знает достаточно, чтобы представлять себе, кто из заключенных Астарта за ним пойдет, а кто нет. Далее возникает вопрос, зачем воину из тысячи сынов понадобилось организовывать этот побег? Ведь его легион все еще числится среди верных трону, не так ли? Сатурналия делает шаг вперед, сжимая обеими руками свое оружие гвардейца. Нет, не так. Ухирико и Диас от потрясения перехватывает дыхание, и даже картона испускает вздох изумления. Не могли бы вы объяснить поконкретнее, спрашивает Ногосена. Император огласил приговор тысячи сынов и их примарху, сообщает Сатурналия. Уже сейчас мои собратья Кустодии приближаются к Проспера вместе с Руссом и его воинами. Примарха Магнуса надлежит доставить на Теру в цепях. За что? спрашивает Ногосена. За нарушение никейских эдиктов и занятие магическими практиками, запрещенными лично императором, говорит Сатурналия. Сам Вальдор обнажил свой клинок. В таком случае Магнусу повезет покинуть Проспера живым, откликается Ногосена и видит, что Сатурналия гадает. Не оскорбляет ли охотник предводителя Кустодиев. Мы зря тратим время, заявляет Головко. Полчаса и я наводню город просителей черными стражами. Мы разберем эту помойку на части, кирпич за треклятым кирпичом, но мы их разыщем. Ногосена качает головой. Головко уже успел утомить его своей прямолинейностью. Отбери тридцать своих лучших людей, Максим, говорит он. Большее количество нам только помешает. делали, когда мы задерживали их в первый раз. Сейчас все будет по-другому. С чего бы это? На этот раз им будет не все равно, умрут они или останутся в живых, отвечает Ногосена. Три. Часом раньше Кай очнулся в мучениях в пылающем стальном гробу. Он чувствовал себя совершенно разбитым. На грудь сильно давила какая-то тяжесть, так что ему приходилось бороться за каждый вздох. Он закашлялся от едкого дыма, который принес легкий ветерок. За треском огня было слышно, как скрипит перекрученный металл и искрят оборванные кабели. Он повернул голову, чтобы осмотреться вокруг. Даже это маленькое движение отозвалось болью. Катер сплющился при ударе, и его корпус превратился в овальную трубу, прошитую сломанными металлическими балками. Отовсюду шипящими газами и сочились гидравлической жидкостью. Рядом с Каем распластался Адхарва, и Астропад обнаружил, что это его рука лежит у него поперек груди, придавливая его к земле. Кабина была наполнена светом, пробивающимся сквозь дым. Массивный фюзеляж был разодран на распашку по всей длине, и Кай был поражен, что ему удалось пережить такое жестокое столкновение. Из обломков на противоположной стороне салона выкарабкалась фигура с грязно-белыми волосами и потрясла головой. «Так вот, что вы, пожиратели миров, называете посадкой», сказал Аргентус Киран. Из груды сломанных панелей и витков шкварчащей проводки в передней части машины выпал закопченный человек. «Посадка считается удачной, если после нее можешь уйти на своих двоих», широко улыбаясь, сообщил о Супха. Для Кая все выглядело так, словно их пилот наслаждался аварией. «А если можешь только уползти, это засчитывается», спросил Супха, с усилием поднимаясь на колени и сплевывая пригоршню зубов. «Ты остался в живых», сказал Тагор, утирая кровь с ряда глубоких порезов на груди и размазывая ее по плечам и лицу, как боевой раскрас с дикаря. Кай попытался спихнуть с груди руку от Харвы, но он все еще был слишком слабым и рука воина была для него чересчур тяжелой. Над ним возникло невозмутимое лицо Севериана, который разглядывал его с видом охотника, изучающего попавшего в селки зверька. «Я в ловушке», сообщил Кай, и Севериан снял руку от Харвы с его груди. Лунный волк ушел прежде, чем Кай успел его поблагодарить. Движение привело в чувство от Харвы, и он перекатился на бок, застанав от боли. Его лицо и руки покрывала сворачивающаяся кровь. Он вытянул из своего бока металлический обломок размером с кинжал. Внезапно раздался встревоженный крик, который заставил Кая подпрыгнуть, и он приложился головой опогнутую стенку катера. Остропад увидел, что Киран присел у края дыры в боку фюзеляжа, по-видимому, проделанной попаданием ракеты или возникшей по ходу самой аварии. Кай выкарабкался из смятых недр салона на свет и обнаружил Гефьюа, который сидел с прямой спиной в луже крови. Из его живота и груди торчали обломки металлических штырей. Похоже, Голиаф был прав, сказал Супка. Его может прибрать смерть. Не говори злым взглядом. Северян присел рядом с гвардейцем смерти и пощупал кровавое месиво его внутренностей. Рано смертельно, заключил он, мы должны его бросить. Он прав, подтвердил Гефьюа, кривясь от боли. Я тебя не оставлю, сказал Киран. Я имел в виду то, что рано смертельно, пояснил гвардеец смерти. Я умираю, но ты ни за что на свете не бросишь живоохотником, подтвердил Тагор. Кай совершенно не ожидал, что услышит такое прочувственное заявление из уст пожирателя миров. Основываясь на всех тех толках, которые до него доходили, Кай полагал воина Фангрона бесчеловечными убийцами, не знающими ни пощады, ни сострадания. Было сложно поверить, что в сердце воина, который выглядел таким свирепым и жестоким, нашлось место сочувствию. Но остальные нотки в не допускали возражений. Северян тоже это осознал и слегка пожал плечами, смиряясь с этим. Тогда нужно избавить его от этих металлических штырей, сказал он. Очистите его, приказал Тагор, подзывая о Супху и его близнеца взмахом руки. Они склонились над Гифиа, чтобы вытянуть штыри, и Кай отвернулся. Вы уж побыстрей, пожиратели миров, сказал гвардеец смерти. За нас не волнуйся, ответил ему Супха, сосредоточься на самом себе. Кай зажал руками уши, но до него все равно доносилось жуткое царапание металла о кость и отвратительные всасывающие звуки пробитой плоти. Пожиратели миров выбивались из сил, вытягивая из Гифиа металлические штыри, но к чести гвардейца смерти за все это время с его губ не слетела ни звука, он лишь кряхтел от боли. Кай ощутил, что кто-то берет его за плечо руки и позволил увести себя из обломков. Тело Гифиа пыталось сопротивляться неизбежному, и он издавал мощные судорожные вздохи. Астропад непроизвольно вскрикнул от ужаса, увидев те чудовищно окровавленные останки, в которые превратилось тело гвардейца смерти. «Уж не знаю, что там у тебя, что вокруг тебя так суетятся», сказал Гифиа, скарабкиваясь на ноги с помощью Кирана. «Это же у меня дырка прямо насквозь». «Простите», сказал Кай, выходя наружу из руин катера. Астропад защурил свои аугментические глаза и улыбнулся от незамысловатого удовольствия чувствовать солнечное тепло на своей коже. Катер рухнул на широкую площадку двора посреди группы заброшенных строений, которые могли когда-то быть складами. Под ногами были плотно утрамбованный грунт и голый камень, а здания, скучившиеся неподалеку, напоминали любопытных зевак на месте аварии. Они были сооружены из листов рифленого металла и грубо обтесанных камней, и среди них не было и двух одинаковых. До Кая доносились омерзительные запахи человеческих экскрементов, пота и протухшего мяса, которые пробивались даже сквозь сильную вонь плавающего топлива. Насколько далеко от тюрьмы они отлетели? Ведь не могло же что-то подобное быть частью дворца императора. «Где это мы?» спросил он, когда к нему присоединился Адхарва. «Я бы предположил, что это город просителей. Ужас какой!» сказал Кай. «Здесь и в самом деле живут люди». Адхарва кивнул. «Великое множество!» «Хорошее место, чтобы скрываться», сказал Севериан, направляясь к краю двора, в которой они рухнули. «Скрываться?» спросил Тогор. «У меня нет такого в планах». «Нет». «И что же тогда есть в твоих планах?» «Добираемся до ближайшего портового комплекса и снова захватываем что-нибудь летающее, такое, чтобы смогло выйти на орбиту и ему не отстрелили бы при этом задницу». «А что потом?» спросил Севериан. Тогор пожал плечами. «У нас есть астропад», сказал он. «Заставляем его, позвать наших братьев». «В твоем исполнении все звучит так просто», ехидно осклабился Севериан. «А я-то было заволновался, что нам будет сложно удрать стерры». «Я пожиратель миров», сказал Тогор предостерегающим тоном. «Не ошибайся, принимая простое за глупое». Севериан кивнул и, развернувшись, ушел проще. Супха и Асупха помогли Гефия выйти из катера. Киран появился из обломков с торсом, открытым всем ветрам, и в памяти Кая вспыхнули мраморные статуи с совершенными телами, которые стояли по обе стороны лестницы Циркус Атлетика на скалистом островке Эгина. Прочие космодесантники были массивными до такой степени, что казались нескладными и гротескными. Киран же своими пропорциями больше походил на смертного человека, хотя и такого, чему телу придали идеализированную форму. Та ткань, которую он оторвал от своего комбинезона, закупоривала дыру в животе Гифьюа, и Кай увидел, что желтая материя уже испачкана красным. Руки гвардейца смерти обхватывали плечи близнецов. Он обвел глазами окрестности и стоически пожал плечами. «Итак, это город просителей», пробурчал он. «Полагаю, у нас немного шансов найти поблизости брата апотекария». Они подожгли разбитый катер тремя выстрелами из плазменного карабина Кирана и углубились в извилистые улицы города. Переди шел северян, уводивший их так далеко от места аварии, как только представлялось возможным, с учетом того, что раненый Гифьюа ограничил их скорость. Они держались теней, и по мере продвижения вглубь города, Кай все сильнее терял понятие о том, в какую эпоху он живет. Мрачные и неприветливые улочки полнились тенями. Здания, между которыми они шли, были древними и обветшалыми, с осыпавшимися и грязными каменными фасадами, местами бессистемно подлатанными по случаю возникшей необходимости. Крыши и наружные поверхности строений оплетали ажурные узоры кабелей незаконно прокинутой энергосети, выглядевшие непрочнее шелкового тюля. Небо сводилось к узким мазкам темневшей голубизны в зазорах между проводами. Начали исчезать все признаки высокотехнологичной цивилизации. В воздухе все сильнее разило специями, благовониями и потом, которые не мог перебить затхлый, отдающий металлам запах империума. Звуки тоже изменились. Раскатывался голдеж детей, декламирующих стишки-чепушки. Запугивал мужской голос, звучащий так, словно его обладатель читал проповедь. Раздавались жужжания и стрекотания камня по камню, шумели точильщики ножей и сотни других продавцов. Они свернули на еще более ветхие улицы, настолько узкие, что у космодесантников возникли проблемы с тем, чтобы двигаться по двое в ряд. В проулке выступали истрепанные навесы и покосившиеся балконы, из-за которых Каю было сложно разглядеть хоть что-то на расстоянии более двух-трех метров в любом направлении. Карта, которую он держал в уме, вертелась, переворачивалась кругом и воворачивалась наизнанку. Окружающее выглядело таким разношерстным. Однако, как это не парадоксально, оно все сливалось и сливалось в одно размытое пятно. Пока Кай не потерял всякое представление о том, в каком направлении они следуют. Те немногие люди, которым они попадались на глаза, изумленно таращились на великанов и вжимались в стены ветхих строений или же разворачивались и спасались бегством. Дети в ярких одеждах и статуированными лицами глазели на них, разинув рты, а женщины в оранжевых шалях спешили прогнать их прочь. Обитающие здесь люди имели самые разнообразные оттенки кожи, от экзотических и до привычных, а фасоны их одежды были собраны со всех уголков земного шара. Каю встречались тюрбаны, мешковатые шелковые шаровары, одеяния, скрывающие от остального света все, кроме глаз, одежда чернорабочих и наряды, в которых не было бы стыдно показаться и в царском дворце. Он спрашивал себя, о чем думают эти люди, видя в своей среде воинов, этих исполинов богатырской мощи, которые шли сейчас через их трущобы. Боялись ли они их так же сильно, как он сам? Кайка валял за северианом словно в тумане, теряя последнее представление о том, что его окружало. Его тюремщики сокрушили его психику и усмирили его при помощи медикаментов. И все это ослабило организм Кая, приводя его на порог гибели. Он ощущал свое тело как одну чудовищную рану и механически переставлял ноги, будучи слишком изнуренным, чтобы тревожиться о том, куда они направляются или что они собираются делать, когда туда доберутся. Тагор рассчитывает послать астропатическое сообщение своим братьям за пределами планеты. Но если он думает, что Кай сможет его передать, то его ждет разочарование. Во время последней проверки, которую устроила ему Афина, Каю едва удалось дотянуться до астропата получателя в соседней башне. Каков же его шанс достать до далекой планеты? Пожиратель миров не выглядел воином того сорта, который легко снесет крушение своих надежд. И при одной мысли о том гневе, который охватит его, когда он откроет для себя пределы возможностей астропата, Каем овладел парализующий ужас. Как же вышло, что его жизнь приняла такой странный оборот? Кай был удостоен чести служить 13-му легиону. Он был счастлив участвовать в таком грандиозном предприятии, как покорение галактики. Ему вполне хватало знания того, что он лучший астропат из тех, кто работает на адептус астротелепатика. А теперь он стал загнанным беглецом, лишившимся своих способностей и странствующим в компании воинов, которых Империум полагал низменными предателями. Он вернулся мыслями к самому началу, к тому моменту, когда его жизнь полетела ко всем чертям. Арго, произнес он. Судно ультрадесанта, укомплектованное обычными людьми, откликнулся Адхарва, спущено со стапелей верфи Калта 156 лет тому назад. Что? Спросил Кай, не подозревавший, что говорит слух. Арго, ответил Адхарва, ты прослужил на нем 11 лет. Откуда вы это знаете? Я много чего о тебе знаю, Кай Зулейн, сказал Адхарва, постукивая себя по виску. Вы читаете из моего разума? Нет, ответил Адхарва, мне рассказал о тебе мой примарх. Кай поискал на лице Адхарвы любые признаки издевки, но по нему было сложно что-то прочесть, хоть с какой-то долей достоверности. Хотя на базовом уровне и Кай и Адхарва проявляли свои чувства одинаково, между чертами лиц космодесантников и смертных существовали тонкие различия, так что при переходе от одной ветви человечества к другой мимические знаки не всегда сохраняли свое значение. Правда? Вам рассказал обомнеалый король? Да, подтвердил Адхарва. Иначе откуда бы мне знать, что я должен пойти и забрать тебя? И откуда бы мне знать, что ты находился на борту Арго, когда это судно пострадало от критического отключения поля Геллера, что позволило полчищу варп сущностей устроить вакханалию в его коридорах и вырезать всю его команду, исключая единственных выживших в лице тебя и Роксаны, Ларисы, Джаяни, Кастана. При упоминании бойни на борту Арго Кая начала тошнить и он протянул руку, чтобы опереться о стену соседнего здания. Желудок подпрыгнул к горлу и хотя остропад даже не мог вспомнить, когда в последний раз ел нормальную пищу, он чувствовал себя так, будто сейчас извергнет все его содержимое. «Умоляю», задыхаясь Казалон, «пожалуйста, не говорите об Арго». Адхарова поддержал его, помогая остаться на ногах. «Кай, поверь мне, я представляю себе опасности Великого Океана лучше большинства людей, и если я говорю, что в гибели этого судна нет твоей вины, прими это за истину». «Вы не можете этого знать», ответил Кай. «О нет, могу», возразил Адхарова. «Мое тонкое тело носилось по далеким далеким волнам имматериума и окуналось в самые тайные грезы Варпа. Я знаю его безграничные возможности, и мне доводилось сражаться с тварями, что обитают в самых темных его закоулках. Они опасны настолько, что ты даже не можешь этого уразуметь, но думать, что ты в одиночку мог обречь на гибель целое судно, это просто смехотворно. Ты слишком многое ставишь себе в заслугу. Предполагается, что мне от этого станет легче? Адхарва нахмурился. Это была констатация факта. Станет ли тебе от этого легче или нет, к делу не относятся. Кай осел на корточки и потер рукой лоб. Его кожа была скользкая от пота. Крутящее чувство в животе никак не желало стихать. Его стошнило тонкой нитью едкой слюны, и он сплюнул ее на землю. Прошу вас, сказал он, мне нужно остановиться. Я не смогу продолжать в том же темпе. Нет, не сможешь, ответил ему Адхарва. Побудь-ка здесь минутку. Кай сделал глубокий вдох и постарался унять тошноту в желудке. Через несколько минут ему стало лучше, и он поднял глаза от земли. Северян и Тогор спорили, но он не мог расслышать ни слова. Асупха поддерживал мертвенно-бледного гифьюа, заострившимися, как у трупа, чертами. Его бедра были закапаны кровью, и даже Каю было видно, что он протянул дольше, чем ему было отведено. Киран присматривал за краями крыш при помощи своего карабина. Асупха осматривал рану гвардейца смерти. В представлении Кая пожиратели миров должны были разбираться в боевых ранениях лучше воинов всех остальных легионов. Ведь тот, кто понимает механику расчленения тел, должен больше всего смыслить и в собирании их обратно. Он умрет, да? спросил Кай. Да, кивнул Адхарва. 5. Склад был заполнен запахом жарящегося мяса и дымом, который собирался в слой под крышей и обвивал железные балки туманной пеленой. Со стен, обшитых листами металла и покрытых слоем злы свисали длинные полотнища. Над углублением с раскаленными углями, расположенным в центре помещения, плясали маленькие язычки прогоревшего костра и крутились шампуры с сомнительным мясом, потрескивая кожей и брызгая жиром. Склад наполняли лихие люди, которые сидели на грубых деревянных скамьях или чистили свое оружие, переговаривая с тихими голосами. Все до единого были широкоплечими громилами, разросшимися до гигантских размеров, благодаря неестественному развитию мускулатуры и жесткому режиму схваток и силовых испытаний, которые не смотрелись бы чужеродно и в тренировочных залах легионов Астартес. На их фоне прислуживающие им невольники казались карликами, хотя ни одно из жалких созданий, порабощенных кланом Дхакал нельзя было назвать таким уж миниатюрным. Большинство этих легких людей имело при себе крупнокалиберные пистолеты, а с их поясов свисали длинные клинки фабричного производства. Самые дюжи щеголяли оружием ушедшей эпохи, клевцами, фальшардами и кистенями с подвесами из цепей. Для нынешнего золотого века научных достижений и прогресса они были таким же пережитком старины, как эти воины, что некогда странствовали под диким местом древней земли. Но здесь в сердце города просителей они правили железной рукой силы. Вдоль стены склада выстроились стойки с оружием, а неглубокую яму на одном конце помещения оглушал звон железных листов, из которых ковали каплевидные щиты. По виду она напоминала арену, а ее темную землю пятнали кляксы насыщенного грязно-бурого цвета, оставленные сотнями перепуганных мужчин и женщин, которых бросали в нее на смерть для забавы лихих людей и их повелителя. На это бойцовая яма была не единственным указанием на невообразимую кровожадность обитателей склада. С крыши спускалась дюжина длинных цепей, прикрепленных к лебедочным механизмам из черного железа. На каждую было прилажено почерневшее тело, пронзенное насквозь крюком того же сорта, как и те, на которые торговцы мясом обычно подвешивают туши забитых ими животных. Разлагающиеся трупы испускали зловоние, но, судя по всему, ни один из присутствующих не обращал внимания на запах, да и вообще вряд ли замечал мертвецов. В свое время их выбросят на съедение диким городским собакам, но для опустевшего крюка всегда найдется свежее мясо. Повелитель этого склада сидел на огромном троне из кованого железа. Ни один из прочих обитателей этого места не осмеливался бросить на него свой взгляд. Посмотреть на вождя клана без его дозволения означало смерть, и это все знали. Посреди одной из стен с грохотом открылась планочная дверь, и в сумрак склада проник тусклый свет. Лихие люди едва посмотрели в ту сторону, зная, что ни у кого не хватит тупости заявиться в это место с агрессивными намерениями на уме. Даже арбитры, бывшие блестителями законов императора, не казали сюда носу. Внутрь вошла громадная фигура гхоты, и несколько голов качнулись в знак приветствия. Он тащил за собой хнычащего мужчину в грубой одежде рабочего. Мясистый кулак гхоты обхватывал его шею, и хотя это был крепко сбитый черно-рабочий, старший силовик вождя клана нес его с такой же легкостью, как взрослый мужчина мог бы удерживать в воздухе капризного ребенка. На гхоте был тяжелый плащ из медвежьей шкуры, истеганный комбинезон на молнии, расстегнутый до его мускулистого живота. Перекрещенные перевязи с клинками поблескивали в красных отсветах углей. Их свет ложился румянцем на его кожу, придавая более естественный тон его мертвенно-бледному на пол сгусток вязкой мокроты. Татуировки, наколотые на его коже, бугрились и корчились. Мужчины избегали его взгляда, поскольку настроения кхоты менялись непредсказуемым образом. Он быстро выходил из себя, и ему были свойственны приступы психозной ярости. По его кроваво-красным глазам ничего нельзя было прочесть, и даже просто разговаривая с кхотой, человек ходил по лезвию ножа. Кхота остановился перед троном и ударил себя в грудь шипастым кулаком. «Что это ты мне принес, Кхота?» произнесла фигура на троне. Голос клокотал от мокроты, порожденной раковыми опухолями. Говорящего не достигало ни крохи тусклого света, отбрасываемого очагом, словно тот понимал, что некоторые вещи лучше оставить в тенях. Кхота швырнул чернорабочего на пол перед железным троном. «Этот болтает о приближающихся воинах, мой Субидар», сообщил он. «Воинах? Да что ты, неужто дворец расхрабрился?» «То необычные воины», добавил Кхота, пиная чернорабочего в живот своим тяжелым ботинком. Человек завопил от боли и перекатился на бок, выкашливая кровь и зажмуривая глаза. Пинок Кхоты что-то разорвал у него внутри, и даже если лихие люди не убьют его, не откладывая в долгий ящик или не швырнут в яму для сиюминутной потехи, он умрет еще до рассвета. «Говори, падаль!» приказал повелитель этого склада. Он подался вперед, и крошечная толика света отразилась от его бритого черепа и сверкнула на шести золотых штифтах, вделанных в его грозно-нахмуренный лоб. «Расскажи мне об этих воинах!» Человек всхлипнул и с усилием приподнялся на локте. Он едва мог дышать и говорил, хватая воздух судорожными хрипящими глотками. «Видел их у пустырей к востоку», сообщил он. «Свалились с неба и размазались на раздолбанном подъемнике. По виду вроде карга-9. Они разбились и, несмотря на это, ушли целыми и невредимыми». Чернорабочий замотал головой. Один был в крови, и им пришлось его нести. «Здоровенный мужик, я таких больших в жизни не видел». «Больше, чем мой кхота?» спросила затененная фигура на троне. «Ага, здоровее, как и все они. Похоже на космодесант у врат просителей». «Занятно, и сколько там было этих великанов?» Человек выкошлил сгусток яркой артериальной крови и затряс головой. «Шесть, семь, я не уверен, но при них еще был костлявый чувак. По виду не скажешь, что какая-то шишка, но один из амбалов о нем заботится». «Где сейчас находятся эти люди?» «Не знаю, да они сейчас могут быть где угодно». «Кхота!» Кхота нагнулся и вздернул чернорабочего вверх, остановившись лишь, когда его ноги стали болтаться прямо над полом. Рука силовика была полностью вытянута, но по нему не было видно, что это деяние, требующее недюжинной силы, стоит ему каких бы то ни было усилий. Свободной рукой Кхота вытянул из кобуры громадный пистолет. На укороченном стволе оружия виднелось штампованное изображение орла. «Я тебе верю, в конце концов с чего бы тебе говорить неправду, если ты знаешь, что умрешь в любом случае?» «Последний раз, когда я их видел, они шли к вороньему двору, клянусь». «Вороний двор?» «Интересно, что они забыли в том направлении?» «Я не знаю, ну, пожалуйста», захныкал чернорабочий. «Может, они несут раненого к антиоху?» «К этому старому придурку» рассмеялся булькающий голос. «Чего бы там узнать о необычной анатомии превознесенных до небес легионов Астартес?» «Те, кому хватило безрассудства грохнуться в этом месте, могут и рискнуть», сказал Кхота. «Эти действительно могут», согласилась фигура на троне. «А я обязан спросить, что привело подобных воинов в мой город?» Он поднялся и шагнул вниз трона, и увидев его, чернорабочий заскулил от страха. Перед ним стоял страшно обезображенный гигант, настолько могучего телосложения, что он был мощнее даже Кхоты. Изогнутые пластины из кованого железа и керамита, пристегнутые к его телу в подражании боевым доспехам Астартес, едва не лопались, распираемые горами облегающих его телом мышц. Бабут Хакал приблизился к ныкающему чернорабочему и нагнулся к нему, так что между их лицами остались какие-то сантиметры. Одно было безлико непримечательным, потрепанным от труженической жизни, второе мертвенно-бледным ликом трупа с сухой безжизненной кожей, которая пронзали бесчисленные побулькивающие трубки и крест-накрест покрывали металлические скобки, удерживающие на месте пораженную раком плоть. От усеянного штифтами лба расходился к загривку тонкий клин и ракеза, а от этой центральной линии разбегались к плечам изломанные дуги татуировок в виде зазубренных молний. Как и у Кхоты, его глаза были кошмарным месивом алых точек от лопнувших капилляров. Кроваво-красные они были полностью лишены человеческого сострадания и понимания. Это были глаза убийцы, глаза воина, который с боем прошел от края до края мира, вырезая всех, кто вставал у него на пути. Им доводилось повидать армии, отступающие в страхе, города, открывающие ему свои врата, и великих героев, вынужденных склоняться перед его мощью. К его спине был пристегнут меч, не уступающий по длине росту смертного человека. Он вытянул его, медленно и очень заботливо, как хирургион, готовящийся к вскрытию пациента, или как палач, подготавливающий орудия пытки. Бабут Хакал кивнул, и Кхота разжал свою хватку. Меч мелькнул размытым пятном стали и багрянца. На пол склада щедро плеснуло красным. Попавшая на угли жидкость шипела и пузырилась, наполняя воздух вонью горелой крови. Чернорабочий умер еще до того, как успел почувствовать удар клинка. Тонкая линия разреза прошла от макушки до промежности, развалив его надвое, как мясную тушу. Рассеченные половинки человека обрушились на пол, и Бабут Хакал обтер свой меч о медвежий плащ кхоты. Подвести-ка их, велел он, делая жест в сторону распластанных на полу половинок мертвичины и одновременно убирая свой меч в ножны за плечом. Бабут Хакал вернулся к своему трону и взял оружие чудовищных размеров, которое висело на приваренном к его боку крюке. В его блеске отражались все изливаемые на него любовь и забота. На эту штурмовую винтовку ручной сборки, сработанную на одном из первых заводов по производству подобного оружия. На ее стволе был выгравирован Орел, и хотя она была гораздо меньше, чем пистолет Хоты, не вызывало сомнений, что она относится к той же категории огнестрельного оружия. Это был Болтер, но ни один воин Стартес не пользовался такой брутальной, архаичной моделью со времен объединения Теры и Марса. «Кхота», произнес Бабут Хакал с неприкрытой алчностью в голосе, «Найди этих воинов и доставь их ко мне». «Это будет исполнено», сказал Кхота, печатавая кулак в свою грудь. «Икхота», «Да, мой Субидар», «Они нужны мне живыми, где на семя из трупов мне ни к чему». 16. Другая дудка Техновидение Ослепленный 1. Севериан вывел их к разрушенной коробке здания, которая когда-то была кое-как построенным многоквартирным домом. Он рухнул после того, как к и без того ненадежной и плохо сложенной конструкции добавили очередной этаж. Адхарва ощущал гнев погибших здесь людей, все еще витающий в этом месте. Его псионические отголоски еще не успели развеяться и поглотиться обратно в Великий океан. Это место пропитывало уныние, и даже те, кто не был восприимчив к эфирным материям, держались от него подальше. Это был заброшенный уголок, где они могли укрыться и перевести дух, который северян исхитрился найти им посреди города с миллионным населением. Лунный волк утверждал, что по дороге сюда их никто не видел, хотя Адхарви было сложно представить, что им удалось пройти абсолютно никем не замеченными. Из потрескавшихся перекрытий над их головами стекали ручейки воды. Это месиво, смятых в гармошку листов металла и изломанных деревянных балок, вгоняло в ужас своей ненадежностью. Но Дефьюа заверил, что им не грозит немедленное обрушение. Гвардеец смерти сидел, прислонившись спиной к одной из стен, и Тиран что-то говорил ему тихим голосом. Близнецы пожирателей миров обладали клинками, которые они забрали у мертвых кустоди. Судя потому, что отделения с источниками питания были вскрыты, они пытались вернуть в рабочее состояние генераторы силовых полей. Севериан присев на колено около самой большой прорехи в искривленной стене, внимательно изучал подходы к их укрытию, выискивая любые признаки охотников, которые наверняка стягивали вокруг них свою сеть. Кай растянулся на боку, в самой сухой части здания. Его грудь вздымалась и опадала в спокойном ритме сна. Смертный был изнурен, его разум и тело были на грани полного отказа. Но Адхарва знал, что он продолжит идти вперед. Сила, которая коснулась его разума, не позволит ему сломаться, и Адхарва должен был узнать, чем она была. Как и все из его легиона, он презирал невежественность, смотря на нее, как на неспособность к волевым усилиям и отсутствия напористости. Какие бы сведения не находились в разуме Кая, их сочли настолько существенными, что кустодии привлекли пси-допросчиков. И поэтому стать тем, кто извлечет эту информацию, было для Адхарвы делом личной чести. Он закрыл глаза и выскользнул своим тонким телом из плоти, ощущая ту легкость бытия, что приходит вместе с ослаблением связи с материальным узилищем. Он не мог разделяться со своей физической оболочкой надолго, поскольку охотники непременно прихватят с собой пси-ищеек, для которых тонкое тело будет сияющим маяком. На Адхарву нахлынул ментальный гвалк города просителей. Тот невнятный фоновый шум, который составлен из мыслей миллионов людей. Они были заурядными и несущественными. И он отфильтровал из своего восприятия их надежды когда-нибудь быть допущенными в стены дворца, их боязнь банд, их отчаяние и их апатию, то тут, то там ощущались верные признаки латентных псайкеров, тех одаренных индивидуумов, в чьих возможностях было развить дарованые им способности в нечто поразительное. Его печалило, что этим тиранским самородкам никогда не выпадет такой шанс. Если бы они родились на Проспера, их способности пествовали бы и развивали. Благодаря великому делу, начатому Алым Королем, зашоренное человечество получало шанс полностью раскрыть потенциал своего великолепного мозга. Но это было до предательства на Никеях. Адхарва знал, что в тот хрупкий момент, когда мечты обрели крылья, их растоптали навсегда, и их уже не склеить обратно. Но даже когда мысли обитателей города затихли, Адхарва продолжал ощущать соседство еще одной сущности, стоящейся в его глубинах, могучей и чужеродной. Его тонкое тело чувствовало ее близость, и он поборол порыв полететь к ней сквозь эфир. Где-то невдалеке находилось нечто, нашедшее себе лазейку в завесе, которая отделяет этот мир от великого океана. Эта тропинка оставалась незамеченной обитателями материальной сферы. И как Адхарва осознал соседство этой разумной сущности, так и она почуяла его и юркнула обратно в ту неведомую раковину, что в настоящее время предоставляла ей приют. Он все еще ощущал ее присутствие, поскольку существо с такой мощной энергетикой не могло скрыть его полностью. Это была заноза, сидящая в ткани Вселенной, и эта ранка никогда не сможет зажить до конца. Адхарва выкинул ее из головы и обратил свои мысли на Кая Зулейна. Его светящееся тело вплыло во внешние пределы разума Астропата, перелопачивая его тревоги и страхи последних недель и хаос мыслей, которые одолевали его в бодрствующем состоянии. Варварские рубцы, оставленные нейролокутерами, вызвали у Адхарвы злость, и Кай зашевелился во сне, когда этот гнев просочился в его воин тысячи сунов увидел мимолетные образы огромной пустыни и возносящуюся к небесам твердыню, в которой узнал давно исчезнувшую крепость города Арзашхун и страны Урарту. Ее описывала сухая, но информативная работа примарха Желемана, чья копия имелась в библиотеке корвидов на Тиске. Зачем бы Каю Зулейну грезить об этом месте? Да, он служил с 13 легионом, видеть, оригинал этого труда где-нибудь на Ультрамаре не выходило за пределы возможного. Но зачем ему понадобилось создавать это место в воображении? Втискиваясь глубже в эту грезу, Адхарва почувствовал запахи базара, благоухание кальянного дыма и пряные ароматы, канувшие в лету цивилизацией. Ему не с чем было соотнести эти ощущения, но он чувствовал, что они важны для той тайны, которую Кай хранил в своем разуме. Что хотела Ока от этого смертного? Что могло быть настолько важным и почему это поместили в такой хрупкий сосуд, а не в кого-то, кто достоин его защищать? Адхарва улыбнулся, распознав в своих мыслях ревнивую нотку. Он еще энергичнее надавил на барьер, за которым начинались грезы Кая, задействуя умения за пределами представлений невеж, пытавшихся вскрыть разум Астропата. Он увидел пустыню и ту великую опустошенность, которую она олицетворяла. Он осознал значение огромной крепости и смысл тени, которая рыскала вокруг нее с терпеливостью хищника. Это было убежище Кая, но практика покажет, что оно категорически не дотягивает до того уровня, который не позволил бы, правда, дознатчику с квалификацией Адхарвы со временем пробить его защиту. Одно усилие мыслей и Адхарва очутился у могучих врат Арзашкуна. Он посмотрел вверх на сверкающую белизну многочисленных башен и позолоченные крыши. Силуэти крепости не хватало целых кусков, и он мог представить, как нейролокутеры разбирают ее строение, часть запугать своего пленника. «Вы только загнали его глубже внутрь», произнес Адхарва. Он простер свою руку к огромным защитным вратам и совершил волевое усилие, заставляя их распахнуться. Ничего не произошло, и тогда он повторил свой жест, и вновь врата упорствовали перед ним, оставаясь закрытыми. Из окружающего песка вырвались черные, сочащиеся угрозой ленты, и Адхарву охватило тревожное предчувствие. Его окутали волны умирающих, его тонкое тело затеребили цепкие когтистые руки из блестящего черного вещества. Они отрывали лоскуты света от его нематериальной формы, что проявится в виде темных отметин на его физической оболочке. Адхарва воспарил над тошнотворным болотом ужаса и страха, сердясь на самого себя за то, что позволил таким примитивным эмоциям застать его врасплох. Его тело плавало высоко над Арзашхуном, но черная жижа поднималась вверх, как присмыкающиеся, карабкающиеся к нему по невидимому зданию. У Адхарвы возникло сильнейшее ощущение, что тайна внутри Кая защищена собственным чувством вины Астропата, и он улыбнулся, восхищаясь тем человеком, который разместил ее в таком месте. «Очень умно», сказал он, «эту защиту можно вскрыть лишь изнутри». Два Адхарва открыл глаза, охнув, когда его тонкое тело вернулось в свое телесное пристанище в вещественном мире. Их убежище было освещено по-другому. Солнце приближалось к западному горизонту, и на горы надвигалась ночь. «Где ты был?» спросил Адхарва вздрогнул, осознавая, что пожиратель миров находится прямо рядом с ним. «Нигде», ответил Адхарва. Адхарва хохотнул, «Для того, кому положено быть умным, ты совсем не умеешь врать». Адхарви пришлось ему уступить. «Тагор, я ученый, я имею дело с фактами, а факты всегда истинны, ложь для неразвитых умов, которые не способны смотреть правде в лицо». «Ты воин, Адхарва», ответил Тагор, «и это прежде всего и превыше всего. Это то, для чего ты был создан. Не забывай истинность этого факта». «Что касается воин Тагор, то я честно отвоевал свою норму», ответил Адхарва. «Но это всегда такое бесчеловечное занятие, которое не учит ничему, кроме того, как разрушать. Что же до знания, то в воинах его можно лишь потерять, а мне претит такая утрата». Тагор обдумал это и ткнул большим пальцем в направлении Кая. «Итак, мы его вырвали из тюрьмы, и он все еще жив. Ты намерен мне рассказать, что в нем такого важного и зачем мы рисковали ради него своими жизнями?» «Я пока не уверен», ответил Адхарва. «Я как раз пытался войти в его разум, чтобы выяснить, что от него нужно легио кустодис, но это глубоко запрятано». «Что-то связанное с империумом», сказал Тагор. «Это единственная причина, по которой могут подключиться кустодии». «Ты можешь оказаться прав», согласился с ним Адхарва. «Теперь ты расскажешь мне, зачем ты разговаривал с охотником на ступенях командорства». Адхарва этого ожидал. Внутри сержанта пожирателей миров вибрировала натянутая струна гнева. Насчет этого нельзя было ошибиться. Итагор, несмотря на всю свою прямолинейность, быстро заметит любую ложь. «Трудно объяснить», начал Адхарва, выставляя поднятую руку, чтобы упредить вспышку ярости Тагора. Но я говорю, это не для того, чтобы уклониться от ответа. Многие воины моего легиона посвятили себя наукам прорицания, кропотливо исследуя течение Великого океана, варпа, как некоторые его называют, в поисках нитей, которые связывают прошлое, нынешнее и будущее. В его глубинах можно прочесть все, что когда-либо было и когда-нибудь будет, но отделить то, что будет, от того, что может быть, требует десятилетий обучения, и даже тогда это умение не гарантирует точных результатов. Адхарва улыбнулся, спрашивая себя, как бы это воспринял главный библиарий Ариман. «Ты один из этих провидцев?» спросил Киран, отходя от обмякшего тела бессознательного гифья. «Ты можешь видеть будущее? Я адептус экземтус, высокопоставленный член своего братства, и я обучен всем искусствам, которыми владеет мой легион, но я не настолько квалифицирован, чтобы прозревать будущее, хоть с какой-то степенью определенности. Но в тот день ты что-то видел, так?» спросил Асупха. Клинок в его руке потрескивал силовым полем. Что-то такое, что заставило тебя остаться в стороне. Когда ты мог предупредить нас о приближении охотников? «Да», ответил Адхарва, «я увидел галактику, вставшую с ног на голову и пляшущую под другую дудку. Я увидел нас защитниками тайны, которая может изменить исход этого мятежа Хоруса Луперкаля. «Хватит загадок», ряпнул Асупха, «говори ясно, что ты увидел». «Я могу вести речь лишь о вероятных вариантах, поскольку ничего другого у меня нет», сказал Адхарва. «По причинам, о которых никто из вас не может догадываться, Хорус выступил против своего отца, а вместе с ним и три его брата. Лорд Ангрон, Лорд Фулгрим и Лорд Мартарион присоединились к Хорусу в его мятеже, но я не верю, что они будут единственными». «Почему нет?» спросил Тогор. «Потому что Хорус не дурак, и он не будет рисковать, поставив все на одну авантюру в песках мертвого мира. Нет, Истван 5 – это лишь начальная фаза плана Луперкаля, и некоторым игрокам еще только предстоит открыть «Какое отношение это имеет к нему?» спросил Киран, дергая большим пальцем в сторону Кая. «Я считаю, что Кай Зулейн знает, чем увенчаются глобальные замыслы Хоруса», ответил Адхарва. Он помолчал, позволяя им впитать смысл сказанного и давая каждому шанс додуматься до неизбежного вопроса за потребное ему время. В конечном счете его озвучила Супха. «Так что произойдет? Хорус победит императора?» «Я не знаю», ответил Адхарва, «но при любом исходе Кай Зулейн сейчас самый важный человек в галактике. Он ценнее, чем жизнь любого из нас, и вот поэтому я и настоял, чтобы мы вырвали его из плена». «Но ты утверждаешь, что информация заперта у него внутри», сказал Тагор. «Как ты достанешь ее наружу?» Адхарва вздохнул. «Я эти сведения запрятаны в глубочайших расселинах его чувства вины, а подобная эмоция достаточно сильна, чтобы выдержать любой допрос». «Тогда какой от него толк?» требовательно спросил Супха. «Мы должны убить его и покончить с этим делом. Он лишь замедлит нас и ничего больше. Из-за него нас всех убьют». «Супха говорит дело», заметил Киран. «Если будущее предопределено, то какая разница, будет астропад, жить или умрет. Итог будет тот же». «Я не верю в предопределенность», ответил Адхарва. «Накапливая знания о будущем, мы обретаем возможность его менять. И чтобы я просто стоял и смотрел на то, как будущее становится прошлым, сознавая, что у меня был шанс его сформировать, такого не будет». «Это попахивает манией величия», сказал Севериан, отвлекаясь Адхарва покачал головой. «Так ли это? Разве желание изменить ход войны, которая унесет сотни тысяч, если не миллионы жизней, это мания величия? Представьте себе силу армии, которая марширует на войну, абсолютно точно зная, что она не может проиграть. А теперь вообразите ту же армию, выяснившую, что ей не победить ни при каких обстоятельствах. Знание, сила, это понимают механику, так же, как и мой легион. И тот, кто завладеет правдой, стоящийся в голове этого астропата, выйдет из этой войны победителем. «Так что нам с ним делать?» спросил Киран. «Доставим на Истван пять», ответил Супха. «Разве это не очевидно? Наше место с нашими легионами, и если Красный Ангел связал свою судьбу с Хорусом, у него явно была на то хорошая причина». Тагор согласно кивнул, и Адхарва увидел, что Киран тоже считает эту идею стоящей. А Супха оставался бесстрастным, и Севериан не поднимал глаз. Адхарва сделал глубокий вдох, понимая, что собирается сказать опасную вещь. Но по той же логике, если император назвал их предателями, может у него тоже была на то хорошая причина. Возможно, ваши того, чтобы вы хранили им верность. Тагор взлетел на ноги с клинком в руках. «Кустодии назвали меня предателем, а теперь и ты туда же. Да я должен убить тебя на месте». «Фениксоподобный предатель?» спросил Киран, нацеливая на голову Адхарвы свой плазменный карабин. «Не откажи в любезности, колдун, поосторожнее выбирать слова». Адхарва знал, что не может отступить, но точно так же не может и выкладывать факты вот так в лоб, столкнувшись со столь эмоциональным откликом. Хоть один из вас может сказать наверняка, что случилось с нашими легионами, любым из них. Когда мы в последний раз воссоединялись с нашими боевыми братьями? 50 лет тому назад, столетия. Кто скажет наверняка, что стало за это время с его легионом? «Я не видел Алого Короля 70 с гаком лет, а ты, Тогор, последний раз преклонял колени перед Ангроном больше века тому назад. Нас заточили в глубочайшей темнице Теры, просто из-за символики на нашей броне, а не за то, чем мы являемся в душе. Так кто возьмется сказать, кому нам теперь хранить верность? В первую очередь мы верноподданные Империума, разве не так? Любой господин, который заковывает меня в цепи, не достоин моей преданности, отрезал Тогор. Может и нет, а как насчет наших братьев-легионеров? Что может разбить узы боевого братства, которые выкованы в горниле войны? Мы теперь храним верность, лишим одним, или этой, едва оперившейся команде братьев, в которой мы все сейчас очутились? Учтите, нам выпал уникальный шанс, шанс сами выбрать того повелителя, которому мы поклянемся в верности. Убогая речь, заявил Тогор, постукивая себя по виску, но я знаю, кому я верен, и это мой примар, за чьими словами и делами я следовал в пламя битвы, и который пожаловал мне дар ярости, скрепленный сталью. От тебя, Тогор, я ничего другого и не ожидал. Ты сражался бок о бок с Ангроном с последних дней гонщих войны, со времен Дэшеа. Но что насчет вас двоих, спросил Адхарва, кивая в сторону Супхи и Асупхи. Ни один из вас пока не получил такую аугметику, как Тогор. Что скажете? Я согласен с Тогором, заявил Супха. Такого ответа Адхарва и ожидал. А ты? Близнец Супхи встретил немигающий пристальный взгляд Адхарвы точно таким же своим собственным. На его лице было задумчивое рассудительное выражение и воину тысячи сынов понравилось, что пожиратель миров потратил время, чтобы надлежащим образом обдумать вопрос. Я считаю, что у нас недостаточно фактов, чтобы принять такое важное решение, как это, сказал Асупха. Ответ труса ряфкнул Тогор. И Адхарва заметил отблески гнева на лице Асупхи. Тогор был его сержантом и заслуживал его уважения, но они находились далеко от своего легиона с его дисциплинарными рамками, и было крайне неразумно употреблять такие унизительные слова среди воинов, которые печально прославились своим неистовством. Ты, Тогор, путаешь трусость с осторожностью, сказал Асупха. Может статься, что у Хоруса Луперкаля и нашего примарха действительно был повод восстать, но Адхарва прав, когда утверждает, что ни один из нас больше не знает воинов своего легиона. Возможно они поддались мелочной зависти, или их так ослепили амбиции, что они забыли о присяге на верность. Кто скажет? Мне достаточно одной преданности, заявил Супха, отодвигаясь от брата. Я найду способ воссоединиться со своим легионом и сражаться на стороне моего примарха. Говоришь, как истинный пожиратель миров, сказал Тагор, хлопая Супху по плечу. Мы все должны воссоединиться с нашими легионами. Если ты, Адхарва, хочешь остаться на Тере, это твое дело, но я найду способ вернуться к моему примарху. Со мной моя сила и мои боевые братья, чтобы прикрыть меня с боков. Я найду способ покинуть Теру. Может отстаться, я прогуляюсь по алой тропе, не добравшись до Истона Пять, но это тот путь, которым я намерен следовать. И что потом, спросил Адхарва, что если тебе удастся добраться до Ангрона, только чтобы обнаружить, что он бесчестный предатель, не заслуживший твоей преданности. Тогда я возьмусь за свой меч и умру, пытаясь его убить. Три. Вы все это слушаете, спрашивает Сатурналия. Я просто диву даюсь на это безумие. Я слушаю, отвечает Нагасена, и все это так грустно, что у меня едва не разрывается сердце. Сатурналия поднимает на него глаза, но не может прочитать ничего по его лицу. Нагасена знает, что Кустодий пытается решить, шутит ли он или выказывает нелояльность. Будь осторожен, выбери слов охотник, говорит Исполинский Кустодий. А то, как бы тебе не обнаружить, что тебя тащат назад к Хангбумару вместе с этими предателями. Друг мой, Сатурналия, вы меня неправильно поняли, отвечает Нагасена. Я буду охотиться за этими людьми до самого края Теры, без пощады и без передышки. Но когда слышишь, в каком смятении и растерянности они пребывают, то понимаешь, что если бы не превратности генетики, они могли бы сражаться на нашей стороне. Они запутались и не знают, что делать. Я не знаю, что за канал вы там прослушивали, говорит Головко, поднимая взгляд от информационного планшета, который держит картона. Лично я услышал, что они намерены сделать попытку вырваться с планеты, чтобы воссоединиться со своими легионами. Мы должны их остановить. Согласен, кивает Нагасена, усиленно вглядываясь в зернистое изображение, которое мигает на планшете. Сигнал слаб и искажен всем тем металлом и незаконно установленными антеннами, которыми, как проволочным бурьяном, заросли крыши соседних зданий. Но он достаточно четок, чтобы позволить охотникам бросить первый взгляд на свою добычу. За спиной Нагасены, в пурпурном зареве заката, дымятся сгоревшие останки Карго-9. Их окружают черные стражи, держащие свое оружие наготове у плеча. Надвигается ночь, а во тьме город просителей становится опасным местом. Но у охотников нет другого выбора, кроме как продолжать дальше. Большая часть челнока начисто ободрана мародерами. Его крылья срезаны ацетиленовыми резаками, а металлические шпангоуты внутренней структуры корпуса сняты для переделки в несущие колонны или балки. Некоторые из мародеров вступили с ними в бой, сочтя их конкурентами, претендующими на эти ценные части. Но к настоящему моменту они уже мертвы. Их пристрелили черные стражи, примчавшиеся с посадочной площадки в двухстах метрах отсюда. Сатурналия и Головко обыскали обломки, потратив в зря драгоценное время. Но Нагасена знал, что они ничего не найдут. Об этом позаботился Севериан. Нагасена знает, что из всех отступников он будет тем, чья поимка потребует самых грандиозных усилий. У него натура волка, он одиночка, который без колебаний бросит своих товарищей, как только почувствует, что охотники дышат ему в затылок. Адепт Хирика стоит около смятого фюзеляжа, водя ладонью над теплым металлом и пытаясь выявить любые скрытые пси-отголоски их добычи. Безнадежная задача. Это воздушное судно перевезло за свой век чересчур много людей, и слишком многие касались его уже после аварии, чтобы мог остаться хоть какой-нибудь настоящий след. Но необходимо испробовать все средства и потянуть за каждую ниточку. Сатурнале рвется возобновить охоту. Но Нагасена знает, что в ближайшем будущем их добыча никуда не собирается. Тогда как просто понаблюдав за ними какое-то время, можно многое чего понять. Охотники следят за каждым их движением, за что стоит поблагодарить принужденный к сотрудничеству Дом Кастана и техническую квалификацию картона. Пока неподозревающие об этом беглецы космодесантники обсуждают свое будущее, они постепенно раскрывают свои сильные и слабые стороны, тем самым все надежнее, предопределяя исход охоты. Нагасена обучен охотиться именно по такой методике. Он работает по ней много лет, и как бы не давили на него, Сатурнале и Головко им этого не изменить. Сатурнале разворачивается к картону, в его манерах сквозят грубость и раздражение. Ты можешь определить их местонахождение по этому сигналу. Картона переводит взгляд на Нагасену и медленно кивает, прежде чем ответить. Не с абсолютной точностью, но возможно в пределах нескольких сотен метров. Тогда Сатурнале обращается к Афине Диос. А если ты будешь на таком расстоянии, ты сможешь установить положение более точно. Афине Диос не хочется здесь находиться, но она понимает, что у нее небогатый выбор. Из того, что узнал про нее Нагасена, ему известно, что она суровая наставница, но также и верный друг для тех, кто заработал ее доверие. Нетрудно понять, почему она должна испытывать такое стремление защитить Кая Зулейна. Думаю, что да, отвечает она. Тогда нам нужно двигаться, говорит Кустодий. Нагасена шагает к Сатурнале, преграждая ему путь. Не забывайте, Кустодий, что это моя охота, и я устанавливаю ее темп, говорит он. Вы рискуете, недооценивая этих людей. По какому бы сценарию не развивались события, они неимоверно опасны. Загоните их в угол, и они будут сражаться, как громовые воины старины. Их только семеро, и я сомневаюсь, что гвардеец смерти увидит этот рассвет. Презрительно усмехается Головко. Только Трон знает, чего ты думаешь добиться выжиданием. Я добиваюсь понимания истины, отвечает Ногасена, кладя правую руку на камень в навершии своего меча. А это самое важное. Истины, спрашивает Сатурналия. И какую же истину ты думаешь узнать от предателей? Ногасена медлит, прежде чем дать ответ, но он не станет обманывать Сатурналию, поскольку ложь умолит его достоинство. Я надеюсь узнать, должен ли я вообще ловить этих людей? Говорит он. Четыре. Кай очнулся от ужасного сна, в котором его голову медленно обволакивало грязью, твердевшей вокруг него с каждым вздохом. Вдохи становились все короче и давали все тяжелее, как будто его замуровали в удушливой пещере размерами точно по его телу. Когда к Каю вернулось осознание окружающего, на него обрушилась такая усталость, словно он вообще не отдыхал. Его глаза болели, и он помассировал кожу вокруг них. Череп как будто вибрировал изнутри. На лбу и щеках были страшные кровоподтеки, оставленные допросными зажимами, которыми ему расширяли глазницы, чтобы можно было вставить разъемы, окулярно записывающие аппаратуры. Он почесал свои глаза. Его одолевало ощущение, что под кожей, там, куда он не может добраться, что-то зудив. Кай почувствовал на себе взгляды отвергнутых мертвецов и глубоко вздохнул, заметив, что небо по ту сторону входа в их укрытие стало желтовато-фиолетовым, как интенсивно цветущий синяк. «Что происходит?» спросил он, чувствуя напряженность в стоящих перед ним воинах. «У нас неприятности». Северян тихо рассмеялся, а пожиратели миров широко осклабились. Нас заклеймили предателями. «И за нами ведут охоту наши враги», сказал Тагор. «Будет справедливым сказать, что какое-то время у нас будут неприятности». «Это не то, что я имел в виду», возразил Кай. «Мы решаем, что с тобой делать», сказал Адхарва. От его слов веяло безразличием, и Кай затрепетал от страха. «О!» произнес он, расчесывая кожу под глазами. «Вы пришли к какому-то решению». «Пока нет», признался Адхарва. «Некоторые из нас хотят бежать с Терры и доставить тебя к Хорусу-Луперкалю. Другие же просто желают тебя убить». «Убить меня? Почему?» Чуть не задохнулся Астропат. «Кай, ты олицетворяешь собой самую настоящую угрозу», заговорил Киран, кладя руку на плечо Астропата. И тот ощутил всю убийственную мощь этой хватки. Ладонь космического десантника была настолько громадной, что она покрыла собой все плечо от ключицы до лопатки. Малейшее усилие нажима и Киран переломает ему все кости, даже и не замышляя ничего подобного. «Угрозу? Какую угрозу?» «Я подозреваю, что та информация, которую ты в себе несешь, это знание будущего», сказал Адхарва. «А в любой войне нет оружия опаснее правды». «Но я ничего не знаю», запротестовал Кай. «Я им это говорил». «Ты знаешь», возразил Киран, сдавливая плечо Кая с такой силой, что тот скривился от боли. «Ты просто этого не осознаешь. Армия, которая сражается под знаменем правды, не войну, которую ведут воины, которые знают, что не могут проиграть. Это те перспективы, которые ты в себе несешь. И чтобы овладеть этим знанием, чтобы сделать тебя своим стягом, великие и достойные люди пойдут на все». «Мы с боем пробьем себе дорогу с этого мира, и ты нам поможешь», сказал Тогор. «Покинуть Терру?» спросил Кай, скаля зубы и массируя виски основаниями ладоней. «Трон! Мои глаза как будто горят огнем». «Что это с ним?» спросил Супха. А Супха присел рядом с Каем и взял его голову в свои ладони. Он развернул ее и отогнул кожу в том месте, где был стык с аугметикой. По щеке Кая скатилась кровавая слеза. «Кровь ангрона», выругался Асупха. «Молчите все, они но она была совершенно непоколебимой. Теперь вдобавок к плечу он точно так же не мог пошевелить и головой. Асупха уставился Каю прямо в глаза и если бы остропад мог двигаться он отшатнулся бы от увиденной в них злобы». «Ловко!» сказал Асупха кладя кончики пальцев на шею Кая. «Но на этом все и закончится». «О чем вы говорите?» задыхаясь спросил ответил Асупха зарываясь большими пальцами рук вплоть на черепе Кая и выковыривая ему глаза вместе с путаницей залитых кровью кабелей. Семнадцать В преддверии смерти Опустевший селок Антиох Один Лицо Кая покрывало маской из крови масла и охлаждающих жидкостей. Поддерживаемый Супхой он вместе с остальными углублялся в город двигаясь так быстро как только позволял раненый Гифьюа Из увеченного космодесантника подпирали Киран и Тагор которые не собирались его бросать сколько бы тот не требовал чтобы его оставили умирать. Кай уже сдался и прекратил кричать. Боль была жуткой и даже не собиралась слабеть. Он не думал что это хороший признак. По его щекам хлопали провода. Хотя мир в который ему внезапно пришлось погрузиться и был тем местом где проходила повседневная жизнь большинства астропатов Кай обнаружил что ему тяжело адаптироваться к нему после получения такой сильной травмы. тем тем не тем не менее несмотря на всю жестокость и кажущуюся бессмысленность этого акта глаза Кая были удалены настолько ювелирно что с этим не справился бы лучше ни один из специалистов аугметиков мимо Кая мелькали размытые линии мутного света его второе зрение старалось перестроиться чтобы стать основным видом восприятия он путешествовал в мире звуков и запахов вкуса и осязания он чувствовал грубый булыжник под своими ногами и ощущал кожей ночную прохладу покрытым проулком плыли запахи раскаленного жира и дыма драгоценных дров но главным ингредиентом который перекрывал все остальное была всепроникающая теплая вонь человеческого населения живущего в страшной тесноте зачем он это сделал просипел кайф промежутки между придушенными рыданиями и страдальческими вздохами когда севериан оставил их в месте пересечения трех улиц что спросил субха кто твой близнец зачем он вырвал мне глаза субха виделся ему сердитым красно-золотым пятном беспорядочным смешением суровости и замешательства в его ауре пульсировало едва ли не калечащее чувство одиночества субхи не доставало братских уз его легионов это было его слабым местом и это разрушало его изнутри ты был шпионом ответил воин что нет не был я не понимаю твои глаза пояснил субхи люди которые на нас охотятся использовали их чтобы за нами следить они слышали и видели все что происходило в тех руинах кай помедлил сосредотачиваясь и придушил боль заставив ее утихнуть до переносимого уровня как им это удалось спросил он субха пожал плечами я не знаю это субха у нас умный не я его собирались послать на марс чтобы он обучился на техно-десантника но потом нас назначили на терру тебя обеспечили аугметикой в телепатика спросил Адхарва завладевая головой Каи и вглядываясь в провалы его глазниц Каю захотелось закрыть глаза но он не мог ни отгородиться веками ни отвернуться от сияющих золотом очертаний Адхарвы в то время как остальной мир виделся Астропату слегка не в фокусе воин тысячи сынов выглядел кристально четким силуэтом лучащимся трепещущим светом и любопытством Адхарва был настолько реален что желудок Кая скрутили спазмы тошноты Нет ответил Кай имплантаты мне организовал дом Кастана дом навигаторов да кивнул Кай и тотчас же пожалел что это сделал поскольку его страшно замутило от этого движения окружающий мир из цветов и света закружился вокруг него мерцающим радужным водоворотом и он вцепился в руку Супхи у Астропата подкосились ноги и его стошнило глянцевыми сгустками желчи Супха опустил его на землю и оставил корчиться в рвотных спазмах пока из него нечем стало выходить Кай чувствовал себя слабым как младенец те внутренние силы на которых он держался утекали из него с каждым спазмом Адхарва присел рядом с ним Наши охотники хитроумны сказал он Должно быть они получили спецификации на твою аугметику от дома Кастана и сняли сигнал с твоих оптических цепей Одно око знает как много они услышали и увидели но мы должны исходить из допущения что они висят у нас на хвосте Кай почувствовал что его сажают на землю и прислоняют к грубой стене из плохо слепленных сердцовых кирпичей поверхность была неровной но уже то что он мог посидеть какое-то время было самым что не наесть заоблачным ощущением он откинул голову на кирпичи чувствуя за ними пульс жизни это было жилище дом где люди жили любили и мечтали Кай так скучал по своему родному гнезду стоящему на вершине утеса на гладком камне бывшего чела древнего царя ему не хватало грустной улыбки его матери и того согревающего сердца чувства которое было самой сутью понятия дом я хочу я хочу домой произнес он когда на него снизошел долгожданный покой я скучаю по своему дому это был славный дом тебе бы понравилось Афина в нем были полы из жемчужно дымчатого мрамора и сводчатые потолки расписанные копиями работ из андулы вероны о чем это он спросил грубый голос Кай был уверен что должен его знать кто такая это Афина с которой он говорит его лба коснулась рука жесткая и мозолистая от жизни проведенной в тяжелых трудах большая рука слишком большая для любого нормального человека его тело отказывает сказал другой голос к тому моменту как мы до него добрались он уже был практически мертв а авария и хирургия Асупхи почти довершили работу ему нужна медицинская помощь да что хоть один из нас знает об организмах смертных спросил серебристый голос со сварливыми нотками в гласных звуках среди нас нет апофикария он найдется в этом городе может даже несколько а ты знаешь где его искать я нет но кто-нибудь из местных будет знать и он сможет исцелить и гифьюа не будь глупцом пораскрежетал голос грубыми нотками принадлежащий красному ангелу кандальнику гифьюа уже на алой тропе и никто в этом городе не в силах помешать ему пройти ее до конца кай слышал голоса но ему казалось что они принадлежат мерцающим призракам которые собрались вокруг него как ангелы из легенд он вспомнил мифические сюжеты вырезанные на колоннах в подводном зале которые консерваторы обнаружили в основании фьордов скандии они рассказывали о девах воительницах которые уносили души мертвых в героическое посмертие состоявшее из битв и пиров сама идея того что за ним пришли девы воительницы заставила кая рассмеяться что он такое совершил чтобы заслужить подобное собрание в свою честь на его щеках копилась теплая влага он потянулся рукой к одному из силуэтов к золотому гиганту очерченному трепещущим орелом света я вас видел произнес он варзашкуни вы были в моем пространстве грезы я да смысле я думаю что это были вы сказал кай те надругательства которые обрушились на его и без того ослабленное тело взымали свою плату и его голос сходил на шепот помнится я еще подумал что у вас должен быть миллион дел поважнее разговоров со мной ты говорил со мной спросила золотая фигура подаваясь ближе кай кивнул вы сказали что хотите узнать ваше будущее и что я ключ к его пониманию так и есть ответил голос с нескрываемым интересом и ты можешь мне о нем рассказать как только будешь готов расскажу пообещал кай чувствуя что его тело становится легче с каждой секундой он спросил себя уж не того лишь дали эти существа возможно им будет легче его унести если он сбросит свою смертную плоть но оставалась одна вещь которую он хотел узнать прежде чем они его заберут почему отвергнутые мертвецы спросил он почему он сказал что это подходящее название кай ощутил удовольствие золотого гиганта и был счастлив что ему удалось угодить этому существу в те времена когда в этом мире владычествовали боги люди верили что если они будут достаточно усердно молиться и проживут свои жизни согласно заповедям которые завещали им безумные пророки то после смерти они отправятся в чудесный загробный мир их похоронят в земле которая считалась священной и когда пробьет назначенный час они воскреснут чтобы занять подобающее им место в том сверхъестественном измерении но тем кого эти пророки считали отбросами было отказано в подобной милости и тела неугодных преданных забвению и изгоев закапывали в ничейных землях этого мира никаких опознавательных знаков никаких надгробий ни горшоная известь и неглубокая яма позабытые и позаброшенные это и были отвергнутые мертвецы как и мы понимаю сказал Кай радуясь что узнал ответ на этот последний вопрос рядом с золотым ангелом появился еще один силуэт его аура лишь отчасти различимая и ускользающая от восприятия напоминала тень меркнущее сознание Кая сочло ее прекрасной больше сродни чему-то животному нежели человеку он может идти дальше спросил этот волчий силуэт нет ответил Кай думаю что я все по его щекам скатилась новая порция влаги которую осторожно стер чей-то палец я плачу спросил Кай нет ответил воин одиночка ты умираешь 2 охотники рассыпаются веером прочесывая развалины многоквартирного дома в поисках любого намека на то куда могли деться беглецы головко расхаживает как разъяренный медведь сыпля проклятиями в адрес пожирателя миров понявшего что за ними наблюдают его черные стражи в это время переворачивают обломки мебели и изодорные свертки насквозь промокшей ткани в сатурнале приседает около влажного пятна на потрескавшемся пермакрите и касается его пальцами его золотая броня лоснится от влаги а красный султан конского волоса на его шлеме безвольно свисает на плечо они здесь были пропади оно все пропадом рычит головко мы с ними едва разминулись кто-то должен был их видеть и нам нужно идти туда наружу и проламывать головы пока кто-нибудь не заговорит сатурнале наружу лицом к искореженному входу в здание и соскальзывает вниз по стене, усаживаясь к ней спиной. Он клонится на бок и кладет голову на пол, ощущая последние остатки тепла, оставленного человеческим телом. «Мы на распроклятой охоте, а ты усаживаешься полежать», рявкает Головко. «Они только что были здесь, и нам нужно двигаться наружу, чтобы их найти». Ногасена не обращает на него внимания, и Черный Страж направляется к охотнику. «Ты меня слушаешь?» спрашивает Головко. Между ними встает Картона, и лицо Головко морщится от отвращения. «Уйди от меня, урод», — говорит он. «Назовешь его так еще раз, и я позволю ему проучить тебя за твою неотесанность», — вмешивается Ногасена. Хотелось бы посмотреть на его потуги. «Улиса Картона обучали мастера клана Кулексус», — говорит Сатурналия, как будто обращаясь к ребенку. «Ты, Максим Головко, винтовку не успеешь скинуть, как уже будешь покойником». Головко сплевывает сгусток слюны, но отворачивается прочь, не желая связываться с Сатурналией. Кустодий приседает около Ногасены и отслеживает направление его взгляда. «Здесь лежал Кай Зулейн?» — спрашивает он. «Да», — подтверждает Ногасена. Сатурналия кивает. «Я нашел кровь возле входа, кровь смертного, еще не засохшую». «Это кровь Зулейна», — говорит Ногасена, засовывая руку под беспорядочное нагромождение пермакритовых блоков, которые свалились с крыши не весь сколько времени тому назад. Его пальцы наталкиваются на каменную крошку и пыль, но потом он чувствует холодное касание металла и гладкого стекла и вытягивает наружу все еще влажные остатки пары аугметических глаз. Ногасена демонстрирует их, и Сатурналия расплывается в улыбке. С тонких проводов капают биомасла и оптические жидкости. «Как ты узнал?» «Это то место, где Асупха вырвал Зулейну глаза, и он левша», — отвечает Ногасена. «Казалось логичным, что он отбросит их в этом направлении». «Итак, у нас есть его глаза. Это поможет нам их найти?» — спрашивает Сатурналия. Ногасена встает. И хлопает по своим одеждам, встряхивая серую пыль. «Может быть, этот след не взять ни вам, ни мне. Но, возможно, это удастся другим. Телепатам?» «Совершенно верно», — отвечает Ногасена. Сатурналия подает знак Афини Диос и Адепту Хирика, чтобы они вошли в развалины дома. Обе женщины напуганы, и им не хочется здесь находиться, ни на охоте, ни в городе просителей. Они очутились совершенно чуждой для себя среди. И Ногасена не уверен, что ему не придется принуждать их к сотрудничеству. Лицо Афины Диос поднято к проседающему потолку, который в ее представлении только и ждет, чтобы обвалиться. А Адепт Хирика уставилась в пространство перед собой, двигаясь как автомат. Смерть коллеги нейролокутера висит на ее шее свинцовым грузом. Но эта охота не оставляет времени на сочувствие. Ногасена вручает Хирика вырванную аугметику, и ее лицо кривится в гримасе отвращения. «Это глаза Кая?» — спрашивает Афина Диос. «Они самые», — отвечает Ногасена. И Хирика кладет их в протянутую руку манипулятор Афины, с таким видом, словно это ядовитые змеи. Астропа сосредоточена, изучая вырванную аугметику, подносит ее ближе к лицу. «И что по вашему ожиданию мы должны с ними делать?» «Я питал надежду, что вы сможете воспользоваться ими для определения местонахождения Кая Зулейна», — говорит Ногасена. «Как я понял из вашего досье, вы не специализировались в ремесле Метрона, но у вас есть определенные способности по этой части. Возможно, что и были когда-то», — отвечает Афина. «Но с тех пор, как погиб фениксоподобный, мне больше не удается считывать информацию через вещи, как я делала раньше. Вы бы лучше отправились в город и взяли одного из метронов оттуда». Ногасена не может сказать с уверенностью, лжет она или нет. Морщинистая рубцовая ткань на ее лице странным образом искажает черты, скрадывая характерные признаки, которые выдают обманщика. Он решает, что она врет. Или вы попытаетесь произвести считывание посредством этой аугметики, или последствия будут ужасными. «Если вы читали мое досье, то должны знать из моей психологической характеристики, что я плохо реагирую на угрозы». «Я не имел в виду вас», — уточняет Ногасена. «Я вел речь об Империуме». «Вы драматизируете», — говорит она. Но Ногасена видит, что ее нежелание дает трещину. Он приседает на колено рядом с ее серебристым креслом и кладет свою ладонь поверх ее руки. Ее покров не ощущается, как кожа. Он имеет неприятную, безволосую текстуру искусственно выращенной плоти. «Вы думаете, что мы охотимся на Кая Зулейна?» — спрашивает он. «Это не так. Мы выслеживаем семерых невообразимо опасных людей. Людей, которые убили сотни верных солдат Империума. Кай у них в плену, и они намерены доставить его к Хорусу Луперкале. Вы понимаете? Что бы не знал Кай, это будет знать и воитель. Что именно наставница Сарашина вложила в его разум, да подлинно неизвестно никому из нас. Но вы действительно хотите рисковать тем, что оно попадет в руки нашего величайшего врага. Это действительно правда. Ногасена поднимается на ноги и одним плавным движением извлекает свой меч. Полированная серебристая дуга клинка сверкает в полумраке разрушенного дома. Его черная с золотом рукоять обвита мягкой кожей и оплетена медной проволокой. Афина и Хирика мертвеют при виде оружия, но Ногасена достал его, не помышляя о насилии. Это Сёдзики, сообщает он. Ее сработал для меня мастер Нагомицу много лет тому назад. И на мертвом языке, давно исчезнувшей стороны, ее имя означает «Честность». До того, как этот меч попал в мои руки, я был глупцом и хвостуном, человеком низких моральных устоев и злобного нрава. Но затем мастер Нагомицу подарил мне этот клинок, и его искренность стала частью меня. С тех пор я ни разу не солгал и не обесчестил его имени. И, госпожа Диас, я не сделаю этого сейчас. Он видит, что его словам верят. Афина медленно кивает и перекладывает глаза из своего аугметического манипулятора во вторую руку. «Хирика», — говорит она, — «мне будет нужна ваша помощь». «Конечно», — отвечает нейролокутер, — «что мне нужно делать?» «Поместите свои руки на мои виски и сосредоточьте ваш разум на всем, что вы узнали от Кая. На каждой грезе, которую вы разделили, на каждом слове, которым вы обменялись, на них всех». Хирика кивает и делает так, как велит Афина, встав позади нее и поместив руки по обеим сторонам головы остропата. Пальцы Афины смыкаются на вырванных глазах Кая. Она проворно катает стеклянные сферы в своей ладони, словно фокусник. Ее кожу грязнят пятна засохшей крови, и Нагасена спрашивает себя, поможет ли ей это провидеть местоположение Кая Зулейна. «Сколько это займет?» — спрашивает Сатурналия. «Столько, сколько займет», — отвечает Афина. «Или, может, вы сами желаете попытаться?» Сатурналия ничего не отвечает, и голова Афины клонится к ее груди, когда она входит в транснунцио. Ее дыхание становится глубже, и Нагасена отходит прочь, чувствуя внезапный холодок, когда ее разум простирается в незримые сферы, о которых охотник не имеет даже малейшего представления. Пока люди головко выносят ногами соседние двери и бомбардируют вопросами всех найденных за ними жильцов, Нагасена блуждает глазами по этому убогому убежищу, не чувствуя ничего, кроме сожаления о судьбе этих людей, которое уготовило им клеймо предателей. Подходят Сатурналия, и Нагасена убирают в ножны свой меч. Хотя они и преследуют сходные цели, здравомыслящий человек никогда не станет держать клинок обнаженным, если рядом есть кустодий. Как пожиратель миров смог узнать, что за ними наблюдают? Нагасена качает головой. «Я не знаю, да это, в конце концов, и не относится к делу. Эти люди – космодесантники, и я начинаю осознавать, что мы их недооценили. Как так? Целью их создания было сделать из них воинов самой высшей ступени, и поэтому легко подумать, что они не более чем генетически выведенные мясники, чья единственная цель – убивать и разрушать. Но они гораздо больше, чем это. Усовершенствования, внесенные в их мозг, лежат за пределами понимания смертных. И он работает так, что мне никогда не удастся воспроизвести ход их мыслей. «Ты хочешь сказать, что тебе их не поймать?» – спрашивает Сатурналия. Нагасена позволяет себе сдержанную улыбку. Нет, ничего подобного. Несмотря на все генетические усовершенствования и физическое превосходство, в душе они все еще люди. Что ты имеешь в виду? «Что больше всего тормозит их бегство?» – спрашивает Нагасена. «Они несут раненого», – отвечает Сатурналия. «Гвардейцу смерти не протянуть долго. Они должны были оставить его на месте аварии. Таская его за собой, они рискуют всем, и это нелогично». «А вы бы бросили раненого к устодию?» – спрашивает Нагасена. «Нет», – признает Сатурналия. «Они все еще связаны своими братскими обетами», – печально говорит Нагасена. «Они поступают благородно, и это не то поведение, которого бы я ожидал от предателей. Что ты хочешь этим сказать?» «И вы ошибались», – говорит Нагасена, игнорируя вопрос Сатурналии и указывая на след из капель крови на полу. «Они несут двоих раненых». Три. 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 были развешаны пучки сушеных растений, гниющие галеши с засоленным мясом, закручивающиеся вниз листы, иллюстрирующие структуру химических строений и анатомические плакаты. Несколько столов прогибалось под весом тяжелых книг и лотков с ржавеющими хирургическими инструментами. Шкафы с надтреснутыми стеклянными дверцами вмещали сотни неподписанных склянок с жидкостями, порошками и толченными таблетками. В углу рядом с нефтехимическим генератором располагался комплект приборов для контроля за показателями жизнедеятельности, хотя Адхарва сомневался, что хотя бы один из них сохранил свою работоспособность. «Ты уверен, что это то самое место?» – требовательно спросил Тогор. «По мне, так это еще один паршивый домишко. Ты в самом деле думаешь, что здесь живет хирургион?» «Знаки указывали только на это место», – ответил Адхарва, поднимая с ближайшего стола пыльную копию прогностики. Он заметил и другие работы Гиппократа, которые были разбросаны среди трудов Галена Пергамского, Абаскана и Менадота, совершенно бессистемным на взгляд Адхарвы образом. Это были древние тексты, причем невообразимо бесценные, хотя и прискорбно устаревшие. «Что за знаки?» – спросил Киран, стирая со своего плеча пятно квашеной смолки. «Как люди могут так жить?» «Люди живут так, как считают нужным», – ответил Адхарва. «И знаки были в наличии для любого, кто знает, как их увидеть. Это дом змеи». «Что-что?» – переспросил Супха. «Место, где лечат», – пояснил Адхарва, указывая на рисунок на выбитой тагором двери. Створка сломалась надвое, но все еще можно было понять, что на ней изображен бородатый мужчина в длинной тоге и с фосохом, по всей длине которого кольцами обвелась змея. «И кем ему полагается быть?» – спросил Киран. «Это Асклепий», – донесся из теней старческий голос. «Древнее божество грекианцев. Ну, или по крайней мере, он был им, пока твой уродский дружок-ублюдок не проломил его насквозь своей проклятой ногой. С незамеченной прежде кровати в задней части комнаты скатился мужчина, опустившегося вида. И теперь Адхарва начал различать в висящем в воздухе коктейле лекарственных запахов вонь немытого тела и пота. Тагор в тот же миг бросился на человека, вздернув его вверх за шею и перегвоздил к стене. Он отвел кулак для удара. В его глазах разгоралась убийственная ярость. «Тагор, не убивай его!» – выкрикнул Адхарва. Кулак Тагора впечатался в стену, разнося ее в дребезги. В воздух поднялось облако кирпичной пыли. Посыпались на полобломки. «Ты кто такой?» – требовательно спросил он. «Вы в моем доме», – огрызнулся человек. «Я хирургион, а ты кого думал встретить?» «Тагор, отпусти его», – сказал Адхарва. «Он нам нужен». Тагор неохотно опустил человека и подтолкнул его к Адхарве. «Приношу свои извинения, медик», – сказал тот. «Мы не намеревались причинять тебе вред. Ты уверен, что он об этом знает?» – спросил человек, злобно глядя на пожирателя миров и потирая свою шею. «Яйца императора! Да кто вы вообще такие?» Медик, одетый лишь в тонкую ночную сорочку, представлял собой невзрачное зрелище. Судя по исходящему от него запаху и выражению глаз, он был любителем выпивки и наркотиков, но знаки вывели их к этому месту. И с хорошей долей вероятности, другие практикующие лекари жили не настолько близко, чтобы можно было прибегнуть к их услугам. «Меня зовут Адхарва, и нам нужна твоя помощь. Как твое имя, друг?» «Я Антиох, и я тебе не друг», – откликнулся хирургион. «Поздно уже со мной корешиться. Итак, зачем вы сюда заявились?» «Выломать мою дверь и облить грязью мои способы ведения домашнего хозяйства? Я слишком пьян и в таком раздраю, что в данный момент не смогу ничего для вас сделать». «Это вопрос жизни и смерти», – сказал Адхарва. «Все так говорят», – огрызнулся Антиох. «Он имеет в виду твоих», – сообщил Тогор, нависая над плечом Антиоха. «Угрожать мне?» – спросил Антиох. «Отличный ход. Верный способ добиться от меня помощи». Адхарва взял миниатюрного хирургиона за плечо и подвел его к койке из столу, на которой полулежали Гифьюа и Кай. «И что с ними не так?» – спросил Антиох, едва удостоив их взгляда. «Я думал, что хирургион – это ты», – рявкнул Киран. «Ты сам не можешь сказать?» – Антиох вздохнул. «Послушай, скажи Бабудхакалу, что если ему хочется и дальше впрыскивать своим людям гормоны роста и поганить их генетический код, то пусть не рассчитывает, что я буду помогать ему снова ставить их на ноги. Он уже слишком далеко зашел». «Бабудхакал?» «Я не знаю, кто это такой», – сказал Адхарва. Антиох фыркнул и пронзительно посмотрел на него снизу вверх, как будто в первый раз толком его увидев. Он ощупывал их своими слезящимися глазами из-под кустистых бровей, сосредоточенно изучая Адхарву и прочих окружающих его воинов. «Вы не от Бабу?» «Нет», – подтвердил Адхарва, – «не от Бабу». Антиох подошел ближе, вытягивая шею вверх. Сейчас до него начало доходить реальное положение дел. Пробираясь сквозь чат того наркотического тумана, который окутывал его мост, он протер глаза запятнанным рукавом и яростно заморгал, как будто прочищая их от песка. «Вы – легионеры Астартес», – выдохнул он, переводя взгляд от одного воина к другому. «Да», – ответил Адхарва, направляя его к Каю. «И ему нужна твоя помощь. Сначала помоги Гифьюа», – сказал Киран. «Нет», – заявил Адхарва. «Гифьюа может подождать, а Кай нет». «Гифьюа Астартес», – возразил Киран. «Ты поставишь смертного выше него?» «Я поставлю этого смертного выше вас всех», – ответил Адхарва, после чего развернулся к Антиоху. «Теперь лечи его». Антиох кивнул, и Адхарва почти что пожалел этого человека, который, очнувшись от наркотического забытия, обнаружил сердитых исполинов, требующих от него спасти двух людей, чьи жизни висели на тончайших волосках. И даже человек, настолько оторвавшийся от реальности, как Антиох, мог сообразить, что на тех же ниточках подвешено и его собственное существование. Хирургиону, к его чести, прекрасно удалось овладеть собой. Он сделал глубокий вдох, собираясь силами, и принес лоток с хирургическими инструментами, на которых, наверное, гнездилось больше бактерий, чем в генетической мини-лаборатории Биологиус на столе напротив. Он склонился над Каем и начал исследовать его окровавленные глазницы. «Рубцы от аугметики, входные гнезда разъемов вырваны, гематома вокруг глазных впадин», сообщил Антиох, промакивая липкую кровь на щеках Кая рукавом своей сорочки. Он извлек из забитого склянками шкафа запечатанную упаковку и сорвал с нее стерильную оболочку, чтобы добраться до ее содержимого. Не поднимая глаз от своей работы, Антиох выложил на грудь астропата несколько упаковок меньшего размера и начал наносить на внутренние поверхности глазниц Кая противосептический гель, проявляя при этом тщательность и аккуратность, которых Адхарва никак от него не ожидал. Затем он набил их чем-то, что пахло, как смесь физиологического раствора и пропитанной вазелином марлей. «Как это случилось?» спросил Антиох. «Это не хирургическая операция, но сделана аккуратно». «Я вырвал ему глаза», — сказал Асупха. «Антиох бросил на него взгляд, как будто пытаясь решить, не шутит ли он. Хирургион потряс головой и вздохнул. «Я не буду спрашивать, зачем. У меня такое чувство, что ответ мне не понравится». «Люди, которые на нас охотятся, использовали их, чтобы за нами шпионить», — сказал Асупха. Антиох прервал работу и закусил губу. «Итак, кто охотится на семерых воинов Астартес?» Он выставил перед собой руку, останавливая Асупху, прежде чем тот успел ответить. «Это риторический вопрос. И, кстати говоря, ответ мне определенно не понравится». «А теперь, если хотите, чтобы этот человек жил, ведите себя тихо, все вы». Антиох открыл комплект для накладывания швов и начал зашивать глазницы Кая проворными взмахами иглы, быстро и методично обрабатывая каждый глаз. На его лбу набухли горошины пота. И Адхарва мог видеть, какие усилия требуется прилагать хирургиону, чтобы поддерживать хладнокровие и твердость руки. Покончив со швами, Антиох обмотал голову Кая повязкой, на которой, как ни удивительно, не обнаружилось ни одного пятна. «Как человек твоей квалификации дошел до жизни в подобном месте?» — спросил Адхарва. «Когда Антиох закончил с повязкой и выпрямился, издав облегченный стон. «Не твое поганое дело», — последовал лаконичный ответ. «Так ты намерен рассказать мне, что еще с ним не так, или мне нужно догадаться самому?» Его одурманили и раз за разом подвергали пси-допросам опытные нейролокутеры. «Ну, конечно же», — вздохнул Антиох, вытирая руки о свою грудь. «И, как я полагаю, помогая вам с этими людьми, я делаюсь соучастником всего того, в чем вы замешаны, да?» «Возможно», — сказал Адхарва. «Будущее покажет. Спаси их жизни, и мы исчезнем. Никто даже не узнает, что мы здесь были». Антиох издал горький смешок. «Про то, что вы здесь, уже полгорода в курсе. А вторая его половина узнает к утру. Ты думаешь, что семь таких воинов, как вы, могут пройти через такой город, как этот, и не привлечь внимания? Какими бы сверхлюдьми вы ни были, вы не настолько ловки?» «Он прав», — сказал Тогор. «Нам не стоит здесь задерживаться». «Мы не уйдем, пока он не окажет помощь Дифьюа», — сказал Киран. «Я об этом и речи не вел», — сердито ряпнул Тогор. «Неперевирай мои слова». Антиох, не обращая внимания на перебранку, шарил по своим шкафам, стряпая составное лекарственное зелье из ряда неподписанных склянок. Он наполнил итоговой смесью на треснутый шприц и вдавил иглу в вялую плоть руки Кая. Перед тем, как нажать кнопку впрыска, жилистый хирургион поднял глаза на Адхарву. «Ты знаешь, что ты сукин сын?» — спросил Антиох. Тот негромко рассмеялся. «Мне доводилось рожаться бок о бок с волка Фенрика», — ответил он. «Если ты пытаешься меня оскорбить, тебе придется постараться получше». «Буду иметь это в виду», — сказал Антиох и нажал на кнопку. Кай всосал в себя полные легкие воздуха, его спина выгнулась дугой, издав отчетливо слышимый треск. Его мышцы судорожно сократились, изо рта вылетел фонтан ядовитой жидкости. Кай бился на столе, как удавленник в петле, колотя пятками по дереву, а его тело опорожнялось через все отверстия. «На вашем месте я бы повернул его на бок», — сказал Антиох. «Отходя от сотрясающегося в конвульсиях Астропата, в задней части комнаты есть кое-какая чистая одежда, которую он может взять, когда закончит опрастываться. Она ему понадобится». Тагор схватил Антиоха. «А Астропат будет жить, так?» Лицо Антиоха сморщилось от боли, причиняемой хваткой пожирателями рот. «Очищающие препараты должны прочистить его системы, да, но он так изнурен и истощен, что это просто чудо, что он еще жив». «Приемлемо», — сказал Тагор, подталкивая Антиоха к гвардейцу смерти. «А теперь сделай то же самое для нашего брата». Гифьюа едва дышал. Его организм приостановил большинство своих второстепенных функций, чтобы перенаправить свои силы на восстановление тела. От Харви доводилось видеть космодесантников, которые выживали и после ран пострашнее этих. Но он подозревал, что без оборудования апотекариона под рукой Гифьюа уже не починить. Антиох склонился над гвардейцем смерти и с помощью тех же самых инструментов, которыми он обследовал раны Кая, произвел всестороннюю инспекцию окровавленных рваных воронок и борозд на его мертвенно-бледной плоти. Выражение его лица подтвердило наихудшее опасение от Харвы. «Этот человек уже должен быть мертв», – наконец произнес Антиох. «Начнем с того, что вот эта рана выглядит так, словно у него разорвано сердце, и я думаю, что у него отказали оба легких. А орган, поврежденный вследствие вон той раны, я даже не могу опознать. В него попали из энергетического оружия, и в нем сидит столько пуль, что ими можно снарядить целое отделение армейской пиктуры». «Ты заявляешь, что не можешь его спасти?» – требовательно спросил Киран. «Я заявляю, что у меня нет ни единой догадки об анатомии того, что находится под ошметками его кожи», – ответил Антиох. «Я не в силах ему помочь. Я бы сказал, что никто не в силах. Но, как мне думается, вы все это и так знаете». «Будь ты проклят!» – выкрикнул Киран, припечатывая хирургиона спиной к стене его дома. «Ты должен что-то сделать. Ты хоть понимаешь, кто это? Это же Гифьюай из 14-го легиона. Он был первым носителем лампиона, одним из изначальной семерки. Этот человек спас мне жизнь, когда мы теснили колечников с экваториального хребта Япита. Он нес штандарт императора и утвердил его в черном сердце области Кассини при падении Сатурна. Ты это понимаешь?» Адхарва и Асупха успели разжать пальцы Кирана на горле хирургиона, прежде чем его гнев и скорбь возобладали над разумом. «Киран, отпусти!» – сказал Адхарва. «Его убийство не поможет Гифьюа. Он должен его спасти». «Гифьюа теперь ничто не спасет», – сказал Асупха. «Он уже прошел алую тропу». Киран отступил от Антиоха. Его руки были стиснуты в кулаки, а в серых глазах кипело бешенство самой чистой пробы. Он уперся в съежившегося хирургиона ненавидящим взглядом, испытывая потребность что-нибудь сокрушить, из которой его ярость грозила вылиться в бешенство. Но тут Севериан, бдивший у дверного проема, выкрикнул предупреждение. «Переберегите свой гнев, братья!» – сказал он. «Сюда идет мишень получше». «Наши охотники», – потребовал от него-то гор. «Кто это, имперские кулаки или легио-кустодис?» Лунный волк отрицательно покачал головой. «Я не знаю, кто они такие», – ответил Севериан, оглядываясь на площадь по ту сторону двери. «Но они вооружены, и они определенно не имперцы». 18. Мрачный империум. Битва в Вороньем дворе. 1. Здесь было все. Каждый из восстановленных отголосков суки. Все до единого горькие озарения, избивчивые речи полчищ безумцев. Они бурлили в шепчущих камнях, охватывая водоворотом всю башню, как запертое в ловушку электричество, которое, если не перенаправить его побыстрее в землю, сожжет того глупца, который пробудил его к существованию. Эвандер Григора балансировал на грани истощения. Он был изможден. Из его тела ушли вся его крепость и энергия. Он не ел и не спал вот уже несколько дней. Его одержимость желанием разгадать, что же на самом деле появилась в этой башне, привела его на тот рубеж, что разделяет рвение и помешательство. Воздух наполняло невероятное количество текстов в тактильном шрифте, которые удерживались на весу, затопившей комнату энергии и материума. Напоминая стоп-кадр взрыва в библиотеке. Здесь были его книги, его свитки и его записи. Все, что он собрал по системе, буквы мерцали, словно бы вытесненные сверкающим золотом. Свет, которым сочились стены, уходил в застывший буран страниц. И каждое слово, начиная выцветать в воздух, сначала поднималось с листа, а затем улетучивалось в эфир. Когда очередная фраза исчезала, Григора впитывал ее значение и включал его в свое понимание последков. Он знал, что вокруг него уходит в небытие величайший труд его жизни, но считал это незначительной ценой за разгадку смысла, который вился вокруг него, но никак не давался ему в руки. Решетка над его головой пульсировала сиянием, но то был свет, который не освещал и который не грел кожу. Он был вратами в ужасные видения города телепатов, которые были сохранены, осушены и анатомированы, когда сели неизвестная форма жизни, попавшая в руки препаратора. Работая прилежно и методично, криптостезики Григора вычистили худшую составляющую кошмаров, но их суть, о, их самая сердцевина, ее он сохранил здесь. Она была упрятана в таких запутанных аллегориях, косвенных метафорах и невразумительной символике, что лишь человек, столь же искушенный в системе, как и Григора, смог бы понять, чем она является на самом деле. Вот это и было тем, что знал Кайзулейн, тем секретом, что он нес в себе и который лишь он мог постичь. Вот это и было тем, что Сарашина сочла настолько важным, что не смогла доверить никому другому. Ничто, обладающее подобной мощью, не смогло бы пронестись через шепчущую башню, не оставив ущерба. И если знать, как и где искать, то можно было воссоздать то, что нанесло этот удар. Как судебный хирургион идентифицирует орудие убийства по нанесенным жертве повреждениям, так и Эван-дер-Григора складывал один к одному миллиарды фрагментов той информации, которую спрятали в уме величайшего неудачника башни. Кусочки соединялись целое, но так медленно. Он уже увидел дразнящие намеки, образы слов, фразы, которые не говорили ему ничего, но от которых веяло обещанием жестокого мрака далекого будущего. Эпоха войн в беспросветном тысячелетии, великий пожиратель, отступничество, кровь мучеников, чудовище поднимает голову, кровавые приливы, конец времен. И как фон всему этому, он слышал заунывный топок марширующих ног. Армии шли на войну сквозь нескончаемую череду убийств и разрушений, которая могла прекратиться лишь с исчезновением мироздания. Эти войска никогда не сдадутся, ни за что не простят, и единственным, что заставит их сложить оружие, будет погибель, которая унесет их смертный час самой войны. Кай предвидел конец Империума, прозрел окончательную победу Хоруса Луперкаля. Григора так не считал, поскольку на тех словах и образах лежали бремя веков и пыль истории, которые могли накопиться лишь за тысячелетия. И хотя он увидел их совсем мельком, они оставили его в состоянии небывалого ужаса, похожего на тот, что испытывает человек, который пойман в порожденном собственным разумом кошмаре, и знает, что он никогда не сможет проснуться. До правды докопаешься, назад уже не зароешь. Он очень любил цитировать этот афоризм в своих поучениях, но сейчас... О, как бы ему хотелось, чтобы было иначе! Каждый фрагмент нес в себе ужас войны и разрухи, застоя и гибели. Записи Григора, тая вокруг него, порождали неудержимый и неотвратимый поток, снабжающий его разум новыми крохами информации. Он вливался в него все быстрее. Каждый разгаданный кусочек головоломки добавлял фрагмент к другой, более масштабной картине, пока то, что обрушится на Терру вследствие безрассудного вторжения Магнуса, не начало проявляться во всей своей полноте. Оно вырастало из световых узоров, будто черный колос, в котором слились воедино судьба и кошмар. Григора пытался охватить разумом, проходящее перед его глазами, но оно было слишком масштабным, монументальным и устрашающим, чтобы вместиться в хрупкий череп одного смертного человека. Григора закричал от зрелища мрачной планеты, которую переполняли черно-серые букашки, занятые нескончаемым каторжным трудом, в сумрачных улях и подземных гнездилищах бедности и страданий. Это был мир, где ничего не менялось, не развивалось, и в нем не создавалось ничего стоящего. И при всем при том, здесь это не считалось кошмарным. Наоборот, его рассматривали как победу, как существование, которое надлежит прославлять и объявлять великолепным. Григора не мог представить, как эти букашки выдерживают такую страшную действительность, не подозревая счастья, которое могли бы обрести, не понимая всей непереносимости ужаса их повседневной жизни. Но букашки не просто существовали в таком застое, а они активно сражались за его сохранение. Этот мир истекал бесчисленными армиями, призванными отбросить захватчиков и чужаков, но вместо того, чтобы выковать себе новую судьбу на захваченных ими планетах, они по доброй воле воссоздавали на них беспросветный ад своей родины. Григора знал, что это был за мир, и точно так же понимал, что эти букашки были никакими не букашками. Система заполняла комнату. Все, что прошло через шепчущие камни и сознание мертвых и умирающих, хлестало внутрь потоков, нарастающим в геометрической прогрессии. Григора не сумел выдержать его полного объема и рухнул на колени, когда огонь истины, поглотивший его книги, испепелил последнюю из них и хлынул в его разум. «Заберите это!» – закричал он. «Умоляю, заберите это обратно! Я не хочу этого, я никогда не хотел это увидеть!» Сознание Григора затопило видение Красного Зала и его павших ангелов, раскрывая перед ним всю свою ужасающую правду, и он рухнул на четвереньки. Он увидел все, что видела Сарашина – сошедшиеся клинки, предложения и жертву, благородство и зло. Он воспринял все это в мгновение ока, которое длилось целую бесконечность. А над всем этим возвышался Исполин, сидящий на чудовищном троне из золота, этом кошмарном устройстве, воздвигнутом безумцами и садистами. Его сохшаяся плоть уже давно была мертва. Это был живой труп, составленный из метастазного скелета и нескончаемых страданий. Из Исполина струился невидимый свет, а мука в его глазах была самой праведной болью в мире, потому что она переносилась добровольно и без единого слова жалобы. «О, нет!» – прошептал Григора, когда начал рваться последняя истершаяся нить, на которой еще держался его рассудок. «Не вы! Умоляю, только не вы!» Исполин обратил на него свой взор. И Эвандер Григора закричал, наконец-то поняв, каким образом этот кошмар смог воплотиться в жизнь. 2. Адхарва бросился к дверному проему пристройки Антиоха, выискивая во тьме новых гостей. Найти их было несложно, да они и не прилагали никаких усилий, чтобы замаскировать свое приближение. Каждый третий нес зажженный факел, и языки пламени бросали яркие отблески на железных ворон, которые таращились на разворачивающуюся внизу драму с безразличием извояний. Адхарва насчитал 30 человек, 30 высоких мужчин, защищенных пластинами из кованого железа, чьи плавные изгибы выглядели знакомо, и в то же время в них было какое-то тонкое отличие. Адхарве понадобилось лишь мгновение, чтобы опознать силуэты перед собой. Поскольку доспехи едва ли не точь-в-точь воспроизводили снятую с производства модель военной брони, в которой не выходили на бой вот уже сотни лет, и чье существование ныне сводилось к книгам историков-ревизионистов и пыльным флигелям галереи объединения. Адхарва узнал и их оружие. Он видел подобное ему в том же самом музее, и то, что оно было старинным, никак не отражалось на его смертоносности. В Адхарве зашевелился гнев, ибо, используя подобную военную атрибутику, этот сброд втаптывал в грязь честь легионеров, являясь неприкрытой пародией на их внешний вид. То, что они были не Астартес, было ясно с первой же секунды. Но кем же тогда они были? Во имя всего совершенного, кто они такие? Спросил Киран у его плеча. Я не знаю, ответил Адхарва, но я намерен это выяснить. Он закрыл глаза и выплыл сознанием за пределы этого убогого пристанища. Он ощутил бьющее по восприятию соседство разумов этих мужчин и распознал печать биоманипуляций, которые несли на себе их накачанные тела и искореженный генетический код. Они были уродами, преступлением против человеческой природы. Их сотворил генетик, лишенный чувства красоты и понимания естественных механизмов работы тела. Даже паваниды, которые изменяли базовые физические параметры организма, были связаны фундаментальными строительными кирпичиками природы. Этих же людей перековеркали и втиснули в такой шаблон, что не стоило и надеяться на то, что их организмы смогут поддерживать навязанные им функции. Они умирали. Все, от первого и до последнего человека. И даже не осознавали этого. Их примитивные разумы были сплетением агрессии, страха и зарождающегося психоза. На любой цивилизованной планете их изолировали бы на всю оставшуюся жизнь. Или передали бы механикум для переделки всервитера в самые низшие категории. Однако в гуще этих людей обнаружилась личность совершенно другого рода. Это был человек, чья плоть тоже была усовершенствована, выводя его за рамки человеческих норм. Но в чьем теле не обнаружилось и тени, той топорной манеры, в которой были улучшены остальные. Оно было сработано гением, даже как первая печатная книга смотрелась гениальным творением на фоне рукописных манускриптов. Но печатная машина древности была вытеснена более эффективными техническими решениями. И абсолютно то же самое можно было сказать и о биологии этого человека. Адхарва на краткий миг соприкоснулся с его разумом и отпрянул от зубчатых, бритвенно-острых кромок, которые обнаружились в его структурах. Он был стеклянистым и испещренным рубцами, как вулканическая скала, сформированная жаром и давлением в глубинах земли. Этот разум был заточен лишь под одну цель и не под какую другую, под завоевание мира. Стеклянистые ментальные шрамы этого человека выглядели знакомо. И Адхарва тут же вспомнил, где он видел такую безыскусную, всекогнитивную инженерию. В разуме Кая Зулейна. Он отступил, почувствовав свирепую враждебность бессознательной ментальной защиты этого человека. Она щетинилась агрессивностью и злыми шипами, как охраняющий порог сторожевой пес. Этого человека не превозмочь науками акинейцев. Адхарва открыл глаза, глядя на массивную фигуру в примитивной броне с новым чувством изумления и благоговения. Ликвидировать тебя все равно, что пробежаться, как сумасшедший с огнеметом наперевес по библиотеке, полный бесценных фолиантов. «Что ты сказал?» прорычал Тагор. «Перед нами необычные люди», сказал Адхарва. «Не недооценивайте их». Тагор покачал головой. «Они умрут точно так же, как обычные люди», выплюнул он. «Тридцать бойцов? Да я сам их убью и тронемся в путь». Адхарва придержал Тагора. Положив руку ему на плечо, он постарался не отпрянуть, когда пожиратель миров одарил его свирепым оскалом гримасы дикой агрессии. Имплантаты на его затылке загудели в знак активации. И в этот миг Адхарва осознал опасность, неразрывно связанную с регулярным использованием аугметики подобного рода. Тагор находился в таком же плену у ее чарующей песни «Насилие», как Ангрон в свое время у рабовладельческой цивилизации, где, как утверждалось, его и обучили искусству чинить резню. Адхарва спросил себя, осознает ли Ангрон всю парадоксальность того факта, что он обрек на рабство своих собственных бойцов. «Антиох!» выкрикнул человек со стеклянистыми ментальными структурами. «Те люди, которые с тобой внутри, пошли их наружу, они нужны Бабудхакалу». «Провалиться мне в поганые, сволочные тартарары», просипел Антиох. «Это Гхота! Помоги мне, Трон! Мы покойники!» Адхарва развернулся к съежившемуся от страха хирургиону. «Кто он такой? И кто такой этот Бабудхакал?» «Ты это всерьез?» спросил Антиох, заползая на четвереньках под самый массивный стол в своей хибаре. «Бабудхакал — это ходячая лиха. Как будто мне недостаточно тех проблем, которые вы уже успели подкинуть мне под дверь». «Агхота!» «Цепной пес Бабу!» ответил Антиох, стараясь разместить как можно больше тяжелой мебели между собой и открытым дверным проемом. Желаешь себе добра, не связывайся с Гхотой. А для тех, кто поступает наоборот, все кончается крюками, с которых они свисают в виде расчлененки. Адхарва выволок хирургиона из укрытия. «Да кто такой этот Хакал? Местный губернатор? Окрестная власть?» Антиох издал сдавленный смешок. «Знам от дела, ты можешь сказать, что он окрестная власть. Это бандитский главарь, один из последних оставшихся после кровавой войны под знаком орла. Он контролирует все территории, от Вороньего двора до Арки Просителей, и юг вплоть до ущелья от Хакал. И если ты желаешь себе добра, делай так, как велит Гхота. «Антиох, я начинаю уставать от ожидания!» выкрикнул Гхота. Его клокочущий голос скрижетал бесчеловечностью. Тагор и Супха стояли по обе стороны от дверного проема. Северян всматривался наружу через щель в плохо сложенной кирпичной кладке. Адхарва сместился к каю, который раскинулся в позе страдальца, покрытый зловонным месивом рвоты и испражнений. К счастью, он был без сознания, хотя по его телу бегала мелкая дрожь, сопутствующая проводимой его организмом самоочистки. Адхарва услышал металлический ляск взводимого оружия и обхватил кая руками, закрывая его своим телом. Тридцать крупнокалиберных винтовок открыли огонь. В приемную Антеха ворвался сокрушительный шквал выстрелов, которые пропарывали сырцовый кирпич и листовой металл насквозь, как лазерный резак плой. Дерево раскалывалось в щепки, кладки разносило в порошок. Воздух наполнился с рикошетившими снарядами, осколками стекла и дымом. Шум стоял оглушительный, как во время грозы. Целью происходящего было не просто причинить вред. В не меньшей мере оно предназначалось для устрашения. Это могло бы сработать в стародавние времена и против других людей. Когда обстрел закончился, Адхарва поднял взгляд, и его улучшенное зрение без труда различило силуэты его товарищей. Никто из них не был задет, не считая пришедшихся вскользь обломков стекла или осколков пуль. Северян ухмыльнулся. И каков твой план, сын Магнуса? Адхарва терпеть не мог, прибегать к насилию, но он понимал, что сейчас не время для тонких ходов и искусных речей. Есть только один курс действий, который поможет им пережить эту схватку. Убейте их всех, сказал он. Тогор оскалился в широкой улыбке. Первая здравая мысль, высказанная тобой за целый день. Три. Пожиратели миров вылетели из дыма и поднятой выстрелами пыли, атакуя на бешеной скорости, которая казалась невозможной для людей такого богатырского телосложения. Адхарва следил за их забегом с той нездоровой зачарованностью, с какой человек мог бы наблюдать за тем, как одна порода инопланетных тварей уничтожает другую. Первым ударил Тогор, пробив кулаком нагрудник бойца с раздвоенной бородкой и двумя симметричными пучками волос на голове. Он еще не успел упасть, а Тогор уже выхватил оружие из его мертвых рук и использовал его против соседнего человека. Хотя доспехи людей кхоты и выглядели как громовая броня, это сходство не распространялось на их защитные качества. Глухо стукнуло отдача и Адхарва ослеп на кратчайшую долю секунды от чудовищной вспышки из дула. Вслед за этим он увидел троих человек, практически располовиненных выстрелом в упор. Супха и Асупха бежали в атаку по обеим сторонам от своего сержанта. Силовые клинки, отломленные от алибард мертвых кустодиев, мерцали голубым светом. Супха атаковал сокрушительным напором чистой силы, разбрасывая людей в стороны, как детонация гранаты. Тогда как Асупха орудовал своим клинком с тонкостью опытного патолога-анатома, хотя его оружие больше походило насекать зеленокожих. Первые два человека повалились, лишившись голов. Третий и четвертый упали, роняя на площадь влажные мотки своих внутренностей. Пятый лишился обеих рук и рухнул с колокольчащим криком боли. Адхарва вышел из изрешеченных выстрелами руин приемной антиоха, несякая подмышкой. Он поддерживал вокруг его тела телекинетический щит, одновременно наблюдая за тем, как его братья по крестовому воинству рвут в клочья людей кхоты. Аргентус Тиран, заняв позицию под прикрытием разрушенного фасада, занимался тем, что без устали выпускал сгустки плазмы, каждым выстрелом испепеляя чью-нибудь голову и нырял в укрытие, спасаясь от беспорядочного ответного огня в своем направлении. И все же, несмотря на весь начальный урон, причиненный отвергнутыми мертвецами, их противники не были обычными смертными, которых можно было запугать такой ужасающей резней. Их перекроили при помощи неизвестных средств, заставив забыть о страхе и сострадании. И они отбивались с инстинктивной свирепости. Тогор получил выстрел в бок и взревел от боли. Из его ран их лиснул поток яркой крови. Пожиратель миров выкрикнул «Во имя Ангрона!» и ткнул стрелка кулаком в лицо, пробив ему череп насквозь. Он стремительно развернулся и обрушил град выстрелов на своих брызнувших стороны противников. Двоих снесло с ног попаданиями. Асупху обступила группа бойцов, чье вооружение составляли пистолеты и длинные ножи-скиннеры. Они пыряли и резали его с яростью маньяков. Адхарова увидел, как один из клинков вошел глубоко в бицепс близнеца. Но пожиратель миров успел извернуться в бок, прежде чем ему перерезало плечевые сухожилия. Он крутнулся, приседая к земле и располовинил ранившего его человека. Он метал со стрелой, как атакующая змея, вонзая и всаживая во врагов свой мясницкий клинок. Тагор, возникнув рядом с ним, пристрелил двоих в спину, прежде чем они успели развернуться к нему лицом. Сержант пожирателей миров хохотал, наслаждаясь свирепствующим вокруг него кровопролитным танцем, и не заметил удара, который бросил его на колени. Над Тагором навис кхота. Тяжелый молот из кованого железа выписывал круги вокруг его тела, словно он был легче пушинки. Тагор попытался встать, но ему вбок влетел еще один сокрушительный удар, и он закувыркался в воздухе. Субха бросился было на кхоту, но получил локтем в челюсть и отлетел прочь. Киран выкрикнул от Харва, потихоньку смещаясь в сторону одной из узких улочек, которую уводили прочь с места схватки. Убей вон того! Из руин плюнуло ярким копьем плазмы, но то ли кхота услышал крик от Харвы, то ли его предупредило о надвигающейся опасности какое-то сверхъестественное чувство. Только он надкачнулся в сторону от смертоносного выстрела. Воин из легиона Фулгрима выпрыгнул из развалин и бросился на кхоту, испортил ему безупречный счет отстрелянных голов. Асупха сделал выпад своим потрескивающим клинком, но кхота отвернул его в сторону и ударил атакующего в челюсть сокрушительным левым хуком. Асупха покачнулся, на его лице был написан «Скорее шок, чем боль». В его лицо поршнем врезался кулак, затем еще раз и воин зашатался. Кхота размахнулся своим молотом, отправляя его по смертоносной дуге. Адхарва уже перестал поддерживать телекинетический щип, успев вознестись разумом на низшие уровни исчислений, где он мог прибегнуть к базовым умениям перидов. Он сделал резкое мысленное усилие, швыряя в кхоту потрескивающий разряд жгучего пламени. Он ударил в исполинского воина, прежде чем тот успел нанести Асупхе смертельный удар, и плащ на его плечах вспыхнул огнем. Кхота взревел от боли и сорвал пылающую накидку со своих доспехов. Одновременно с этим на фланге нападающих возник изменчивый силуэт. Севериан призраком выскочил из теней, словно волк на охоте. Он убивал, падая как снег на голову, оставляя за собой мертвые тела и двигаясь дальше. Прежде чем его жертвы вообще успевали осознать опасность, Киран отбросил свой разряженный плазменный карабин и подхватил клинок, который выронил Супха. Его лезвие уже не потрескивало силовым полем, но Кирану было все равно. Он бросился на врага с развивающимися за спиной грязно-белыми волосами, как мечник, вынужденный идти в бой с несбалансированным клинком. «Ты, может, и выглядишь, как мы, но ты всего лишь жалкая копия», ряфнул Киран. Хота расхохотался. «Ты так считаешь?» Поединок между мечником и воином, вооруженным молотом с большим радиусом досягаемости, был неравной схваткой. Но те, кто сошлись в этом бою, не были обычными бойцами. Пока Севериан безнаказанно сеял смерть, а пожиратели миров перегруппировались в гуще яростной перестрелки, едва ли не в упор, Киран метался и петлял, проскальзывая между свирепыми, размашистыми ударами молота. Его мастерство было необыкновенным, работа ног безупречной, но он не давал противнику ни единой подсказки о том, когда собирается начать очередную атаку. И Адхарва видел, что он подводит дело к обезглавливающему удару. Это была битва противоположностей, филигранный расчет и идеальная выдержка против необузданной силы и жажды убийства. Только победитель мог выйти из нее живым. Киран подвернул под навершие молота, летевшее по смертоносной дуге, и вогнал свой клинок в узкую щель между нагрудником и наплечником Кхоты. Оружие глубоко вонзилось вплоть, но воин лишь заворчал, когда оно ушло внутрь. Кхота толкнул противника плечом и, ухватив его за шею, ударил лбом в его изысканно красивое лицо. У Кирана сломались носы скулы, и его привлекательные черты превратились в разбитую маску из разгробленных костей и фонтанирующей крови. Адхарва, ошеломленный увечьями Кирана, приостановил свое бегство. Площадь все еще наполняли выстрелы и крики, но казалось, что сражение потеряло свой темп, и бойцы обоих сторон наблюдают за гибелью столь безупречного воина. Молот Кхоты описал петлю вокруг своего хозяина и обрушился вниз на плечо Кирана, разрывая мышцы и ткани, и влетая внутрь его грудной клетки сквозь мешанину сломанных ребер. Адхарва услышал треск костей и ощутил всплеск симпатической боли, когда эфир вспыхнул мучениями Кирана. Воин обильно сплюнул кровь, вызывающий, глядя на своего убийцу. Молот Кхоты описал круг, готовясь в дребезге разнести череп Кирана. Оружие уже летело вниз по дуге, когда его чудовищную рукоять перехватил массивный кулак. Эта бледная замогильного вида рука, испещенная полосами крови, удерживала ее со всей той силой, что взращивалась в воинах смертоносного легиона Мартариона. Гифьюа врезал к Хоте по челюсти правым кроссом. Удар влетел в цель, словно кувалда, и боец Бабуд Хакала зашатался. «Тот, кого ты убил, был моим другом», ряфкнул Гифьюа. Атхарва знал, что гвардейца смерти уже не должно быть в живых. Ему полагалось быть трупом, обескровленным телом, остывающим на кушетке Антиоха. Он даже не должен был пережить аварию, и все же он стоял здесь, не сдаваясь до самого конца. Гхота потряс головой и сплюнул кровь. Он произвел оценку своего противника и кривозубо ухмыльнулся. «Да ты уже все равно, Дифьюак, но приблизься к моему другу еще раз, и твоя кровь прольется в эту пыль вместе с моей. Я убью тебя прежде, чем ты успеешь поднять кулак», заверил его Гхота. «Так приступай, удалец», рявкнул гвардеец смерти. «Ты мне уже наскучил». Дифьюак говорил, как истинный храбрец, но Атхарва понимал, что ему не выстоять против Кхоты. Гвардеец смерти держался на ногах благодаря силе воли и понятиям чести, но их одних не хватит против такого грозного врага. Звуки перестрелки стихли, и Атхарва увидел, что пока Киран и Кхота сражались, северян и пожиратели миров закончили битву. Площадь устилали тела, некоторые из них были выпотрошены, другие обезглавлены, третий же просто разорваны на куски. Теперь перевес перешел на противоположную сторону, и Атхарва увидел понимание этого в кроваво-красных глазах Кхоты. Боец Бабудхакала вскинул свой молот и, сплюнув на землю, пошагал прочь с места побоища. Никто не поднял на него оружие, хотя у Тагора была винтовка одной из его жертв, которую он прижимал к своей окровавленной груди. Супха и его близнец наблюдали за уходящим Кхотой со смесью настороженного уважения и злости, тогда как Севериан, подхватив валяющуюся винтовку, занялся высматриванием новых источников угрозы. Когда Кхота скрылся из виду, Гефьюа осел на колени рядом с Кираном. Жизнь уходила из него, и его голова все сильнее клонилась к груди. Атхарва бросился к нему и успел положить Кая на землю как раз вовремя, окончательно исчерпал запас своей несгибаемой стойкости. Он держал умирающего воина и утирал кровь с его призрачно-бледного лица. Лежащий рядом с ним Киран выкошлял порцию кровавой пены и попытался заговорить, преодолевая боль в своем изувеченном теле. Пожиратели миров собрались вокруг, будто окровавленные ангелы смерти, пришедшие стать свидетелями последних минут своих сраженных братьев. Даже Антиох высунул нос из руин своего дома, чтобы посмотреть на то, что большинство смертных не увидят ни разу за свою невероятно короткую жизнь, на смерть космического десантника. Не думал же, ты что единственным урвешь себе славную смерть, а? просипел Киран, побулькивая и хрипя от усилий. Не могу сказать, что я вообще старался умереть, ответил Гифиа. Чертов глупец, зачем ты только попер на такого здорового ублюдка? Киран согласно кивнул. Он сделал так, что я промахнулся, а я никогда не промахиваюсь. Я никому про это не расскажу, пообещал ему Гифиа, и из него утекли последние крохи жизни. Киран кивнул и успел положить руку на плечо друга, прежде чем закашляться с хрипом и перестать дышать. Адхарва проследил за тем, как угасло свечение его ауры и склонил голову. Они ушли, произнес он. Они умерли достойно, высказался Тагор. Одной рукой он зажимал свой бок в том месте, куда пришелся выстрел. Ассупха опустился на колено возле мертвых воинов и закрыл глаза. Их алая тропа завершилась, сказал Супха. Тагор перевел взгляд на Адхарву и нацелил винтовку на Кая. Ты все еще считаешь, что остропат этого стоит? Более, чем когда-либо, кивнув, ответил Адхарва. Из теней возник Севериан с оружием на плече. Принято, сказал Тагор, отводя вверх винтовку с таким видом, словно он увидел ее в первый раз. Севериан перевернул в руках свое оружие. Ты знаешь, «Я слышал, что они умерли», сказал Тагор. «Я думал, что все они погибли в последней битве объединения». «Так нам рассказывают хроники, но, как видно, у Теры есть свои секреты», ответил Адхарва, пристально глядя на тонкую струйку дыма, который уплывал от шипящего клочка земли в том месте, куда плюнул Кхота. «Хроники могут подождать», сказал Севериан, «А наши охотники этого делать не станут. Произошедшее привлечет их к нам, как огонь мотыльков». «Что насчет Гефьюа и Кирана?» спросил Супка. «Мы не можем просто бросить их здесь в таком виде». Адхарва развернулся к Антиоху. «У тебя есть какие-нибудь предложения, хирургион?» «Я не могу держать их здесь», ответил тот, отрицательно мотая головой. «У меня уже и так достаточно проблем». «Да, но как хирургион в подобном месте, ты должен знать, куда можно отнести трупы». Антиох поднял взгляд, и какой бы язвительный ответ не формировался на его губах, он не стал его озвучивать, когда увидел смертельно серьезные глаза Адхарвы. «Лучшее, что вы можете сделать, это отнести их в храм горя», сказал он. «Там есть кремационная печь, если вы не хотите, чтобы трупы к восходу обглодали начисто». «Храм горя», спросил Адхарва, «что это такое?» Антиох пожал плечами, «место, куда народ, который не хочет бросать своих мертвых гнить, сносит их трупы». «Не поверите, но говорят, что там заправляет жрец». Я слышал, что он какой-то безумец, который свихнулся и считает, что смерть можно умилостивить молитвами. И как мы «Который вы можете увидеть вон там, над крышами?» «На его стенах высечены десятки статуй, так что вы его не пропустите. Оставьте своих друзей у ног отсутствующего ангела, и с ними поступят как подобает». Как только Антиох произнес эти слова, псионические дарования Адхарвы резко пробудились, и в ее памяти со всей четкостью осознанного сна всплыли картины его повторяющегося видения. Населенный призраками мавзолей, подкрадывающийся волк и возносящийся вверх статуя безликого ангела. 19. Вражеский император. Грядет закат. Казнь. 1. Кай чувствовал тепло на своем лице. Прохладный ветерок обивал его кожу ароматами искрящихся океанов, длинных трав и экзотических пряностей для горячения чувств. Он хотел распахнуть глаза, но никак не мог избавиться от беспокойства, которое заставляло его держать их закрытыми и из боязни лишиться этого драгоценного мгновения покоя. Он знал, что грезит, но осознание этого факта не вызвало у него какой-то особой тревоги. Ту жизнь, что осталась в мире бодрствования, до краев наполняли страдания и страх, тогда как здесь, в этом промежуточном состоянии забытья, он был избавлен от подобных переживаний. Кай потянулся наружу своим восприятием, слушаясь в тихие вздохи воды на пляже, в шелест ветра высоко в кронах деревьев и в ту звенящую пустоту пространства, которую можно ощутить лишь в самых громадных пустынях. «Кай, ты собираешься делать свой ход?» спросил голос прямо у него под носом. Астропад тотчас же узнал говорящего. Золотой человек, за которым он гнался по мраморной галереи Арзашкуна. Он нерешительно раскрыл глаза, почему-то испытывая удивление от того, что способен это сделать. Он находился на побережье озера, за стенами Арзашкуна, сидя на деревянном табурете, перед полированной редицидной доской. Партия уже началась. Перед Каем были расставлены серебряные фигуры. Ониксовые же размещались перед высоким человеком в длинных кромешно-черных одеждах. Лицо противника Астропада скрывалось под капюшоном, и там глубоко во мраке сверкала пара золотых глаз. Каждый шов и каждую складку одежд цвета сажи украшали слова, вышитые тонкой черной нитью, но Каю никак не удавалось их прочесть. Он оставил эти попытки, когда мужчина заговорил снова. Ты далеко ушел со времен нашей прошлой беседы. Зачем я здесь? Спросил Кай. Чтобы сыграть партию. Игра уже началась, заметил Кай. Я знаю, мало кто из нас удостаивается привилегии присутствовать при зарождении событий, которые формируют наши жизни. Так что надлежит смотреть на ту доску, которая перед тобой поставлена, и делать на ней то, что в твоих силах. К примеру, что скажешь о моей позиции? Я небольшой знаток ригицида, признался Кай. Его противник откинул назад капюшон, открывая лицо, на котором заплясала паутина солнечного света, пробивающегося сквозь колышущуюся листву этого оазиса. Лицо было хорошим, в нем было что-то отеческое, однако суть человека, скрывающаяся за этим фасадом, не поддавалась определению, или, возможно, была неопределенной. Но ты знаешь, как играть. Кай кивнул. Хармейстер заставлял нас этим заниматься, сказал он. Вроде как для того, чтобы заставить нас понять, как важно уделять должное время обдумыванию своих решений. Он мудрый человек, не маджи мэн. Вы его знаете? Конечно, но посмотри на доску, настойчиво сказал его противник. Скажи мне, что ты видишь? Кай изучил доску и обнаружил, что ряд фигур был скрыт под колпачками, так что невозможно было понять, на чьей они стороне. Из того, что он смог понять в запутанной позиции, складывалось впечатление, что у партии мог быть лишь один исход. Думаю, вы проигрываете, сказал Кай. Так может показаться, согласился мужчина, стягивая колпачок с одной из фигур. Но видимость бывает обманчивой. Появившаяся на свет фигура была воином, одним из девяти, что оставались у Оникс. Она была выполнена в виде бойца древности, сверкающих боевых доспехах. Одна из ваших, сказал Кай. Тогда делай свой ход. Кай увидел, что только что открытая фигура выдвинута вперед в рамках агрессивного дебюта. Но она осталась без поддержки своих собратьев. Кай пошел своим дивинитархом, который стоял на соседней клетке и взял воина, поставив его сбоку от доски. Вы хотели отдать вашу фигуру? спросил Кай. Хорошая жертва, ход не обязательно логичный, но оставляющий противника изумленным и сбитым с толку, ответил мужчина. Меня уверяли, что всегда лучше жертвовать фигурами своего противника. В большинстве случаев я с этим соглашусь, но реальная жертва ведет к радикальному изменению хода партии, чего нельзя добиться без дальновидности и готовности пойти на большой риск. Сказав так, мужчина бросил свою цитадель через доску и поверг дивинитар Хакая. Фигура в его руке, сверкнувшая на свету, казалось, сменила цвет с черного на серебряный, а потом обратно на черный. Комбинацию с жертвой воина чаще всего разыгрывают, чтобы нейтрализовать преимущество, даваемое хода. Невесело улыбнулся мужчина. Она может оказаться весьма полезной против самых сильнейших из игроков. Одно из преимуществ столь рискованного гамбита состоит в том, что среднестатистический противник плохо представляет, как от него защититься. А если вы играете не со среднестатистическим противником, спросил Кай, а с кем-то таким же искусным, как вы сами? Противник остропата покачал головой и сложил руки на груди. Кай, если играть, дав волю своей мнительности, то победы не добиться. Перед тобой лишь будут вставать все новые и новые фантомные страхи. Как же часто случается, что боязнь того, что твой противник и в мыслях не держал, не дает развернуться во всю мощь. Именно в этом и состоит истинная суть ригицида. Кай опустил взгляд на доску, наслаждаясь этими мгновениями покоя посреди того, заполняющего страданиями кошмара, в который превратилась его жизнь. Да, в настоящее время его окружала недолговечная иллюзия, но от этого она не становилась менее реальной. И Кай вовсе не рвался распахивать объятия безумству своего существования в бодрствующем мире. Мне так необходимо возвращаться обратно, спросил он, двигая вперед своего храмовника. В город просителей? Да. Тебе решать, Кай, сказал мужчина, переставляя своего императора. Я не могу приказать тебе в выборе пути, хотя и знаю желательный мне вариант. Я думаю, что предупреждение, которое есть во мне, предназначено вам, сказал Кай. Это так, подтвердил мужчина. Но ты пока не можешь мне его передать. Я хотел бы, сказал Кай. А если вы тот, кто я думаю, вы не можете, ну, я не знаю, просто вытащить его у меня из головы. Ты не находишь, что если бы я мог, то я бы так и сделал. Полагаю, что так. Мне очень много чего довелось повидать, Кай. Но некоторые тайны скрыты даже и от меня, сказал мужчина, указывая на горстку фигур, скрытых под колпачками. Кай был уверен, что их не было еще мгновение тому назад. Я ни раз и ни два просматривал этот момент и тысячекратно прослушивал заново наши слова. Но у Вселенной есть секреты, которые она отказывается раскрывать раньше назначенного часа. Даже вам? Даже мне, сказал мужчина с ироничным китком. Кай сделал глубокий вдох и потер свои глаза. Кожа вокруг них была воспаленной и соднила. Хармейстер имел обыкновение говорить, что ригицит это поиск истины, сказал Кай, пока они по очереди двигали по доске свои фигуры. Он прав, ответил мужчина, смещая своего императора еще на клетку вперед. Самая богатая фантазия, самая мастерская техника и самое глубокое проникновение в психологию противника не превратят партию в шедевр, если она не ведет к истине. Несмотря на заявленное Каем отсутствие мастерства игры в ригицит, нельзя было сказать, что партия складывается в пользу кого-то из игроков. Хотя у Астропата оставалось больше фигур. Из-за залпов дебюта и таинства Миттальшпиля явно замаячил конец игры. Оба игрока потеряли огромное количество фигур. Однако властелины доски еще только вступили в свои права. «Вот мы и дошли до сути», произнес Кай, выводя свою императорицу на сильную позицию в рамках подготовки ловушки для императора своего противника. На ранних стадиях партии император Кая мерил доску с хвастливой уверенностью. Его соперник так же упорно держался под защитой. Но сейчас ониксовый повелитель подтянулся ближе к линии фронта. Их фигуры сгрудились, сражаясь за позицию. И у Кая начало расти чувство, что его завлекли в эту атаку. Но он не видел, как его противник может выиграть, не пожертвовав при этом самым ценным. В конце концов он уверенно сделал ход, не сомневаясь, что обложил ониксового императора своими сильнейшими фигурами. Он понял свою ошибку, лишь когда закутанный в одежды мужчина дерзко бросил вперед своего императора. Эрегицид, сообщил его противник. И Кай с нарастающим восхищением и потрясением осознал, как искусно его подвели к тому, чтобы оголить свою шею перед клинком палача. Не могу в это поверить, сказал он. Вы выиграли своим императором. Я думал, такого почти никогда не случается. Его противник пожал плечами. Во время начальной и основной стадии партии император зачастую является обузой, поскольку его следует защищать любой ценой. Но в ходе эндшпиля он должен стать важным и агрессивным участником игры. Эта партия была кровавой, заметил Кай. Вы пожертвовали огромным количеством ваших сильнейших фигур, чтобы повергнуть моего императора. Такое частенько случается между двумя игроками одинакового уровня, сказал мужчина. Сыграем снова, спросил астропат и потянулся за фигурами, потерянными во время игры. Мужчина удержал его за запястье. Хватка была крепкой, непоколебимой, в ней чувствовалась сила, которая могла сокрушить кости Кая в мгновение ока. Нет, это игра, в которую можно сыграть только один раз. Тогда почему доска готова к новой партии, спросил Кай, видя, что все фигуры вернулись на начальные позиции, хотя он к ним не прикасался. Потому что я должен встретиться с еще одним противником, с тем, кто знаком со всеми гамбитами, всеми хитростями и всеми окончаниями. Я это знаю, потому что я сам его обучал. Вы можете его победить, спросил Кай с нарастающим чувством тревоги. На края оазиса надвигалась тень. Я не знаю, признался мужчина. Я пока не могу увидеть исход нашей встречи. Закутанный в одежды мужчина посмотрел вниз на доску, и Кай обнаружил, что фигуры опять успели передвинуться. Позиция была запутанной и не поддавалась оценке. Кай поднял глаза и в первый раз толком разглядев своего противника увидел, что на его широких плечах лежит нож от целой цивилизации. Какую службу я могу сослужить, спросил Кай. Ты можешь вернуться назад, Кай. Ты можешь вернуться обратно в мир бодрствования и донести до меня предупреждение, переданное тебе сарашиной. Мне страшно возвращаться назад, сказал Кай. Мне кажется, что если я это сделаю, то могу погибнуть. Боюсь, что так и будет, подтвердил мужчина. Кай ощутил ледяной комок в глубине живота, и на него вновь накатил тот тошнотворный страх, что пожирал его после гибели Арго. Небеса потемнели, и астропад услышал, как откуда-то совсем издалека доносится бормотание голосов, спорящих на повышенных тонах. Вы просите меня пожертвовать собой ради вас? Скальп вражеского императора стоит любой жертвы, ответил мужчина. Два. Вокруг множества столов с лабораторным оборудованием собирался холодный туман. Огудение генераторов можно было услышать даже за изолированными стенами низкого помещения. Шумела аппаратура, которая не смотрелась быть чужеродно и в залах марсианских генетиков. Центрифуги крутили позвякивающие сосуды с исходным материалом. Инкубаторы лелеяли развивающиеся зиготы. В баках с питательной средой стимулировался синтез ложных ферментов и белков. Сам факт существования на Тере такой прекрасно оснащенной лаборатории не вызывал удивления. Однако то, что она обнаружила в сердце города просителей, было самым настоящим чудом. Это было сродни тому, как найти абсолютно исправный космический корабль, погребенный в руинах доисторической земли. Бабут Хакал присматривал за серебристым инкубационным контейнером в форме цилиндра, внутри которого кипел жизнью бульон из химических элементов. Доспехи вождя клана потускнели от конденсата, а отмирающую плоть его лица обрамлял иней. Он больше не чувствовал холода, как уже не чувствовал ни боли, ни жары, ни удовольствия. Радости, которые делали жизнь таким чудесным даром, умирали одна за другой. Точно так же, как и он сам. Бывший повелитель Дхакала выковал из него бойца, который должен был быть быстрее, крепче и сильнее, чем любой свирепый воин-варвар из геносептов, притязавший на владычество над колыбелью человечества. Он сделал из него солдата, которому надлежало вытащить их планету из той анархии, в которую она скатилась. То были золотые деньки, когда перед неудержимыми армиями громовых воинов шествовали орел и стяг с молниями. Битвы длились неделями без передышки, счет трупов шел на миллионы. Полководцы вели поединки с таким титаническим размахом, что раскалывались горы и трескались континенты. От тех побед сейчас отмахивались как от преувеличений, отвратительных в своей жестокости. И современные историки не желали верить в саму возможность подобных вооруженных конфликтов. Почему с них не спустили их никчемные шкуры за такую тупоумную слепоту, было за пределами разумения отхакала. Хотя в самой глубине сердца он понимал, что эта унылая новая эра не сможет принять такие легенды, не обдав презрением штурм ундранг тех горячих кровавых деньков. Дахакал вспомнил, как повалил азуритовую башню одними голыми руками и спросил себя, как бы восприняли все те истории, что он мог бы порассказать, те суматошные недалекие летописцы, которые документировали эту блистательную имперскую дребедень. Стоящий перед ним аппарат звякнул, и Бабут Хакал отвлекся от дум о днях своей славы, переключаясь на текущую задачу. Серебристая стальная трубка выпустила охлаждающие газы, а в ребристой трубе забулькали утекающие питательные растворы. Раздалось шипение, и верхняя половина цилиндра открылась, являя подложку из тонкой просвечивающей сетки, на которой лежал лоснящийся орган из только что выращенных тканей. Несмотря на то, что система искусственных капилляров снабжала его перенасыщенной кислородным кровью, он был испещрен прожилками черных участков отмершей плоти, как больное легкое. «Только не еще один», прошептал Бабут Хакал, стискивая руки в кулаки. «Я пытаюсь поправить то, что не может быть поправлено». Он осторожно закрыл инкубационный цилиндр, глубоко дыша, чтобы успокоить бешенство, которое нарастало в его груди. Ему полагалось бы привыкнуть к таким неудачам, но он был не из тех людей, которым дается легко терпеливость подобного рода. А будь иначе, разве пробился бы он через пять боевых легионов жерновов? Не звергнул бы он отбойный венец железного царя, если бы принадлежал к тем, кто смиряется с неудачами? Он стиснул край стола своими толстыми пальцами, вымещая свою неистовую досаду на корежащемся металле. Бабут Хакалу хотелось смести оборудование со столов, дать выход вздымающейся внутри ярости, выплеснув ее на лабораторию, которая уже так долго сопротивляется его воле. Ему удалось обуздать себя, но лишь с огромнейшим усилием. Его самоконтроль сдавал, как и все остальное в его теле, и он был лишь на волосок от того, чтобы стать ничем не лучше той персоны, за которую его почитали невежественные людишки. Да, с того горького дня объединения ему доводилось убивать, да, он подмял под свою власть стольки, что ими можно было заселить целый город, но разве он не совершил это, держа в уме более великую цель? За его спиной раздался дребезг створки декомпрессионного шлюза, сопровождаемый миганием красного света. Лишь еще одному человеку дозволялось переступать порог этого царства забытых диковин и чудес, и Бабудхакал развернулся к Хоте, входящему с подавленным выражением на лице. Даже его глаза, такие красные от крови, были потуплены в знак неудачи. Ты вернулся с поражением, произнес Бабудхакал. На языке горчило от непривычного слова. Да, мой Субидар, ответил Кхота, падая на колени и поднимая голову, чтобы открыть доступ к жгутам вен на своей шее. В твоей власти окончить мою жизнь, в твоей власти пролить мою кровь. Бабудхакал сошел с помоста, на котором он работал, и вытащил длинный кинжал с зазубренным клинком, из ножен на своем бедре. Он приставил его лезвие к пульсирующей артерии на шее Кхоту и праздно подумал, не довести ли ему дело до конца, просто ради того, чтобы ощутить влажную теплоту человеческой крови. В прежние времена я бы, не раздумывая, снял тебе голову с плеч, и я бы это только приветствовал. Бабудхакал убрал в ножны свой кинжал. На дворе новая эра Кхота, и нас осталось слишком мало, чтобы продолжать жить по старинке, сказал он. Пока что мне нужно, чтобы твое сердце оставалось у тебя в груди. Кхота поднялся на ноги и собрал пальцы в кулак на своей груди, салютуя жестом, который ныне впал в немилость, но все еще сохранял значение для воинов, рожденных в позабытые времена. «Субидар», произнес он, «приказывай. Те люди, которых ты с собой брал, все мертвы». «Неважно», сказал Бабудхакал. «Провалившиеся эксперименты не более того. Расскажи-ка мне об этих космических десантниках, на что они похожи». Кхота презрительно усмехнулся и расправил плечи, хотя у него не было права этого делать. «Они нам не ровне, но эти воины достойны носить орла». «И такими они и должны быть», ответил Бабудхакал. «Они достигли величия, встав на наши плечи. Не будь нас, их бы не существовало». «Они всего лишь бледные тени того, чем были мы», сказал Кхота. «Нет, они следующая ступень эволюции сверхвоина. И это мы, бледные тени того, чем являются они. Да, мы сильнее и выносливее, но наше генетическое наследие никогда не предполагалось сохранять. Древняя ночь, может быть, и кончилась, но для нас грядет новый закат. Ты знаешь, что когда нас создавали, то не закладывались на то, что мы будем жить после объединения? Нет, мой субидар. В наших генах всегда были изъяны, но я не могу решить, было ли это сделано с умыслом или так вышло по незнанию. Я надеюсь на последнее, но подозреваю первое. Повелитель этой планеты безразличен к своим творениям, и я сомневаюсь, что его примархи осознают, что как только они выполнят свою задачу, их оттеснят в сторону, отдав предпочтение смертным, во имя которых они сражаются. И я боюсь, что как и ангелы древности, они примут в штыки соображения, лежащие в основе подобного отстранения. Кхота промолчал, поскольку не понял отсылки к древнему тексту. «Со сколькими воинами ты столкнулся?» спросил Бабут Хакал. «Их было семеро, мой Субидар, но двое теперь мертвы», ответил Кхота. «Осталось лишь пятеро. Ты лично убил тех двоих? Одного из них, другой и без того утра. Металлическое устройство и прикрепляя его к раструбу своей латной перчатки. Раздалось шипение воздуха, охлажденного до криогенных температур, и из держателей выскочил жужжащий набор игол, лезвий и хирургических инструментов. Бабут Хакал растянул губы в улыбке. Мы умираем с каждым проходящим днем, но имея их генетический материал, я все еще могу найти способ обратить спять медленный распад наших тел. Ты понимаешь, насколько это важно? Да, мой Субидар, ответил Кхота. Бабут Хакал кивнул и спросил, где сейчас эта пятерка воинов? На востоке, ответил Кхота. Мои люди за ними наблюдают, они пошлют весть. Хорошо, сказал Бабут Хакал, мы сделаем это сами, мой Джемадар, ты и я, мы вырвем окровавленные прогеноиды из их живой плоти и получим то, в чем нам было отказано императором. Жизнь, произнес Кхота, смакуя звучание этого слова. 3. Лунное сияние озером заливает площадь, выбеливая все цвета, но никакой свет с ночного неба не в состоянии приглушить яркий багрянец крови, расплесканной по ее беспорядочной мешанине булыжника, каменных плит и голой земли. Многосена ощупывает взглядом края крыш, выискивая любые признаки угрозы, хотя он не рассчитывает встретить здесь никакого реального сопротивления, по крайней мере не со стороны их добычи. Железные вороны сидят редком на карнизах и коньках зданий, брезгая кучами, которые громоздятся по краям площади. Мусор от дневного рынка, думает он, отходы за день, включая добавку в виде множества мертвых тел, как минимум 25, если не больше, и все поголовно были убиты без жалости, застрелены или выпотрошены при помощи огнестрельного оружия, клинков и голых рук. Работа космодесанта, говорит он, и Сатурналия кивает в знак согласия. Хирика и Афина, раскрыв рты от ужаса, глазеют на причиненные этим людям увечья. Они ошарашены тем, до какой катастрофической степени можно растерзать человеческие тела. Они непривычны к физическому насилию, и это свидетельство исключительных потрошительских талантов Астартес шокировало их до самой глубины души. Тяжко на это смотреть, да? Спрашивает Ногосенани без сочувствия. Адепт Хирика поднимает глаза, ее лицо бледно, а губы пересохли. Она кивает. Я знаю, что такое космодесант, но увидеть, как основательно они могут разобрать человеческое тело на части, это ужасно, заканчивает Афина Диус. Но это то, для чего они были созданы. Для этого и для еще так многого, замечает Ногосена. Хирика смотрит на него в замешательстве, но ничего не отвечает. Их вывела к этой площади Афина Диус, следуя вдоль слабеющей, неосезаемой струки страданий Кая Зулейна. И хотя ей тягостно помогать охотящимся за остропатом людям, но в первую очередь она предана Империуму. Она верит обету честности, данному Ногосеной, хотя ему самому все тяжелее оправдывать перед собой эту охоту. Он уже понял, что Хармейстер солгал ему, объясняя причины, по которым нужно найти Кая Зулейна. Но от этого ему не становится легче. Особенно в свете того, что Адхарва сказал своим товарищам, а Ногосена услышал по оптическому каналу. Сатурналя и Головко отмахиваются от слов изменников, но Ногосена знает, что если на человека навесили ярлык предателя, это еще не делает его лжецом. Если Кай Зулейн действительно знает правду, есть ли у Ногосена хоть какое-то право ее замалчивать? Он перестроил свою жизнь, сделав честность тем краеугольным камнем, на котором держалось все остальное. Он когда-то поклялся на пепелище своей прошлой жизни, что никогда не будет бегать от правды и не позволит другим ее скрывать. Ногосена спрашивает себя, во что это выльется, когда наступит развязка этой охоты. Тела еще теплые, отмечает Сатурналия, мы уже близко. Как вы думаете, кто это были такие, спрашивает Афина. Она кривится от отвращения, когда мимо осторожно пробирается картона, заботясь о том, чтобы ее не коснуться. Слуга Ногосена вытаскивает из влажной груды изорванной плоти отсеченную руку и стирает кровь с ее бицепса, который все еще подергивается от остаточной нервной деятельности. На нем вытатуированы скрещенные молнии и искусное изображение головы быка. На Гасе неизвестно, что люди, некогда проживавшие в этих краях, считали коров священными животными, но это все его знания о значении этого символа. «Это эмблема клана Бабудхакала», говорит Картона. «Это должно что-то для нас значить», резко бросает Хирика. Картона не совершил ничего, что могло бы вызвать ее враждебность. Просто такова сама его природа. Он уже давно привык к беспричинной ненависти телепатов, и ее раздражение скатывается с него, как с гуся вода. «Он преступник», говорит Картона, повелитель клана бандитов, который заправляет большей частью города просителей. Шлюхи, еда, наркотики, оружие и все остальное, что только вам заблагорассудится. Ничто из этого не продается без отмашки бабу. «Так каким образом эти люди схлестнулись с нашей добычей», недоумевает Ногосена. «Какая разница», заявляет Максим Головко, «они предали империум и точка. А если им пришла охота убить людей какого-то криминального авторитета, так это только к лучшему». «Максим, посмотри на этих людей», настаивает Ногосена, «это необычные мужчины». «Это мертвые мужчины», говорит Головко, как будто это решает вопрос. Сатурналья берет Головко за плечо руки и держит крепкой хваткой. Повелитель черных стражей очень уважаемая должность, но даже он обязан склониться перед властью легио Кустодис. Головко кажется карликом на фоне гвардейца, а золотая броня Кустодия лишь придает еще больше вес его авторитету. «У Ясу Ногосены есть что сказать, выслушай это», предлагает Сатурналия Головко. Тот кивает и сбрасывает в себя руку Кустодия. «Итак, что же в них такого особенного?» вопрошает он. «Посмотри на их размер», говорит Сатурналия. «Здоровые, ну и что?» «Я знаю, что об этом тяжело судить, но по моим прикидкам большинство этих людей были не ниже тех, кого мы ловим», говорит Ногосена, мысленно составляя из частей тел человеческую фигуру. И такая татуировка в виде перекрещенных молний когда-то была символом громовых воинов, которые сражались на стороне императора на заре объединительных воин. «Что вы хотите сказать?» спрашивает Афина Диас. «Что это те самые воины?» Ногосена отрицательно качает головой. «Нет, они уже давно мертвы, но я считаю, что кто-то воспроизвел как минимум часть процедуры, использовавшейся для трансформации смертного человека в подобного воина». «Невозможно», говорит Сатурналия. «Подобной технологией владеет лишь император». «По всей очевидности это не так», отвечает Ногосена. «И теперь мы сталкиваемся со следующим вопросом. Как же так получилось, что эти люди вступили в конфликт с нашей добычей?» «Я не верю, что это было простым стечением обстоятельств. Я думаю, что они их разыскивали. А это означает, что тот, кто модифицировал этих людей, прекрасно осознает, за какого рода добычей мы охотимся. Он смотрит вниз на тела и добавляет, но не ее возможности. Другими словами, мы не одиноки в наших поисках», говорит Сатурналия, доводя до логического завершения мысль Ногосены. «Головко трясет головой». «Тогда мы зря теряем время», говорит он, и уводит черных стражей вглубь площади. Движение бойцов свидетельствует об их профессионализме, и Ногосена провожает их взглядом. Его глаза натыкаются на тлеющие руины пристройки, искромсанные выстрелами из крупнокалиберного оружия, и он сразу же понимает, куда ему следует идти. «Это повреждение от болтеров», говорит Сатурналия, подбираясь и опуская свою алебарду горизонтально в готовности стрелять. Ногосена кивает, он направляется к разрушенному строению, беря свою винтовку на изготовку и снимая ее с предохранителя. Он видит, что землю усеивает множество предметов, указывающих на случившееся здесь сражение. Сломанные клинки, рваные тряпки, а также латунные гильзы, достаточно большого размера, чтобы их могло выбросить из болтера. И если это так, то эти снаряды относятся гораздо более старым разновидностям, чем используемые в настоящее время. Потеки крови и отпечатки ног свидетельствуют о свирепой схватке, но мародеры, обобравшие это место подчистую, уничтожили все следы и не оставили ни единого намека на то, куда ушла добыча. Ногосена направляется граница развалин, улавливая аромат, в котором узнается запах горящего кваша. Он мельком вспоминает, как сам забывался в квашевом дурмане, развалившись в роскошных драконьих берлогах Нихона, с пистолетом в одной руке и страстным желанием обратить оружие на самого себя. Он гонит прочь тот эпизод и вскидывает винтовку, завидев хлипкого мужчину, который восседает на высоком табурете, единственном предмете мебели, который уцелел после яростного обстрела, разнесшего дом в клочья. Человек сидит посреди хаоса избитого стекла и деревянных щепок и курит трубку с тонким мундштуком. Из ее широкой чаши плывет ароматный дым, маня и благоухая запретными удовольствиями. «Ты хирургион», произносит Ногосена. «Я антиох», отвечает человек. У него отсутствующий вид, и он говорит невнятным голосом. «Я тут покуриваю, не желаешь ли присоединиться?» «Нет», отказывается Ногосена. «Да брось», смеется Антиох, «Я же вижу, как ты смотришь на трубку. Ты любитель смолки, уж это я всегда могу сказать». «Может и был когда-то», признает Ногосена. «Это на всю жизнь», хихикает Антиох. Сатурналя и Головко пробираются к ним через обломки. «Они были здесь, да?» говорит Ногосена. «Кто?» Головко ударяет Антиоха наотмашь, так что тот слетает со стула и обрушивается на обломки опрокинутого шкафа. В его кожу впивается стекло, но ему похоже все равно. Он сплевывает кровь и не протестует, когда Головко вздергивает его на ноги, ухватив за грязную ночную сорочку. «Предатели космодесантники!» рычит Головко. «Они здесь были, мы знаем, что они здесь были». «Тогда зачем он спрашивает?» удивляется Антиоха. Головко отвешивает ему новую оплеуху и Ногосена говорит «Довольно! Этот человек курит смолку мигу. Ему будет все равно, если ты его изобьешь. Он этого даже не почувствует». Головко не выглядит убежденным, но пока что оставляет хирургиона в покое. Сатурналия поднимает перевернутый стол, липкий и лоснящийся от крови. Он наклоняется, чтобы понюхать его поверхность и кивает. «Кровь космодесантника!» сообщает он. «Они пришли к тебе за помощью», говорит Ногосена. «Что ты для них сделал?» Антиох пожимает плечами и наклоняется за упавшей трубкой. Он нежно дует на ее чашу и та озаряется теплым, манящим оранжевым светом. Он затягивается и выпускает серию идеальных дымовых калечек. «Да», произносит он, «они здесь были, но что я знаю об их анатомии?» «Я ничем не смог помочь тому здоровяку». Он умирал еще до того, как я успел к нему притронуться». «Один из них мертв?» спрашивает Сатурналия. «Кто?» Антиох кивает, как во сне. «Припоминаю, что они называли его Гифьюа». «Гвардеец смерти», кивает Головко. «Хорошо». «Что насчет Кая Зулейна?» спрашивает Сатурналия. «При них еще был Остропад». «Так вот кем он был», отзывается Антиох. «Точно, у парня не было глаз». «Мне подумал, они все живут наверху в городе прозрения». «Не этот», говорит Нагасена. «Он был сильно изувечен. Он еще жив?» Антиох улыбается и пожимает плечами, словно этот вопрос его больше не заботит. «Я его, конечно, заштопал, почистил ему в глазах, набил рану стерильной марлей, хотя ему от этого ни тепло, ни холодно». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею ввиду, что он умирает», огрызается Антиох. «Слишком сильная травма, слишком сильная боль. Я навидался такого в армии. Некоторые ребята просто сдавались, больше не в силах выносить мучения». «Но он все еще жив?» «Давит на хирургиона Нагасена». «Последний раз, когда его видел, да». «Что здесь произошло?» спрашивает Сатурнале. «Зачем сюда приходили те люди, которые лежат снаружи?» «Люди Бабу?» «Я не знаю, но они хотели, чтобы те вышли и сдались». Нагасена кивает. Его подозрение о том, что люди Бабу Тхакала знали о находившихся здесь Астартес, только что получили подтверждение. В таком месте, как это, тяжело удержать что-либо втайне. Но зачем человеку, модифицировавшему этих людей, активно искать сражения с космодесантниками? Не мог же он не понимать всей степени смертоносности этих воинов. Зачем ему отваживаться на конфронтацию со Стартес, если только у них не было чего-то, в чем этот человек нуждался настолько, что готов был рискнуть жизнями такого множества людей? «Но они не сдались», продолжает меж тем Антиох, содрогаясь от воспоминаний, даже несмотря на блаженный наркотический дурман. «В жизни ничего подобного не видел и надеюсь, что больше не увижу». «Они порвали людей бабу в клочья, как каких-нибудь лохов, прямо у меня на глазах. Шестеро против тридцати, и они убили их, словно это было расплюнуть. Один только Гхота ушел живым». «Гхота? Он один из людей бабу Тхакала? Он самый», подтверждает Антиох. «Здоровый сукин сын, такой же дюжи, как те, на чьем хвосте вы сидите. И если позволите сказать, то я не думаю, что вам нужно их разыскивать. Даже если в живых осталось всего пятеро, в моем понимании, у вас недостаточно солдат, чтобы их угомонить». «Пятеро?» спрашивает Ногасена. «Гхота убил Белобрысова», отвечает Антиох. И Ногасена с Сатурналией обмениваются обеспокоенными взглядами. В воздухе повисает невысказанный вопрос, который они разделяют как общую постыдную тайну. «Что за смертный может убить космического десантника?» «И где они теперь?» допытывается у Хирургиона Головко. «Куда эти предатели отправились после того, как ты посодействовал их побегу?» «А, до этого я вам помогал, но не думаю, что хочу вам еще что-нибудь рассказывать», говорит Антиох. «Похоже, это было неправильно». «Мы слуги Империума», заявляет Сатурналия, нависая над хрупким Хирургионом, который смотрит на него снизу вверх, как ребенок, упорствующий перед своим отцом. «Может и так, но во всяком случае они вели себя честно», говорит Антиох. Многосена шагает между Антиохом и Головко, прежде чем тот успевает ударить Хирургиона. Он жестом подзывает адепта Хирика. «Сможете разыскать в его разуме нужную вещь». Хирика осторожно шагает к Антиоху через обломки. Тот смотрит на нее настороженно, но не произносит ни слова, и она помещает свои ладони на его виски. «Что она делает?» спрашивает Антиох. «Тебе не о чем волноваться», заверяет его Нагасена. Это не убеждает Хирургиона, и он смотрит на Хирика с подозрением, нервно поблескивая глазами. «Кто она такая?» спрашивает он. «Я нейролокутер», говорит Хирика в качестве объяснения. «А теперь сиди смирно, или пострадаешь». Она закрывает глаза, и Антиох напрягается в ожидании боли. «На что может быть похож разум человека, который одурманен к вашим? Возможно ли в принципе извлечь из него что-то полезное? Или его ум подобен крепости, где врата распахнуты, а все двери оставлены незапертыми. Хирика не двигается почти минуту, потом силой выдыхает, и ее руки соскальзывают с головы Антиоха. Она смотрит остекленевшими глазами, и Нагасена гадает, не перекинулось ли на ее сознание воздействие кваша. «Ох!» произносит она, тряся головой. «Вы что-нибудь добыли?» спрашивает Нагасена. Она кивает, все еще избавляясь от последствий своих изысканий в разуме Антиоха. Хирургион выглядит напуганным, и Нагасена осознает, что Хирика избавила его от наркотического опьянения. Теперь Антиох вынужден столкнуться с реальностью, не имея возможности спрятаться за утешительной завесой дури, и мир становится пугающим местом. «Они направляются в так называемый храм горя», говорит Хирика. «Ты знаешь, где это?» спрашивает ее головко. Хирика смотрит Антиоху в глаза. «Да, это к востоку отсюда, теперь я знаю дорогу». «Тогда нам больше не нужен этот предатель», рычит головко. Прежде чем Нагасена успевает его остановить, черный страж достает свой пистолет и всаживает Антиоху пулю в голову. 20. Краски и оттенки. Конец всего хорошего. Группа зачистки. Один. Когда Кай очнулся, то к его удивлению у него ничего не болело, и он испытывал едва ли не всепоглощающее чувство облегчения. Он поднял голову, ощущая острые металлические кромки, впившиеся в его живот. Мир сиял формами из света и тени, отражающими псионические эманации и безжизненные участки. Перед остропатом вырисовывалась четкая картина зданий, улиц и окружающего пространства. Образ мира был столь же ярким и отчетливым, как и воспринимаемый теми, кто смотрел глазами, данными от рождения. «Стойте!» — сипло прошелестел Кай. «Пожалуйста, остановитесь! Опустите меня вниз!» Несшая его махина остановилась, и грубые руки осторожно сняли его на землю. Перед ним стоял исполин, одетый в броню из шлифованного металла. Примитивные доспехи из листовой стали, пристегнутые ремнями громадному телу, и резкие очертания пистолетов, заткнутых у него за пояс, лишь увеличивали чудовищные размеры воина. Его облегала едва различимая золотая дымка, похожая на клочки облака, зацепившиеся за хвостовое оперение летательного аппарата. Ее вид всколыхнул воспоминания о пространстве грезы, но их суть ускользала от Астропата, хотя он был убежден, что там произошло что-то жизненно важное. В памяти всплывали смутные образы регицидной доски и скрытого капюшоном противника, но он пока не мог ухватить смысл. «Адхарва», произнес Кай, когда в его мозг вторглась суровая реальность. «Да», откликнулся гигант. «Ты дал мне повод побеспокоиться. Я не знал, останешься ли ты в живых». «А я живой?» «Не уверен», простонал Кай, стоя на подгибающихся ногах и удивляясь тому, что все еще держится на них после такого напряженного путешествия. «Я чувствую себя так, словно один из вас дал мне по морде». «Это не так уж далеко от истины», признал Адхарва, переводя взгляд на одетую в тяжелые доспехи фигуру Асупхи. Когда Кай видел отвергнутых мертвецов в прошлый раз, они выглядели по-другому. Сейчас на них были кованые железные нагрудники, скругленные наплечники и допотопные шлемы, придававшие им сходство с воинами-варварами, предшествовавших объединению времен, которые составляли кровожадные племена, что владычествовали на древней земле до пришествия императора. У Супхи даже был деревянный щит. Кай всегда знал, что его соратники по побегу были воинами, но их зрелище в боевом облачении резко напомнило ему о том, что они защищают его, лишь поскольку это совпадает с их целями. Изменись это, и он станет им не нужен. «Где вы взяли доспехи и оружие?» спросил он, разглядев на них странный комплект пистолетов и клинков, которых хватило бы, чтобы оснастить втрое больше людей. «Нам заступили дорогу некие исключительно глупые граждане», сказал Асупха, «но теперь их уже нет в живых». Каждого воина окружал едва заметный ореол света, видимый на фоне черных оттенков железа, серой стали и коричневой кирпичной кладки. Кай различал их всех по краскам и оттенкам. Тагор, Супха и Асупха вырисовывались в разъяренно-красных фиолетовых и смертельно-серебристых тонах. Адхарва сочетал в себе золото, слоновую кость и кумач, а Северян был закутан в сумрак, грозовой тучи и туман. Кай заметил Аргентуса Кирана и Гифюа, привалившихся к каменной массе оползня. Последние следы их ау утекали в воздух, как тепло из остывающего трупа. «Мы потеряли Гифюа и Кирана», сказал Супха, и в его голосе звучала неподдельная боль. При той компании был здоровенный ублюдок, который понимал толк в схватке. «И мы задали ему такую трепку, что он уполз, как побитая собака», добавил Тагор. «Но он вернется», сказал Асупха, «такие, как он, не сдаются». «Тогда в следующий раз убьем его как следует», прорычал Тагор, оскалив зубы. Кай увидел, что аура вокруг его головы заполыхала холодным мерцанием железа, как туго натянутая сворка. Мышцы Тагора взбугрились и заиграли в предвкушении схватки. Но пожиратель миров громко выдохнул и отправился прочь, прежде чем успел потерять над собой контроль. «Где мы?» спросил Кай, порастирая вовне свои чувства. «Все еще в городе просителей», ответил Адхарва, но мы почти достигли его восточной границы. Кай медленно кивнул. Фоновое бормотание мыслей и гул жизни еще раньше сказали ему, что они все еще находятся в городе просителей. Хотя боль от ран на голове и была сильной, с ней можно было справиться. И как это было незабавно, но, пользуясь вторым зрением вместо дорогостоящей аугметики, он чувствовал себя так, словно сбросил оковы. Он так давно не прибегал к своим псионическим способностям, чтобы ориентироваться в окружающем мире и понимать его. Над Каем возвышались горы, настолько огромные, что им казалось не было конца. Хотя сами пики и не были живыми, но за все тягостные эпохи, что минули с тех пор, как их вытолкнуло из-под древнего морского дна, они в изобилии вобрали в себя эмоции и переживания тех, кто вскарабкивался по их скалистым склонам. Над горами висела дымка пространства, рассекаемая потоком жгучей псионической энергии, которая била столбом из полой горы, достигая самых дальних пределов галактики. Сейчас, когда над Каем уже не висела угроза быть отправленным в ее кошмарные глубины, он обнаружил, что, как ни странно, ее соседство его поддерживает, словно смутно слышимый одного друга. Там, ближе к центру города, воздух пропитывала умопомрачительная смесь пота, бурлящих жиров, протухшего мяса, специй и благовоний. Но здесь, на окраине, атмосфера была чистой, а ветра, дующие вниз с высоких хребтов, не столько морозили, как освежали. Тагор перекинул мертвого гифья через плечо, а Асупха поднял тело Кирана, проявив несколько большее уважение к своему павшему брату. Северян развернулся и направился к расщелине в скале, которая вела к огромному, почти отвесному утесу, с увенчанной бастионом вершиной. Поспешим, сказал Адхарва, осталось совсем чуть-чуть. До чего? спросил Кай. До храма горя, ответил Адхарва. Два. Храм горя оказался вовсе не таким жутким, как можно было предположить по его зловещему названию. Его гигантское здание, возвышающееся высоко над соседними строениями, было сложено из чего-то похожего на тысячи несочетающихся друг с другом кусков пестрого мрамора. Оно располагалось в самом конце глубокого сужающегося ущелья. Его фасад был украшен множеством величавых скульптурных извояний, которые изображали плачущих ангелов, матерей с мертворожденными детьми на руках и скелетоподобных предвестников смерти. В нишах скрывались скелеты с косами, плакальщики, сработанные из полированного гранита, грудились вокруг катафалков с гробами павших героев, а услитовые насильщики доставляли мертвых к месту окончательного упокоения. Любой из соперничающих цехов каменщиков, которые в свое время возвели великолепие дворца, отверг бы хаотическую красоту храма с первого же взгляда, но его окружала атмосфера возвышенности и радушия, о которых даже величайшие и строений дворца могли только мечтать. Дорогу, ведущую к храму, усеивали вереницы подношений. Здесь были детские игрушки, пикты с улыбающимися мужчинами и женщинами, венки из шелковых цветов и листочки бумаги, которые украшали поэтичные оды усопшим и прочувствованные прощальные речи. Сотни людей преклоняли колени в ходатайственных молитвах. Они собирались в рыдающие группы вокруг бочек факелов, расставленных по всей длине широкой дороги, которая шла к тяжелым железным дверям, ведущим внутрь здания. Масляные лампы, свисающие с наружных частей храма, отбрасывали колеблющиеся тени, и казалось, что статуи трепещут жизнью. Что это за место, спросил Супха. Место, поминовения и прощания, ответил Кай. Его второе зрение вобрало в себя все богатство самых разнообразных ау, круживших водоворотом снаружи, внутри и сквозь здания, и на него нахлынул девятый вал эмоций. Его захлестнула небывалая печаль, а бремя горя, которым была наполнена эта улица, грозило придавить его к земле. Такое сильное чувство утраты, произнес он, печаль и боль, сверх всякой меры, не думаю, что смогу это выдержать. Крепись, Кай, отозвался Адхарва, скорбь и вина могучей эмоции, ты сам это прекрасно знаешь, ты не поддавался своим так долго, что чужие не должны представлять для тебя проблем. Нет, тут что-то другое, прошептал Астропат. Там внутри что-то есть, и оно гораздо сильнее любой вины, какую я только знал в своей жизни. Адхарва склонился ближе, так, чтобы его следующие слова мог расслышать Лешкай. Не говори об этом ни слова, предупредил он, от этого будут зависеть наши жизни. Не дав никаких пояснений, Адхарва пошел в ущелье вслед за Северианом, и Кай почувствовал, что скорбящие обращают на них свои неприязненные взгляды. Но их страх не уступал их гневу, и хотя, судя по их виду, им всем хотелось чем-нибудь запустить внезваных гостей или выкрикнуть ругательство в их адрес, ни один человек не осмелился двинуться с места или открыть рот. Скорбящие злились так, словно они их знали, но такого, конечно же, не могло быть. Кем бы ни были те люди, которых вы убили, мне кажется, они пользовались здесь известностью, заметил Кай. Думаю, ты можешь оказаться прав, согласился Адхарва. Планочные двери храма горя открылись, скрипя ржавеющими подшипниками. Из здания появился высокий человек с растрепанными седыми волосами. Судя по его лицу, он провел всю свою жизнь на открытом воздухе. Его ауру переполняло такое чувство вины, что Кай замер на месте, шокированный тем, что ему довелось увидеть человека, которому выпала еще более тяжелая участь, чем ему самому. Кай остро осознал, что вокруг них сжимают кольцо сотни людей. Если раньше они боялись, то сейчас присутствие этого мужчины поднимало их дух, и их гнев нарастал с каждой секундой. Отвергнутые мертвецы были могучими воинами, но удастся ли им убить столько людей, прежде чем их сомнут? И что более насущно, смогут ли они удержать толпу от его убийства? Убирайтесь отсюда, заявил мужчина. Разве прошлый раз вас ничему не научил? Мы пришли сюда из-за мертвых, ответила Супха. Нам сказали, что это то место, куда можно принести павших воинов. Вы здесь нежеланные гости, сказал мужчина. Если ищете тех, кого вы здесь бросили, то можете сказать бабу, что они отправились в огонь, точно так же, как и все остальные. Уйди с дороги или умрешь, велел Тогор. И Кай почувствовал, как вокруг сержанта пожирателей миров загудели пульсирующие волны агрессии. Его гнев напоминал дикого пса, и устройство его черепи перетирало этот ремешок с каждым сердитым ударом своего механического сердца. Адхарва шагнул вперед и положил руку на плечо Тогора. Золотое свечение воина тысячи сынов просочилось в смертоносный багрянец, окружающий пожирателя миров. И напряженно агрессивная поза Тогора стала чуть более расслабленной. «Мы пришли сюда не для того, чтобы убивать», заговорил Адхарва. изменяя свой голос так, чтобы его могли слышать все собравшиеся в ущелье. Его интонации тембр действовали успокаивающе, уменьшая злобу, которой исходили собравшиеся вокруг них. «И мы не люди Дхакала. Мы забрали эти доспехи и это оружие у бандитов Кхоты, когда они напали на нас без всякого повода». «Кхота мертв?» «Нет», ответил Адхарва. «Он удрал как трус, каковым он и является». Астропад ощущал, что Адхарва искусно манипулирует псионическими энергиями и был поражен его могуществом. Кай, как и большинство людей, был в курсе тех слухов, что ходили о легионе Магнуса. Но когда он увидел, как Адхарва вот так походя управляет подобными силами, он был потрясен. Мужчина с седыми волосами присмотрелся к отвергнутым мертвецам, и его глаза округлились, когда он осознал, кем они были на самом деле. «Ангелы смерти», произнес он, «Вы наконец пришли». Едва освещенные коридоры криптостезиков и в лучшие то времена не отличались приятностью, так что чувства Хармейстера вибрировали, как камертон, по которому стукнули от всей души. Он не любил сюда спускаться, но Эвандер Григора проигнорировал все его вызовы, а работа не могла ждать, и ради нее криптостезику придется отвлечься от изучения своей драгоценной системы. С момента псионического вторжения Магнуса Хармейстера всегда сопровождала троица черных стражей, хотя он так и не смог решить, назначил ли их головко, чтобы его защищать, или же чтобы они убили его в случае еще одной атаки. Возможно и для того, и для другого, подумал он. Мимо Хармейстера тянулись черные стены из голого камня. Казалось, что они сжимаются вокруг него с каждым новым шагом вглубь логова криптостезиков. Его голова раскалывалась после особенно трудного сеанса связи. Он принял искаженное сообщение, в котором утверждалось, что оно исходит от астропата, приписанного к девятнадцатому легиону, но оно не сопровождалось кодами синестетических соощущений, которые могли бы подтвердить его истинность. В нем говорилось о смерти примарха Коракса, и Нема отчаянно хотелось верить, что это фальшивка, содержащая намеренную дезинформацию, созданную с целью деморализации верных императору войск. И хотя послание звучало правдиво, хармейстер решил не передавать его в коллектор, опасаясь вреда, который оно могло причинить. И это были еще не все плохие новости. С восточного предела дошли слухи о подлой западне возле Калта, в которую попал тринадцатый легион. А сорок астропатов сошли с ума, пытаясь связаться с неистовым легионом кровавых ангелов. Что за чудовищный рок обрушился на сынов Ваала, и почему ни одно слово не могло проникнуть в скопление Сигнус, не породив видений безумия и резни у всех тех, кто пытался установить соединение. А астропаты города Прозрения не справлялись с задачами, которые ставил перед ними дворец. Они работали на пределе сил, и если Хармейстер намерен сохранить в целости сеть внутригалактической связи, криптостезики Эвандера Григоры должны занять назначенные им места в хорах. Просеивание пси-отходов и поиском истины, скрытой в фоновом шуме Вселенной придется подождать. Они наконец-то подошли к нужной двери, и Хармейстер постучал по ней своими худыми костяшками, заботясь о том, чтобы не повредить свое кольцо из четвертого доминиона. Он подождал и нахмурился, не получив ответа. Он ощущал ментальное присутствие Григора за дверью и слышал звуки разрываемой бумаги. «Эвандер!» выкрикнул он, хотя терпеть не мог повышать голос. «Открой дверь! Мне нужно с тобой поговорить!» В апартаментах криптостезика на мгновение стало тихо, затем звуки возобновились, став еще энергичнее, чем до этого. «Эвандер! Я нуждаюсь в твоих криптостезиках!» продолжил нема. «Мне нужно, чтобы они помогли разгрести накопившиеся задолженности. У нас просто-напросто недостаточно телепатов, а поскольку черные корабли не приходят, мы истощаемся. Эвандер!» Григора явно не собирался отвечать, и хормейстер кивнул сержанту черных стражей. «Отпирайте!» велел он. Его раздражало, что повелитель города прозрения не может открыть ни одной двери в своем городе, не получив разрешения черных стражей. Для них же запоров не существовало, и сержант взмахнул перед пластиной замка информационным жезлом. Дверь скользнула в сторону, и нема перешагнул порог апартаментов Григора. На его лице появилось шокированное выражение, когда он увидел, какой беспорядок царит внутри. Сама природа работы криптостезиков делала их угрюмыми и погруженными в себя, но вместе с тем склонными к эксцентричным выходкам. Григора был своенравным ублюдком, но в том, что касалось просеивания последков, он был выше всяких похвал, и из-за этого Хармейстер терпел его одержимость системой. В свое время он ознакомился с работой, которую проделал Григора, но там, где для криптостезика были порядок и смысл, Нема увидел лишь хаос и случайные совпадения. Плоды этих трудов заполняли все апартаменты криптостезика. Каждый квадратный сантиметр стен покрывали неразборчивые письмена, а полки прогибались под тяжестью книг, поисковых кагитаторов, статистических компиляторов, карт, графа-построителей и устройств, которые Григора изобрел, чтобы истолковать пульс вселенной. Сейчас все это исчезло. Эвандер сидел в центре комнаты, в кресле с высокой спинкой, держа на коленях книгу. Он давил на ее переплет одной рукой, как будто пытаясь не дать распахнуться ее страницам. Вторая свисала вниз, держа перо, которая роняла на пол капли чернил. Хармейстер нерешительно шагнул вглубь помещения. Он ощущал сокрушительное псионическое давление, вызванное присутствием силы, не имеющей ничего общего ни с Григора, ни с собственными дарованиями Хармейстера. «Эвандер», произнес нема свистящим шепотом, «твои глаза». Это было невозможно, но щеки криптостезика испещряли дорожки слез, а световые узоры, которыми полнилось его тело, отсвечивали из его глазниц переливчатым блеском органических тканей. Эвандер Григора больше не был слепцом. Криптостезик ничего не ответил, его глаза были плотно зажмурены, а лицо искажали усилия, которые он прилагал, чтобы совладать с каким-то ужасным страхом. Все его тело окаменело от напряжения, так что на дряблой коже шеи проступили резкие кромки сухожилий. Рука на обложке книги тряслась. Это был том о нейрокритике в черном кожаном переплете. «Эвандер, что здесь происходит?» спросил Хармейстер. «Я видел все», заговорил Григора, роняя перо и удерживая переплет обеими руками. Ему было нужно, чтобы я видел, и оно вернуло мне глаза. Трон, оно вернуло мне глаза, чтобы я смог это увидеть». «Увидеть что, Эвандер?» спросил Хармейстер. «Ты несешь бессмыслицу». «Надежды нет, нема», сказал Григора, тряся головой, словно он пытался избавиться от какого-то страшного воспоминания. «Ты не можешь это остановить, ни один из нас не может, ты не я, никто». «О чем ты говоришь?» спросил нема. Хармейстер сделал еще один шаг вперед и нагнулся Григора. Под плотно зажмуренными веками криптостезика плясал едва видимый призрачный свет, похожий на отражение звезд на поверхности реки. «Все было впустую, нема», продолжил Григора. Его грудь сотрясали рыдания. «Все, что мы делали, все это было впустую, все закоснеет. Это не настоящая жизнь, это медленная смерть, затянувшаяся на тысячелетия. Все, к чему мы стремились, все, что нам обещали, все это ложь». Костяшки его пальцев были белыми от усилий, которые он прилагал, чтобы удержать закрытым переплет о нейрокритике. Тем не менее, он на время отнял одну из рук, чтобы сунуть ее в свои одежды и достать мелкокалиберный пистолет с коротким стволом. Хармейстер выпрямился и отступил от Григора. Черные стражи вскинули свои винтовки и прицелились. «Брось пистолет», ряфкнул сержант, «брось пистолет, или мы тебя пристрелим». Григора испустил смешок, и у Хармейстера защемило сердце от той боли и той рвущей душу горечи утраты, которые в нем прозвучали. Что могло быть настолько чудовищным, чтобы заставить человека издать такой горестный звук. «Эвандер», сказал Хармейстер, «что бы здесь ни случилось, мы сумеем с этим разобраться. Мы сможем справиться со всем. Помнишь те времена на черных кораблях? Того парня с 43-9. Он убил почти всех на том корабле, но мы его обуздали. Мы скрутили его, и мы сможем предотвратить и это, чем «Это уже случилось!» «Что случилось?» «Всему хорошему пришел конец», сказал Григора, засовывая пистолет в рот. «Нет!» выкрикнул нема, но ничто не могло помешать криптостезику спустить курок. Его голова дернулась, челюсть отвисла, и изо рта поднялась тонкая струйка дыма. Из носа выбежал ручеек крови, скатившись на обложку о нейрокритике. В момент смерти Григора открыл глаза, и Хармейстер увидел, что они имеют цвет янтаря, оправленного в червонное золото. Книга соскользнула с колен мертвеца и упала на пол. Ощущение злобной сущности, занимавшей пространство между мирами, начало таять, и Хармейстер перевел дух. Он смотрел на труп человека, который когда-то был его другом, и пытался представить, что же могло человека. Его ясновидческий взгляд привлекла упавшая книга. Капелька крови на ее обложке сияла остатком жизненной силы покойного. Этот трепещущий огонек жизни угас окончательно, и сердце Хармейстера сжалось от небывалой тоски. «Что же ты увидел, Эвандер?» произнес он. «Понимаю, что есть только один способ узнать это наверняка, и спрашивая себя, достанет ли ему мужества посмотреть. Немо Джимен подобрал последний том о нейрокритике Эвандера Григоры и приступил к чтению. 4. Кай вошел в Храм Горя вслед за отвергнутыми мертвецами, чувствуя бремя скорби и вины, которые пропитывали воздух, словно невидимый дым. Как и внешний фасад, внутренние помещения здания тоже были украшены скульптурами на похоронные темы, которые изображали траурные обычаи во всех их разнообразных формах. Причитание плакальщиков, бдение у смертного одра, шумные поминки и торжественные прощания. Светильники, подвешенные на настенных железных держателям, заливали храм теплым светом, а круговой обод, бывший шестерник какой-то громадной боевой машины механикум, служил подвесом для сотен жировых свечей. На деревянных скамьях сидели мрачные группы скорбящих. Это были счастливцы, дождавшиеся своей очереди занести покойников внутрь. Люди подняли свои глаза на вошедших космодесантников. Некоторые из них воззрились на астарте с изумлением. Другие же были слишком охвачены скорбью, чтобы уделить им больше одного беглого взгляда. Группа мужчин и женщин проливала слезы возле тела, лежащего у ног черной полированной статуи коленопреклоненного ангела, у которого не было лица. Изгибы и скругления его крыльев облегала едва видимая черная дымка. И хотя на его голове не вырезали черт, Кай почувствовал, что по ту сторону этой незаконченной поверхности что-то есть, словно бы смутные очертания чьего-то лика, плохо различимой в тенях. Что это? спросил он, зная, что Адхарва не спускает с него глаз и что он поймет смысл вопроса. Я подозреваю, что там не одна сущность, а множество, ответил Адхарва. Великий океан, отражение этого мира, а как было известно еще древним алхимикам, что вверху, то и внизу. Нельзя изливать в одном месте так много скорби, без того, чтобы привлечь внимание живущих по ту сторону завесы. Чем бы оно ни было, оно производит ощущение опасного, сказал Кай, и голодного. Точно подмечено, кивнул Адхарва, и ты прав, считая его опасным. Кай ощутил укол страха. Трон, мы должны предупредить этих людей, чтобы они ушли. Адхарва рассмеялся и отрицательно покачал головой. В этом нет нужды, Кай. Оно не настолько сильно, чтобы вырваться из каменной тюрьмы, в которой оно в настоящий момент находится. Вам нравятся мои статуи? спросил хранитель храма Горя, закрывая двери и направляясь к космодесантникам и остропату. Они великолепны, ответил Кай. Где вы их добыли? Я никогда их не добывал, я сам их извоял, сказал мужчина, протягивая руку. Меня зовут Палладис Навандио, и вы здесь желанные гости, все вы. Кай потряс протянутую руку, пытаясь скрыть свой дискомфорт, когда ощутил резкий укол горя и чувства вины, которые исходили от этого человека. Настоящий мавзолей, сказал Тагор. Зачем ты собрал в одном месте так много относящегося к смерти? Это отвращающие образы, ответил Палладис. Что это значит, спросил Супха. Собрав так много образов смерти и горя в одном месте, ты лишаешь их скорбности, внезапно осенила Кая. Именно так, подтвердил Палладис, а почитая смерть, мы тем самым держим ее на расстоянии. Мы принесли воинов, которые прошли алой тропой, сказал Тагор. Их смертные останки не должны подвергнуться осквернению со стороны мародеров или стервятников. Нам сказали, что здесь есть кремационная печь. Это действительно так, подтвердил Палладис, указывая на квадратную арку в задней части строения. Кай ощутил безвозвратность, которая витала за этой дверью. Ее заслон не мог до конца удержать запах сожженной плоти, и он проникал в воздух храма. Нам нужно ей воспользоваться, сказал Адхарва. Она к вашим услугам, почтительно поклонился Палладис. Кай проследил за тем, как отвергнутые мертвецы поднимают своих павших братьев, держа их между собой, как носильщики исполинских размеров. Пожиратели миров несли гифьюа, а Адхарва и Севериан подняли к своим плечам Аргентуса Кирана. Павший воин должен получить посмертные почести от своих товарищей по крови, произнес Тогор. Но эти герои далеко от своих братьев-легионеров, и они никогда больше не увидят свои родные миры. Это их родной мир, сказал Адхарва. И их товарищи теперь мы, добавил Супха. Мы будем теми, кто воздаст им почести, сказал Асупха. Нас побратала битва, и мы не обязаны хранить верность никакому братству, кроме нашего собственного. Кай был удивлен, что слышит от этих воинов подобные речи. Зато недолгое время, что он с ними провел, ему не показалось, что они были близки друг к другу. Но эти слова говорили о внутренней связи, которая коренилась глубже, чем он мог представить. Узы, подобные этим, могут быть выкованы лишь в кровавом котле битв и смертей. Идемте, сказал Палладис Навандио, я вам покажу. Тагор положил руку на грудь Палладиса и отрицательно покачал головой. Нет, не покажешь, возразил он, скаля зубы и едва сдерживая враждебность, от которой его слова звучали еще резче, чем обычно. Уход космического десантника закрытое мероприятие. Приношу свои извинения, сказал Палладис, осознавая угрозу. Я и в мыслях не держал проявить неуважение. Космические десантники двинулись по центральному проходу храма, и все рыдания стихли, а свидетели этой мрачной процессии склонили головы, беззвучно выражая свое безмолвное почтение. Адхарва полыхнул едва уловимым промельком молнии, и дверь, которая вела к печи, открылась на своих ржавых, заедающих от пепла петлях. Затаивший дыхание Кай проследил, как астарты скрылись из виду, и наконец-то выдохнул. Ему понадобилось некоторое время, чтобы осознать значение этого момента, но когда до него дошло, что он остался один и без присмотра, астропад не ощутил ничего, кроме странной пустоты внутри. Он уже перестал понимать, кем он был для отвергнутых мертвецов, соратником по побегу или же пленником, но подозревал, что это зависит от того, что он носит в своей голове. Кай развернулся к двери, через которую он и космодесантники вошли в храм. Сквозь ее плохо подогнанную раму просачивались полоски факельного света, и это мягкое свечение обещало все, в чем ему было отказано, свободу от обязательств, право самому выбирать между жизнью и смертью, и, наконец, возможность не быть ничьим рабом. Понимание последнего далось ему тяжелее всего, поскольку Кай всегда считал себя хозяином собственной судьбы, но здесь, в одиночестве, загнанный в посвященный умершим храм, он понял, насколько же наивным он был. Значимость отдельной личности была величайшей ложью, которую империум скормил своим гражданам. Жизнь любого, от солдата в армии и до песца при дворце или рабочего, вкалывающего на фабрике, была поставлена на службу императору. Осознавали они это или нет, но человеческую расу подчинили одной единственной цели, завоеванию галактики. Кай в первый раз в жизни понял, чем был империум по своей сути, машиной, которая могла функционировать с таким огромным размахом лишь благодаря тому, что ресурс ее топлива, которым служили человеческие жизни, не иссякал никогда. Астропад был ее частью, крошечной шестеренкой, которая выскользнула из механизма своей передачи и сейчас бесцельно кувыркалась сквозь ее деликатную машинерию. Кай знал о подобных устройствах достаточно, чтобы понимать, что никто не позволит такой шальной детали оставаться в теле машины. Либо она будет возвращена на предназначенное ей место, либо исторгнута наружу и выброшена с глаз долой. Смерть окружает тебя со всех сторон, друг мой, сказал Палладис. Ты правильно сделал, что сюда пришел? Кай согласно кивнул. Куда бы я ни пошел, меня со всех сторон окружает смерть. Истинно так, подтвердил Палладис. Ты намерен оставаться с ангелами смерти? Почему у меня такое чувство, что ты употребляешь эти два слова не как эпитет? Легионеры Астартес, физическое воплощение смерти, ответил Палладис. Ты видел их за работой, так что ты должен это знать. Кай вспомнил их кровопролитный побег из тюрьмы кустодиев и подавил дрожь, которая пробрала его от одной мысли о той беспощадной резне. Точно в яблочко, как мне думается, согласился он. Ангелы смерти, это звучит. Ты не ответил на мой вопрос, заметил Палладис. Кай на секунду задумался, разрываясь между желанием лепить свое будущее своими собственными руками и настойчивым внутренним голосом, который советовал ему оставаться с отвергнутыми мертвецами. «Я не уверен», ответил он, дивясь самому себе. «Я чувствую, что я хочу их покинуть, но не уверен, что должен. Что глупо, поскольку я думаю, что они собираются доставить меня к... в то место, куда, как мне представляется, мне не предназначено идти. И куда же, по твоему мнению, тебе предназначено идти? Я не знаю», тускло улыбнулся Кай. «Видишь ли, в этом-то и проблема». «Тогда как ты можешь знать, что ты уже не там?» спросил Палладис. Затем он легонько пожал руку остропата повыше локти и ушел к мужчинам и женщинам, которые проливали слезы над телом старика у ног безликой статуи. Прежде чем Кай успел обдумать эти последние слова, дверь храма открылась, и в здание вошла девушка со знакомой аурой. Хотя ее психические чувства сказали ему примерно то же самое, он и без них знал, что под капюшоном скрываются длинные светлые волосы, а ее лоб обвязан голубой банданой. Он улыбнулся, наконец понимая, что все без исключения случайности, совпадения и кусочки вселенской головоломки были ничем иным, как звеньями причинно-следственной цепочки, что тянулось из прошлого от самых истоков мироздания. Возможно, я именно там, где мне предназначено быть, тихо произнес он. Девушка увидела астропата и изумленно распахнула глаза. Кай, спросила она, Трон, что ты здесь делаешь? Привет, Роксана, сказал Кай. 5. Нагасена раздраженно следит за приближающимися танками. Его не покидают чувства, что события понеслись так быстро, что уже не подконтрольны никому из собравшихся здесь. Шесть бронированных машин, приземистых, воняющих машинным маслом и горячим металлом. Охотникам пришлось их дожидаться. Такой приказ прислали из города прозрения. Им не дали никаких объяснений. И вот уже без малого 90 минут, как они позволяют своей добыче наращивать отрыв. Мы не должны были ждать, говорит ему картона. Но Нагасена не откликается. Ответ очевиден сам по себе. Да, они не должны были ждать, но все внутри него бунтует против этой охоты. Он обзывает себя глупцом за то, что доверился знамениям и говорит себе, что должен был продолжать без головко и Сатурналии. Он знает, куда ушла добыча, и он уже был бы там, если бы не его сотоварищи по охоте. И все же он не отправился туда отдельно от них. Он ждал. Его самыми главными орудиями были скорость и неутомимость преследования, а он пожертвовал и тем и другим. Почему? Потому что эта охота не служит делу правды, она направлена на то, чтобы ее похоронить. Сатурналия стоит на перекрестке к востоку от него, Кустодий рвется возобновить охоту, но не желает ослушаться приказа, который в числе прочих завизировали и его собственные повелители. Головко сидит вместе со своими бойцами, демонстрируя терпение, о наличии которого Нагасена и не подозревал. Генерал-майор относится к тем людям, для которых приказы абсолютно к выполнению, и если ему скомандуют, он не остановится перед тем, чтобы убить сотню невинных душ. Такие, как он, опасны, поскольку они способны воплотить в жизнь любой ужас, действуя в непоколебимой уверенности, что это послужит высшей цели. Слышится скрежет камней и виск металла, и головная машина останавливается. Она имеет черно-красный окрас с эмблемами в виде крепостных ворот, поверх которых перекрещиваются черная секира и лазган. Головко и Сатурналья как раз присоединяются к Нагасене, когда открывается боковой люк, и из него появляется младший лейтенант в черном нагруднике и шлеме. Судя по его виду, ему хочется быть где угодно, но только не здесь. Лейтенант марширует головко и вручает ему запечатанный приказной планшет одноразового использования. Из латной перчатки головко выскальзывает шифровальный жезл, и планшет мигает, пробуждаясь к жизни. На его плоской поверхности появляется мягкое свечение текста, и лицо генерал-майора раскалывает ухмылка свирепого предвкушения. Нагасена уже видел его в такой ипостаси, и это ему не нравится. «Что говорится в послании?» спрашивает он, опасаясь, что уже знает ответ. Головко передает планшет Сатурналии. Кустодий изучает его содержимое и кивает, тем самым подтверждая подозрения Нагасены. Он отворачивается, когда Сатурналия протягивает ему планшет. «Мы больше не охотники», произносит Нагасена. «Не так ли?» «Так», отвечает Сатурналия, «Мы группа зачистки». 21. Катарсис «Я могу тебя пришибить». Громовой повелитель 1. Роксана бросилась в руки Кая с пылкостью возлюбленной, надолго разлученной с предметом своего обожания. Она обхватила его так крепко, что он испугался, не сломает ли она ему что-нибудь внутри. Он обнял ее в ответ, наслаждаясь телесным контактом с другим человеком и видом знакомого лица. Он и Роксана проработали вместе на Арго много лет, хотя и не стали близки во всех смыслах этого слова из-за строгих норм поведения, которым обязывали следовать на борту всех кораблей ультрадесанта. «Ты мне ребра сломаешь», сказал Кай, хотя ему и не хотелось, чтобы она его отпускала. «Ничего, срастутся», ответила Роксана, стискивая его даже еще крепче. «Никогда не думала, что снова тебя увижу». «Как я», сказал он. Девушка наконец отпустила его и отступила на шаг назад, продолжая держать его за плечи. «Выглядишь просто ужасно», заметила Роксана. «Что случилось с твоими глазами?» «После того, как нас разлучили на лемурийской платформе, мне наотрез отказывались рассказывать, где ты. Меня забрали латники дома Кастана. Они отвезли меня в медцентр на Киприосе и оставили под опекой придурка», презрительно усмехнулся Кай. «Но когда до патриарха дошло, что им могут вменить вину потерю Арго, меня вышибли обратно в город прозрения». «Ублюдки», сказала Роксана, «меня забрали в наше имение в Галиции и попытались спрятать, как будто «Зачем?» «Я их позорила», ответила Роксана, равнодушно пожимая плечами. «Что ж это за навигатор, если он не может привезти корабль домой, даже находясь в одной системе с астрономиконом?» «Но это абсурд», сказал он. «Как можно везти корабль, если он находится посреди варп-шторма?» «Я им это говорила», ответила она, сопроводив слова чересчур экспрессивным жестом. «Но потеря корабля всегда плохо смотрится, и первым, на кого людям хочется возложить вину, оказывается навигатор». «Или астропад», прошептал Кай. Он почувствовал на себе ее изучающий взгляд и ответил ей тем же. «Когда астропад видел Роксану в прошлый раз, она была полной развалины, как физически, так и психологически. И ее точно так же, как и его самого, преследовали нескончаемые вопли их мертвого экипажа. Но сейчас в ее ауре не обнаруживалось никаких признаков той травмы. Роксана повела его прочь от центрального прохода, разыскивая среди огороженных мест, куда бы ему сезться. Она держала его за плечо руки, словно он был слепым или немощным. «Ты знаешь, я могу видеть», сказал он, «Возможно, что и получше тебя». «Как типично», ответил Роксана, «лишь лишившись глаз, обретаешь ясный взгляд на вещи». Кай заулыбался, а Роксана завладела его руками, худыми, как у скелета. Он почувствовал теплоту ее дружбы, но не шарахнулся прочь, а окунулся в нее, словно в очистительный бальзам. С того самого дня, как Кая сняли с остого арго, к нему неизменно относились, как к прокаженному или было едва ли не самой чудесной вещью, которую когда-либо делал для него другой человек. «Итак, что ты здесь делаешь?» спросил он, надеясь увести разговор в сторону о торгов. «Не похоже, чтобы это место тебе подходило». «Полагаю, что ты прав, но, как оказалось, оно мне именно что подходит». «Что ты имеешь в виду?» «Я из дома Кастана», пояснила Роксана. «Я никогда в жизни ни в чем не нуждалась, а это значит, что я не ценила ничего из того, что мне было дано. Если я что-то ломала или теряла, то тут же получала замену». Сосуществуя с людьми из 13-го легиона, я уяснила, какой же я эгоисткой была. Когда я вернулась в наше поместье, то не смогла смотреть, как снова становлюсь той, прежней личностью. Так что я ушла. «И пришла «Знаю, но, как я уже сказала, я из дома Кастана, а мы ничего не делаем в пол размаха. Поначалу я собиралась уйти в бега, просто желая дать урок своей семье, показать им, что они не могут относиться ко мне, как к ребенку. Тогда, осознав, как они во мне нуждаются, они пришли бы за мной, и я заслужила бы их уважения». «Но они не пришли, да?» «Не пришли», ответила Роксана, вовсе о том, что она брошена своей семьей. Я нашла, где остановиться, но меня по-прежнему мучили кошмары про Арго, и это пожирало меня изнутри. Я знала, что в произошедшем не было моей вины, но не могла прекратить об этом думать. Однажды я услышала, что в городе Просителей есть место, где любой может проводить своих умерших последний путь и обрести успокоение. Так что я отправилась сюда и добровольно вызвалась оказывать любую посильную помощь. Это помогло? Я имею ввиду с кошмарами. Роксана кивнула. Помогло. Я думала, что задержусь здесь на пару-тройку дней, просто чтобы мозги встали на место. Но чем больше я помогала людям, тем сильнее понимала, что не могу уйти. Когда тебя изо дня в день окружает смерть, это расставляет все по своим местам. Я выслушала сотни историй, от которых у тебя разорвалось бы сердце. Но благодаря им я поняла, что все, через что я в свое время прошла, было ничуть не страшнее тех вещей, которые этим людям приходится сносить каждый день. А что насчет Палладиса Навандио? Какова его история? Аура Роксаны сказала Каю, что девушке не хочется обсуждать этот вопрос, и он немедленно пожалел о том, что его задал. Он пережил огромную утрату, сказала она. Он потерял любимых людей, и он винит себя в их смерти. Каю развернулся, чтобы понаблюдать за Палладисом Навандио, пока тот негромко разговаривал с пришедшими в его храм людьми, теперь в полной мере понимая ту горесть, в которой был окутан этот человек, и узнавая во всепожирающем чувстве вины и желании быть наказанным зеркальное отражение своих собственных эмоций. Тогда мы очень похожи, прошептал Кай. Ты винишь себя в том, что случилось на Арго, да? спросила Роксана. Кай попробовал было дать какой-нибудь несерьезный ответ, чтобы отхутболить ее вопрос, но слова не шли на ум. Для него не составляло труда разобраться в эмоциях, считав их паури или неудованием. Но при всем при том, он не мог обратить свою проницательную способность на самого себя, страшась того, что он может узнать. Это была моя вина, тихо произнес он. Я находился в трансинунцио, когда схлопнули щиты. Я впустил внутрь этих чудовищ. Я был брешью в защите. Это единственное объяснение. Это смехотворно, сказала Роксана. Как ты можешь такое думать? Потому что это правда. Нет, твердо ответила Роксана, это неправда. Ты не представляешь, что творилось за бортом. Я видела то, что по нам ударило, и скажу, что это сокрушило бы любой корабль. Шквал варп смерчей, налетевший откуда ни возьмись, наткнулся на вихрь высокоэнергетичных потоков, идущих внутрь от штормов на границах системы. Такого не предвидел ни один человек, ни из гильдии наблюдателей Нобелиты, ни из Стражеврат, никто. Это был один случай на миллион, на миллиард, дурацкое стечение обстоятельств. С учетом того, что творится здесь на Перри и снаружи в галактике, мне странно, что на свет не нарождается еще больше подобной дряни. Там в арпе творится настоящий бедлан, и тебе повезло, что это скрыто от твоих глаз. Ты могла это видеть, а вот я это слышал, сказал Кай. Я слышал, как они гибли. Кто? Все они, мужчины и женщины, все, кто только были на корабле, и я слышал, как они умирают. Весь их ужас, все несбывшиеся мечты, все предсмертные мысли. Я слышал их всех, они кричали мне в уши. Я послушаю их до сих пор всякий раз, когда теряю бдительность. Роксана яростно стиснула его руки, и он почувствовал бешеную энергетику ее пристального взгляда, хотя и не мог ответить ей тем же, поскольку у него не было глаз. Ее личность пылала мощью, как солнечная корона, и Кай только сейчас осознал, насколько она сильной была. Роксана происходило из семейства Кастана, а в этом клане мало кому недоставало уверенности в себе. Они пытались обвинить нас обоих в потере арго. Так разве это не говорит тебе, насколько мало они знают о том, чья это была ошибка? Кого-то нужно было притянуть к ответу. Произошло нечто ужасное, а люди по природе устроены так, что им хочется, чтобы за это расплачивался кто-нибудь другой. Они день и ночь твердили мне, что это была моя вина, что мне нужно пройти переподготовку. Но я отвечала нет. Я говорила им, что я знаю, случившимся не было моей ошибки. Я знаю, что ни я, ни кто-либо другой еще не смог бы сделать ничего, что спасло бы тот корабль. Он был потерян независимо от моих действий. Он был потерян независимо от твоих действий или действий любого другого человека. Кай слушал ее броню его уверенности, словно стилеты, метящие в его сердце. В свое время он говорил себе то же самое, снова и снова, но нет обвинителя страшнее, чем собственный разум. Кастана сказали ему, что он послужил причиной гибели Арго, и он поверил им, потому что в глубине души он сам желал быть наказанным за то, что остался в живых. Они нуждались в козле отпущения, и когда одна из их семьи не пожелала поднять лапки кверху, он оказался лучшим из всех прочих вариантов, добровольной жертвой. Кай почувствовал, как разжимаются черные оковы вины, как их неумолимые тиски дают едва заметную слабину. Они не исчезли до конца, их хватку нельзя было разорвать так легко, столь замысловатым средством, как слова друга, но сам факт того, что ее оказалось возможно ослабить, был настоящим откровением. Тянулся и протянул руку, чтобы коснуться лица Роксаны. Она настороженно отнеслась к этому жесту, как и все навигаторы, которым не нравилось, когда пальцы чужих людей находились близко к их третьему глазу. Ее щека была гладкой, а мимолетное прикосновение ее волос к его коже было воистину роскошным ощущением. Это был первый раз за последние месяцы, когда Кай общался с человеком, не желающим что-нибудь от него получить. И астропад затягивал это мгновение, счастливый тем, что делает каждый вдох, как свободный человек. Ты знаешь, что ты умнее, чем выглядишь? спросил Кай. Как я уже сказала, это место расставляет все по своим местам, но откуда бы тебе это знать? Ведь с этими бинтами на глазах ты даже не можешь меня видеть. Ты так и не рассказал, что с ними произошло. И Кай поведал ей обо всем, что обрушилось на него с момента прибытия в город Прозрения, о его переподготовке, об ужасе псионической ударной волны, которая убила Сарашину и внедрила в его разум что-то настолько ценное, что люди готовы были убивать, лишь бы только это добыть. Он описал их побег из тюрьмы Кустодиев, аварию и то, как они уносили ноги через город Просителей. Хотя в том, что касалось последней части, его память сохранила лишь расплывчатые картины сомнительных воспоминаний и смутно припоминаемых видений, в которых схлестывались страх и галлюцинации. Он рассказал Роксане, что отвергнутые мертвецы планируют доставить его к Хорусу Луперкалю, и при упоминании имени воителя по ее ауре прокатилась дрожь страха. Когда Кай закончил, он ждал, что Роксана спросит его, что же Сарашина вложила в его разум. Но этот вопрос так и не прозвучал, и он почувствовал себя чуточку в нее влюбленным. Девушка оглянулась на дверь, в которую космодесантники унесли своих павших братьев. «Ты не можешь допустить, чтобы они доставили тебя к воителю», сказала она. «Ты считаешь, что после всего, что со мной сотворили, я что-то должен Империуму?» спросил Кай. «Я не собираюсь просто взять и снова сдаться Легио Кустодис». «Я не утверждаю, что ты должен», ответила Роксана, снова беря его руки в свои. «Но даже после всего того, что случилось, ты ведь не изменил Империуму, так? Ты не предатель, но именно им ты и станешь, если позволишь доставить себя к Хорусу. Ты знаешь, что я права». «Это так», вздохнул Кай. «Но как я могу им помешать? Я не настолько силен, чтобы им сопротивляться». «Ты можешь сбежать», Кай покачал головой. «Там снаружи я и десяти минут не протяну. Если ему и требовалось подтверждение, то им послужило молчание Роксаны». «Так что ты намерен делать?» наконец спросила она. «У меня нет ни малейшей идеи», признался Кай. «Но я больше не хочу, чтобы вы меня использовали. Это единственное, что я знаю совершенно точно. Я устал от того, что меня таскают то туда, то сюда. Я хочу взять свою судьбу в собственные руки, но я не знаю, как это сделать». Тяжелая дверь, расположенная в задней части храма, распахнулась. «Тогда хорошо бы тебе поскорее это понять», сказала Роксана. «Они вернулись». 2. Мертвые стали пеплом. Аргентуса Кирана и Охру Гефьюане стало. Их тела поглотил огонь. Их гибель не вызвала у Тогора никаких эмоций. Умом он понимал, что должен скорбеть об их уходе, но был не в состоянии помыслить ни о чем, кроме предвкушения следующего убийства. С того самого момента, как они схватились с людьми Бабудха Кала, его тело походило на туго натянутую струну, вибрирующую незримо для всех остальных, но готовую лопнуть в любой момент. Было здорово снова обогреть руки кровью, а гвозди мясника, вогнанные в его череп, вознаградили его за убийство эндорфинным всплеском. Тогор крепко стискивал пальцы, бессознательно сжимая их в кулаки и обшаривал помещения глазами, выискивая источники угрозы, возможные направления атаки и узкие, пригодные для обороны места. Те смертные, что находились внутри храма, были сентиментальными и ни на что не годными слюнтяями. Они проливали слезы от того, что в его предположении было скорбью, но это чувство уже не вызывало у него никаких ассоциаций. Пока Северян и Адхарва разговаривали с седоволосым человеком, который был хозяином этого места, Тогор не мог заставить себя использовать слово храм. Сержант отрядил субху и асубху обеспечить безопасность периметра. Он дышал резкими короткими толчками, и он знал, что его зрачки расширены до такой степени, что радужки кажутся сплошной чернотой. Каждая мышца его тела пела от напряжения, и от Тогора требовалось все его железное самообладание, чтобы не наброситься на первого же поглядевшего на него человека. Да никто и не осмеливался смотреть на такого откровенно опасного мужчину. Никто не желал встречаться с ним глазами, и он уселся на скрипучую скамью, чтобы успокоить свои бушующие эмоции. Ему хотелось сражаться, ему хотелось убивать, ему не на кого было выплеснуть свою ярость, но его тело жаждало разрядки и той награды, которую обещало пульсирующее устройство, прикрученное к его черепу. В свое время Тогор распространялся о боевой славе, но эти речи отдавали фальшью даже в его собственных ушах. Он произносил их механически, и хотя ему хотелось чувствовать себя обманутым тем, что они так мало для него значили, он не мог ощутить даже этого. То были хорошие слова, он верил в них когда-то, но чем больше рос счет убитых им людей, тем дальше отходило на задний план все, кроме ярости битвы. Он знал точное число забранных им жизней, и мог вызвать из памяти каждый закончивший их удар, но не испытывал никаких эмоций по поводу хоть одной из них. Никакого ликования от победы над достойным противником, и никакого удовлетворения от того, что он сражается за то, во что верит. Император сделал из него воина, но Ангрон перековал его в оружие. Тагор вспомнил ритуал разрывания цепей на борту завоевателя, этой могучей крепости, которую выпустили рыскать по небесам, как гончего пса доблестного рыцаря. Ангрон, красный ангел, ротаную цепями наковальни, и опустил свой мозолистый кулак на массивный железный узел. Он разбил символические цепи своего рабства с первого же удара и швырнул разъединенные звенья тысячам собравшихся пожирателей миров. Тагор дрался и ругался со своими братьями посреди бешеного вихря свалки, которое они устроили, чтобы добыть себе одно из этих колец. Как сержант штурмовиков пятнадцатой роты, он не испытывал недостатков свирепости и вырвал звено у бойца по имени Скрал, одного из самых последних новобранцев, которым должны были имплантировать гвозди мясника. Тот воин был неопытным, ему еще только предстояло овладеть своими имплантами, и Тагор избивал его без жалости, пока он не выпустил свою добычу. Тагор вделал это в звено в топорище добивателя, своего боевого топора, но теперь это оружие было для него потеряно. Он даже не мог сосчитать, сколько раз оно спасало ему жизнь, и мысль о том, что оно очутилось в руках врага, вызвала у него вспышку гнева. Он услышал треск ломающегося дерева и распахнул глаза в предвкушении схватки, но увидел кровь, выступившую из крошечных ранок на ладонях, и понял, что расщепил выступающий край скамьи. Тагор закрыл глаза, проговаривая слова песни окончания битвы. В победном салюте вздымаю кулак, которым бойцов я сражал, окрещен я кровью, что дал мне враг, в горниле смерти себя показал, но час пробил приглушить свой пыл, время потери считать, вороны уже слетелись на пир, им нынче не голодать, многие пали на этот раз, крови война напилась, и ей все равно, из врагов или нас пища ее лилась. Он произнес последнее слово и судорожно выдохнул, чувствуя, как освобождается от напряжения, которое прошивало его тело, словно электрический ток. Тогор разжал кулаки, позволяя деревянным щепкам сыпаться на пол. Он осознал, что неподалеку от него кто-то есть, и, наклонив голову, увидел сидящего рядом с ним мальчика. Тогор даже не представлял, сколько лет может быть пареньку. Пожиратель миров не сохранил никаких воспоминаний о своей юности, да и физиология смертных менялась так стремительно, что их хилая плоть не могла служить мерилом прошедших лет. «Что это ты только что говорил?» спросил мальчик, поднимая глаза от брошюры, которую он читал. Тогор огляделся по сторонам, просто чтобы удостовериться, что паренек и в самом деле обращается к нему. Это были слова для охлаждения боевого пыла в сердце воина по окончании кровопролития, настороженно ответил он. «Ты космодесантник, да?» Тогор кивнул, недоумевая, чего хочет. «Я Арик», сказал паренек, протягивая ему руку. Тогор посмотрел на нее с подозрением, его глаза метались по худенькому тельцу ребенка. Он бессознательно намечал точки, где можно будет сломать ему кости, так, чтобы убить его самым эффективным способом. Шея паренька была тощей, как прутик, и ее можно будет свернуть без всяких усилий. На его плечах виднелись проступающие сквозь кожу кости, а через тонкую рубашку торчали выпирающие ребра. Уничтожить его не составит никакого труда. «Тогор, сержант штурмовиков из пятнадцатой роты», наконец произнес он, «Я из пожирателей миров». Арик кивнул, «Хорошо, что ты здесь, если люди бабут хакала вернутся, ты ведь их убьешь, да?» Тогор кивнул, довольный тем, что их разговор свернул на близкую ему тему. «Любой, кто придет сюда, в моих поисках, умрет от моей руки». «А ты хорошо умеешь убивать?» «Очень хорошо», ответил Тогор, «Лучше меня никого нет». «Здорово», заявил Арик, «А я его ненавижу». «Бабут хакала?» Арик угрюмо кивнул. «Почему?» «Он убил моего отца», ответил мальчик, указывая пристрелил его прямо вон там. Тогор посмотрел в том направлении, куда указывал парнишка, обратив внимание на серебряное кольцо на его большом пальце, которое, судя по качеству и стоимости, явно было ему непосредством. Статуя была сделана из темного камня, с тонкими прожилками серого и более черного цветов. И хотя у нее не было лица, Тогор ощутил уверенность, что может различить, где полагается быть ее чертам. Как будто скульптор уже начал свою работу, но оставил ее неоконченной. Гхота убил и одного из моих друзей, сказал пожиратель миров, запнувшись на непривычном слове. Я задолжал ему смерть, а я всегда расплачиваюсь по долгам крови. Арик кивнул, вопрос был улажен, и он вернулся к чтению своей брошюры. Тогор очутился на незнакомой территории. Его разговорные навыки сводились к боевым речитативам и отдаванию приказов. Он не был мастером по части отношений со смертными, считая, что их забота и логику невозможно постичь. Полагалось ли ему продолжать этот разговор, или их отношения закончены? Что ты читаешь, слегка поразмыслив, спросил он. То, что обычно читал мой отец, ответил Арик, не поднимая глаз. Мне здесь много чего непонятно, но ему это очень нравилось. Он читал и перечитывал это снова и снова. Можно посмотреть, попросил Тогор. Парнишка кивнул и передал ему лист бумаги. Она была тонкой, и ее складывали так много раз, что печатная краска на сгибах уже начала размазываться и выцветать. Обычное чтиво Тогора составляли тактические карты и диспозиции, а язык брошюр представлял собой смесь незнакомых ему диалектов и слов. Но несмотря на все это, нервные тракты его мозга адаптировались с такой скоростью, что это ввергло бы в ошеломление любого тиранского лингвиста. Люди, сплотившиеся в исполнение замысла императора, благословенны в его глазах и будут жить вечно в его памяти, прочел Тогор, хмурясь от странности подобной точки зрения. Я ступаю дорогой праведности, и хоть она вымощена битым стеклом, и пусть ее преграждают огненные реки. Я через них переправлюсь, и хоть она разбредается вширь, мои шаги направляет свет императора. Лишь один император сущ, и он наш щит и защитник. Тогор поднял глаза от своего чтения, чувствуя, как пульсация имплантата проникает в глубины его черепа. Как эти слова, преисполненные верой и идолопоклонства, все сильнее разжигают его злость. Арик протянул руку и указал на абзац еще ниже по тексту брошюры. Император силен человечеством, а род людской силен императором, зачитал Тогор, все больше разъяряясь по ходу дела. И отвернись один от другого, нам всем ходить в пропащих и проклятых. А если слуги его забыли свой долг, не люди они более, а хуже, чем звери. Не место им в лоне рода человеческого, не в сердце императора. Пусть и сдохнут и будут отвергнуты. Пульс Тогора несся вскачь, его легкие втягивали воздух короткими, агрессивными вдохами. Он скомкал брошюру в кулаке и разжал пальцы, позволив ей упасть на пол. «Уйди от меня прочь, мальчик», велел он щеря зубы. Арик поднял на него взгляд. Он увидел, как переменился Тогор, и его глаза широко распахнулись от страха. «Что я такого сделал?» спросил он дрожащим голосом. «Я сказал, уйди от меня». «Почему?» «Потому что мне думается, что я могу тебя пришибить», прорычал Тогор. Три. Нагасена наблюдает за зданием со скального выступа на входе в ущелье, зная, что его добыча близка. Шесть бронированных машин и около сотни бойцов ожидают приказов охотника, стоя на улицах за его спиной, и хотя скомандовать можно только одно, Нагасена медлит. Вместе с солдатами ждут Афина Диос и адепт Хирика, хотя им скорее всего уже не сыграть в этой охоте никакой роли. Даже Нагасена признает, что завершение стадии охоты до известной степени горячит кровь, но сейчас он не ощущает ничего подобного. С тех пор, как он покинул свой дом на горе, в его жизнь вошло слишком много сомнений, чтобы мысль о встрече с Каем Зулейном и отступниками могла вызвать у него хоть что-то, кроме мрачных предчувствий. Через прицел винтовки ему видно, что из здания нельзя бежать ни через какие лазейки. Его покрытый статуями фасад представляет собой единственный очевидный путь внутрь или наружу. Перед зданием собрались сотни людей, и они принесли с собой тела своих усопших. На Гасене понятна людская привязанность к ушедшим. Их потребность чтить память умерших и заботиться о том, чтобы их не предали забвению. Но ему совершенно чуждо идея молиться им или ожидать, что они перейдут в иную сферу бытия. Высокотехнологичная оптика прицела на Гасены, приобретенного у марсианских механикам по грабительской цене, позволяет проникнуть за мраморный фасад, показывая то, что находится внутри здания в виде цветной теплограммы. Тонкий кабель в медной оплетки передает ее на экран планшета картона. Внутри храма находится, наверное, человек 60. Невозможно сказать, кто из этих людей Кайзулейн. Зато Астартес обнаруживается немедленно, благодаря своим тепловым характеристикам, да и габаритам тоже. Космодесантников пятеро, как и говорил Антиох, и они собрались вокруг человека, существенно уступающего им размерами. Их тепловые образы расплываются. Что-то, расположенное позади их чрезмерно больших тел, рассеивает принимающие оптикой сигналы. И все изображение покрывает зерна помех, от которых у Ногосены зудят глаза. Можно забыть об этих дорогостоящих биофильтрах бурчит картона, хлопая ладонью во боковой стороне планшета. Качество изображения не становится лучше, но они уже имеют достаточной информации, чтобы организовать штурм этого строения, так, чтобы он с высокой степенью вероятности увенчался успехом. Нужно идти на приступ, заявляет Головко. У нас сейчас больше сотни человек, им некуда бежать. Мы можем покончить с этим в течение часа. Он прав, говорит Сатурналия, которому явно претит выступать единым фронтом с черным стражем. Мы обложили нашу добычу. И это делает ее опасной вдвойне, отвечает ему Ногасена. Нет ничего страшнее воина, которого загнали в угол и которому уже нечего терять. Прямо как сотворительница Калаиков, говорит Картона. Именно так отрезает Ногасена, не желая ворошить воспоминания о том эпизоде прямо сейчас. Он до сих пор носит незаживающие шрамы, полученные на той Сатурналия берет планшет из рук Картона и сует его под нос Ногасене, как будто тот его еще не видел. Он стучит пальцем по размытым изображениям пяти человек, которых они пришли убить. Нет никаких оснований не идти внутрь, говорит Кустодий. У нас есть приказы и они прозрачны. Все находящиеся здесь должны умереть. Ногасена прочел эти приказы вдоль и поперек, выискивая способ интерпретировать их таким образом, чтобы они не вылились в гибель стольких невинных людей и не изранили его душу на всю оставшуюся жизнь. Но Сатурналия прав, их приказы не допускают двоякого истолкования. Эти люди граждане Империума, говорит охотник, пытаясь свернуть Кустодия с его курса, хотя и понимает, что эти уговоры будут пустой тратой слов. Ведь это им мы служим нашими делами, и предать их вот так это неправильно. Неправильно? Эти люди приняли изменников с распростертыми объятиями, и они виновны как соучастники, возражает Сатурналия. Я воин Легио Кустодис, чей долг обеспечивать безопасность Императора, и при его исполнении не может быть компромиссов. Кто знает, что за зерна измены уже могли посеять те люди среди жителей города просителей. Если мы сохраним жизнь хоть одному из тех, с кем они соприкоснулись, то зараза их предательства будет расползаться, как буйные сорняки, черпая подпитку в невежестве и разрастая все сильнее и укореняя все глубже. Вы не можете этого знать, протестует Ногосена. Мне не нужно это знать, мне достаточно так считать. Так вот какова ваша имперская истина, почти что выплевывает слова Ногосена. Это просто истина, отвечает Сатурналия. Ничего больше, ничего меньше. Ногосена встречается взглядом с картона, но глаза его слуги не выдают никаких эмоций. Об этом позаботился клан Кулексус. Он стискивает тугую оплетку рукояти Сёдзики и понимает, что должен уйти отсюда, но это равносильно подписанию собственного смертного приговора. К добру это или к худу, но он обречен участвовать в этой охоте до самого ее конца. Он кивает и чувствует отвращение, когда Сатурналия и Головко обмениваются победными заговорщическими ухмылками. Что ж, произносит он, давайте с этим разделаемся. Прежде чем успевают отдать какой бы то ни было приказ на штурм, картона издает потрясенный вздох изумления. Он сверяется с изображениями на своем планшете и в замершательстве поднимает глаза. «Возможно, у нас проблемы», говорит он, указывая вниз в ущелье. «Новые гости». 4. Адхарва проследил за тем, как Тагор поднимается со скамьи и напряженной походкой идет через неф, направляясь к их собранию. Аура воина пылала гневом, вихрилась красными оттенками свежих синяков и горячей пульсирующей крови. Адхарве хватило одного лишь соприкосновения с этим костром, чтобы в нем самом вспыхнула агрессия, и он поднялся на нижние уровни исчислений, чтобы повысить свой самоконтроль. «Возможно, мы нашли способ покинуть Терру», сказал Асуха. Когда-то Гор присоединился к ним. Сержант пожирателей миров кивнул. Он все еще стискивал зубы, а в его лице не было ни кровинки. «Каким образом?» спросил он. «Расскажи ему», сказал Адхарва, подавая «Утеса находится жилище Вадаха-Сингху», одного из военных каменщиков императора, сообщил Палладис с такой горечью и нежеланием, что Адхарва чуть не вздрогнул. «Он надзирает за всеми аспектами строительных работ, имеющих отношение ко дворцу, и ему нравится усесться на жердочку повыше». «И...» требовательно вопросил Тагор, щетине с нетерпением. «Военный каменщик любит наблюдать за некоторыми из своих более масштабных строек с орбиты», разъяснил Палладис. «Ему не хотелось, чтобы космодесантники уходили, и Адхарва выжил из него эту последнюю крупицу информации лишь благодаря своей проницательности». «Теперь понимаешь?» спросил Северян. «У него имеется аппарат, способный подняться на орбиту?» требовательно спросил Тагор. «Его раздражение начало трансформироваться в интерес». «Да», ответил Палладис. «Мы можем покинуть планету», сказал Супха, впечатывая кулак в собственную ладонь. «И даже лучше», заметила Супха, «если нам удастся добраться до одной из орбитальных платформ, мы сможем попасть на борт корабля, способного совершать варп-переходы». «Так мы договорились», спросил Адхарва, бросая косой взгляд на Палладиса Навандио. «Мы держим курс на Истван?» «Истван», подтвердил Тогор. «Легион», хором согласились, а Супха и его брат. «Истван, Истван», присоединился Севериан, «я разыщу нам дорогу к вилле военного каменщика». Адхарва кивнул, и лунный волк ускользнул во тьму, которая окутывала заднюю часть храма. «Куда вы направитесь, покинув планету?» спросил Палладис Навандио, который не мог скрыть своего разочарования. «Вы не думали о том, чтобы остаться здесь? Где еще пребывать ангелом смерти, как не в храме, который посвящен ее имени?» Тогор бросился на него и вздернул в воздух. «Я должен немедля убить тебя за то, чему ты позволил здесь укорениться», прорычал пожиратель миров. «Назови сарай храмом и люди отпищут внутри богов». «Тогор, о чем ты говоришь?» спросил Адхарва. Тогор держал Палладиса Навандио на расстоянии вытянутой руки, словно тот был носителем какой-то смертельной инфекции. «Этот человек пропагандист ложных богов. Это не место поминовения, это капище, где императора выставляют каким-то божественным существом. Все это это все ложь от начала и до конца, а он ее главный пророк. Я убью его и тронемся в путь». «Нет», выкрикнул Палладис, «уверяю вас, мы вовсе не этим здесь занимаемся». «Лжец!» заревел пожиратель миров, отводя назад кулак. Прежде чем Тогор успел дать волю своей убийственной мощи, двери в храм широко распахнулись, и зарево сотен ламп и колеблющихся факелов, горевших снаружи, а чертила две чудовищные фигуры. Вместе с ними внутрь хлынул страх, принесенный порывом смешанного с пеплом ветра, и Адхарва внезапно почуял за стенами храма хищные разумы охотников. Он узнал Кхоту, знакомого ему по битве под стенами приемной Антиоха. Второй же воин имел такие немыслимые размеры, что у Адхарвы перехватило дыхание. Он был еще громаднее, чем даже чудовищный по своим габаритам хота, превосходя Тагора ростом опокойного Гифьюа размахом плеч. На нем был комплект шлифованных доспехов цвета бронзы и полночного мрака. Они были выполнены в форме брони, в которую одевались в войне давным-давно погибшие воины. И он носил их так, словно они были его второй кожей. На его боку висела устаревшая модель болтера, а поперек спины крепились ножны, в которых содержался меч с огромным клинком. «Я громовой повелитель», произнес Бабут Хакал, «и у вас есть то, в чем я нуждаюсь». 22. Живая история. Храм крови. Достойный враг. 1. Перед ним стоял воин, которого не могло существовать. Такие, как он, уже давно уснули навеки, сраженные все до единого в последней битве объединительных воин. Они полегли в полном составе, чтобы одержать последнюю и величайшую победу для императора. И этот факт демонстрировал всю меру их героического самопожертвования. И тем не менее, вот он, стоит перед ними, огромный и величественный, ужасный и отвратительный, с серой, отмершей кожей лица, кроваво-красными глазами и аурой, пылающей так ярко, что на нее невозможно было смотреть. Сам его облик был настолько внушительным, что требовал от окружающих всего их внимания и всех их запасов страха. «Ты Бабудхакал?» спросил Адхарва, хотя вопрос и был излишним. «Естественно», ответил громовой повелитель. Все до единого мужчины, женщины и дети отхлынули в заднюю часть храма и сгрудились под сенью безликой статуи, словно Бабудхакал и Гхота проецировали перед собой какую-то разновидность силового поля. Адхарва заметил Кая и светловолосую женщину в завязанной на виске бандани. Он незамедлительно понял, кем она была и ему захотелось улыбнуться, потому что фортуна послала ему остропата и навигатора. Воистину, мироздание мало-помалу раскрывало перед ним вселенскую тайну своей собственной сущности. Стоящий рядом с ним Тагор исходил злостью, Адхарва чувствовал его стремительно нарастающий гнев, который грозил выплеснуться в любую секунду. Супха и Асупха следовали примеру своего сержанта, хотя их боевой пыл категорически не дотягивал до взрывоопасного уровня Тагора. Адхарва не ощущал присутствия Севериана и надеялся, что волк успел ускользнуть из храма. «Ты убил воина из легионов Астартес», Гартанно пролаял Тагор, обращаясь к Хоте. «За это я заберу твое сердце». Кхота широко ухмыльнулся, скаля зубы. «Я уже побил тебя один раз, молокосос, могу повторить это снова». Бабудхакал поднял руку, упреждая новый приступ гнева Тагора. «Я пришел сюда не для того, чтобы с вами сражаться, Астартес», сказал он. «Я пришел кое-что вам предложить, не соблаговолить или выслушать». Неожиданные слова воина застали Атхарову расплох. Он не учуял в Бабудхакале никакого желания договариваться, но с другой стороны, он практически не мог обратить на него свое псионическое восприятие, безопасности их перегрузить. «Чего ты хочешь?» спросил он. не выдавая голосом охватившего его беспокойство. «За стенами этого здания находятся люди, которые желают вас убить», сообщил Бабудхакал. «Я это знаю», ответил Атхарва. И Бабудхакал зашел со смехом, который его разрушенная гортань превращала во влажное животное клокотание. «Ты знаешь, потому что в настоящий момент я позволяю тебе это знать», сказал воин. «Их я тоже убью, как только сломаю твой хребет о свое колено», пообещал Тогор. «Там как минимум сотня человек, кустодий, убийца из клана и носитель настолько убийственной штуки, что встречи с ней не вынести ни одному из присутствующих здесь воинов». «Оружие», спросил Супха. «Нет, правды». «Кто ты такой?» потребовал от воина Адхарва. «Я знаю, что твое имя заведомо бессмысленно. Бабу это всего-навсего отец на древнем языке Бхарата. А Адхакал это просто район в этой части горы. Так кто ты такой?» «За эти годы я сменил много имен», ответил Бабудхакал. «Но ты же не это имеешь в виду, да?» «Нет, ты ведь хочешь узнать мое истинное имя, то, под которым я ходил в битву при завоевании этой планеты». «Да», подтвердил Адхарва. «Что ж, поскольку я пришел сюда ради сделки, я предоставлю его тебе в знак моих честных намерений. Я уже не помню своего смертного имени, но когда моя плоть переродилась в эту новую форму, меня нарекли Ариком Таранисом. Это имя само по себе имело вес. Его историческая значимость заставляла примолкнуть. Пожиратели миров растеряли весь свой гнев. Адхарва же стоял в полном ошеломлении. Среди них не было ни одного, кто не знал бы этого имени или тех битв, которые выиграл носивший его человек, тех врагов, которых он сразил и тех великих наград, которые он заслужил. «Ты носитель молний?» спросил Тагор. «Титул, пожалованный мне после битвы у горы Арарат в царстве Урарту», сказал Бабудхакал. «Я был удостоен чести поднять стяг молний при провозглашении объединения». Адхарва едва мог поверить своим глазам. Этот воин был самой историей, воплощенной в живое тело, повелитель Гадюаре, последний джигит, истребитель Скандии, престольный убийца». Вся эта череда титулов беспорядочно пронеслась в памяти Адхарвы, вместе с сотнями прочих военных лавров, которыми был увенчан этот воин, завершившись сказанием об окончании легендарной жизни этого великого воина на вершине некогда залитой потопом горы. «В хрониках говорится, что ты погиб», сказал Адхарва. «Ты умер от ран, как только был поднят стяг. Ты пал в той битве вместе со всеми своими воинами». «Ты вроде бы не глупый человек», ответил Бабуд Хакал. «Ты должен быть достаточно разумным, чтобы не воспринимать то, о чем говорится в хрониках буквальным образом. Такие байки, как те, что рассказывают про нас, исходят из уст последнего оставшегося в живых человека. А для императора было бы неприемлемым разделить свою победу с другими. В чем слава, когда ты завоевываешь мир, имея за спиной неодолимую армию? Нет, чтобы посеять зерно легенды, ты должен выиграть ту войну в одиночку. А для этого не должно остаться никого, кто мог бы опровергнуть твою версию событий». «Есть ли другие вроде тебя?» спросил Супха. Бабуд Хакал пожал плечами. «Возможно, кто-то и избежал отстрела, а может и нет. Если верно первое, то к настоящему моменту они, вероятно, уже мертвы, пав жертвами износа собственных организмов. Наши тела проектировали для завоевания планеты, а не для покорения галактики, как ваши». Адхарва слушал слова Бабуд Хакала и поражался тому, что в них не чувствовалось обиды. Если то, о чем говорил воин, было правдой, то император отделался от него и его собратьев, отдав предпочтение генетическому шаблону Астартес. И при всем при том, Бабуд Хакал не производил впечатления человека, питающего хоть какую-то враждебность своему создателю за это чудовищное предательство. «Так как же вышло, что ты до сих пор жив?» спросил Адхарва, уже начиная подозревать, чего Бабуд Хакал мог от них хотеть. «Я не глупый человек», ответил тот. «За годы войны я вызнал у своего создателя все, что только смог, и я много чего постиг из его древней науки. Этого не хватило, чтобы остановить деградацию моего тела, но оказалось достаточным, чтобы продолжать цепляться за жизнь, пока мне не улыбнется фортуна. «Говори прямо», велел Тогор, «Чего ты хочешь?» Бабуд и Атхарва увидел, что к бронированным пластинам его наруча прикреплено коробкообразное приспособление. Оно не обладало элегантностью устройств, которыми пользовались апотекарии легионов, но в нем безошибочно угадывался редуктор, который наряду с Нортецием был важнейшей частью их боевой экипировки. Нортеций исцелял раненых, редуктор же предназначался для мертвых. Его первым и единственным предназначением было извлечение геносемени павшего космодесантника. «Я хочу, чтобы вы помогли мне сохранить жизнь», ответил Бабуд Хакал. 2. Кай прочитал шок в ауре от Харвы, но до того, как космодесантник успел ответить, крыша храма провалилась внутрь от серии взрывов. Деревянные балки и известняковые плиты закувыркались к полу в ливне пылающих обломков. «Берегись!» выкрикнул астропат, когда прямо перед ним рухнул горящий кусок стропила, раздавив под собой пожилого человека. Кай и Роксана в панике отпрянули от сыплющихся сверху обломков. В храм спустились по леерам солдаты в черной броне, пришедшие по пятам за оглушительными раскатами свето-звуковых гранат. Из-за дверей храма доносилось хриплое рычание тяжелых машин из трех от автоматных очередей. Резкие отзвуки разрывов крупнокалиберных снарядов, ударяющих в стены ущелья, перемежались воплями перепуганных людей. «Ложись!» заорал Кай, когда один из бойцов начал стрелять веером из своего оружия. Пули разносили скамьи в щепки и вгрызались в мраморные стены. Остропад потянул Роксану, заставляя ее пригнуться к полу, и потащил ее прочь от солдата, но кричащие люди блокировали проходы между перевернутыми скамьями, отрезав все пути к спасению. Прямо перед Каем осел на колени мужчина, в его груди была дыра, а голова была сожжена лазерным выстрелом. «Что происходит?» выкрикнула Роксана, промаргиваясь от последствий гранатных вспышек и закрывая голову от крошек измельченного мрамора, которые дождем сыпались сверху. «Те люди черные стражи», ответил Кай, «Это за мной». Он рискнул расширить свое ментальное восприятие за пределы их ближайшего окружения, вздрагивая от каждого перестука выстрелов и ошеломляющего раската гранатных разрывов. По помещению растекались облака дыма, затрудняющие видимость, но не они представляли преграду для второго зрения астропата. Он видел, как солдаты вбегают в храм и рассыпаются веером, укладывая всех попадающихся им на пути безжалостно эффективными очередями выстрелов. К нему направлялась группа бойцов, двигающихся в идеальном согласии, но не успел один из них выкрикнуть предупреждение, как в их рядах очутился гигантский воин, вооруженный обломком алебарды. Тагор уложил троих за столько же ударов и выпотрошил еще двоих, прежде чем остальные солдаты вообще успели среагировать на его появление. Следующие два бойца упали замертво с проломленными черепами, а еще один рухнул со сломанной шеей. Супха сражался бок о бок со своим сержантом. Он убивал с безыскусной яростью, пытаясь подражать тому неистовству, с которой сеял смерть Тагор. Кай оторвал от него свой взгляд, заметив Асупху, который двигался сквозь облака густого дыма, словно призрак. В отличие от своего брата, Асупха убивал планомерно, и было очевидно, что он целенаправленно выбирает своих жертв. Первым пал черный страж с винтовкой класса буров, за ним последовал боец с плазменным оружием. В убийствах, которые совершал Асупха, прослеживался четкий порядок. Его методичность совершенно не сочеталась с действиями его брата, у которого все выглядело так, будто он чинил расправу совершенно беспорядочным образом. Сквозь сбивающие с толку вспышки псионического света двигались другие фигуры. Воздух пропитал красный туман насилие, сгущаясь в нем с той же неуклонностью, что и дым от гранат. И в атмосфере пульсирующей злости, которая позволяла бойцам делать свой ратный труд, становилось все труднее различать отдельных людей. Посреди багрового тумана пламенело несколько силуэтов. Они принадлежали людям, чью энергетику и жизненные силы не могло ни притушить, ни затронуть развязанное здесь насилие. В одном из них Кай узнал Адхарву, в двух других Бабудхакала и его подручного. Из Адхарвы изливались слепящие разряды псионической энергии, и в этом огне, который он добывал из-за материума, гибли дюжины солдат. Бабудхакал скользил сквозь хаос-сражения, словно он просто желал переместиться из одного места в следующее. И Кай за всю свою жизнь еще не видел человека, который двигался бы с такой стремительностью. Тех, кто на него нападал, он убивал безо всякого труда, а тем же, кто его игнорировал, он отвечал той же любезностью и позволял им жить. Шквал выстрелов не ослабевал, и моленников храма истребляли без всякого разбора. Кай и Роксана поползли к задней части здания, карабкаясь через растерзанные тела и перевернутые скамьи в отчаянном стремлении спастись. Астропад вошелся через плечо на исполинах тяжелых полированных доспехах, который размашистым шагом входил в храм, тогда как все прочие были окутаны в багрянец или золото. Аура этого воина сияла чистым и смертоносным серебром. Кай вздрогнул всем телом, узнав грозную и неумолимую целеустремленность Сатурналии. С ним вошел еще один мужчина. Он был хрупчик устодия, но не уступал ему ни в яркости, ни в опасности. Желудок Кая внезапно скрутили спазмы боли, и на него нахлынуло ощущение присутствия чего-то омерзительного, чего-то такого, что заставляло его вспомнить все постыдные поступки, которые только лежали у него на совести. Кай прекратил ползти, обхватил голову руками и затряс со всем телом от слепого ужаса. В его поле восприятия не было ничего, что могло бы объяснить это чувство, но он инстинктивно сжимался в комок, а из мира утекали краски и жизнь. Кай, выкрикнула Роксана откуда-то совсем издалека, ты где? При упоминании его имени человек рядом с Сатурналией стремительно обернулся кругом и выхватил из ножен меч. Его клинок обрамляло сияние, и этот свет был самым чистым из всех, что Астропат видел в своей жизни. «Кай, Зулейн!» выкрикнул Сатурналия. «Выйди вперед!» В ответ из красного тумана выдвинулись две тени, две исходящие злым светом и яростью кляксы-близнецы, которые сияли так же интенсивно, как и Сатурналия. Но если пламя Кустодия было обузданным, то эти пылали словно пожары, которые гуляли по равнинам Мерики в те годы, когда лето выдавалось длинным и жарким. Их ярость и самоконтроль давали сочетание, идеально подходящее для схватки с таким тренированным воином. Мечник двинулся вглубь храма стремительной и уверенной походкой. И Кай сглотнул, борясь с тошнотой. Мужчина не обращал внимания на схватку между пожирателями миров и Сатурналией. Он пришел сюда за Каем и казалось, что он отчаянно пытается добраться до него раньше всех остальных. Астропат остошнило и он перекатился на бок. Ему нужно спасаться отсюда, но куда? Храм наводняли выстрелы черных стражей, сражающихся с отвергнутыми мертвецами. Кай потерял любой след своих былых защитников и сейчас он уже жалел о своем желании отделаться от них. Астропат сделал глубокий вдох и заставил себя подняться на корточки. Он последовал заинтарным сиянием, которое отмечало присутствие Роксаны. На его плече сжалась рука. Он попытался стряхнуть ее, но хватка была неумолимой. Кая вздернули на ноги и он очутился лицом к лицу с воином, вооруженным сияющим белизной клинком. Его слух утверждал, что рядом с мечником находится еще один человек, но он был абсолютным невидимкой для второго зрения астропата. Отвращение до мурашек по коже, которое чувствовал Кай, говорила ему, что там что-то было, но его восприятие свидетельствовало не просто об отсутствии жизни, а о присутствии чего-то такого, что действовало отталкивающе на все живое. Чем бы оно ни было, это ощущалось, как пустой прогал в красках окружающего мира. А когда картина, видимая вторым зрением Кая задергалась и начала неумолимо погружаться во тьму, он наконец понял, кто служил источником ужаса, который пробирал его до мозга костей. «Пария!» выдохнул он. Мечник отвесил ему короткий поклон, настолько абсурдный на фоне свирепствующей вокруг резни, что Кай едва не рассмеялся. «Я Ясу Нагасена, и ты идешь со мной», сказал Мечник. Слова прозвучали отрывисто и четко. Прямо рядом с Каем в пелене света и дыма шевельнулась огромная тень. Хотя остропад практически лишился второго зрения, он мгновенно опознал отдающий железом вкус ее ауры. «Нет», прорычал Тагор раскатом горной лавины, «не идет». Три. Роксана не видела низги, глаза слезились, першила в горле. Полосы едкого дыма скрывали все на расстоянии дальше метра, но она продолжала ползти, потому что это было лучше, чем оставаться на месте. Она потеряла Кая, но не осмеливалась обернуться назад. Гвалт грохочущих очередей и фьют щелк лазерных выстрелов вселял страх, но еще ужаснее была податливость трупов, через которые она переползала в своем отчаянном стремлении спастись. По ее щекам текли слезы, частью вызванные дымом от гранат, но в основном из-за того, что она оплакивала мертвых, которыми наполнился храм. Эти люди не были ей чужими, а сейчас их вырезали, как скот. Звуки, доносящиеся из-за стен храма, свидетельствовали о еще более интенсивном обстреле, и она понимала, что убивают даже тех, кто толпился в ущелье снаружи. К ней протянулась рука, и Роксана вскрикнула, когда она коснулась ее плеча. Девушка схватила ее, но потом отпустила, увидев, что ее хозяин мертв. Его грудь и живот покрывали кровавые кляксы, и рука с тянущимися к ней пальцами упала, когда она поползла дальше. Движение вызвали обломки, падающие на мертвеца с крыши. Это было безумием. Все это полномасштабное истребление невинных в поисках одного человека. Она не могла понять ментальность тех, кто убивал своих ради какого-то расплывчатого стремления к всеобщему благу. Разве они не осознают, что истребляя своих собственных граждан, они убивают часть себя? В дыме обнаружился зазор, и Роксана мельком увидела тот неистовый хаос, в который погрузился храм. Солдаты, которых Кай назвал «черными стражами», все еще сражались с космодесантниками и платили высокую цену, чтобы вырвать у них превосходство. Несколько десятков уже лежали трупами, а Стартес отличались редкой основательностью при учинении резни. Стоящий в центре храма воин, к телу которого были пристегнуты пластины красной брони, убивал атакующих его солдат струящимися разрядами голубого пламени и сплетениями дуговых молний. Лазерные выстрелы огибали его, как преломленный свет, а обычные боеприпасы со шлепком останавливались в метре от его тела, словно наткнувшись на противодействие невидимой силы. Черные стражи, которые с ним сражались, сгорали, как факелы, или взрывались столбами вскипающей крови. В его глазах стояло безумие. В них виделась мстительная потребность выплеснуть копившуюся десятилетиями досаду на тех, кто вынуждал его прятать свою истинную суть. Роксана никогда не встречалась ни с одним воином из тысячи сынов, и при взгляде на то удовольствие, с которым он вершил свою месть, ей расхотелось видеться хоть с кем-то из них до конца своих дней. Роксана раздался в грохоте чей-то голос «Сюда, быстрей!» Шквал лазерных выстрелов выжиг дыры в камне по соседству, и девушка нырнула вниз. Сощурившись, чтобы лучше видеть сквозь дым, она обнаружила Маю и двоих ее детишек, которые жались друг к другу в импровизированном укрытии изрухнувших каменных глыб и деревянных балок крышек. Мая махнула ей рукой, и Роксана устремилась к ней, спотыкаясь и оскальзываясь на развороченных каменных плитах. «Сюда, деточка!» сказала Мая, затаскивая ее в относительную безопасность их случайного убежища у ног отсутствующего ангела. «Мая!» произнесла Роксана, крепко обнимая женщину. Арик и младший сын Мая, мальчик с зерошенными волосами, чего имени Роксана так и не узнала, лежали, закрыв головы руками. И всхлипывали, напуганные развязанным вокруг них кровопролитием. «Что происходит?» спросила Мая, с видимым усилием сдерживая слезы. «Они собираются нас всех убить!» не подумав, брякнула Роксана. «Здесь никого не оставят в живых!» «Не говори такого, мисс Роксана!» умоляюще произнесла Мая. «Мои мальчики, это единственное, что у меня осталось. Это должно быть какая-то ошибка. Они не причинят вреда моим мальчикам». А Роксана не смогла рассудить, была ли эта фраза вопросом, так что она просто отрицательно помотала головой. «Нет, не причинят», сказала девушка. И Майя посмотрела на нее с таким облегчением, что той оставалась лишь надеяться, что черные стражи не выставят ее лгунии. Хотя Роксана и была здесь в большей безопасности, чем на открытом месте, она чувствовала прилипший к ней взгляд золотых глаз, как будто на нее готовится прыгнуть опасный зверь. Она испуганно обернулась, но ничего не увидела. Приступ острого страха не проходил, и она подняла глаза, сматриваясь в гладкое лицо отсутствующего ангела. Казалось, что лишенная черт голова разглядывает ее любопытствующим взглядом, и Роксана покачала головой, осознавая всю странность подобной идеи. Она потянулась к изваянию пальцами, и голова громадной статуи словно бы подалась ей навстречу. Звуки схватки стихли, став едва различимыми, и губы Роксаны разомкнул легкий вздох, когда она увидела, что в бездонных глубинах полированного неприта сгущается намек на бледный лик. Роксана поднялась на колени, притянутой гипнотизирующей прелестью этого лица, которого не могло существовать. «Вы с ума сошли?» сердито прошептала Майя, хватая Роксану за одежду и стаскивая ее обратно на пол. Звуки битвы снова нахлынули оглушительным шквалом, и когда девушка вновь подняла глаза на отсутствующего ангела, бледное лицо уже исчезло. «Хотите, чтобы вам отстрелили с плеч эту милую головку?» строго спросила женщина. Роксана замотала головой и тесно прижалась к Майе. Та была крупной женщиной с материнскими повадками, и Роксана чувствовала себя защищеннее, уже просто находясь рядом с ней. Она заметила, что Арик непрерывно вертит в своих пальцах поблескивающее серебряное кольцо. «Они собираются нас убить», произнес мальчик. И хотя это был всего лишь шепот, на душе у Роксаны заскребли кошки от услышанной в нем наивной мольбы. «Пожалуйста, помоги нам!» «Пожалуйста, помоги нам!» «Пожалуйста, помоги нам!» «Пожалуйста, помоги нам!» В вихрящемся тумане шевельнулся чей-то силуэт, и девушка схватила кусок сломанной скамьи с острым концом. Не ахти, какое оружие, но придется обойти сим. Из дыма возник Палладис Навандио, и она расслабилась, его лицо было забрызгано кровью, а в глазах стояли слезы. Он шатался, как пьяный, и Роксана почувствовала, что при мысли о том, что здесь устроили, ее страх сменяется злостью. «Палладис!» выкрикнула она, и он со страшным облегчением развернулся к ней. «Сюда!» «Роксана!» разрыдался он, доковыляв до нее и тут же обрушившись на пол. Он упал в ее объятие, и она почувствовала, как колотится его пульс. Он плакал на ее плече, крепко обхватив ее руками. Вокруг них продолжалась резня. «У меня не вышло!» простонал он. «Этого было совершенно недостаточно. Я не смог удержать ее на расстоянии, и теперь все остальные должны страдать». Роксана затащила его за их хлипкую баррикаду. Он поднял голову, глядя на отсутствующего ангела. «Зачем?» требовательно спросил он у безликой статуи. «Я делал все, что мог, чтобы держать тебя ублаготворенным. Зачем тебе нужно забирать этих людей? Зачем? Забери вместо них меня, забери меня и позволим жить. Я снова встречусь с тобой, любовь моя. Мои милые мальчики, отец скоро вас увидит». Палладис поднялся на ноги, крича статуи обвиняющим и требовательным тоном. «Забери меня, сволочь!» Роксана хотела попросить его не шуметь, но поняла, что никакие ее слова не остановят тот душераздирающий поток, что хлестал из глубин его сердца. «Забери меня!» схлипнул Палладис, оседая на колени. «Пожалуйста!» Четыре «Вступай!» произносит воин, в котором Ногасена узнает Тагора, и Кай Зулейн бросается на утек. Картона немедленно устремляется в догонку, а Ногасена позволяет ему уйти. Ему нужно сосредоточиться по максимуму для предстоящей схватки. Тагор свирепый и беспощадный противник, но Ногасена знает, что должен с ним сразиться. Так требует его честь, и если ему удастся спасти этим, то последнее, что еще от нее останется после этой охоты, этого будет достаточно. Тагор держит обломок оружия с длинным широким клинком. Ногасена узнает в нем алебарду Кустодия, и надеется, что она больше не способна создавать поле вокруг своего лезвия. Он опускается в низкую боевую стойку и поднимает над головой свой меч, так что его кончик указывает на сердце пожирателя миров. Думаешь, сможешь со мной состязаться, человечек, спрашивает Тагор. Его глаза горят огнем убийцы. Ногасена не отвечает, его глаза мечутся по огромному телу пожирателя миров. Он ищет ищет какую-нибудь уязвимую точку, любую полученную ранее травму, которая могла бы дать ему преимущество. Он замечает пулевое ранение в боку и следы желто-черного синяка, которые выступают из-под пластин доспехов, снятых с мертвеца после схватки у антиоха. «Я сломаю эту твою зубочистку, потом оторву тебе голову», обещает ему Тагор. И Нагасена знает, что он более чем способен подкрепить подобные угрозы делам. Тагор атакует без предупреждения, пытаясь полоснуть охотника своим мясницким клинком. Удар свиреп, но и не лишен сноровки. Нагасена откачивается в сторону и стремительно выбрасывает все дзики, нанося жалющий удар в предплещи Тагора. Ответный удар едва удается отразить, и Нагасена шатается от его невероятной силы. Ему доводилось сражаться со Стартес в тренировочных клетках, хотя ни разу на настоящем оружии и никогда хоть с каким-то успехом. Что же до нынешней битвы, то ему повезет, если он протянет хотя бы несколько секунд. Тагор истолковывает его колебания как страх и ухмыляется во весь рот. Они колют, режут и парируют, танцуя друг вокруг друга, испытывая мастерство противника каждым своим ударом. Несмотря на все свое остервенение, Тагор показывает себя превосходным воином и грамотным мечником. И там, где ему не хватает мастерства, он запасом компенсирует это решимостью и неугасимой свирепостью. Все его атаки от первой и до последней проводятся совершенно неизменными энергией и страстью. Нагасена уклоняется от самых мощных ударов. Прочие же отражает и когда может атакует сам. Он превосходит Тагора в искусстве владения клинком, но их обучали настолько разным боевым стилем, что для обоих воинов оказывается сложным понять истинную цену своему противнику. А ты хорош, человечек, сообщает Тагор. Я думал, что к этому моменту ты уже умрешь. Ты обнаружишь, что я полон сюрпризов, отвечает Ногосена. И все таки я тебя убью, заверяет его Тагор. В то время как Ногосена вертится вокруг и проводит умопомрачительные серии низких колющих и высоких режущих ударов. Некоторые Тагор парирует, от других уклоняется, каким-то позволяет в него попасть. Его броню усеивают разрубы и вмятины, но цель Ногосена не в том, чтобы уложить его одним смертельным ударом. Вместо этого он из-под тишка подводит свои атаки к пулевой воронке в Бакутагора. Когда Пожиратель миров откачивается вправо, Ногосена видит брешь защиты и прокручивается над самой землей, подныривая под обезглавливающий удар Алибарды. Он изо всех сил бьет мечом вперед, вгоняя клинок в покрытую коростой рану в боку Тогора. Металл натыкается на жесткую плоть и кость, но Ногосена использует набранный им импульс и инерцию движущегося к нему Тогора, чтобы погрузить острие глубоко в тело противника. Тогор хрипит, когда кончик меча Ногосены вырывается из его спины. Его металлические пластины, загнанные в его череп, потрескивают разрядами энергии, сглаживая его мучения обезболивающими препаратами. Ногосена крутит свой меч вокруг оси, стараясь освободить его из тела космодесантника, но его заклинило так глубоко, что охотнику не хватает сил. Он затягивает свою попытку слишком надолго, и Тогор наотмаш ударяет его кулаком в плечо. Ногосена выпускает все дзики из ослабевших пальцев и обрушивается на пол. Он хватается за свое плечо, зная, что у него сломана как минимум одна кость. Охотник успевает перекатиться на бок, и Ногата Гора обрушивается на то место, где он только что лежал. Он двигается со всей доступной ему скоростью, увертываясь от жаждущего его смерти пожирателя миров. В своей спешке он не замечает выступающие жердины сломанной балки крыши и спотыкается, зацепившись за нее краем стопы. Ногосене удается избежать падения, но он на мгновение отвлекается. Это все, в чем нуждается Тогор. Алибарда вылетает вперед, подцепляя Ногосену зараненное плечо в имитации удара, нанесенного им пожирателю миров. Ее наконечник аккуратно рассекает ключицу напополам и перерезает сухожилия, соединяющие мышцы с костями. Удар нанесен прицельно, что никак не вяжется с убийственной яростью в глазах Тогора. И охотник в очередной раз осознает, что недооценил пожирателя миров. Ногосену вздергивает над землей. Он висит перед своим противником, как червяк на крючке. Тогор одаряет его лучезарной ухмылкой и тянет свободную руку к его шеи. «Я сказал, что убью тебя», произносит пожиратель миров. «А если я говорю, что убью кого-то, то я его убиваю». Ногосена не отвечает, ему слишком больно. Да нет таких слов, которые спасли бы ему жизнь. Толстые пальцы Тогора смыкаются на горле Ногосены, с легкостью обхватывая его шею. Им понадобится стиснуться всего только раз, и кости его позвоночника раскрашаться в порошок, трахею сомнет, и непрочная ниточка его жизни будет оборвана. Однако, рука так и не сжимается. Мимо Ногосены мелькает ослепительное копье голубовато-белого света, обжигая своим жаром кожу под его одеждами. Охотник на миг лишается зрения, но слышит влажную копель крови, льющейся из изувеченного тела, и ощущает насыщенную, отталкивающую вонь горелой человеческой плоти. Он снова начинает видеть, то обнаруживает, что Тагора распотрошила близким выстрелом из какой-то разновидности плазменного оружия. Пожиратель миров падает на колени, в его теле зияет воронка, прожженная насквозь. Его лицо искажено от мучительной боли, непереносимой даже для того, кто обладает генами и подготовкой Астартес. Он разжимает пальцы на горле Ногосены и обрушивается на бот, затем перекатывается на спину, пока его тело сражается, чтобы спасти ему жизнь. Ногосена знает, что ему не выиграть эту схватку. Тагор вытягивает все дзики из своего тела, гримасничая от боли. Он протягивает Ногосени липкий от крови клинок и в этом жесте сквозит уважение. Ты был достойным врагом, задыхаясь, произносит умирающий пожиратель миров. Хорошо сражался для смертного. Ногосена принимает этот комплимент с глубоким поклоном и берет предложенный ему меч. А ты был достойной добычи. Возвращает он любезность, хотя и знает, что это послужит слабым утешением. Я прошел алой тропой. Медленно кивает Тагор. Он закрывает глаза и говорит «Для меня война закончена». Хотя это и идет вразрез со всеми принципами мечника. Ногосена убирает оружие в ножны прямо с кровью врага на клинке. Он оборачивается и видит Максима Головко с гудящей плазменной винтовкой. Ее зарядные кольца все еще слабо светятся, а ее дуло истекает в воздух прозрачным дымком. Он собирался тебя убить, с удовольствием заявляет Головко. Благодарности можешь отложить на потом. 5. Как только ослабло ощущение спазма в животе, а второе зрение снова начало показывать внутренние помещения храма в тусклых оттенках приглушенной цветовой гаммы, Кайс потыкаясь бросился прочь от мечника. Столкновение с парией заставило его взмокнуть от пота. Астропата внезапно захлестнула с опоздалым шоком и страхом, и он упал на колено. Он слышал о париях, о них болтали и перешептывались в городе прозрения. Но до сегодняшнего дня он никогда не верил в их существование всерьез. Абсолютная пустота того человека внушала ужас. Это был зияющий, бездонный вакуум, полное отсутствие начинки обычного человеческого бытия в виде памяти, жизни и витальных энергий. Одна только мысль о его неприсутствии леденила душу, и Кай почувствовал, что к нему возвращается тошнота, вызванная отсутствием у этого человека души. «О нет!» прошептал он, оборачиваясь и разыскивая источник своего недомогания. Он не мог ничего увидеть, но теперь, зная, что нужно искать, он пытался обнаружить пустоту Парии. Вон там, зазор в клубящемся кровавом тумане насилия. Кай развернулся и побежал, но Пария был быстрее. Хотя Кай и мог воспринимать пустоту, отмечающий его присутствие, он был не в силах от него ускользнуть. Рука Парии сгребла Остропата за шиворот и удержала его с такой силой, что он встал, как вкопанный. Хватка у этого человека была, как у машины, такая же могучая и непоколебимая. «Ты уже и так далеко удрал», произнес чей-то голос, скрижища, как тержавые зубья страха, которыми продирала по позвоночнику Кая. Остропат едва сдерживал тошноту. Все его тело тряслось от ужаса, порожденного бесконечной неправильностью этого человека, которого вообще не должно было существовать на свете. «Кто ты такой?» задыхаясь, спросил Кай. «Меня зовут Картона», ответил его пленитель. «А тебе подошла, пора умирать». 23. Алая тропа. Любимец из клана. Высвобожденный ангел. С того дня, как Асупха и Супха в последний раз воевали вместе, прошло больше сотни лет. Столетие с Гаком минуло с тех пор, как они сражались вот так, как сейчас, как боевые братья, по колено в крови и против такого грозного врага. Жизнь впереди или погибель, но Кустодий был воином, который заслуживал того, чтобы почтить его славной смертью. И Асупхе хотелось, чтобы его братья по легиону были свидетелями этого боя. Для таких искусных воинов, как они, вооруженное противоборство с одним единственным врагом было даже стыдно так называть. Но притарянец не был заурядным противником. Он сражался с отточенным изяществом. Каждый его удар был взвешенным и рассчитанным. Его движения целиком и полностью предвосхищали действия пожирателей миров. Их троица кружила в грациозном танце, сплетенном из выпадов, уклонений, контратак и парирующих блоков. Супха сражался, как ангрон на арене, яростно и с неослабевающим напором. Он служил идеальным дополнением аккуратного стиля Супхи. Пока враг отчаянно защищался от шквала страшных ударов Супхи, его близнец мог хладнокровно проводить прицельные атаки, выискивая возможность нанести смертельный удар, который мгновенно покончил бы с сопротивлением противника. Но эта схватка шла не так, как они ожидали. Кустодий сдерживал Супху без видимых усилий, работая своим оружием гвардейца с совершенно невозможной скоростью. А Супха разрядил в него свой пистолет. Но воин в золотой броне откачнулся в сторону, как только был сделан выстрел. Его разрубила ствол пополам, а затем ушла в обратном направлении, и ее шипованная древка впечаталась в живот Супхи. Пока близнец приходил в себя от колоссальной силы удара, А Супха не упустил возможности полоснуть кустодия длинным кинжалом, позаимствованным у одного из людей бабут Хакала. Клинок процарапал по наплечнику притарианца и отскочил от нащечной пластины его шлема. Противник ему локтем по лицу, и Астартес зашатался от вложенной в удар силы. Пожиратель миров отступил назад, чтобы прийти в себя, в то время как Супха обходил гвардейца с намерением напасть на него с фланга. «Мне всегда хотелось сразиться с кустодием», проворчал Супха. «Мы не могли решить, кто выйдет победителем», добавила Супха. «Один из наших или один из ваших?» «Вас двое», указал ему кустодий. «Верно, но это не отменяет вопрос. Наши споры всегда заходили в тупик, поскольку настоящий ответ можно получить, лишь схватившись не на живот, а насмерть. «Ты его знаешь, я вижу это по твоим глазам. Ты знаешь, что вам меня не победить». А Супха рассмеялся и отвел свой клинок. «Назови мне свое имя», попросил он, «чтобы мы могли вспоминать могучего воина, которого сразили на Терри». Кустодий перевернул свою алибарду, располагая ее так, словно он стоял на страже. «Я, Сатурналия, принц Скорфагина, инвиктус кронус». «Достаточно», ряпнул Супха, бросаясь на притарианца. Близнец Асупхи все еще пользовался клинком, отломленным от алибарды убитого в склепе гвардейца. Бледное подобие того, чем орудовал Сатурналия, но все еще грозное оружие в руках Кустодий атаковал, припадая к земле и целя наконечником алибарды в живот Супхи. Тот крутнулся вбок, уходя от удара, и обрушил свой клинок на наплечник Сатурналии. Золотая пластина закувыркалась прочь, но острие скользнуло сниз лежащего слоя плотного кольчужного полотна, не успев впустить кровь. А Супха закрепил успех, неистово пнув Сатурналию на бедренной пластины, и Сатурналия осел вниз. А Супха попытался пырнуть его своим ножом, но Кустодий уклонился с траектории удара, и кончик клинка лишь пробороздил визор его шлема. Сатурналия выбросил ногу в подсечке, опрокидывая Асупху. Пожиратель миров упал и тут же откатился, едва избежав алибарды Кустодия, которая обрушилась на него сверху, словно нож гильотины. Мгновением позже он уже был на ногах и увидел, как Супха наносит боковой удар кулаком по украшенному красным султанам шлему Сатурналии. Кустодий рухнул на землю, но прежде чем Супха успел развить свое преимущество, гвардеец сорвал свой помятый шлем и с размаху врезал им по челюсти близнеца. Кость хрустнула, ломаясь от беспощадного удара. Супха опрокинулся на спину и Супха бросился на Сатурналию, отшвырнувшего свой загубленный шлем. Два воина повалились на землю. Их мощные конечности беспорядочно переплетались. Они пихали, царапали и молотили друг друга локтями и кулаками. А Супха ударил лбом по лицу Сатурналии и оскалился в ухмылке, чувствуя, как дробится нос противника. Он нашарил свой нож и силой ткнул им Кустодия в подбородок. Тот блокировал удар своим предплечьем и клинок пропорол наручек кость. Они перекатились и в лицо Супхи врезался бронированный кулак. Удар был таким мощным, что пожирателя миров сбросила с Кустодия. Он сплюнул кровью и поднялся на корточки, готовый снова броситься на Сатурналию. Вся его изощренность исчезла. Он очутился во власти ярости и стал абсолютной копией своего брата. Супха уже был на ногах, его нижняя челюсть практически свисала вниз с черепа. Но то же самое можно было сказать и о Сатурналии. Кустодий уже успел подобрать свою алебарду, и сейчас ее кончик был нацелен в сердце Супхи. Оружие зафонтанировало шквалом снарядов, и Супху качнуло назад, когда в него врезались разрывные болты. Все они сдетонировали внутри его тела, вылетая из спины веерами яркой крови и костяных обломков. Супха рухнул лицом вперед. Он еще не успел долететь до земли, когда из его глаз начала уходить жизнь. «Теперь ты знаешь», произнес Сатурналия, ухмыляясь кровавым зевом рта. А Супха почувствовал, что его глаза заливает красной пеленой ярости. И хотя он всегда стремился заполучить гвозди мясника, он знал, что сейчас не нуждается в них, чтобы достичь состояния кристального бешенства самой чистой пробы. Сатурналия увидел, как он изменился и отступил на шаг назад. А Супха выкрикнул имя своего брата и снова бросился в бой. Кустодий махнул алебардой, но Асупха пронырнул под смертоносной дугой ее траектории и подхватил упавший клинок Супхи. Он полоснул им дважды в быстрой последовательности, одновременно перекатываясь на ноги одним плавным движением. Клинок рассек гибкое кольчужное полотно, защищавшее подколенные впадины кустодии, и из двух симметричных порезов брызнуло красным. Сатурналия рухнул в лужу крови, уже не способной стоять, но все еще в силах сражаться. А Супха обогнул кустодия, чтобы оказаться лицом к лицу с ним. Ярость заставляла все его существо стремиться только к одной цели. «Ты умрешь здесь, сегодня», прошипел Сатурналия сквозь муки боли. Он держал свою алебарду, выставленной перед собой, и Асупха шагнул вперед, так, чтобы ее наконечник уперся ему в грудь. «Я знаю», согласился он, «но тоже будет и с тобой». Асупха ударил вниз своим окровавленным клинком, пронзая им голову Сатурналии, а Кустодий из последних сил ткнул вперед своей алебардой. Оружие гвардейца рассекло сердце Асупхи и пропороло легкие, нанося телу непоправимый ущерб. Оба воина тяжело рухнули вниз, один на другого, как будто обнимаясь в честь завершения своего смертельного поединка. Асупха соскользнул в бок и упал рядом с телом своего близнеца. Истекая кровью на полу храма, он втиснул сломанный клинок, окончивший жизнь Сатурналии в мертвую руку своего брата и сказал, «Мы идем по алой тропе, плечом к плечу, брат». Два. Адхарва увидел, как гибкий мужчина в свободном комбинезоне поднимает кая земли и выбросил руку в его направлении, проговаривая огневой речитатив перидов. Горизонтальный столб пламени прожег себе дорогу через храм, и все деревянные обломки и трупы, бывшие у него на пути, занялись огнем. Его языки взметнулись вверх, жадно пожирая это горючее лакомство, но они опали и угасли, так и не достигнув человека, который удерживал кая в своей хватке. Адхарва бросился к нему бегом, тяжело топая ногами, но тут мужчина развернулся, и воин тысячи сынов узнал любимца Ясу Нагасены. Он тут же забыл о тех манипуляциях с плотью из репертуара Паванидов, который подготавливал в своем уме, и потянулся к поясу за клинком, подавляя тошноту, накатившую при одной мысли о нахождении в такой близости от человека, который был настоящим бичом для его способностей. Струящиеся потоки выстрелов выписывали зигзаги по всему храму, но Адхарва отбрасывал их недолговечными телекинетическими щитами, продолжая бежать через сотворенное им самим пламя. Он знал, что Тагор погиб, сражаясь с Ясу Нагасеной, но не имел ни малейшего понятия о судьбах Супхи и Асупхи, с учетом того, что Северян где-то таился или спасся бегством. Адхарва не мог рассчитывать ни на чью помощь схватки с этим воином клана. Они не канаба, произнес мужчина с противной ухмылкой, от которой Адхарву аж замутило. Приблизь все еще на шаг и Кай Зулейн умрет. Губы Адхарвы скривились в гримасе отвращения. Ты убьешь его в любом случае, паре. Каково это, колдун? спросил воин клана. Каково это, быть слепым? Раскрепощает, соврал Адхарва, делая еще один шаг вперед. Но я могу убить тебя, и не прибегая к своим способностям. Такое возможно, признал паре, сильнее стискивая свою хватку на шее Кая. Однако я сомневаюсь, что ты успеешь убить меня до того, как он умрет. Хотя генетически усовершенствованные глаза и могли разглядеть паре ясно четко, Адхарва обнаружил, что его очертания так и норовят расплыться. Зрение воина тысячи сынов было гораздо совершеннее, чем у смертных. Но умбра паре делало почти невозможным воссоздание его устойчивого зрительного образа. Адхарва сделал усилие, восходя разумом на нижние уровни исчислений, чтобы повысить свою собранность и еще больше обострить концентрацию внимания. Размытое очертания паре плавно сфокусировались, сойдя с четкий силуэт на фоне желтого, дымного марева и оранжевых языков пламени. Адхарва попытался призвать в свою плоть хоть капельку великого океана, но близость столь противоестественного создания делала невыполнимой даже эту простую задачу. Пария был дырой в ткани мира, куда сливалась вся энергия до последней капли. Кай корчился в хватке воину, его лицо было искажено от мучений, которые вызывало прикосновение Парии. Астропад испустил настолько отчаянный крик, что даже Адхарва ощутил жалость. Уже просто находясь рядом с Парией, воин тысячи сунов испытывал такое отвращение, что даже мысль о его прикосновении была совершенно непереносимой. Убийца из клана извлек длинный нож с зазубренным лезвием и раздвоенным на конце клинком. Чего бы ты от него не хотел, оно утрачено, сказал Пари. Прежде чем он успел пырнуть Кая, выросшая за его спиной тень с размаху опустила ему на голову длинный зазубренный обломок деревянной доски. Воин клана в самый последний момент, почувствовавший нападение, извернулся, уходя с траектории удара. Он не смог избежать его полностью и обломок вместо того, чтобы ударить его сбоку по голове, обрушился на его плечо. Адхарова увидел, как женщина-навигатор заносит свою доску для следующего удара, но воин клана не собирался давать ей второй шанс. Она неуклюже махнула своим оружием, но Пария подмырнул под него и толкнул ее в грудь открытой ладонью. Женщина отлетела назад и врезалась в безликую статую под аккомпанемент тошнотворного шлепка плоти о камень. Адхарова вцепился в открывшуюся перед ним возможность и ринулся вперед, выставив перед собой клинок. Воин клана выронил Каи и изогнулся назад всем телом, откачиваясь в сторону от выпада Адхарвы. Пария рубанул вниз ребром ладони, но генетически укрепленные плоть и кости Адхарвы были рассчитаны на нагрузки гораздо выше тех, что был в состоянии приложить любой смертный, пусть даже и прошедший обучение в клане. Адхарва наотмаш ударил Парию в грудь, но тот использовал полученный импульс, чтобы совершить пружинистый кульбив. Он непринужденно приземлился посреди языков пламени. Одна его нога была согнута под корпусом, вторая вытянута в сторону. «Так много псайкеров», произнес он со смешком. «Легко, чуть ли не до неприличия». Адхарва даже не успел задаться вопросом, что Пария имел этим в виду. Как из воротника воина зазмеились металлические пластины. Они развернулись в зогнутые сегменты, словно это был не хромированный металл, а стремительно растущая живая ткань, и заключили голову Парии во вздутый шлем золотисто-серебряных цветов. Из его боковой части выдвинулось трубчатое устройство, а один глаз Парии скрыли линзы, отливающие совершенно немыслимыми оттенками, которые вставали в предназначенные для них пазы. Адхарва почувствовал, что это странное приспособление несет себе страшную угрозу, и встал между воином клана и Каем. Он перекидывал клинок из руки в руку, готовясь схватиться в рукопашную. За его спиной застонал Кай, которого начала отпускать тошнота, вызванная прикосновением Парии. «Я должен тебя поблагодарить», сказал Адхарва. «Я слишком давно не сражался вот так, на клинках. Убить, не прибегая к своим сверхъестественным способностям, это внесет живительную струю в мою жизнь». Пария взвился в воздух, и странное устройство, прикрепленное к его шлему, выплюнуло из своих неестественных линз поток черного света. Действуя на уровне инстинктов, Адхарва попытался вскинуть телекинетический щит, но в нем иссякла вся энергия Великого океана. Разряды ударили его в грудь, и пластины из листовой стали, пристегнутые к его телу, не дали ему нужной защиты от этого чудовищного оружия. Внутри Адхарвы забушевал пожар, охватывая своим ледяным пламенем все его тело. Он оцепенел от боли. По его венам как будто заструился жидкий азот. По телу раскатились пульсирующие волны губительной энергии, словно внутри него взорвалась сверхновой какая-то тлетворная звезда. И точно так же, как сбросившее оболочку светило должно схлопнуться в гравитационный ад черной дыры, так и Адхарва чувствовал, что его жизнь сжимается в роковую сингулярность, из которой уже не будет спасения. Это была не просто смерть. При подобной кончине его жизненная сила не сможет высвободиться в Великий океан, где она существовала бы вечно в качестве неоформленной потенциальной энергии. Ужас, вызванный перспективой такой жестокой судьбы, придал Адхарве сил для сопротивления. И он взревел, вскакивая на ноги. Пария приземлился рядом с ним, снова и снова вонзая в него свой клинок. Из пореза всочилась кровь, и каждый удар отзывался ужасом, который пробирал Адхарву до самой глубины души. Все его инстинкты ворпили о том, чтобы он спасался от этой кошмарной твари, от этой мерзости, у которой не было права существовать в мире, где воцарились живые существа. Адхарва испытывал слепой ужас, ему хотелось убежать и спрятаться. Он был готов на все, лишь бы убраться подальше от этого страшного гнусного создания. Пока он боролся с этим злокозненным влиянием парии, очередной удар ножа вспорол его плоть, а вслед за этим его окутал обжигающий шквал черного пламени, которое воин клана исторг из своего шлема. Адхарва, терзаемый страшной вокруг битву сквозь медленно разбивающееся окно. Одетые в черное бойцы шли через пылающий храм, как бесстрастные автоматы. Они истребляли сжавшихся в комочки людей, которые укрывались от бойни. Пули, выпущенные из их оружия, двигались рывками, как при замедленной съемке. Адхарва увидел Тагора, который так и лежал там, где он пал, с дымящимися ошметками на месте живота и зияющей дурой в груди. На противоположной стороне от погибшего воина обнаружились Супха и Асупха. Мертвые близнецы лежали бок о бок, рядом с рассеченным телом Кустодия. Как и Утагора, их грудные клетки тоже были вскрыты. И каждого окружало огромное озеро невероятно яркой крови. Храм был потерян, и все их надежды доставить Кая Зулей на воителю только одно. И хотя это было чудовищно радикальное решение, лишь так он сможет противостоять паре и помешать тем, кто сейчас стал его врагами, заполучить знания Кая Зулейна. Этот выход был почти таким же тяжким, как смерть, но он не сможет сражаться дальше, не принеся этой наивысшей жертвы. Адхарва был космическим десантником, воином, и хотя он собирался отказаться от той части себя, которая делала его целостным, другого выбора у него не было. Он потянулся глубоко внутрь себя, к той тайной части своей души, которая могла смотреть в Великий океан и черпать энергию из его неиссякаемого резервуара. Он был таким хрупким, этот бесценный результат миллиардов случайных мутаций, которые наслоились друг на друга, за невообразимо долгий временной интервал. Какое-то застывшее мгновение, казалось, растянувшееся на целую вечность, Адхарва колебался, спрашивая себя, не лучше ли умереть, чем остаться слепым до конца своих дней. Лишь пожертвовав чем-нибудь значимым, добьешься чего-то значащего, произнес он, сокрушая эту тайную часть своего существа и навеки обрывая свою связь с Варпом. Он закричал от тоски, как никогда не кричал ни один воин Астартес, и как не закричит снова до самых последних мгновений этой войны, когда перед людьми откроются истинные глубины страданий, которые способны обрушить на них мироздание. Адхарва остался один, все его тщательно разработанные планы пошли прахом, ему больше нечего было терять, и он потянулся к безликому ангелу, нависающему над ним выжидающим стервятником, последней толикой оставшейся у него энергии. Он ощутил нарастающее предвкушение нерожденных тварей, скрытых за его безликой маской, и рванул прочь завесу, которая удерживала их внутри. «Убейте их всех», приказал он, «не оставляйте в живых никого». Три Кай воспринимал схватку от Харвы и воина клана сквозь дымку размытых и перекрывающихся друг с другом аур. Его тело терзали спазмы боли, вызванные отвратительным соседством парии. Желудок так и норовил вывернуться наизнанку, и астропату приходилось прикладывать все усилия, чтобы не потерять сознание. Он сжался в комочек под защитой безликой статуи, совершенно беспомощный перед лицом развернувшийся в храме резни. В руках у него была Роксана, которую он прижимал к своей груди, а незнакомая ему женщина точно так же обнимала двух маленьких мальчиков. Астропат услышал выкрики от Харвы, адресованные нависшей над ним статуей, и ужас пробрал его до самых костей, когда темный гладкий камень покрылся слоем потрескивающего иния. Кай поежился от колючего мороза и посмотрел вверх, внезапно ощутив присутствие чего-то такого, что было гораздо хуже и бесконечно ужаснее, чем любой паре. Очертания отсутствующего ангела дрожали, как будто на самом деле их было двое, и они боролись за то, чтобы занять одно и то же пространство. Они раздваивались и сливались, напоминая пару перекрывающихся слайдов. Кай увидел, что из одного из этих силуэтов выпирают многочисленные глаза, клыкастые пасти и когти, и как будто вселенная больше не могла совладать с двумя соперничающими реальностями. Дергающиеся очертания с треском разъединились. Воздух храма расколол пронзительный родовой крик. Это появление на свет было одновременно и болезненнее и радостнее, чем то, через которое приходится пройти любому смертному новорожденному. Из отсутствующего ангела воспарил и реальный силуэт. И, несмотря на то, что второе зрение Кая еще не восстановилось до конца, он мог разглядеть его до самой последней детали. Он напоминал Исполина в изорванных призрачных одеяниях, а то, что скрывалось под накинутым на его голову капюшоном, можно было сравнить лишь с бездонным вакуумом вселенной, в которой уже умерли все галактики, и с той безжизненной пустошью, которая может существовать лишь под горизонтом событий черной дыры. Великан распахнул свои скелетоподобные руки, и его объемистые одежды вздулись под завывающими потоками эфирной энергии. За его спиной свилась пара льдиста белых крыльев, прорезая воздух лентами замерзшей атмосферной влаги. Столбик термометра мгновенно упал ниже нулевой отметки, и каменные стены храма покрылись потрескивающими морозными узорами, а все бывшее в нем стекло разлетелось вдребезги. Перед Каем туманился пар его дыхания. Его трясло от ужаса перед этой величественной и чудовищной сущностью, которая от Харва выволок из безликой статуи. Внушаемый ей ужас подействовал на Астропата сильнее, чем любой страх, который ему доводилось испытать прежде, включая даже самые черные моменты на борту Арго. Вся та скорбь, все те страдания, вся та невыносимая боль и горести, которые выплескивали из себя в этом месте, сформировали тело этой тварей, и сущность из материальной энергии, сплавившись с ним, стала этим чудовищным ангелом отмещением. В его безликом сердце выплакивали смерть, а сейчас ему приказали высвободить этот груз самым, что ни на есть прямым путем. Отсутствующий ангел слетел вниз в храм с распростертыми руками. Из-под его капюшона вырывался протяжный крик. Этот звук пронзил Кая до самой глубины души, словно ледяной кинжал, и он зажал руками уши. Черные стражи начали стрелять в ангела, но такому созданию не могли повредить подобные пустяки. Его призрачное тело пропускало пули, и его контуры лишь подергивались от лазерных выстрелов, которые проходили его насквозь без малейшего вреда. Ангел подлетел к бойцам, и они падали на колени, лишаясь рассудка даже от беглого взгляда на его скрытое капюшоном лицо. Взор ангела нес смерть, и куда бы он не поворачивал голову, там солдаты падали на земь, замерзшими в груди сердцами. Его крик был нескончаемой панихидой по мертвым, мрачным пронзительным гимном, воспевающим тщету жизни и неизбежной смерти. Его вопль леденил душу, как холодные объятия могилы, и остававшиеся в живых черные стражи обратили на себя свое собственное оружие. В укрытие под статуей прибрел шатающийся Адхарва. И хотя это он высвободил этого жуткого ангела, Кай понял по его ауре, что воин тысячи сунов убит горем, как будто он лишился того, что значило для него больше всего на свете. И даже несмотря на то, что второе зрение Астропата было затуманено близостью Парии, Кай мог увидеть, что именно с ним произошло. Адхарва больше не был псайкером. «Что же вы сделали?» задохнулся Кай, выпустив изо рта клубы пара. «То, что был должен», ответил Адхарва. Кай почувствовал, как зашевелилась Роксана. Он отвел свой полный ужасов взгляд от воина тысячи сынов и посмотрел на девушку, которую держал в своих руках. Она подняла голову, но Кай успел отвернуть ее лицо, прежде чем она успела разглядеть «Не смотри на него», сказал он, и ей хватило благоразумия его послушать. «Что это?» спросила она, не открывая плотно зажмуренный глаз. «Смерть», ответил Кай, зная, что это лишь половина правды. Он почувствовал рядом с собой какое-то движение, обернулся и увидел Палладиса Навандио, который выходил в хаос побоище. Светилище, которое он возвел на пепелище собственного горя, стало братской могилой, гробницей для живых, ужасным кривым отражением того, чего он пытался достичь. «Палладис, что ты делаешь?» заорал Кай. «Что должен?» прорыдал тот, целеустремленно вышагивая к ангелу, который опустошал ряды живых. «Я же сказал, чтобы ты забрала меня!» выкрикнул Палладис. «Возьми меня и убирайся прочь!» Ангел парил прямо тело омывал адский свет пылающего под ним пожарища. Тьма под его капюшоном замерцала, как будто тварь признала в приближающемся человеке того, кто приложил руку к ее сотворению. Ангел начал снижаться с широко распахнутыми руками, оставляя за собой искрящийся след из замерзшей атмосферной влаги. Он заголосил еще пронзительнее, и объятому ужасом Каю оставалось лишь наблюдать, как серебрящиеся льдистые крылья начинают обертываться вокруг Палладиса Навандио, заключая его в жуткие объятия. Палладис, прошу тебя, выкрикнула Роксана, увидев, что тот делает, вернись. Хозяин храма повернулся на звук ее голоса, но даже не шевельнулся, чтобы спастись из когтей ангела. Все нормально, Роксана, успел сказать он, пока вокруг него смыкались крылья. Я теперь буду с ними. Как и предшествовавшие ему солдаты, Палладис Навандио рухнул на пол храма, умерев в мгновение ока. Теперь ничто не мешало его душе воссоединиться со своей утраченной семьей. Нет, закричала Роксана, и ангел поднял голову, прикипев своим безглазым взглядом к кучке смертных, съежившихся под прикрытием статуи, которая так долго служила ему тюрьмой. Его скорбные крики отразились от стен, звуча совокупным хором всех тех душ, что были обречены на забвение во все эпохи и все времена. Кай услышал в них свою смерть. Роксана взяла астропата за руки и развернула его лицо к себе. Кай, с этим нужно покончить, сказала она. Причем покончить сейчас? Он замотал головой. Я не могу это остановить, я не знаю, как. Можешь, возразила она. Это единственное, в чем я уверена по поводу всего этого. Это можешь остановить лишь ты. Как? спросил Кай, чувствуя неумолимое приближение демонического ангела. Иди со мной, сказала Роксана, закрывая глаза. От рук девушки растекалось тепло, переливаясь из ее тела в его плоть. Ее дыхание стало глубже, и Кай ощутил касание псианической энергии, той необычной разновидности, которая была свойственна Роксане. Навигаторы и остропаты относились к разным породам, и ни один человек, не входящий в навес набелиты, не знал истинных пределов подвластных им сил. Дыхание Кая стало глубже, и у него возникло ощущение, что Роксана затягивает в себя саму его сущность. Он хотел было возмутиться, не желая уступать власть над своей личностью, но успокаивающий голос Роксаны продолжал тянуть сознание Кая внутрь ее собственного. Ощущение смахивало на начальной стадии трансанунцио, и хотя их физическим телам угрожала смертельная опасность, Кай позволил, чтобы его окутала странной энергией девушки. Если это был его смертный час, то разве есть что-то лучше, чем встретить его в душевных объятиях друг друга? Куда мы направляемся? спросил он. На Арго, ответила Роксана. 4. Кай открыл глаза и обнаружил себя в знакомом пространстве грезы, где от края и до края мира простирались струящиеся складки золотистых песков безбрежной пустыни Руб-Эль-Хали. Он стоял под лазурного озера, чьи воды колыхала странная зыбь. Солнце висело на далеком горизонте полукружием расплавленной бронзы. На среднем плане сверкала крепость Арзашкуна, похожая на блестящую безделушку. Закат превратил ее башни в золото, а ее стены дрожали в зноеном мареве пустыни. Кай знал, что нужно было попытаться добраться до безопасных пределов крепости, но чувствовал неожиданное нежелание двигаться в том направлении. Вместо этого он перевел взгляд на побережье озера. На низком столике была установлена доска для игры в регицып. Фигуры по всей видимости расставили произвольным образом, поскольку казалось, что некоторые из них поместили на клетки, до которых они никак не смогли бы добраться по ходу партии. Кай вспомнил, что он с кем-то здесь играл. Это был скрытый капюшоном человек с золотыми глазами, но память отказывалась раскрывать хоть какие-то дальнейшие подробности. Роксана стояла рядом с Каем, держа его за руку. Светило медленно тонуло в горизонте. «Солнце садится», заговорил Кай. «Раньше оно никогда так не делало». «Это пространство грезы теперь не только твое, оно и мое тоже». «Я знаю, не имею ничего против». «Здесь красиво», сказала Роксана. «Могу понять, почему ты сюда ходишь». «Здесь безопасно», ответил Кай. «По крайней мере, было когда-то». «Дарго?» Кай кивнул, уже ощущая присутствие черного ужаса, подкрадывающегося к ним под песком. У него было чувство, что он не приходил сюда целую вечность, хотя и знал, что с момента его прошлого появления здесь не могло пройти больше дня. В состоянии трансанунцио понятие времени теряло смысл, и можно было прожить за одну грезу целую жизнь. «Он здесь, да, Арго?» «Да», ответил Кай. Тень под песком подбиралась все ближе. Он чувствовал, как цепкие когти вины и щупальца угрызнений совести прокладывают себе дорогу к поверхности пустыни, но не испытывал никакого желания бежать в безопасность крепости. Роксана сказала, что это должен прекратить он, а еще ничто и никогда не прекратилось из-за того, что от него бросились наутек. На этот раз он встретит то, что появится из глубин его подсознания, лицом к лицу, чем бы оно ни было. И как будто, притянутый желанием Кая, ужас сарго вырвался из-под песка с клизким черным кошмаром, исходящий криками смерти. Астропад боролся с его затягивающей хваткой, и страх, который прежде сдерживало присутствие Роксаны, поднимался в нем удушливой волной. Я не могу, выдохнул он. Можешь, возразила Роксана, беря его за руку, и Кай пожалел, что не обладает хотя бы частью ее хладнокровия. Я здесь, прямо рядом с тобой, и это пространство грезы, оно и мое тоже, помнишь? Я помню, ответил Кай. Черная волна потащила их вниз, как маслянистые зыбучие пески. Тогда позволь показать тебе, что видела я, сказала Роксана. 24. Арго. Мертвые способны простить. Окончание игры. 1. Кая поглотил черный песок, и на него обрушилась новая волна страха. Он сделал панический вдох, но, опреки его ожиданиям, его легкие наполнились не маслянистой жидкостью, а до более холодным воздухом. Вместо того, чтобы очутиться в кромешной тьме, астропад погрузился в иллюзорный калейдоскоп всевозможных цветов и вихрящихся воронок. Зрелище бурлящего водоворота призрачных образов, неистовых течений и лакун, где не существовало даже самого пространства, которые стремительно возникали и исчезали везде вокруг Кая, заставило его желудок подпрыгнуть к горлу. Тем не менее, несмотря на всю кошмарность окружающего, в нем была какая-то невольная красота, какая-то надмирность, которая восхищала не меньше, чему страшала. Эта величественная панорама простиралась во все стороны, насколько хватало взгляда, и Каю понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что он смотрит на нее больше, чем двумя глазами. Как только он это понял, то незамедлительно ощутил под собой колоссальную, незыблемую массу космического корабля. Его громадная туша тянулась за спиной Кая, как гигантский ломоть лазурного города, который срезали с металлической шкуры планеты и вывели на межзвездный курс. Он знал, что это за корабль, хотя и никогда и не смотрел на него с такой господствующей позицией. Этим необъятным чудом техники был Арго, снова целый и невредимый. Все судно содрогнулось, как новорожденный, и Кай спросил себя, какие же потребовались силы, чтобы с такой легкостью поколебать эту немыслимую массу. Из нарождающейся звезды, стремительно вспыхнувшей черной энергией, вырвался вихрящий завиток разноцветного света, который обрушился вниз на корабль. Он ударил по щитам судна. На краю восприятия замерцала вспышка актинического света, и щупальца рассеялась, издав нечто похожее на рев страшного разочарования. Еще одна клякса алых грозовых облаков завихрилась прямо у изогнутого, похожего на лемех плуга, но сосудна. Кай чувствовал, что двигатели корабля работают на пределе, пытаясь уклониться от набирающего обороты неистовства. Тучи, словно ощутив, что Арго пытаются ускользнуть взбухлик, и выбросили из себя алчные копья голодного света. Они тоже ударили по щитам, и Каю показалось, что это неистовая вспышка была еще пронзительнее, еще натужнее. Судно накренилось, и новые штормовые шквалы, забушевавшие вокруг него, завалили его на борт с той же легкостью, как ветер играет листиком. На заостренной верхней части корабля полыхнул взрыв, и Каю увидел, что раскаленный огненный шар поглотил цепочку башен, усеянных тонкими пилонами. Чай щитов схлопнулась, в защите Арго раной засияла брешь, и Кай почувствовал, как капитан отворачивает судно от самых неистовых муссонов в попытке уберечь уязвимый бог. Какой бы красотой, по ощущениям Кая, не обладали эти края, он забыл про нее в ту же секунду. Это место было страшно, невообразимо опасно, сюда не отправился бы по доброй воле ни один здравомыслящий человек. Эта сфера бытия была проклятием для живых существ, и не в предначертании рода людского было забираться в такую даль от своей безмятежной колыбели Терры. Перегруженные пилоны больше не могли удерживать напор штормовых шквалов, и по всей длине Арго расцвели новые взрывы, в которых погибло еще больше щетинистых башен. Передняя секция правого борта вспучилась взрывом, и из нее забил замерзающий воздух, похожий на струйку белой крови. Каю хотелось закрыть глаза, но его забросило в центр этой развертывающейся драмы не участников, а простым наблюдателем. Он скорчился, когда корабль задрожал, как раненый зверь. С господствующей позиции Кая неистовые взрывы, корежащие его корпус, казались зловеще беззвучными. Шквал разрушений, несущийся по судну, напоминал своей мощью сокрушительную поступь боевой машины механикум. Тьма все накапливалась, карго устремилась алая туча, похожая на разверстый рот, вихрящиеся руки черного водоворота все свирепее рвали щиты. Для неискушенного глаза Кая все выглядело так, словно их ярость направлялась некой гнусной и злобной разумной сущностью, ибо чем же иным можно было объяснить то хищное веселье, которым исходили омерзительные кляксы, окружившие корабль. Ему хотелось отвернуться от ужасного зрелища, отгородиться от кошмаров, переполнявших небесный свод, от смутных образов голодных глаз и громадных туш размерами с континент, ворочающихся в его глубинах. Но Кай очутился здесь не для того, чтобы показывать происходящему спину. Он слишком долго закрывал глаза на истинную картину гибели Арго. И сейчас он не собирался увиливать от этого знания ни за что на свете. Роксана права, с этим нужно покончить сейчас. Он видел, как разрушились лопасти генераторов щитов, одна за другой. Варп хлынул внутрь, как отравленное море, прорвавшееся через рушащуюся дамбу. Судно затопили энергии материума. И Кай заметил, что в границах мест, которые охватывают еще работающие щиты, плавно вырисовываются едва заметные силуэты. Это были чешуйчатые красные твари, похожие на костлявых людей с длинными витыми рогами и когтистыми руками, которые сверкали словно мечи. Чудовища, вышедшие из самых страшных кошмаров экипажа, виделись как дым, наслаждаясь своими новообретенными формами. Обшивка не была для них преградой, и они прошли через метры Адамантия, появляясь в экипажных отсеках и на трапах судна. По кораблю слонялись бесформенные отродья, само прикосновение которых разбирало на атомы твердые вещественные структуры орудийных портов, мостиков и грузовых трюмов. Судно стонало, разрушения нарастали в геометрической прогрессии, и содержимое все большего числа отсеков выбрасывалось наружу. Похожие на соборы трюмы схлопывались внутрь себя, беззвучно крича разрываемым металлом, и Кай плакал, глядя на то, как мужчин и женщин тысячами вытягивает пустоту вовне. В его черепной коробке раскатывались крики, но заглушить их было не в его силах. Не было ни крепости Арзашкуна, ни Руб Эль-Хали, где он смог бы отгородиться от всего света. Очутившись здесь, Кай вынужден был посмотреть в лицо демонам своего подсознания, и он с тяжелым сердцем наблюдал за гибелью Арго, зная, что корабль обречен, но по неволе обязаны почтить его последние мгновения. И тут, в тот момент, когда уже начало казаться, что судно непременно развалится и перейдет во власть пустоты, тьму пробила тонкая нить золотого света, не более, чем лучик на фоне бушующего цветового пожара. Но это был тот спасательный линь, в поисках которого отчаянно метался Арго. Корабль развернул свой рушащийся нос к свету и рванулся из последних сил, словно тонущий человек, хватающийся за протянутую руку. Пространство, где сиял золотой свет, не мог коснуться ни один шквал, а там, где его струя набирала силу, им приходилось отступать. Перед Арго открылся узкий проход, где царил Штиль, и Кай воспрял духом, когда корабль на последнем издыхании двигателей, скользнул в этот чудесный канал. Арго провалился в хлипкий просвет в шторме, искореженный и изорванный, грубое корявое подобие прежнего себя. Разъяренные шквалы противоестественного света и наделенные сознанием смерчи бились об этот коридор спокойствия со всех сторон, но золотое свечение было несокрушимо и стойко выдерживало все хищнические нападки варпа. Кай судорожно втянул в воздух, когда его сознание заполнил образ величайший из гор терек, полого изнутри пика, отмеченного печатью печали и службы, в котором зарождались лучи самого прославленного и самого могучего маяка в галактике. Каю никогда не рассказывали о том, каким образом Арго, после того, как на него напали чудовища, смог вернуться в материальное пространство. Он полагал, что капитану повезло, и тот нашел варп-портал, ведущий в систему СОЛ. Но теперь астропат осознал всю наивность подобного допущения. Капитан погиб вместе со всем экипажем, и единственными живыми душами на умирающем судне были Кай и Роксана. Может, это она нашла шальную ниточку астрономикона и вытянула их в безопасное место. Он понимал всю грубость подобной аналогии, но каким иным способом он мог это объяснить. Хотя это и было воспоминание чужого разума, Кай испытал необычайное облегчение, когда Арго окружил пустой коридор спокойного пространства. Судно стремительно падало сквозь паутину липких нитей, которые пытались вступиться в свою добычу. Но энергия астрономикона работала здесь в полную силу, и Арго вытянула обратно в вещественную вселенную. Тело Кая перемещалось с одного плана бытияна другой. Его желудок подпрыгнул к горлу, и он сглотнул наполнившую рот желчь. Переход из варпа в материальное пространство никогда не давался легко. Но то, что при этом приходилось глядеть в самый очаг зловещих шквалов, делало его еще более тягостнее. Кай прилагал все усилия, чтобы оставаться в сознании, и спустил серию судорожных вздохов, когда тошнотворные цвета варпа наконец-то потускнели. А редкие бриллиантики далеких звезд, рассыпанные во мраке вещественного космоса, обрели четкость. Арго очутился во власти фундаментальных законов Вселенной, и корабль перекрутила, когда ревнивая гравитация тут же вонзила в него свои копки. Некоторые части судна вмялись, другие оторвало напрочь в процессе бурного перехода. Как досадно было выжить в таком неистовом варп-шторме лишь для того, чтобы быть уничтоженными теми самыми законами, чьи действия приостанавливаются за завесой имматериума. Но Кай знал, что они не были уничтожены, они выжили. Он помнил, как спасательные команды вскрыли каюту астропата и извлекли его наружу. Помнил, как кричал, царапался и кусал их, впав в выступление и помешательство от своей жуткой изоляции. Ему пришлось выслушать, как умирал экипаж, все их предсмертные мысли и заключительные мгновения агонии. Это поставило его на грань безумия. Пережив такое суровое испытание, большинство людей не смогли бы остаться в своем уме. И Кай вдруг осознал, что человек с менее стойким рассудком умер бы вместе с командой. Он так долго презирал себя, считая слабаком и ничтожеством, мучаясь из-за того, что выжил и виня себя в каждой смерти, которую ему пришлось выслушать. Сейчас он понял, что выжил лишь благодаря собственной стойкости и способности отгородиться от той части себя, которая не имела шансов справиться с подобной травмой. Гибель Арго не было его вины. Ему говорило об этом достаточное количество людей, и из добрых соображений, и из злых. Но только осознав это самостоятельно, он по-настоящему согласился с тем, что это было правдой. И вместе с этим пониманием пришло откровение. Два Я был там в тот день, когда Хорус сразил императора. Очаровательный привкус измены, конец пока не досказан. Слова из другого времени и чужого разума. Их скажет воин молодой луны, и фраза прозвучит как шутка. Но вскоре они станут горше полыни, мучительным воспоминанием, которое ему захочется выскоблить из памяти. Это и правда, и нет. Кровь пролилась по недоразумению. Кай видит красный зал, алый свет растекается по Каю, как масло, густой, неторопливый, удушливый. Он обволакивает его, пока не начинает казаться, что от мира не осталось ничего, кроме крови. Он бесплотен, или его тело уничтожено, невозможно понять, что из двух. Красный зал похож на внутренности большого сердца. Он пульсирует малиновым светом, и странным образом исковеркан, словно перестали работать фундаментальные физические законы. Прямые и кривые сходятся и расходятся, образуя полы, стены и потолки, под немыслимыми углами друг к другу. Повсюду капает кровь. Или это лишь его воображение? Светящиеся красным гололиты на одной из стен показывают неторопливо вращающийся серебристо-голубой шар. В нижних слоях атмосферы волнуется огненная марева. На этой планете пылает война, и он не удивляется, видя, как из-под грозовых облаков, собравшихся над поверхностью в загрубелые кулаки, возникают знакомые очертания континентальной массы Норд-Африки. Это Терра, и ее атакуют. У Кая нет ощущения тела, нет ни единой зацепки, чтобы понять, как он мог очутиться в этом месте. Может он частичка души, лучинка сознания, пассивный наблюдатель или закроющий грядущих событий. Что бы он ни делал со своим восприятием, у него нет ощущения веса или материальности. Вспышка, сдвижка во времени. Он смотрит так, как делал это когда-то, глазами, данными ему от рождения. И хотелось бы ему, чтобы было иначе. Это место резни, это бойня, где по стенам развешаны иссеченные трупы, а на крюках гремят черепа, похожие на костяные тотемы примитивных дикарей. Волнуются черные полотнища знамен, без ветра, который бы мог их шевелить, словно тошнотворные символы, воткнутые в их материю, трепещут своей собственной жизнью. Здесь сражались или будут сражаться. Это была или будет битва, каких еще не бывало, и всю глубину ее последствий мирозданию лишь предстоит осознать. Этот миг, этот момент эпохальной схемы концепции в масштабах галактики предназначен только для его глаз. Но вскоре его эхо раскатится звоном самого гигантского колокола на свете. Перед Каем пишется история, а истории требуются свидетели. Вокруг него разбросаны трупы, исполинские воины в боевых доспехах, изрубленные мечами и топорами, пробитых попаданиями реактивных снарядов и вскрытых когтями свирепых чудовищ. Останки невообразимо изуродованы. От мяса и костей осталось кашица. Тела перекручены и обглоданы, как обрезки на выброс в лавке мясника. Кай привычен к смерти и прекрасно представляет, какой кошмарный ущерб способны причинять люди своим собратьям. Но это нечто исключительное. Это бой не несет все признаки ненависти. А нет ненависти злее той, что когда-то была любовью. Эти воины знали друг друга. И в этом красном зале не воевали, в нем совершили убийство. Брата убийства самого худшего, самого непростительного свойства. Взгляд Кай блуждает по телам, притягиваемый фокусной точкой сражения, ступенчатым возвышением, на котором его поджидает зрелище, чья кошмарность несопоставима ни с чем. Ему хочется смотреть куда-нибудь в сторону, уберечь себя от страшного чувства неотвратимости, которое придет, когда он увидит, что произошло на ступенях. Инстинкт самосохранения молит его отвернуться, зная, что эта картина сведет его с ума. Кай понимает, что избегать этого зрелища трусость, и все же ему страшно в него вникать. Он боится, что этим откроет дверь, которую уже не закрыть. Как только знание перейдет из потенциального в актуальное, уже ничего не забыть, не отменить, и ему не вернуться назад, к своей прежней жизни. Вспышка, новая сдвижка во времени. Вокруг него движутся призраки и тени, огромные космические сущности, не имеющие ни облика ни тел. Они невидимы, но он знает, что они здесь. Он ощущает их ужас, вызванный тем, что здесь произошло. Их неверие в это, их бешенство галактических масштабов, порожденное исходом, который не мог предвидеть никто из них. Вокруг него скачет время, капельки крови взлетают в воздух, обращая свой путь вспять, чтобы вернуться назад в рассеченные артерии. Протестующие крики, вопли боли и бухающий хохот раскатываются и возвращаются, раскатываются и возвращаются, забиваясь в глотки тех, кто их произвел. Кошмарное зрелище на ступенях исчезает в мгновение ока, и он видит обрывки того, что ему предшествовало. Сплетение черного и красного, золотой глаз с кошачьим зрачком, белоснежные крылья, рокот воздуха и лязг мечей, нимб и шипастый венец, сошедшаяся грудь в грудь, лучезарная и чудесная, воспарившая над резкими обводами брони и чудовищными амбициями. Оба ощетинились когтями и яростью. Физическая схватка зашла в тупик. Две воли сражаются в сферах, лежащих за пределами постижения чувств смертных. Безукоризненность боевых навыков беспримерна. Лишь одна схватка в истории галактики затмит собой ярость этой стычки и она разыграется в этом же месте через какие-то минуты. То, что должна состояться даже одна такая битва уже поразительно. Две же просто неслыханно. Кая не может видеть очертания тел, только свет и тьму, мимолетные образы сражающихся титанов. Эти воины аватары божественные и полнящиеся светом творения из самого сердца вселенной. Они неистово пылающие звезды, воплощенные в идеально сработанные смертные тела и напущенные на галактику и ужасающая краткость их жизни лишь добавляет им яркости. Голоса обретают четкость и Кай невообразимо счастлив, что не в состоянии их понять, ибо кто же дерзнет вслушиваться в слова богов. Те немыслимые сущности снова собрались вместе, и хотя язык ему незнаком, смысл просачивается в его сознание. Боги могут быть непостижимыми, но они будут услышаны. Обещания сделаны, предложения власти и служения, искусительные посулы товарами раскинуты на прилавки, презрение ангела, изливающиеся на них, жгучие слезы ярости и неприятия, их кровавые дорожки на золотистых чертах, необходимая смерть, наимельчайшая трещина в наипрочнейших доспехах, жизнь, отданная добровольно, жертвой на алтарь будущего, смерть ради смерти, одна, чтобы повлечь за собой другую. Тьма и багрец сходятся в последний раз, Кая засасывает вспышка красного света, и время снова прыгает взад и вперед. Это прошлое или будущее? Он видит это место таким, как оно должно быть, выглядело раньше, стерильным, утилитарным помещением стратегиума боевого корабля. Дуновение рециркулированного воздуха волнует только что заслуженные наградные знамена. Экипаж в форменной одежде с гордостью несет службу, а в обзорном отсеке брызгами звезд сияет безграничный потенциал галактики. Биение сердца и место изменяется. Теперь это храм живого божества. Божества в мрачной броне, чья божественность была взращена его собственными руками. Когда-то он был аватаром более великого бога, но сейчас отпал от концепции любого служения, пусть даже и тем, кто вознес его над пределами, что ограничивали его сверх человеческое бытие. Он божество, кующая собственную судьбу грубой силой и непреклонной волей, придавая будущему форму, которая угодна ему и ему одному. Он не зовет повелителем ни одного человека, но это изменит развязка. Вспышка вперед и назад. Вспышка, вспышка. Варп смеется над любой концепцией линейного времени. Кай видит его тело, в прошлом сияющий нимбом предкича, одетый в красное верх существа, ныне же изуродованная жертва, сама направившая в свое сердце клинок палача, мертв. Это немыслимо, и разума Кая претит это ужасающее зрелище. Этот мерзкий и злобный парад ужасов, сотворенных лишь для того, чтобы сломить его дух. Но варп способен на куда как большие, и это всего лишь цветочки перед кошмаром похлеще. Кай смотрит, как он неуклонно разворачивается во всех подробностях, видит каждый изгиб золотой брони, каждый нюанс игры света вокруг лица, чьи черты непрерывно меняются, но всегда отражают душевную боль. Ненависть, любовь, вина, ужас, решимость, сломленная и восстановленная в то же мгновение, и бездонный колодец скорби по будущему, которое он прозревает, понимая, что он его создал. Темпоральный поток срывается с калии, складывается сломанным позвоночником, и хотя Кай видит происходящее в хаотичных проблесках временных завихрений, он знает, что оно может быть только будущим, и оно уже не за горами. Золотой свет вздрагивает, и Кай чувствует на себе невероятно внимательный взгляд. Он смотрит на свет, а свет смотрит на него. Свет озирает его и узнает о нем все за неизмеримо короткое время. Свет впитывает увиденное Каем. Сейчас ему уже известно, что тот разглядел на приподнятом помосте, и Астропад ощущает всю меру его готовности принять эту судьбу. В голове Кая складываются слова. Они звучат мягко, и для них не нужно что-то столь примитивное, как голос. Но в них заключена сила неистовейшего из ураганов. Кай понимает их смысл, и отныне он знает, почему смертные никогда не должны слышать глаз живого божества. Он видит, что происходит дальше, с устрашающей четкостью. Золото и мрак, повелитель и слуга, бог и полубог, отец и сын. Это может кончиться только одним, и знание того, что уже случилось, хотя еще только произойдет достаточно, чтобы свести с ума любого смертного. И неважно, насколько крепок его рассудок, но Кая уже закалили вина и ужас, и он превосходит других своей стойкостью. Ему остается выполнить еще одну задачу. Три. Зрелище исчезло во вспышке золотого света, и Кая вышвырнула из красного зала в место, где царили тепло, звуки журчащего фонтана и запахи благовоний и ароматических масел. Он открыл глаза и обнаружил, что пола лежит на мягкой кушетке, обитой шкурой какого-то экзотического зверя. Астропад чувствовал во всем теле такую легкость, словно он парил на невидимой подушке, а все травмы, полученные им с момента возвращения на Теру, исчезли, как не бывало. «О, Аник», прошептал он, «чего же нам с тобой пришлось насмотреться?» Он мог вспомнить каждую подробность увиденного в красном зале, но хотя оно и пророчило такие ужасы, каких он никогда не смог бы себе вообразить, Астропад чувствовал странную отстраненность, словно для него они не будут иметь никакого значения. Кай сел и, оглядевшись, увидел, что находятся в одном из гостевых покоев Арзашкуна, предназначенных для самых важных лиц. Помещение было обставлено с такой претензией, что это выглядело едва ли не неприличным. Физическое тело Кая было восстановлено, но вдобавок с его плеч свалился огромный груз. Он даже не сознавал всей чудовищности этой ноши, пока она не исчезла. Астропад сделал глубокий вдох и закрыл глаза, слушаясь звуки тысяч голосов, которые затихали в его голове, удаляясь в отведенные им места в его памяти. Они уплывали прочь, сливаясь воедино в невыразимом ощущении освобождения. Мертвые не могут вернуться, но они способны простить. Кай знал, что всегда будет помнить этих людей, а они никогда не забудут его. Мысль о том, что они навечно останутся с ним, заставило его улыбнуться, поскольку теперь они были частью его прошлого, а не тяжким камнем на его душе. Теплый ветерок, приглашающий, теребил шелковый полок, занавешивающий открытую дверь балкона. И Кай поднялся на ноги. Он неторопливо пересек мраморный пол, чувствуя себя так, словно Арзашкун перестал быть местом укрытия, превратившись в царство чудес. Он воссоздал по памяти каждую его башню и каждую его комнату, но никогда не наслаждался его великолепием по-настоящему. И лишь сейчас он оценил все чудотворное мастерство его древних строений, их чувство пропорций и ту радость, с которой они возводили эту красоту к небесам. Он вышел на балкон, но вместо бескрайних песков Руб-Эль-Хали увидел зеленый пейзаж из буйных лесов, широких лугов и прозрачных рек. Это была пустая земля тех времен, когда ее еще не поглотили пески. Изобильный край, за который цари и императоры сражались в самой зари цивилизации. Это было место, где зародилась его раса, и оно лучилось безграничным потенциалом человечества. Кай не удивился, увидев, что его ожидает ригицидная доска с расставленными на ней фигурами. Его соперник по игре на побережье снова сидел со стороны Оникса, и их разговор вдруг всплыл в памяти Кая со всей четкостью. Но если раньше его противник имел малопонятную внешность, то сейчас его голова была не покрыта, и Кай почтительно склонил голову при виде лица, которое привычнее было видеть изваянием в мраморе. «Ты выглядишь изменившимся, Кай», сказал человек. Его золотые глаза поблескивали, как две монеты. «Да, я изменился», ответил Кай, усаживаясь за серебряные фигуры. «Я чувствую себя свободным». Мужчина улыбнулся. «Хорошо, это все, что я когда-либо для тебя желал». «Вы вывели арго из варпа», сказал Кай, двигая вперед серебряную фигуру. «Это вопрос?» Кай помотал головой. «Нет, не хочу знать, правда только портит дело». «Правда неуловима, ее вечно приходится завоевывать заново», заметил мужчина, пересекая доску хромовником. «Вы видели?» спросил Кай, уже зная ответ. «Я видел то, что сарашина спрятала в тебе. Да». Кай промолчал, и они продолжали играть в тишине, разменивая фигуры по всей поверхности доски. Памятуя о предыдущей схватке за регицидной доской, Кай делал ходы осторожно, не жертвуя понапрасну своими фигурами и отказываясь идти на излишний риск. «Тебе не хочется играть?» спросил его противник. «Даже не знаю, что вам сказать», ответил Кай, откидываясь назад в своем кресле. «С учетом того, что вы знаете о будущем, вам все еще хочется разыгрывать партию?» «Конечно. В такие времена, как нынешние, это лучший способ не потерять собранность», сказал мужчина, двигая вперед своего императора в рамках агрессивного хода, задуманного, чтобы склонить Кая к опрометчивому решению. «Хочешь узнать настоящий характер человека, сыграй с ним партию. В любом случае, будущее есть будущее». «И мои чувства по его поводу никаким образом его не изменят». «Правда? Даже вам не по силам его изменить?» спросил Кай, охотно заглатывая наживку. Мужчина пожал плечами, словно они обсуждали какой-то пустяк. «Некоторым вещам, Кай, необходимо случаться. Даже самые кошмарные ужасы, какие ты только в силах вообразить, иногда должны воплощаться в жизнь». «Зачем?» Его соперник передвинул своего дивинитарха на запирающую позицию. «За тем, что иногда единственная победа, которая возможна, это не дать выиграть твоему противнику». Кай изучил доску и увидел, что не может сделать ход. «Пак!» подытожил он. Мужчина развел руками в пустом жесте извинения. «Я знаю, что некоторые люди считают меня всемогущим, но в том, чтобы быть всесильным и всеведущим, есть одна загвоздка. И...» «Ты не можешь быть ими обоими одновременно», иронически улыбнулся мужчина. «Так что же теперь будет?» «Я доиграю партию». «Эту?» спросил озадаченный Кай. «Нет», сказал мужчина, «наша игра закончена, и я тебе за нее благодарен. Я вас еще увижу». Его противник рассмеялся. «То знает Кай. Если я что и вынес из нашей игры, так это то, что всякое возможно. Но вам же предстоит умереть. Я знаю», сказал император. Кай открыл глаза и увидел лишь тьму. Он похолодел и почувствовал, что начинает задыхаться от захлестнувшей его клаустрофобии. Он выдернул свои руки из пальцев Роксаны и начал сдирать повязку, обернутую вокруг его головы. Он рвал ее с иступлением, пригоршнями выдергивая грубую ткань и липкие марлевые тампоны. До него доносились пронзительные стенания приближающегося отсутствующего ангела. Слетели последние бинты, и Кай обнаружил, что смотрит в переливчатые глаза Роксаны. У них был чудесный оттенок, янтарный золотыми крапинками. И Астропад спросил себя, как же он не замечал этого раньше. Мгновение спустя он понял ответ. Какой бы дорогостоящей и прецизионной не была его аугметика, не стоило и надеяться, что она сможет воссоздать чудо человеческого глаза. Он увидел потрясенное выражение на лице Роксаны и прикоснулся к своему лицу. Там, откуда Осупха вырвал его глаза из стекла и стали, и где раньше была отекшая, покрытая кровоподтеками плоть, пальцы нащупали нежную кожу и мягкую податливость органических тканей. Кай, выдохнула Роксана, твои глаза. Он поднял взгляд, осматривая интерьеры храма глазами, которые унаследовал от матери и отца. И хотя они и были, мягко говоря, несовершенными органами, он наслаждался этим даром, не волнуясь о том, насколько недолговечным он может быть. И не важно, что первым, что предстало перед его глазами после долгих лет слепоты, было разрушенное здание, ставшее полем боя. То, что он вообще видел, было чудом само по себе. Повсюду беспорядочно валялись тела, мужчины и женщины, солдаты и штатские. Посреди этого побоища обнаружились Максим Головко и Ясу Ногосена. Их лица искажал ужас, вызванный омерзительным зрелищем отсутствующего ангела, упивающегося энергиями мертвецов. Кай оторвал взгляд от этого губительного существа и начал наблюдать за последней схваткой своего бывшего защитника и своего пленителя. От Харвей Пария сошлись в поединке под сенью безликой статуи. Первый сверхчеловек, генетически усовершенствованный для того, чтобы стать самым высококлассным воином империума. Второй истребитель тех, к чьей породе принадлежал первый. Пария Пария истребиума, чтобы добить. Из рукава его комбинезона выскочил длинный силовой клинок. От Харва тут же выпрямился и поймал его в воздухе. Хоть Пария и был в шлеме, Кай все равно почувствовал, как он потрясен. «Когда-то я мог видеть, но теперь я слепец», произнес от Харва. В его голосе звучали злость и ужасающая тоска. Кай очень хорошо осознавал, какую огромную жертву принес от Харва, чтобы сразиться с убийцей из клана, и сомневался, что кто-то другой сможет по-настоящему оценить, отчего ему пришлось отказаться. Пария бился в хватке воина тысячи сынов, но ее мощь была столь чудовищной, что из нее не было спасения. Он ударил вниз силовым клинком, пронзая им грудь от Харвы, и воин захрипел от боли, когда тот рассек его сердце. От Харва отшвырнул воина клана, и тот врезался в стену храма под аккомпанемент скрижащущего хруста ломающихся костей. Когда Пария обрушился на пол, его тело выглядело перекрученной массой конечностей, согнутых под немыслимыми для живого существа углами. От Харва вырвал клинок из своего туловища и уставился во тьму под капюшоном отсутствующего ангела. «Только ты и я», сказал он, и призрачная фигура пошла на снижение. Кай знал, что от Харви нечего противопоставить этому жуткому призраку, и тем не менее воин тысячи сынов решительно встал между отсутствующим ангелом и смертными за своей спиной. Тварь раскинула руки, но прежде чем она успела заключить от Харву в свои чудовищные объятия, из нее вырвался пронзительный визг боли. Ее тело в изорванных одеждах начало растворяться в воздухе, истекая лоскутами, напоминающими выбросы энергии с поверхности звезды. Она запрокинула назад свою голову и испустила вой, полный непереносимой муки. Тварь развоплощалась прямо на глазах Кая. Ее очертания дрожали и расплывались по ходу того, как ее вытесняло обратно в те сферы, из которых она явилась. Астропад не мог понять причину исчезновения ангела, пока не бросил взгляд на входные двери и не увидел группу гибких фигурок в броне из золота и серебра, которые врывались в храм. На них были шлемы, скрывающие нижнюю половину лиц, а с макушек их бритых черепов свисали коколки белоснежных волос. На их плечи были накинуты белые шкуры пятнистого окраса. Там же располагались ножны с их мечами, у которых были длинные клинки и широкие крестовины. Они в молчании продвигались вглубь храма, выставив перед собой оружие Судя по их пластичным движениям, все они были женщинами. Они образовали идеальный полукруг с отсутствующим ангелом в его центре, словно охотники, теснящие опасного зверя обратно в его берлогу. Тварь вопила без передышки, но лишенной энергии она была не более чем клочком грязно-желтого света. Но вот у нее отняли последние поддерживающие ее запасы, и исчез даже он, а ее пронзительным стенанием пришел конец. Сестры безмолвия, сказала Роксана. Кай знал, кем были эти женщины, но все его внимание приковал исполин в золотых доспехах, который вошел в храм следом за ними. Лорд Дорн произнес от Харва. Двадцать пять Единственная победа Моя последняя охота Наследие Один То был последний дар, что получил Кай, увидеть примарха своими собственными глазами. Астропату потребовалось все его самообладание, чтобы не упасть на колени перед сюзереном и повелителем имперских кулаков. Лорд Дорн целеустремленно шагал по нефу храма, в котором после исхода отсутствующего ангела воцарилась тишина. Примарх, одетый в свои боевые доспехи из шлифованного червонного золота, главенствовал в окружающем пространстве, притягивая к себе все взгляды, как живое воплощение гравитационного поля. «Трубя отбой от Харва из легиона тысячи сынов», произнес Дорн. Его голос был суровым и непреклонным, как скала. «Все кончено». «Да ничего еще не кончено, Рогал Дорн», ответил от Харва. «Кому как не тебе это знать». Сестры в золотой броне, которые сопровождали Дорна, дернулись, когда от Харва назвал примарха по имени. Но, конечно же, не произнесли ни слова. В храм вошла еще одна группа людей. Это были латники, облаченные в черные кольцевые сегменты брони и с аметистовым гербом на левой стороне груди. Во главе отряда вышагивала прекрасная женщина, чье лицо Кай в последний раз видел, будучи пленником в тюрьме под горами. Там она была иллюзией. Но, что касалось этой Элианы Септмии, вердучины Кастана, то у Кая не было ни капли сомнений в ее подлинности. Завидев представительницу своей семьи, Роксана испустила едва слышный вздох. Ее голова стремительно развернулась к маленькому мальчику, сжавшемуся к дородной женщине, которая съежилась под прикрытием статуи вместе с ними. Роксана присела рядом с ним и разжала его крепко сжатый кулачок, в котором обнаружился серебряный перстень. Вделанный в него аметист помигивал мягким фиолетовым светом. В глазах мальчика стояли слезы. «Ты говорила, что это волшебное кольцо», сказал он. «Так оно и есть», удрученно вздохнула Роксана и взяла Кая за руку. Так они и стояли вдвоем, ожидая встречи с Рогалом Дорном и его союзниками. Кай заметил среди них адепта Хирика и Афину Диос. И хотя он знал, что Афина просто обязана была помогать его преследователям, он был рад, что получил эту последнюю возможность снова повидаться с ней. «Выдай нам астропата», велел Рогал Дорн. И Каю пришлось сдерживать себя, чтобы не сделать непроизвольный шаг вперед. Адхарва покачал головой. «Он тебе не подвластен». Дорн хохотнул, хотя Кай расслышал в этом звуке нотки неуверенности. «Еще как», сказал примар, доставая огромный золотой пистолет с гравировками и инкрустацией из черного дерева. «Император избрал меня своим защитником. Мне подвластно все на Терри». Адхарва оглянулся через плечо и кивнул Каю, выражая свое уважение. «Не все», ответил он. Оружие Рогалодорна выстрелило с оглушительным грохотом. Кай смотрел, как Адхарва валится вниз и чувствовал, как в нем поднимается гнев. Затылок воина превратился в дымящееся месиво из-за буглившегося мяса и обломков черепа. Воин тысячи сунов обрушился на пол храма, умерев еще до того, как коснулся пола. Кай стиснул руку Роксаны, пытаясь не показать, до какой степени он был напуган. Он перевел взгляд с лорда Дорна на адепта Хирика и Афину Диос. Он понимал, что не сможет помешать им добраться до его знаний. Ему не хватит стойкости, чтобы выдержать их допрос. Он бы дорого дал, чтобы вычеркнуть узнанное из памяти, ибо оно сокрушит их. Содержащаяся в нем истина слишком чудовищна, чтобы они могли ее выдержать. В этот миг Кай осознал, что не может позволить себя взять. Некоторые вещи слишком черны, слишком непереносимы, слишком чудовищны, чтобы их можно было предать огласке. Кай вспомнил слова своего противника по игре в регицит и на его лице заиграла слабая улыбка. Иногда единственная победа, которая возможна, это не дать выиграть твоему противнику. Кай не был уверен, на чью именно победу он работает, но знал, что если из него вытянут правду, то Империуму не выстоять против армии Хоруса Луперкаля. Адхарва не преуспел в своих усилиях доставить Кая к воителю, и сейчас судьба миллионов легла на плечи Астропата. Это был его коронный момент, его последняя возможность взять свое будущее в собственные руки и сослужить службу Императору, отдав то единственное, что у него было. Роксана, произнес Кай ровным голосом, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала. Два. Схватка окончена, но Нагасена пока не разобрался, кто вышел из нее победителем. Космодесантники отступники лежат мертвее мертвого. Издание захвачено, но лично он потерял слишком многое, чтобы счесть результат этой охоты чем-то отличным от провала. Он опускается на колени около изломанного тела картона, скорбя по своему павшему компаньону. Его слуга изувечен, каждая кость в его теле раздроблена. И Нагасена не понимает, как же так может быть, что он погиб. Они так долго проработали вместе, и охотник даже не задумывался о том, что его друг может пасть от руки врага, тем более такого, который наделен идущими отвар поспособностями. Каким образом от Харви удалось выдержать прикосновение у леса картона, не говоря уже о том, чтобы победить его подобным образом, это вопрос, который навсегда останется без ответа, а Нагасена из тех людей, которые ненавидят, когда дела не доведены до точки. Он утирает набежавшую слезу и начинает наблюдать за происходящим. Латники дома Кастана прочесывают здание, убеждаясь, что в живых не осталось ни одного врага. Их скорость и дотошность достойны восхищения. Их действиями руководит потрясающая женщина в одеждах аметистовой расцветки. И при виде изысканного головного убора, который закрывает ее лоб, Нагасена понимает, что она просто обязана быть Элианой Кастана. Кайзулейн стоит рядом с теми последними, кто уцелел в этой резне. Дородной женщиной с двумя жмущимися к ней мальчиками и симпатичной девушкой в голубой бандане, обвязанной вокруг ее лба. Ее черты имеют очевидное сходство с Элианой Кастана. И Нагасена осознает, что он уже видел ее лицо. Это Роксана Лариса Джаяни Кастана, еще одна спасшаяся Сарго. И Нагасена чувствует за этим стечением обстоятельств по работе законов вселенского миропорядка. Женщины-воительницы из числа сестер безмолвия уже удалились. Лорд Дорн присел на колено около тел пожирателей миров. Его красивое, аристократическое лицо выглядит стревоженным. Поблизости от него вьется Максим Головков, купаясь в величии примарха, как поклонник рядом со своим кумиром. Каю Зулейну еще никто не подходил, и до Нагасена доходит, что его опасаются все, даже лорд Дорн. Каждый может видеть, что у Астропата восстановлены глаза, и мысль о том, как такое возможно, вселяет в них страх. И более того, их пугает то, что он собой олицетворяет. Они боятся узнать известную ему истину, и в то же время жаждут ее, но, как подозревает охотник, им придется пожалеть об этом проклятом знании. Ибо даже Нагасена, в основу жизни которого положена правдивость, понимает, что в некоторых ситуациях нельзя посмотреть правде в глаза, не заплатив за это дорогую цену. Знания Кая Зулейна как раз из такого разряда, но от них уже не отвернуться. Нагасена идет к человеку, за которым он охотился по всему городу просителей, он поднимает взгляд на лишенное черт лицо коленопреклоненной статуи, и его рука дергается к рукояти Сёдзики. Та тварь, которую Адхаров высвободил, из этого каменного изваяния исчезла, но в скульптуре остается что-то зловещее. И что бы еще не случилось сегодня в этом месте, статуи непременно уничтожат. Кай Зулейн энергично переговаривается с Роксаной Кастана, и хотя Нагасена не слышит его слов, он без труда может понять, какого они рода. Роксана Кастана отрицательно трясет головой, по ее лицу струятся обильные слезы, но Зулейн проявляет настойчивость. Нагасена ускоряет шаг, у него все сильнее сосет под ложечкой от страшного опасения. Кай выкрикивает тон, и все присутствующие в здании устремляют на него свои глаза. Как охотника ожидал, астропат не реагирует. Роксана Кастана сдвигает вверх свою бандану, открывая лоб, и у Нагасены вырывается крик. Кай смотрит в глубины третьего ока Роксаны округляющимися глазами, и затем валится на пол, издав звук, который Нагасена может истолковать лишь как вздох облегчения. Охотник хватает Роксану Кастана и оттаскивает ее к себе, надеясь разорвать их зрительный контакт на достаточное время, чтобы те силы, которыми она обладает, не смогли закончить свою работу. Но даже проделывая все это, он уже знает, что опоздал. Роксана оборачивается к нему, и Нагасена бросает мимолетный из взглядов на то, что находится под ее банданой, на его молочную белизну и кромешную черноту, бездонную воронку и непроглядный туман, которые не видят ничего и вместе с тем видят все. Нагасена чувствует чужеродное касание чего-то далекого-далекого и в то же время находящегося везде вокруг него, этого царства беспредельных возможностей и безграничного ужаса, на чье постижение не должен отважиться ни один смертный и страха полностью лишиться рассудка. Владения человечества и варп разделены тончайшей вуалью завесы, и когда Нагасена осознает, как в действительности хрупок этот барьер между мирами, у него стынет кровь, он он вглядывается в кошмарное царство имматериума и его душа начинает падать в него затягиваемая в его непостижимые глубины он пытается закричать но не может издать ни единого звука и в эту долю секунды он видит в глазу Роксаны то, что увидел в нем Кайзу Лейн но прежде чем охотник успевает разделить судьбу астропата на это противоестественное око падает мигательная складка кожи и оно скрывается из виду жуткий зрительный контакт между Ногосеной и Роксаной Кастана разорван и когда она отворачивает лицо и натягивает обратно свою бандану у охотника подгибаются ноги и он валится на колени его грудь ходит ходуном он смотрит вниз на Кая Зулейна тот без всяких сомнений мертв и все же на его лице написано такое умиротворение что Ногосена почти ему завидует Кай безмятежен и избороздившие его лоб морщины из-за которых он выглядит старше своих лет сейчас разгладились до такой степени что охотнику кажется будто остропад намного моложе чем утверждает его биография глаза Кая Зулейна распахнуты и Ногосена видит что они имеют очень насыщенный фиалковый оттенок во времена древних цивилизаций считалось что подобный цвет отмечает тех кого ждет великая судьба твой путь окончен Кай Зулейн произносит Ногосена мягким касанием закрывая покойному глаза рядом с ним приседает Роксана Кастана и охотник прячет свое лицо мой глаз закрыт говорит она и Ногосена поднимает взгляд почему спрашивает он и ему не нужно уточнять вопрос он был моим другом сквозь слезы отвечает Роксана но прежде чем она успевает сказать еще что-нибудь платники дома Кастана вздергивают ее на ноги обождите говорит охотник и в его голосе звучит такая властность что они подчиняются что же такое ужасное он узнал спрашивает Ногосена я не знаю отвечает Роксана верю но тебе будут задавать трудные вопросы и отнюдь не в дружелюбной атмосфере Роксана пожимает плечами я не смогу им ничего рассказать какими бы знаниями он не владел они утеряны навсегда что он тебе сказал спрашивает ее Ногосена просительным тоном он сказал что иногда единственная победа которая возможна это не дать выиграть твоему противнику Ногосена знает это изречение оно принадлежит древнему гроссмейстеру игры в регицы и у него обрывается сердце потому что истина которую знал Кайзу лень потеряна навсегда на этом разговор кончается поскольку к ним подходит Элиана Кастана и Роксане хватает мужества встретить ее осуждение с надменным и непокорным выражением на лице ты наш ходячий стыд заявляет Элиана Кастана патриарх Вердучина весьма разочарован ты навлекла на наш дом небывалый позор Роксана ничего не отвечает и латники дома Кастана уводят ее прочь Ногосена наблюдает за тем как ее забирают из храма со смесью сожаления и грусти он знает что ее будущее туманно но она одна из навесно белиты и чтобы с ней не сталось империум всегда найдет ей применение подходит Рогал Дорн с Максимом Головко в кильваторе и Ногосена низко кланяется примарку осмотрительно убрав руку с рукояти сет-зики лицо Лорда Дорна непроницаемо оно напоминает утес с грубо вырубленными чертами он бесстрастно озирает картину учиненной здесь резни все это было впустую Ясу Ногосена спрашивает Лорд Дорн пристально глядя вниз на тело Кая Зулейна что здесь произошло этой ночью Ногосена может ответить ему лишь одно этой ночью здесь умерла правда возможно оно и к лучшему отвечает Дорн Ногосена качает головой не могу в это поверить разве мы не служим имперской истине без правды что мы тогда создаем империум должен нести ее в своем сердце или он не стоит того чтобы его строить будь осторожен в своих речах Ногосена предупреждает его Дорн с очевидной угрозой когда-то давно я принес обед не говорить неправду и я не буду лгать ни в коем случае отвечает Ногосена даже вам милорд Дорн кладет свою огромную руку в латной перчатке на его плечо и на какой-то кратчайший миг Ногосену охватывают сомнения уж не принесут ли его в жертву на этот алтарь имени под чистки грехов но лорд Дорн и в мыслях не держит его убивать ты честный человек ясу Ногосена мне нужны такие люди Ногосена склоняет голову и говорит жду ваших распоряжений тогда есть еще одна задача которую я попрошу тебя выполнить назовите ее милорд говорит Ногосена понимая что лорд Дорн оказывает ему честь преподнося свой приказ как просьбу генерал Головко сообщает мне что мы все еще не досчитываемся одного из отступников отвечает Дорн Ногосена тут же понимает чье имя ему назовут лунный волк говорит Головко здесь нет его тела именно подтверждает Дорн я не потерплю чтобы Патери свободно разгуливал один из людей Хоруса Луперкаля я его найду говорит Ногосена но это будет моя последняя охота примарх кивает и смотрит вниз на Кая Зулейна что же ты узнал слух интересуется Дорн и Ногосена слышит в его голосе то чего он никак не мог ожидать от такого исключительного воина растерянность первый принцип обороны ясу состоит в том что необходимо понимать отчего ты зачищаешься боюсь этот человек мог бы помочь мне разобраться разобраться в чем спрашивает Ногосена когда молчание примарха затягивается я не знаю отвечает Дорн но этот день что-то отнял у каждого из нас примарх отправляется прочь а ясу Ногосена чувствует как по его спине бегают мурашки которые не имеют никакого отношения с задувающим с гор ледяным ветрам чьи вздохи доносятся сквозь разбитые окна и изрешеченную крышу храма чего вы боитесь размышляет Ногосена чего вы на самом деле боитесь 3 серебристый цилиндр гудел приближаясь к концу инкубационного периода из батареи банок с белками разбегалось множество проводов и труб цилиндр каждый из них опутывала система терморегулирующих трубок побулькивающих по мере подачи внутрь питательной среды в лаборатории было холодно освещение было притушено как будто проводимую здесь работу по каким-то причинам держали в тайне и не были уверены в ее результатах отдельный комплект экранированных и изолированных кабелей связывал серебристый цилиндр и три прозрачных стеклянных сосудов в каждом из которых содержался маленький невзрачный на вид комок нежной органической ткани сливочного цвета эти необычные органы пронзало множество тонких биопсийных игол и генетических анализаторов они пульсировали как детские сердца по ходу расшифровки информации закодированы в каждой их зиготе и невероятно сложной структуре их аминокислотных цепочек ход процедуры тщательно регулировался контрольной аппаратурой это была фантастическая в своей деликатности операция которая могла пройти не так по миллиону причин она включала в себя почти бесконечное количество этапов и каждый требовалось проделать абсолютно правильно прежде чем на горизонте могло замаячить что-то похожее на успех напоминающие самоцветы лампочки расположенные на верхней поверхности цилиндра наконец ожили загоревший зеленым в быстрой последовательности друг за другом раздался тихий звон решетка на боку контейнера испустила охлаждающие газы произошел слив питательных растворов раздалось шипение воздуха и цилиндр плавно открылся от лоснящегося органа который находился внутри поплыл туман испарений сложного химического состава его поверхность имеющая глянцевато-красный и фиолетовый окрас пронизывала сеть из мириадов сосудов по которым текла перенасыщенная кислородом кровь только что выращенный и просто таки вибрирующий от скрытых в нем возможностей он был настолько близок к совершенству как это только можно было себе вообразить не считая этого помещения на тере имелась всего одна лаборатория которая смогла бы установить природу этого органа та которая находилась глубоко под кожей этой планеты и защищалась как никакое другое место этой планеты ни одному генетику из числа смертных не удалось бы разобраться в хитросплетениях этого чуда биологии и лишь один человек за пределами этой комнаты смог бы воспроизвести процесс его создания сработало спросил Кхота да сын мой торжествующе выдохнул Бабут Хакал сработало выдержка из основополагающего конспекта за хорус Хереси коллектед виженс император вошел на командную палубу духом щения и увидел Хоруса воитель возвышался над трупом изувеченного ангела обзорный иллюминатор за его спиной заполняла истязаемая планета она казалась безделушкой которую Хорус мог сгробастать одной когтистой рукой повсюду лежали трупы жестоко убитых кустодиев Хорус повернул к императору свое лицо рдеющее изнутри кровавым светом и заговорил бедный сангвини я предложил ему встать у кормила власти при новом порядке он мог бы воссесть по правую руку бога к несчастью он решил держаться проигрывающей стороны он не оставил мне никакого выбора кроме его убийства я задушил его насмерть голыми руками император стоял пригвожденный к месту этой жестокой картиной один сын мертв второй его чудовищно преобразившийся убийца он попытался вытолкнуть из себя слова своим отнявшимся языком в конечном счете ему удалось лишь прошептать почему раздался бешеный хохот почему ты спрашиваешь меня почему разве ты ничему не научился за все эти тысячелетия глупый слабак твоя боязливость не позволила тебе взнуждать силы хаоса вместо того чтобы приручить своих врагов ты просто вступил с ними в противоборство ты смиренно отказался от безграничной власти я совершил то чего не сделал бы ты я подчинил губительные силы своей воли и я поведу человечество в новую эру господства над галактикой я совершил это я Хорус повелитель хаоса владыка рода людского истинный император человечества император посмотрел на своего бывшего любимца и покачал головой он прекрасно понимал какую ловушку угодил Хорус ни одному из когда-либо живших людей не под силу главенствовать над хаосом спокойно сказал он я не пошел этим путем и поэтому ты считаешь меня слабаком ты сам себя обвел вокруг пальца ты слуга хаоса а не его повелитель Хорус преобразился от ярости он простер руку и с нее сорвался заряд псионической энергии император вскрикнул от мучительной боли которая начала терзать его тело почувствуй истинную природу моей силы тогда и расскажешь мне как я заблуждаюсь проревел воитель его голос был глазом разъяренного божества на лбу императора выступили капли пота он собрался с силами справляясь с болью он чувствовал что энергия которой пользуется хорус пропитана скверной хаоса он узнал отметины четырех великих губительных сил тебя обвели вокруг пальца сказал он хорус сделал еще один жест и по венам императора заструился чистый яд обжигая их пронзительной болью я позволил тебе прийти сюда отец чтобы ты мог быть свидетелем моего триумфа преклони передо мной колени и я пощажу тебя признай нового повелителя человечества император с лихорадочной поспешностью мобилизовал свои силы и свою энергию и бросился на своего порочного сына между сражающимися засверкали молнии воздух наполнился вонью озона император прыгнул вперед с поднятым мечом лязгнуло скрещивающееся оружие и они вступили в битву на всех уровнях физическом духовном и псионическом энергетические разряды мелькали взад и вперед полубоги боролись друг с другом и чаша весов на которых лежала судьба галактики при каждом ударе склонялась то туда то сюда рунный меч и молниевые когти сталкивались с оглушительным звоном высвобождаемых энергий хватило бы чтобы снести до основания все на поверхностях целых планет зал превратился в кромешный ад и дух мщения сотрясался от носа до кормы хорус ударил императора наотмашь и тот пробил своим телом каменную переборку воитель прыгнул вниз и ответный удар его противника пришелся в несущую колонну выворотив ее из потолка император чувствовал что в варпе присутствуют силы хаоса они завывали отвлекование и иступление вкачивая еще больше энергии в свою пешку они долго дожидались этой возможности ударить по своему самому страшному врагу повелитель человечества в одиночку противостоял их массированной мощи и понимал что проигрывает каким-то образом он не мог заставить себя ударить по хорусу полную силу да воитель был предателем но где-то глубоко внутри него все еще жил его избранный сын самый лучший из примархов его возлюбленный наследний хорус не выказывал подобной сдержанности молниевые когти вспороли доспехи императора словно ткань рассекая плоть и перерубая кости император парировал псионическим ударом призванным нарушить работу нервной системы воителя хорус расхохотался отразив его без всякого труда его когти пробороздили по горлу императора дробя трахею и перерезая еремную вену из задыхающегося императора потоком хлынула кровь он зашатался поспешно зажимая шею еще один удар перерезал сухожилие на его запястье и безжизненные пальцы выронили меч по залу раскатился безумный хохот хорус едва ли неигриво ткнул императора кулаком сломав ему несколько ребер лицо императора опалил энергетический шквал расплавляя плоть пока она не потекла не лопнул глаз не вспыхнули волосы император подавил стон и спросил себя как он может проигрывать его сознание угрожало погрузиться во тьму хорус ухватил его за запястье дробя кости из горла толчками выплескивалась кровь хорус поднял своего врага над головой и опустил вниз ломая его позвоночник о свое колено император на мгновение потерял сознание придя в себя от вспышки мучительной боли когда хорус вырвал его руки из плечевого сустава воитель испустил триумфальный звериный рев внезапно избиение прекратилось император увидел своим уцелевшим глазом что в зал вошел одинокий кустодий верный гвардеец без колебаний бросился на воителя стреляя из своей алебарды хорус смерил его взглядом и расхохотался какое-то время он стоял с торжествующим видом позволяя телохранителю увидеть что он сотворил с его императором император мгновенно осознал что произойдет дальше он увидел злорадное ликование на лице хоруса и понял что его верный слуга подошел к смертной тюрьке в хорусе не осталось ни следа от его возлюбленного сына те человеческие качества которыми он когда-то обладал были выдравлены практически полностью и сейчас остался лишь демон ведомый безумной разрушительной яростью воитель обратил на кустодия свой пылающий взгляд и броня телохранителя разлетелась на части его плоть осыпалась хлопьями являя скелет но затем исчез даже он превращенный в прах все было кончено за какое-то мгновение эта смерть ранила императора до глубины души телохранитель прослужил ему два столетия если не больше то что с ним сделали было неподобающей наградой за подобную преданность и верность долгу то что хорус убил его с таким бессердечием и так походя бесцеремонно и безжалостно встряхнуло императора оно наконец показало ему что того хоруса которого он знал и любил уже нет он безвозвратно уничтожен безумием хаоса и могуществом который он избрал до этого император надеялся что ему как-нибудь удастся спасти воителя из рабства убительных сил вычистить из него заразу амбиции вернуть плодного сына в родное гнездо и навсегда покончить с этим конфликтом сейчас он понял что это можно прекратить лишь одним способом хватка богов хаоса была слишком сильна их когти чересчур глубоко погрузились в душу хоруса чтобы разжать их тиски императору придется убить своего избранного сына он должен нанести один смертельный удар он знал что у него не будет другой возможности император воспользовался краткой передышкой которую его телохранитель добыл ему своей смертью чтобы овладеть собой достигнув абсолютной сосредоточенности он сфокусировал всю свою псионическую мощь в разряд чистой энергии более когерентный чем лазерный луч более разрушительный чем взрыв звезды он метнул его в воителя это энергетическое копье нацеленное в сердце безумца хорус почувствовал как нарастает энергия и обернулся к императору он осознал мощь атаки и ее смертоносность и удивление написанное на его лице сменилось ужасом псионическая молния императора ударила в воителя хорус закричал под ливнем обрушившиеся на него смерти он извивался и корчился от колоссальных мучений он прилагал яростные усилия пытаясь противостоять смертельному удару императора но его потуги становились все слабее под потоком убийственных энергий император движимый всей силой своего гнева боли и ненависти направлял свою волю на то чтобы убить хоруса он почувствовал что силы хаоса отступают разрывая связь со своей пешкой когда они это сделали к воителю вернулся рассудок император увидел что на его лице забрежило осознание совершенных им злодеяний на нем заблестели слезы хорус рыдал от муки и раскаяния под шквалом псионической атаки императора он мучительно выдавливал из себя свои последние слова я был глупцом я так заблуждался все погублено я предал тебя мой отец я не прошу меня простить окончи мои мучения убей меня немедля я слишком слаб чтобы устоять перед ними они взывают ко мне умоляю покончи с этим хорус был свободен но император знал что умирают и что силы хаоса могут снова овладеть воителем и во второй раз ему их не остановить риск был слишком велик хорус должен умереть и все же вглядываясь в лицо своего старого друга он колебался какой-то краткий миг не в силах совершить это деяние затем он подумал о резне которая все еще продолжалась за бортом и которая могла растянуться на всю вечность и укрепился в своем намерении он изгнал из сердца все милосердие и сострадание выбросил из памяти все что только знал о дружбе товарищечестве и любви его взгляд встретился с глазами хоруса и он увидел в них понимание тогда с полным и холодным осознанием того что он делает император уничтожил воителя он он Субтитры создавал DimaTorzok